Танака, Йосики. Легенда о героях галактики. Том 2. Глава 1. Перед бурей. Сто миллиардов звезд светили ста миллиардами огней. На светах был слаб, так что большая часть бесконечного космического пространства была наполнена обсидиановой тьмой. Бесконечная ночь. Безграничная пустота. Холод, превосходящий воображение. Вселенная не отвергала человечество. Она его просто игнорировала. Вселенная была обширна, но людям всегда не хватало места. Потому что для них имело значение лишь то пространство, которое они могли охватить. А люди делили Вселенную очень прозаично. На регионы, пригодные для жизни, и регионы, непригодные для жизни. А также на судоходные и неподдающиеся захвату. А самые несчастные из людей, профессиональные солдаты, делили все звезды и весь космос на регионы, находящиеся под контролем врага или союзников. Регионы, которые нужно захватить или защищать, и на регионы, где сражаться легко или наоборот сложно. Изначально у этих мест не было собственных названий. Чтобы различать важные для них районы бескрайнего космоса, крошечные люди дали им названия согласно собственным представлениям. Среди таких районов был из Ирландский коридор. Длинный и узкий безопасный тоннель, проходящий сквозь неописуемо сложный участок галактического пространства. В описываемый момент времени сквозь него летел одиночный линкор. Под белым светом звезды класса Джио, его обтекаемый корпус был бы, вероятно, похож на серебристо-серую рыбу, а название корабля «Улисс» отчетливо виднелось на борту. «Улисс». Этот корабль, названный в честь героя древней легенды, входил в состав из Орландского патрульного флота Союза Свободных Планет. Шестью месяцами ранее «Улисс» входил в состав Восьмого флота Союза. Этот флот сражался с врагом в звездной системе Амрицар, участвуя в крупнейшем сражении в человеческой истории и потерял там 90% кораблей и личного состава. То поражение стало концом для Восьмого флота. Жалкие остатки выживших были распределены между другими флотами и военными базами. «Улисс», герой многих битв, не раз сталкивался лицом к лицу со смертью и стал свидетелем разных удивительных событий. Корабль, который назвали в его честь, был не менее героическим, как и его экипаж. Тем не менее, название линкора «Улисс» сейчас было предметом скорее для шуток, чем для уважения. В битве при Амрицаре повреждение, которое понес линкор, было легким. Вражеским попаданием уничтожена была лишь одна система корабля — система бактериальной очистки сточных вод. В результате экипажу пришлось продолжить бой, стоя по колено в злованной жиже. А по возвращении их ждало очень неприятное обращение — линкор со сломанным туалетом. Услышавшие это обращение офицеры связи других кораблей тут же напридумывали множество других эпитетов, среди которых линкор, подбитый в толчок, был одним из самых мягких. Капитан третьего ранга Нильсон, капитан корабля и его старший помощник, лейтенант Эда, провоняли насквозь, пока добрались до Эзерлона, и те, кто их встречал, говорили положенные слова вроде «хорошая работа», таким тоном, какой с трудом сочетался с этими словами. И все же, перед лицом унизительного разгрома, поражение, в котором было потеряно 70% от 30 миллионов солдат, возможно, людям нужен был такой вот улиц. Как повод для шутки или начала разговора, чтобы сохранить их умственное здоровье. Хотя, даже если принять это за правду, к экипажу самого линкора это не относилось. В настоящее время Улисс находился вдали от крепости Эзерлон, выполняя обязанности патруля. Здания по патрулированию долгое время служили для тренировок экипажей, но в этом районе космоса, наполненном переменными звездами, красными гигантами и сходящими с ума гравитационными полями, они были по-настоящему опасны для жизни. Тем более, что территория, контролируемая Союзом Субботных Планет, простиралась только до района, в котором находилась крепость Эзерлон. А на другом конце из Эрлонского коридора находились уже пограничные системы Галактической Империи. В прошлом этот район стал местом многих крупномасштабных сражений, и нередко здесь можно было встретить обломки погибших десятилетия назад кораблей. Неуклюжая фигура капитана Нильсона поднялась с кресла командующего. Оператор доложил об обнаружении неизвестного космического корабля. Система обнаружения противника на Улиссе, как и на других кораблях, включала в себя радар, датчики определения масс и энергии, стайки спутников предварительного обнаружения и прочее. Все они сейчас передавали данные. То, что они обнаружили, было не вражеским флотом, а одиночным кораблем. «Здесь ведь не должно быть дружественных кораблей!» «Нет, сэр! В настоящее время наших кораблей в этом районе нет!» «Значит, метод исключения говорит нам, что это враг!» «Экипажу! Боевая тревога!» Прозвучали сигналы тревоги, и уровень адреналина в крови 140 членов экипажа начал стремительно расти. Солдаты и офицеры четко и уверенно занимали свои места. В наушниках звучала перекличка докладов. «Дистанция 33 световых секунды! Рельсовые орудия готовы! Лазерные орудия готовы! Настройка тактического изображения завершена!» Потом всех прочих перекрыло звучный голос капитана, приказавшего передать сообщение на общем канале. «Остановитесь! В противном случае мы атакуем!» Через пять минут, за которые экипаж успел покрыться холодным потом от напряжения, пришел ответ. Офицер связи, который его получил, в недоумении склонил голову, передавая планшет с текстом капитану. Там значился следующий текст. «Мы не желаем обмениваться ударами. Мы стремимся к мирным переговорам и смиренно просим вас выполнить эту просьбу». «Переговоры!» Пробормотал капитан Нильсон, словно спрашивая самого себя. Его старший помощник Эду скрестил на груди руки. «Давненько их не случалось. Но, может быть, это просто гость?» Под этим словом он имел в виду перебежчика. «Как бы то ни было, все детали выясним потом. Экипажу не покидать боевых позиций. Прикажите им заглушить двигатели и выйти на прямую связь». Капитан Нильсон снял свой форменный берет, полностью черный, за исключением белой пятиконечной звездочки и вытером вспотевшее лицо. Было бы неплохо избежать сражения. В конце концов, даже если он победит, его кораблю тоже не избежать повреждений. Поэтому он прикипел взглядом к изображению вражеского корабля, которое медленно приближалось на одном из экранов. Корабль не так уж отличался от Улисса, и капитан подумал, «Интересно, а люди там сейчас тоже сидят как на иголках, как и мы». Изерлан был рукотворной планетой, висящей в пространстве между Галактической Империей и Союзом Субботных Планет, вращаясь вокруг звезды под названием Артена. Находясь в самом центре изерланского коридора, он не позволял обойти себя, начав вторжение на территорию противника. Этот искусственный мир, построенный Империей, и совсем недавно захваченный Союзом, был 60 километров диаметром. Если разрезать его на тонкие ломтики, то внутри можно было бы увидеть несколько тысяч этажей. Поверхность же была защищена многослойной броней из сверхтвердой стали, кристаллического волокна и суперкерамики, каждый слой которой был обработан специальным зеркальным покрытием для защиты от лучевого оружия противника. Для вязчей защиты крепость была покрыта такой броней в четыре параллельных слоя. Она была способна выполнять любую функцию, требующуюся от стратегической базы, атакующую, защитную, снабженческую, ремонтную, медицинскую, обеспечивать связь, сбор разведданных, управление передвижением кораблей. Космопорт мог принять до 20 тысяч кораблей, а ремонтные доки чинить одновременно 400. В госпиталях было 2000 мест. Арсенал же в состоянии был выпускать до 7500 термоядерных ракет в час. Общее количество солдат в гарнизоне крепости и в экипажах патрульного флота выросло до 2 миллионов. Помимо них, в крепости жили еще 3 миллиона гражданских. Большая часть из них была членами семи солдат, но немало было и гражданских, технических специалистов, а также тех, кому военное руководство позволило взять на себя обеспечение жизненных потребностей и развлечений. Среди них было несколько заведений, где работали только женщины. Несмотря на то, что Изерлон являлся военной крепостью, он также был огромным городом с населением в 5 миллионов человек. Среди обитаемых планет галактики нередко встречались и менее населенные. Общественная инфраструктура также была хорошо выстроена, начиная со школ, детских садов и родильных домов и заканчивая театрами, концертными залами и 15-этажным спортивным центром. Кроме того, в крепости были огромные автономные водохранилища, водородные реакторы, выполняющие также функцию переработки просной воды, обширные ботанические сады, использующиеся и как часть системы снабжения кислородом и для так называемой лесной терапии, а также гидропонные ранчо, являвшиеся основными источниками растительного белка и витаминов. Командующим как самой крепости, так и приданного к ней патрульного флота, то есть человеком, ответственным за этот космический город и командиром его вооруженных сил, был адмирал Союза свободных планет Ян Венли. Большинству людей было бы трудно представить, что Ян Венли является одним из высших офицеров флота Союза. Собственно говоря, его вообще нельзя было принять за военного, даже когда на нем была форма. Он не был каким-то вдумчиво выглядящим старым джентльменом, какими представляют адмиралов. Не был и огромным мускулистым гигантом. Не походил он также и на хладнокровного гения или бледного молодого аристократа. Ему было 30 лет, хотя он и выглядел несколько моложе своего возраста. Его глаза и волосы были черными, рост и телосложение средними, лицо тоже вполне обычным, по нему нельзя было сказать, что его хозяин обладает редким талантом. То, что было в нем необычным, находилось не снаружи черепа, а внутри него. В прошлом году, в 796 году космической эры, все военные успехи Союза Свободных Планет были достигнуты им. Он захватил у Галактической Империи крепости Зерлон, чья неприступность вошла в легенды, и сделал это, не пролив ни капли крови своих солдат. В сражениях при Астарте и Амрицере, в котором вооруженные силы Союза потерпели сокрушительный разгром от рук имперского адмирала Райнхарда фон Лоенграма, только спокойное и умное командование Яна спасло его соотечественников от полного уничтожения. Если бы не он, в хрониках Союза Свободных Планет для описания 796 года хватило бы одного слова – поражения. Этот факт признавали все. Именно поэтому Ян в течение года продвинулся от звания командора до адмирала. Однако сам молодой адмирал был не особенно счастлив своим оглушительным успехом. Несмотря на то, что Ян был военным гением, сам он не находил ничего хорошего в явлении, называемом войной. Не раз он мечтал выйти в отставку и вернуться к мирной жизни, но пока ему этого не удавалось. В тот день он отдыхал, играя в трехмерные шахматы в своей квартире на Изерлоне. «Шах!» – азартно крикнул Юлиан Минц. Ян, взъерошив свои черные волосы, признал поражение. Почему-то на игру в шахматы его стратегические таланты не распространялись. «Ну что ж, похоже, в семнадцатый раз проиграл». Он вздохнул, но в его голосе не чувствовалось ни раздражения, ни разочарования. «Восемнадцатый!» – с улыбкой поправил его Юлиан. Еще почти ребенок, а он был в два раза младше Яна. Многие считали этого кореглазого юношу с льняными волосами очень привлекательным. Три года назад Юлиан попал под опеку Яна через гражданскую программу, называемую законом Треверса. Согласно ему, оставшиеся сиротами дети солдат, погибших в бою, должны были воспитываться в семьях других солдат. Юлиан был лучшим учеником школы, лучшим в году по количеству набранных очков игроком во флайбол, и, получив звание, эквивалентное младшему капралу как гражданский специалист на военной службе, показал выдающиеся результаты в стрельбе. Хотя это немного смущало его опекуна Яна, но также было и поводом для гордости. «Единственным недостатком Юлиана», сказал как-то Алекс Кассельн, острый на язык товарищ Яна по военной академии. «Является то, что он так почитает тебя, Ян. У него ужасный вкус. Если бы не это, я бы с радостью отдал за него замуж одну из своих дочерей». У 36-летнего Кассельна действительно было две дочери, правда, старшей из них недавно исполнилось семь. Ян, по-видимому, так и не усвоив урок, сказал «Сыграем еще раз». «Вам правда так хочется проиграть девятнадцать раз подряд? Не то чтобы я против, но...» Это Ян научил Юлиана играть в трехмерные шахматы, но ученику потребовалось меньше полугода, чтобы превзойти учителя. И с тех пор разрыв в их способностях лишь увеличивался. Но все же, когда Юлиан говорил, что он хорош в шахматах, это всегда ограничивалось шуткой. И такая тенденция распространялась не только на шахматы. Подсознательный юноша был твердо убежден, что никогда и ни в чем не сможет сравниться с Яном. Прозвучал мелодичный сигнал вызова, и на экране видеофона появилась привлекательная девушка-офицер с ореховыми глазами и золотисто-каштановыми волосами. «Командующий, это старший лейтенант Гринхилл». Она служила адъютантом Яна с прошлого года и недавно была повышена в звании. «В чем дело? Я сейчас немного занят». Спросил Ян голосом, в котором не слышалось ни капли энтузиазма. «Линкор имперторского флота прибыл с посланником. Он хочет встретиться с вами по какому-то срочному делу». «Хочет встретиться?» Казалось, молодой адмирал не особо удивлен. Тем не менее, он прервал шахматную партию и собирался уже покинуть каюту, когда его остановил голос Юлиана. «Адмирал, подождите!» «Вы забыли свое оружие!» Пистолет по-прежнему лежал на столе, куда он его бросил. «В нем нет необходимости». Раздраженно отмахнулся молодой адмирал. «Но идти безоружным слишком... Предположим, я возьму пистолет», сказал Ян. «Предположим, даже что выстрелю. Ты правда думаешь, что я в кого-нибудь попаду?» «Ам... нет». «Но тогда и брать его бессмысленно, верно?» Ян развернулся, направившись к штабу командования, и Юлиан паникуя последовал за ним. Дело не в том, что Ян был бесстрашен или дерзок, просто он отчетливо видел границы человеческих способностей. Он захватил неприступный изерлон, использовав трюк, которого никто не смог предсказать. И это научило его, что там, где в дело вовлечены люди, не бывает совершенства и ничего нельзя гарантировать. Ян никогда не стремился стать солдатом, а мечтал лишь о жизни историка. Именно из книг по истории он и узнал, что каким бы сильным ни было государство, оно рано или поздно развалится, и каким бы великим ни был герой, вслед за обретением могущества наступит и падение. То же относится и к жизни. Герой, переживший множество битв, умирает от осложнений гриппа. Последний оставшийся в живых в кровавой борьбе за власть гибнет от рук неизвестного убийцы. Император Атфит Третий, боящийся отравления, ничего не ест и в итоге умирает от истощения. Когда удача уходит, она уходит, и никакая осторожность уже не спасет. Ян не брал с собой даже телохранителей. Когда он получил назначение на Эзерлон, за ним поначалу присматривали четыре смены по двенадцать человек, но они следовали за ним даже в туалет, так что он быстро устал и отказался от них. С другой стороны, Ян уделял большое внимание работе охранной системы крепости. Он разделил ее функции между тремя отдельными станциями, поставив их под взаимное перекрестное наблюдение. Взять ее под контроль было возможно, только захватив все три станции. Кроме того, в системе кондиционирования воздуха были установлены специальные устройства, анализирующие атмосферу на предмет отравляющих веществ. Было и множество других усовершенствований. Все это было сделано потому, что он сам, захватив крепость, знал о несовершенстве охранной системы. Другой причиной, которая заставила его учесть все возможное и невозможное, было военное руководство, без конца твердящее о необходимости обезопасить крепость, а также нервничающие подчиненные, чиновники, а также нервничающие подчиненные, чиновники, требующие отчета о расходовании бюджета, любящие учнять проверки политики, и журналисты, только и ждущие, что что-то пойдет не так. Именно для этих людей и были нужны эти излишние действия, позволяющие сказать, смотрите, система охраны из Орлона совершенна. Я ясно вижу, как в головах людей остается все меньше ума по мере того, как они поднимаются выше. Пожаловался однажды молодой адмирал Юлиану. Если вы это понимаете, то вас не застанут врасплох вместе с ними. Пока нет лишних проблем, разве вам не кажется, что все в порядке? Ответил мальчик так, словно в этой комнате взрослый именно он. А потом сменил тему. Меня больше волнует то, что по мере того, как вы поднимаетесь выше, растет и потребление вами алкоголя. Попытаетесь хоть немного уменьшить его? Я правда стал настолько больше пить. По крайней мере в пять раз по сравнению с тем, что было три года назад. В пять раз? Нет, не может быть, чтобы так много. Под сомневающимся взглядом Яна Юлиан вывел на экран компьютера данные о расходах на домашнее хозяйство за последние три года. Показатель 100, примененный к расходам на алкогольные напитки три года назад, вырос до 491. Поскольку в это число не входило выпитое вне дома, то у Юлиана были все основания утверждать, что потребление увеличилось в пять раз или больше. Не имея возможности спорить, Ян пообещал воздержаться от выпивки, но оба они испытывали сомнения в том, как долго он сможет держать обещания. Два часа спустя Ян собрал свой командный состав в зале совещаний. Это был тот самый зал, в котором, когда крепость принадлежала империи, встречались комендант крепости, командующий базирующимся в ней флотом. В то время для совещаний были нормы и споры, после которых каждый оставался при своем мнении. Состав собравшихся вокруг стола сейчас был следующим. Контр-адмирал Аликс Кассельн, начальник администрации крепости, бригадный генерал Вальтер фон Шанкопф, глава службы безопасности, контр-адмирал Фишер, заместитель командующего патрульным флотом, контр-адмирал Мурай, начальник штаба, коммодор Патричев, заместитель начальника штаба, капитан Блад Джо и капитан третьего ранга Лао, офицеры штаба, старший лейтенант Фредерико Гринхилл, адъютант командующего. Также присутствовали капитан третьего ранга Нильсон, капитан линкора Улисс и его старший помощник лейтенант Эда. Ян, как обычно, оглядел лица собравшихся офицеров, а потом открыл рот, чтобы заговорить. На самом деле, говорить официально у него получалось плохо. Скорее было похоже, что он разговаривает с друзьями за чашкой чая. «Думаю, вы все уже знаете, что на линкоре Брокен прибыл посланник из Галактической Империи с довольно интересным предложением. Суть его состоит в том, чтобы произвести обмен двумя миллионами военнопленных, которые сейчас находятся, соответственно, в руках Империи Союза. «Так им тоже тяжело кормить их», — саркастически заметил Кассельн. Среднего роста, со здоровым телосложением, он был скорее военным чиновником, а не солдатом, более опытным в работе в тылу, чем на линии фронта. Мастер кабинетной работы, он был специалистом в обеспечении линий снабжения и административной деятельности. После поражения при Амрицере на него возложили вину за провал плана снабжения экспедиционного флота. Хотя на самом деле эта катастрофа была вызвана хитрой стратегией Гросс-Адмирала Империи Лоенграма и отправили на дальнюю базу, но позже, по просьбе Яна, перевели на Изерлон. Справедливости ради стоит отметить, что Алекс Кассельн сейчас являлся фактически мэром города Изерлон с пятью миллионами жителей и справлялся с этим замечательно. Его способности к управлению, пожалуй, оказались бы полезны даже в более крупных и сложных организациях. Это, скорее всего, одна из причин. Ответил Ян. В любом случае, тут я тоже виноват. Количество взятых в плен при захвате крепости было сравнимо с населением большого города. Бригадный генерал Вальтер фон Шанкопф улыбнулся этому обмену фразами. Тридцати трехлетний мужчина с тонкими чертами лица, он был тем, кто непосредственно исполнил план Яна на Изерлоне. Рожденный в семье имперских аристократов, он попал в союз еще ребенком, вместе со сбежавшими из империи дедушкой и бабушкой. Он был умен и отважен, обладал неукротимым духом, который некоторые считали опасным. Но сам он всегда оставался спокоен, даже под враждебными и подозрительными взглядами. Но все же смеяться тут не на чем. Продолжил Ян. Фраза «Им тяжело кормить их» на самом деле имеет серьезное значение. Очень скоро обстоятельства могут сложиться так, что они действительно не смогут делать этого. Что вы имеете в виду? Проще говоря, мы можем рассматривать это предложение как знак того, что Райнхард фон Лоенграм наконец решился вступить в вооруженное противостояние с Коалиции Высшей Знати. Когда Ян произнес имя этого белокурого молодого человека, которого во флуке Союза считали самой большой угрозой, в зале установилась напряженная тишина. В последние несколько месяцев Ян постоянно думал об этом. Что делать с маркизом Лоенграмом, все ближе подбирающимся ко власти в Галактической Империи? Райнхарду для того, чтобы захватить власть, нужно было уничтожить группу могущественных аристократов, считающих его врагом. Это вполне вероятно обернется полномасштабной гражданской войной. И Ян отлично понимал, что маркиз Райнхард готовится к этому конфликту. Проблема заключалась в том, что маркиз Лоенграм не мог не учитывать в своей подготовке Союз Сободных Планет. Он не станет наблюдать со стороны, как его противники в Империи объединяются с Союзом и не позволит флоту Союза дождаться того, как гражданская война истощит обе противоборствующих стороны в Империи. Несмотря на то, что раны, понесенные Союзом при Армитсоре, еще не зажили, и флот не готов к новым кампаниям, молодой имперский главнокомандующий несомненно не пустит ничего на самотек. Так что же он предпримет? Ян пытался проанализировать обстоятельства, в которых находится Райнхард. Существовали определенные рамки, в которые он поставлен, и очевидно, он будет строить планы, учитывая их. Результаты анализа выглядели следующим образом. Первое. Райнхарду понадобятся все силы, чтобы справиться с объединением знати. Второе. Поэтому сражение на двух фронтах сразу невозможно. Третье. Исходя из пунктов 1 и 2, получаем, что по Союзу нужно ударить с помощью уловки, а не военной силы. Четвертое. Разделить врага и заставить сражаться между собой лучшее, что можно сделать в такой ситуации. Когда Райнхард дойдет до этого пункта, Ян мог догадаться, что последует дальше. Он найдет способ расколоть армию Союза изнутри. Вот что должен сделать Райнхард. Вот что он сделает. Ян не мог придумать чего-либо еще, если бы оказался на месте Райнхарда. Если бы силы Союза разделились и сражались друг с другом, Райнхард был бы свободен воевать с аристократами и не боялся бы нападения с тыла. Что же конкретно он сделает в таком случае? Дойдя до этой точки в своих рассуждениях, Ян останавливался. Здесь вариантов уже было больше. И он не мог предугадать решение противника. А может, я слишком много об этом думаю? Ян не мог не сомневаться. Он не был настолько уверен в себе, как считали другие. Как бы то ни было, его работа заключалась не в стремлении к истине или гуманизму. И не в погоне за какими-то вечными ценностями. Это было противостояние. Победа или поражение. Если он окажется на шаг впереди противника, значит, его работа была выполнена хорошо. Но это лишь на словах звучало так просто. На деле же опередить на шаг гения вроде маркизы Лоэнграмма было невероятно трудно. У Яна был лишь один повод для сожалений. Во время прошлогодней битвы при Амрицаре он сделал все возможное и даже больше. Но он не мог сказать того же о предшествующем ему совещании в штабе стратегического планирования. Даже если бы все обернулось скандалом, может быть, ему стоило попытаться противостоять безответственной агрессивной риторике милитаристов. «Хотя, разумеется, у меня не было шансов удалить их». Маршал Се Ян. В любом случае, Ян должен был доложить о поступившем из Империи предложении об обмене пленными на Хайнессон в столицу Союза, названную в честь его отца-основателя. Правительство, скорее всего, согласится с этим предложением. Военно-пленные не имели избирательного права в отличие от вернувшихся солдат. Более двух миллионов голосов плюс голоса их семей никто не захочет упускать. Несомненно, по этому поводу устроят грандиозное празднество. «Эй, Юлиан! Давненько мы не были в столице. Но, похоже, у нас, наконец, появилась возможность вернуться на Хайнессон». Его голос было весело, что показалось Юлиану немного странным. Поездка на Хайнессон будет полна церемоний, приемов, речей. Всего того, что Ян так ненавидел. Но сейчас у Яна появилась причина, по которой ему нужно было попасть на Хайнессон. Обмен военно-пленными производился не от лица правительств, а от лица армейского руководства. Оба государства считали лишь себя законными правителями человечества и не признавали существования конкурента. Поэтому установить официальные дипломатические отношения было невозможно. Если бы такая глупая ожесточенность существовала между двумя отдельными людьми, это было бы лишь поводом для смеха. Но когда подобная ситуация сложилась между народами, люди были готовы принимать это за достоинство. 19 февраля в крепости Изерлон состоялась церемония обмена пленными. Представители вооруженных сил обоих государств обменялись списками и подписали сертификаты. Флот Галактической Империи и флот Союза Субботных Планет в соответствии с принципами военного регулирования в настоящем постановляют вернуть всех попавших в плен солдат и офицеров и обязуются выполнить это постановление в полном объеме и не нарушая воинской чести. 19 февраля 488 года по имперскому календарю. Адмирал флота Зигфрид Кирхиаис Полномочный представитель флота Галактической Империи 19 февраля 797 года Космической Эры Адмирал Ян Венли Полномочный представитель флота Союза Субботных Планет Когда Ян закончил подписывать, Кирхиаис обратился к нему с юношеской улыбкой. «Наверное, формальности необходимы, но в то же время в них есть что-то нелепое. Вам не кажется, Адмирал Ян?» «Полностью с вами согласен». Ян изучал Кирхиаиса. Он и сам был молод, но Кирхиаис еще моложе. Всего 21 год. Это был красивый молодой человек. Волосы даже не рыжие, а рубиново-красные, добрые голубые глаза, высокий рост. И несмотря на то, что всем было известно, что он один из самых смелых и могущественных адмиралов Империи, он произвел приятное впечатление на всех женщин из Орлона. Ян сталкивался с ним в битве при Амрицаре, знал, что тот является правой рукой Райнхарда фон Лоенграма, и все же этого молодого человека трудно было воспринимать как врага. Похоже, что у Кирхиаиса сложилось такое же впечатление о Яне. Его рукопожатие при прощении было крепким, а не просто формальным. Чуть позже, когда представители Империи улетели, Юлиан выразил о нем свое мнение. «Вношает симпатию, да?» Ян кивнул, хотя ему казалось странным, что вражеский командир вызывает в нем больше уважения, чем собственное правительство. Конечно, не было ничего необычного в том, что враг впереди куда честнее тех, кто сговаривает за спиной. Да и враг и союзник всегда могут поменяться местами. Как бы то ни было, церемония приветствия возвращающихся солдат дала Яну возможность оправдать необходимую ему поездку на Хайносон. Спустя четыре недели после отбытия Сазерлона Ян и Юлиан достигли столичной планеты Хайносон. Избегая центрального космодрома, находящегося в жутком хаосе из-за двух миллионов возвращающихся солдат, членов их семей, стремящихся поприветствовать их, и огромных толп журналистов, они приземлились на космодрометрии, обслуживающем лишь местные пассажирские грузовые линии. Там они сразу же сели на автоматическое такси и отправились в район, где располагались дома офицеров. Однако, проехав через складские районы и рабочие кварталы на улице Хатчессона, они неожиданно наткнулись на заграждение. Полицейские, сильно потея, направляли огромные толпы людей. Похоже, они пытались заменить собой неисправную центральную систему управления наземным движением, но Ян и Юлиан не могли понять, почему дорога перекрыта. Ян вышел из такси и подошел к выглядевшему совсем неопытным молодому офицеру. «В чем дело? Почему мы не можем проехать?» «Ничего, пожалуйста, не подходите ближе, это опасно!» Выдав это противоречивое заявление, офицер оттолкнул Яна. Адмирал был в гражданской одежде, поэтому, видимо, полицейский не узнал его. На мгновение Ян почувствовал легкий соблазн раскрыть свое имя и узнать, что происходит, но все же отвращение к привилегиям перевесило любопытство, так что он промолчал и вернулся в такси. Только после того, как они сделали широкий круг и, наконец, добрались до своего дома на улице Сильвер-Бридж, Ян узнал, что творится в столице в последние месяцы. Стоило им включить новостной канал, как из динамиков раздалось. «В настоящее время продолжаются вспышки преступлений, совершаемых возвращающимися солдатами. Очередная трагедия случилась сегодня на улице Хатчессона, и ситуация там до сих пор не разрешилась. По крайней мере, трое были убиты». Скорбное выражение лица диктора плохо сочеталось с оживлением в голосе. Солдаты нередко используют галлюциногены и стимуляторы, чтобы справиться со страхом смерти, в результате чего со временем привыкают к ним и становятся наркоманами. А потом они возвращаются к мирной жизни и однажды просто не выдерживают. Страх и безумие становятся невидимой магмой, которая рано или поздно вырвется, сжигая все вокруг. В связи с этим Яну пришла в голову мысль. Он позвал Юлиана и попросил его найти некоторые материалы, связанные со статистикой преступлений. Он бы сделал это сам, но не умел так хорошо работать с базами данных. Все оказалось так, как и ожидал Ян. Количество преступлений выросло на 65% по сравнению с тем, что было 5 лет назад. А число арестов, напротив, уменьшилось на 22%. По мере разрушения общества, качество обеспечения правопорядка тоже ухудшалось. В этой долгой войне погибли миллионы людей. Столь же огромное число было призвано на военную службу. В итоге во всех областях общества появилась нехватка человеческих ресурсов. Врачи, учителя, полицейские, системные администраторы, компьютерные техники. Количество опытных работников сильно сократилось, их место заняли новички или они и вовсе остались вакантными. Таким образом, структура поддержки армии, само общество ослабевала. Слабое общество неизбежно приводило к ослаблению армии. Слабая армия теряла еще больше солдат и искала им замену в обществе. Можно сказать, что этот порочный круг соткан из противоречий, которыми и являлась в определенном смысле война. «Хотелось бы показать это всем тем фанатикам-милитаристам, которые говорят, «Коррупция, которая исходит от мира, пугает меня больше, чем разрушение, производимое войной», — подумал Ян. Продолжат ли они утверждать, что воюют ради защиты общества, если сами ведут его к гибели? Что вообще они защищают?» Отложив таблицы, которые просматривал, Ян перевернулся и лег лицом на диван. Думая на эту тему, он не мог не задаться вопросом, есть ли смысл в том, что делает он сам. Мысль о том, что все это может быть бессмысленным, угнетала его. Церемония прошла на следующий день и закончилась обычным пустым красноречием и истеричным милитаристским безумием. «У меня такое чувство, будто за эти два часа я растратил запас терпения, отмеренный на всю жизнь», — пожиловался Ян Юлианну, когда они покинули зал. «На этот раз он и правда хорошо держался», — подумал юноша. Раньше его опекун открыто демонстрировал несогласие с выступавшими и мог даже остаться сидеть, когда все вскакивали на ноги. Но теперь он не зашел дальше того, чтобы бормотать себе под нос язвительные комментарии вроде «О чем ты вообще говоришь?» И «Да это просто смешно». Выйдя на крыльцо, Ян выдохнул, словно пытаясь избавиться от ядовитых испарений, витающих внутри. И вдруг заметил группу, состоящую примерно из ста человек, не спеша марширующих по дороге впереди. Они были одеты в длинные белые одежды с красной окантовкой и что-то скандировали, высоко поднимая плакаты. Приглядевшись, Ян прочитал надпись «Святая Земля в наших руках». «Кто это такие?» — спросил Ян молодого офицера, стоящего рядом. А, это последователи Церкви Земли. Церковь Земли? Вы не слышали? Эта религия в последнее время распространяется с безумной скоростью. Объект поклонения в этой религии, если это правильный термин, это сама Земля. Земля? Земля. Родина человеческой расы. В каком-то смысле является святыней. Святой Землей. Прямо сейчас она находится в руках Галактической Империи. Последователи этой религии хотят вернуть ее военным путем и построить там храм, который стал бы проводником для душ всего человечества. И все должны присоединиться к священной войне ради этой цели, какие бы жертвы не пришлось принести. Ян не мог поверить тому, что только что услышал. Они же не могут быть серьезны. Нечто подобное просто невозможно. Я бы не был так в этом уверен. Повернувшись к нему, сказал Юлиан с неожиданной горячностью. Справедливость на нашей стороне. Кроме того, Адмирал Ян, у нас есть такой великий полководец, как вы. Поэтому мы действительно можем уничтожить тиранию Галактической Империи и можем даже восстановить Землю. Разве я не прав? Я не знаю. Ответил Ян, стараясь не показывать своего плохого настроения. Ничего не бывает так просто. Семена фанатизма проявляются в каждом поколении. И все же это звучало, но редкость нехорошо. Земля действительно была родиной человеческой расы, однако, как ни крути, теперь это был разве что повод для сентиментальных чувств. Восемь столетий назад Земля перестала быть центром человеческого общества. Когда территория цивилизации возрастает, ее центр сдвигается. История доказала это. Так откуда взялась идея, что можно пролить кровь миллионов, чтобы вернуть истощенный пограничный мирок? Кстати, раз уж об этом зашла речь, они напоминают мне другую организацию. Как сейчас дела у рыцарей-патриотов? Спросил Ян. Я на самом деле не знаю, хотя слышал, что многие из их членов присоединились к Церкви Земли. Как бы то ни было, их идеи довольно близки, так что это кажется вполне естественным. Интересно, не один ли у них организатор? Произнес Ян. Но так тихо, что офицер, похоже, его не услышал. Решив отдохнуть дома до назначенного на вечер праздничного приема, Ян вместе с Юлианом сел в автоматическое такси и погрузился в размышления. Давным-давно на земле существовали люди, которых называли крестоносцами. Они заявляли, что стремятся вернуть святую землю и использовали имя Господа, вторгаясь в другие страны, сжигая города, отбирая сокровища и убивая людей. Они не испытывали стыда за свои бесчеловечные действия, они по-настоящему гордились своими достижениями в преследовании неверующих. Это было грязное пятно в истории человечества, вызванное невежеством, фанатизмом и нетерпимостью. Эти события служили горьким доказательством того факта, что безоглядная фанатичная вера в Бога и справедливость может сделать человека жестоким и безжалостным чудовищем. Неужели эти террористы пытаются воссоздать в галактическом масштабе глупость более чем двухтысячелетней давности? Есть пословица, говорящая, «Тот, кто творит добро, делает это в одиночку», «А тот, кто творит глупость, всегда ищет товарищей». И горе тем, кто последует за такими людьми. Но действительно ли это движение по возвращению из земли было не более чем глупостью, как казалось на первый взгляд? За спиной крестоносцев стояли купцы из Венеции и Генуи, стремящиеся ослабить влияние мусульман и монополизировать торговлю между Востоком и Западом. Амбиции и холодный расчет поддерживали этот фанатизм. И если предположить, что история повторяется, возможно ли, что третья сила, Физзан, стоит за всем этим? Яна ошеломила эта внезапно вспыхнувшая в голове мысль. В тесном пространстве такси он так вздрогнал, что Юлиан спросил, что случилось. Дав ему неопределенный ответ, Ян снова погрузился в свои мысли. С точки зрения Физзана было бы очень выгодно, если бы империя и союз вышли на новый уровень взаимной ненависти из-за спора о земле. Но если оба противоборствующих государства понесут невосполнимые потери и рухнет вся система, разве Физзан, зависящий от торговли, не пострадает вместе с ними? Если бы деятельность не ограничивалась объемом, которым могли управлять воли и расчеты Физзана, то разжигать подобное было бы бессмысленно. А энергия фанатизма рано или поздно обязательно вырвется из-под контроля и взорвется. На Физзане не могли об этом не знать. Ян не мог поверить, что они всерьез стремятся вернуть Землю и восстановить ее утраченное величие. Но... Я просто не понимаю. Пробормотал он, непроизвольно скривившись. О чем вообще думают эти физзанцы? Потом он посмеялся над собой, подумав, что слишком разволновался, хотя вообще нельзя было доказать причастность Физзана к деятельности Церкви Земли. Они наконец добрались до дома. Желая прийти в себя после истощающей церемонии, Ян попросил Юлиана. Можешь налить мне бренди? Но у нас есть овощной сок. Мальчик сделал многозначительную паузу. Послушай, ты правда считаешь, что овощной сок может воодушевить? Это зависит от вашего старания. Ах, где это ты такое услышал? Все на изерлоне, мои учителя. Ян зарычал. Вспомнив лица Кассельна и Шон Копфа. Мне нужно было получше подумать об образовательной среде. Юлиан улыбнулся и смилостивился, принеся бокал, но строго сказал, что больше пить нельзя. Прием был неплох, по крайней мере по сравнению с предшествующей церемонией. Хотя лишенные чувства юмора, несколько бессвязной речи политиков, финансистов и высокопоставленных чиновников продолжались, истеричности в них на сей раз было меньше. На изерлоне тоже проводились праздничные вечеринки для улучшения взаимоотношений гражданских и военных. Но, как человек ответственный за крепость, Ян настоял, чтобы делать это в собственном стиле. Когда его просили произнести речь, он говорил, «Все, пожалуйста, наслаждайтесь праздником!» И этим ограничивался. И среди военных, и среди гражданских было немало любителей произносить красочные речи, но если сам адмирал Ян говорит так кратко, чиновникам и офицерам оставалось лишь подражать ему. Двухсекундная речь в стиле адмирала Яна стала отличительной чертой из ирландских торжеств. Молодой черноволосый адмирал, ставший живой легендой, даже на этом приеме стал объектом интереса дам из высшего света и был вынужден весь вечер использовать рот не только для еды и питья. «Адмирал Ян, почему вы не надели свои медали?» «Но эти штуки такие тяжелые, что когда я надеваю их, то при ходьбе меня клонит вперед». «Ах, подумать только!» Мой воспитанник говорит, что при этом я выгляжу как старик, ковыляющий и согнувшись, так что... Да, мы приятно смеялись, но вот тому, кто их развлекал, было не слишком весело. Он просто пошел на компромисс, так как посчитал это частью своих обязанностей. В углу огромного танцевального зала Юлиан нашел себе место, чтобы присесть, и раз делать ему больше было нечего, стал разглядывать снующих туда-сюда людей. Все десять тысяч присутствующих были известными людьми, так что зрелище было впечатляющим. Глава государства, председатель Верховного Совета Джоб Трунихт тоже был здесь. Ян ненавидел этого известного мастера риторики так глубоко, что отключал визор всякий раз, когда тот появлялся на экране. Трунихт, похоже, мудро старался избегать знаменитого адмирала. В конце концов, Ян выскользнул из кольца дам и быстро подошел к Юлиану. «Думаю, нам пора выбираться отсюда». «Да, адмирал». Все приготовления были проделаны заранее. Юлиан сходил за сумкой, оставленной на стойке регистрации, и Ян зашел в туалет, где переоделся в какую-то неописуемую гражданскую одежду. Парадная форма поместилась в ту же сумку, и они с мальчиком покинули здание никем неузнанными. Ресторан Михайлова, хотя называть его так, значило погрешить против истины, был небольшой закусочный неподалеку от входа в парк Кортвилла, расположенного чуть в стороне от центра города, где бывали в основном рабочие. Также сюда заходили небогатые парочки, не имеющие ничего, кроме молодости и надежд, чтобы купить еды и выпивки, и потом посидеть с ними на скамейке под светом уличных фонарей. Такое вот местечко. Когда клиентов было много, у Михайлова, бывшего в свое время коком на корабле, не было времени обращать внимание на их лица. Да и освещение всегда было тусклом. Так что, когда к нему подошла необычная компания, и старика, молодого мужчины и мальчика, он не стал приглядываться к ним. Троица заказала жареную рыбу с картошкой фри, киш, французский пирог, и чай с молоком. А потом сели вместе, полностью заняв одну из скамеек, и принялись за еду. Своеобразный пикник поколений. В конце концов, никому из них не удалось толком поесть на недавней вечеринке. Фу, пробираться в такое место просто, чтобы поговорить без свидетелей, «Та еще головная боль», сказал старший из троих. «А мне понравилось», ответил ему черноволосый мужчина. Напомнило мне о днях в военной академии. Тогда нам приходилось напрягать мозги, чтобы обойти комендантский час. Если бы люди поняли, что старик — это адмирал Бьюкок, главнокомандующий космической армады Союза, а второй — адмирал Ян Венли, командующий крепости Эзерлон, то все во главе с Михайловым лишились бы дароречи. Два военачальника по отдельности покинули прием, чтобы встретиться в этом месте. Было что-то в этой простой еде из рыбы с картошкой, что вызывало ностальгию. Ян вспомнил, как в прежние времена он ускользал из общежития и вместе со своим другом-сообщником Жаном Робером Лаппом, чтобы удовлетворить свои подростковые аппетиты дешевой и вкусной едой из подобных забегаловок. Там же они впервые попробовали алкоголь, и адмирал со стадом вспомнил, как они выпили шнапса и, пошатываясь, вышли из бара, где упали на тротуар. Хозяин позвонил Джессике, которая тут же примчалась и оттащила молодых людей на задворки, где на них не могли наткнуться суровые инструкторы. «Жанр Робер Лапп! Ян Венли! Проснитесь! Сядьте прямо! Вы хоть представляете, что случится, если мы не вернемся в общежитие до рассвета!» Черный кофе, которым Джессика напоила друзей, был странно сладок. Тот самый Жанр Робер Лапп погиб в прошлом году в битве при Астарте. Его невеста Джессика Эдвардс была выбрана представителем планеты Тернузен в национальном собрании, где находилась в первых рядах антивоенной фракции. Все изменилось. Время движется вперед, дети становятся взрослыми, взрослые стариками, и вещи, которые нельзя отменить, лишь множатся. Голос старого адмирала вырвало Яна из воспоминаний. «Что ж, здесь нас никто не узнает. Можешь, наконец, сказать то, что собирался?» «Ну ладно», – медленно произнес Ян и сделал глоток молочного чая. «Возможно, в этой стране скоро произойдет государственный переворот». Небрежным тоном сказал он потом. Рука старого адмирала замерла, не донеся до рта чашку. Переворот? Да. Это был вывод, к которому Ян пришел в своих размышлениях. Он четко, но очень подробно объяснил свое понимание намерений маркиза Лоэнграмма, а также то, что исполнители его плана, скорее всего, не будут знать, что именно он манипулирует ими. Бьюкок кивнул, признавая его доводы. «Понятно. Логика в этом есть. Но верит ли сам Лоэнграмм в успех этого переворота? Его вполне устроит и неудача. С точки зрения маркиза Лоэнграмма важно лишь то, что наши силы будут разделены». «Ясно». Старый адмирал сжал в руки опустевший стаканчик из-под чая. А тем не менее... Продолжил Ян. Прежде чем удастся устроить переворот, нужно убедить в возможности успеха тех, кто будет в нем участвовать. Значит, нужно предоставить им детальный план. Такое, чтобы на вид казался легко осуществимым. Аааа. Локальное восстание, если оно не будет крупным и не вызовет цепной реакции в других регионах, не сможет в достаточной степени потрясти центральную власть. Наиболее же эффективный метод – захватить столицу изнутри. Особенно если удастся взять правительство в заложники. Это несомненно так. Но сложность тут в том, что политический центр является также и центром военных. Если восставшие столкнутся с более сильным, хорошо организованным противником, восстание провалится. Любой достигнутый ими успех может быть лишь краткосрочным. Ян забросил в рот последний кусочек жареного картофеля, прежде чем продолжить. Это создает необходимость скомбинировать захват политического центра и локальное восстание. Глаза сидящего рядом с Яном Юлиана сверкали, когда он слушал теорию молодого адмирала. Это были результаты долгих месяцев размышлений. «Короче говоря, – сказал Бьюкок, – им нужно увезти солдаты столицы. Для этого они организуют мятеж где-нибудь на границе. У нас не будет другого выбора, кроме как мобилизовать силы для его подавления. Но настоящей их целью будет захват оставшейся без защиты столицы. А, если все пройдет как задумано, это будет красиво. Однако, как я уже говорил, Маркизу Лоенграму не нужен легкий успех переворота. Для его цели необходимы хаос и внутренняя борьба в союзе. Этот имперец наверняка придумает что-нибудь сложное. Да, для тех, кто на самом деле будет осуществлять это. Но от него самого много труда не потребуется. Ян подумал, что для этого белокурова юноши подобное – не что иное, как игра, в которую можно поиграть после обеда, чтобы улучшить пищеварение. «Полагаю, ты не сможешь назвать мне тех, кто участвует в мятеже?» Спросил Бьюкок. «Да, это невозможно. Значит, если подытожить сказанное, в стране скоро наверняка произойдет государственный переворот, и ты говоришь, что я должен предотвратить его еще до начала, не имея никакой информации. Когда вам случится, понадобится много сил и времени, чтобы его подавить, и все равно останутся шрамы. Но если предотвратить его еще до начала, дело обойдется небольшим скандалом и несколькими арестами». «Понятно. Это налагает большую ответственность. И есть еще кое-что, о чем бы я хотел попросить». «Да». Ян понизил голос, привлекая старого адмирала. Сидя чуть в стороне, Юлиан не мог услышать, что он говорит. Юноша почувствовал небольшое разочарование, но если бы это было что-то, что ему можно узнать, то Ян, несомненно, сказал бы ему. Да и того, что он уже услышал, было достаточно, чтобы сердце забилось быстрее. «Хорошо», – сказал Бьюкок, решительно кивая. «Я постараюсь, чтобы ты получил это еще до отъезда с Хайнессона. Хотя, разумеется, будет лучше, если это не понадобится». Ян надул пустой пакетик из-под картошки фри, а потом ударил по нему рукой. Раздался громкий хлопок, заставивший вздрогнуть находившихся поблизости людей. «Простите, что добавляю проблем, но при том, как складываются дела, я просто не могу беспечно оставаться в стороне». Ян выбросил лопнувший бумажный пакет, и полусферический робот-уборщик направился к нему, негромко играя популярную лет двадцать назад мелодию. Бьюкок тоже бросил свой пакет в сторону робота, вытер свою слегка выдающуюся вперед челюсть и встал. «Что ж, думаю, на этом все. Уйдем по отдельности. Береги себя». После того, как фигура старого адмирала растворилась в ночи, Ян с Юлианом тоже поднялись. Когда они шли к станции такси, у мальчика внезапно мелькнула мысль, не сидят ли сейчас где-то люди, планирующие государственный переворот, тайно обсуждая свои планы. Когда Юлиан поделился с Яном этой мыслью, то от сыр о ней улыбнулся. Готов поспорить, что сидят. С лучшей едой, чем у нас, и с куда более серьезными выражениями на лицах. Это была по-спартански обставленная комната без окон, лишенная каких-либо черт, способных выразить личность хозяина. Освещение было затемнено до такой степени, что лица десяти или около того мужчин, сидящих вокруг стола, были почти неразличимы. Хорошо. Давайте повторим все еще раз. 3 апреля по стандартному календарю. Красная точка мигала в нижнем правом квадранте звездной диаграммы, светящейся на экране. Негромкий шепот пронесся среди собравшихся. Планета Нептис. Расстояние от Хайнессона 1880 цветовых лет. Планета расположена в середине четвертого пограничного сектора и имеет космопорт, центр снабжения и базу межзвездных передач. 3 апреля. Не забудьте. Руководителем восстания в этом районе будет господин Хербай. Темный силуэт одного из собравшихся, чье имя только что было названо, медленно кивнул. Местом второй атаки станет планета Каффа. 5 апреля. Это в 2092 световых годах от Хайнессона в девятом пограничном секторе. Третью атаку планировали провести на планете Палмерент 8 апреля, а четвертую на планете Шан-Пул 10 апреля. Говоривший показывал, как четыре восстания будут располагаться в точках, расположенных далеко друг от друга около поверхности воображаемой сферы, центром которой было Хайнессон. Правительству придется посылать войска для подавления каждого из этих мятежей, каждый из которых находился в разных направлениях. Этого будет достаточно, чтобы освободить Хайнессон от присутствия солдат. И тогда мы малыми силами сможем взять под контроль и все жизненно важные точки. Верховный совет, национальное собрание, штаб стратегического планирования, центр передачи военных сообщений и другие важные для цели были названы вместе со временем захвата именами командиров групп и числом участвующих операций бойцов. Однако все это обсуждалось уже более десяти раз, так что все заговорщики прекрасно знали план и свои роли в нем. Собравшиеся в очередной раз обменились своим пониманием сложившегося кризиса и мнениями о том, что если дела продолжат идти и дальше развиваться таким же образом, союз свободных планет будет разрушен. Даже без учета ужасного удара, нанесенного в прошлом году в битве при Амрицаре, быстрый рост политической коррупции и ослабление экономики и общества в целом подстегивали их уверенность в своей правоте. Эти проблемы никак не могли быть решены нынешним правительством, члены которого торговали политической властью как игроки в покер-фишками. Все это необходимо было очистить. Человек, сидевший во главе стола, оглядел присутствующих. «Мы должны своими руками очистить нашу родину от этих политиканов, паленувших на идеалы демократии и достигших вершины морального разложения. Это война. Война, которой мы не можем избежать, если хотим спасти наше государство». Он полностью контролировал тон своего голоса, ничуть не напоминавший истеричные заявления фанатиков. Остальные кивнули с таким же энтузиазмом, показывая свое согласие. Но есть один человек, который может стать проблемой. Теперь его речь стала более формальной. Это адмирал Ян Венли, командующий крепостью Изерлон. Отчасти потому, что он не в столице, я не предлагал ему присоединиться к нам. Но если есть другие мнения на этот счет, когда он остановился, в комнате начался оживленный спор. Разве мы не в состоянии его убедить? Его разум и популярность оказались бы очень полезны, и нельзя игнорировать стратегическое значение Изерлона. Если бы он был с нами, мы смогли бы разом захватить всю территорию от Хайнеса на Дейзерлона. Уже конец марта. «Думаете, у нас есть время на то, чтобы пытаться убедить его?» «Нам не стоит привлекать такого человека на нашу сторону». Хотя голос, который произнес последнюю фразу, принадлежал самому молодому из присутствующих, он был странно глух и мрачен. Заметив настроение остальных собравшихся, сидевший во главе стола человек открыл рот и сказал с упреком. «Не нужно позволять личным чувствам управлять вами. Однако правда и то, что у нас нет времени на то, чтобы пытаться переубедить его. Вместо этого я предлагаю вернуться к этому вопросу после переворота. Принимая во внимание астрографическое положение, Ян скорее всего будет тем, кто отправится на подавление восстания на Шампуле. Даже используя варп-навигацию и двигаясь на полной боевой скорости, потребуется пять дней, чтобы добраться от Изерлона до Шампула. Даже если он покинет Шампул, как только узнает о перевороте, и сразу помчится в столицу, у него уйдет на это не менее 25 дней. То есть в сумме получается 30 дней. За это время они успеют захватить полный контроль над столицей, и главное в их руках окажется ожерелье Артемиды. Страшная система космической обороны, состоящая из 12 связных боевых спутников, делающих захват Хайнессона непростой задачей. Даже волшебник Ян будет ей остановлен. Если мы будем вести переговоры с Яном при таких обстоятельствах, переубедить его будет значительно проще. Так что пока мы должны действовать согласно плану и взять власть в свои руки. Я хотел бы внести предложение. Как и раньше, молодой, но мрачный голос привлек внимание всех, кто находился в комнате. Нужно отправить одного из наших товарищей на Изерлон, чтобы он следил за Яном. И если он начнет предпринимать какие-либо действия, которые могут помешать нам, его следует устранить. На несколько мгновений в комнате повисло молчание, но потом со стороны нескольких темных фигур раздались голоса поддержки. Факторы, угрожающие успеху дела, нужно устранять. Есть возражения? Нет? Хорошо, тогда предложение принимается. Давайте ускорим выбор нашего агента. Однако в голосе того, кто сидел во главе стола, слышалось нежелание делать это. Человек, который молча сидел в углу, тяжело вздохнул. При этом вокруг распространился запах алкоголя. В его руке была бутылка виски Роттердам, и с начала собрания ее содержимое уменьшилось более чем наполовину. Звали этого человека Артур Линч. В груди у него, пузыряясь, словно пена на пиве, кипела злоба. Танцуйте, кружитесь. Во все времена участью подобных идеалистов была пляска под дудку кукловода. Танцуйте, как безумные на ладони судьбы. Сломаете вы ноги, упадете, или будете танцевать, пока не умрете, зависит от вас. Надеется он на успех переворота или на неудачу, и сам Линч не мог бы сказать. У него было такое чувство, что с того дня девять лет назад даже собственное будущее перестало интересовать его. До того дня в жизни Линча не случалось особых трагедий. Он служил в армии, добившись умеренных успехов на фронте и в штабной работе, став к сорока годам контр-адмиралом. Люди обращались к нему, «Ваше превосходительство». Но потом он допустил небольшую ошибку. Во время столкновения с империей в системе Эль-Фасиль его охватил странный ужас, и он попытался сбежать, бросив мирных жителей. Но в итоге оказался в плену. Все еще живой, он стал позором для всего флота, и с того момента носил клеймо труса. «Ну что ж, интересно, как все обернется». Линч закрыл глаза. За тяжелой занавесью, сотканной из алкогольного дурмана и зависти, смутно проступало силуэт одной планеты. Там, на Одине, в столичной планете Галактической Империи, отделенной от места, где он сейчас находился десятью тысячами световых лет пустоты, человек, который поручил ему это задание, должно быть вглядывался в бескрайние море звезд своими ледяными глазами, в которых светились сила и амбиции. Райнхард, молодой маркис Лоенграмм. Глава вторая. Точка воспламенения. В ноябре прошлого года Артура Линча привезли для встречи с Райнхардом фон Лоенграммом, главнокомандующим имперской космической армадой. Это произошло вскоре после того, как Райнхард разгромил силы Союза в звездной системе Армитцер. Линч жил на исправительной планете, расположенной на окраине Империи с того самого дня, когда с позором оказался в плену. В Галактической Империи не существовало лагерей для военнопленных, как таковых. Заключенных в плен мятежников за их злобные помыслы против законов Империи отправляли в такие места и стремились привить правильное мышление и моральные ценности. Заключенным каким-то образом удавалось выращивать достаточно еды, чтобы оставаться в живых. Имперские военные держали границы под наблюдением и заодно каждые четыре недели привозили им одежду и медикаменты. В жизнь же колоний военнопленных они почти не вмешивались. Это не означало, что армия, все время испытывающая нехватку людей и средств, проявляла какую-то щедрость. Хотя система призыва существовала, человеческие ресурсы были не безграничны, и армии трудно было контролировать каждый уголок пограничья. Так что когда эти преступно мыслящие поселенцы исправительных планет были так любезны, что убивали друг друга в своих внутренних конфликтах, военные были не очень благодарны. В Союзе свободных планет захваченных в плен имперцев поначалу тепло принимали как гостей. Это был своего рода психологический ход, призванный показать им на личном опыте, насколько хорошо жить в демократическом обществе. Однако когда война растянулась на полтора столетия, Союз больше не мог себе этого позволить. К настоящему времени военнопленные рассматривались как нечто среднее между обычными гражданами и заключенными. Ленч и его старые подчиненные жили вместе в одной колонии. Слухи о его неблаговидном поступке передавались из уст в уста, быстро распространились между солдатами, так что вскоре на него стали холодно посматривать все товарищи по заключению. Не в силах защититься от горьких поношений, Ленч избрал алкоголь для побега от реальности. Он также узнал от других заключенных, которые попали в плен позже, что его жена вернула себе девичью фамилию и вместе с двумя их детьми уехала к своим родителям. Он все глубже и глубже стал погружаться в пьянство, и его репутация падала все ниже, пока даже его собственные бывшие подчиненные не стали смотреть на него с открытой ненавистью и презрением. Так обстояли дела, когда со столичной планеты за ним прибыл имперский эсминец. В отличие от Яна Венели, образ Райнхарда фон Лоенграма был исключительно ярок. К тому моменту ему исполнилось двадцать лет, и в его стройной фигуре изысканно сочетались грация, сила и мужество. Его чуть вьющиеся золотистые волосы были длиннее, чем в прошлом году, и теперь напоминали левиную гриву. Изящное очерченное лицо с фарфоровой кожей было ровным и чистым. В нем сочетались все дары Творца. Только слишком резкие и яростные вспышки света в льдистых голубых глазах мешали ему уподобиться ангелу. Разве что это были глаза падшего ангела Люцифера, пошедшего против самого Бога. Контр-адмирал Линч. Перед столом, за которым сидел маркис Лоенграм, поставили стул, куда охранники усадили заключенного. Рейнхард понимал, что тону его голоса не достает тепла, но он и не собирался вести с бесстыжим негодяем, сидящим перед ним, дружескую беседу. «Ты кто?» после секундных колебаний спросил Линч. «Рейнхард фон Лоенграмм». Услышал он в ответ. Мутные красные глаза Линча широко раскрылись. «Что, правда? Ты выглядишь чертовски... молодо? Слыхал про Эль-Фасиль? Ты, должно быть, еще под стол пешком ходил, когда это случилось. А я был контр-адмиралом». За левым плечом Рейнхарда стоял высокий рыжеволосый молодой офицер, в голубых глазах которого скрывались одновременные жалости и отвращения. «Господин Рейнхард, может ли подобный человек быть полезен для нас?» «Я сделаю его полезным, Кирхиайс. В противном случае его жизнь мне не нужна». Молодой гросс-адмирал обратил на Линча взгляд, пронзивший его словно ледяной клинок. «Слушайте внимательно, господин Линч. Повторять я не стану. Я собираюсь возложить на вас определенную миссию и рассчитываю, что вы ее выполните. В случае успеха вы получите звание контр-адмирала во флоте Империи». Линч отреагировал не сразу, но потом в его помутневших глазах запылал огонь, и он потряс головой, словно стараясь разогнать алкогольный туман у себя в мозгу. «Контр-адмирал? Хе-хе-хе-хе-хе. Контр-адмирал, значит?» Он облизнул губы. «Звучит, как неплохая сделка. Что от меня потребуется?» «Вы вернётесь на родину, выявите недовольных в возрождённых силах Союза и убедите их совершить государственный переворот». Когда он закончил, комнату надолго заполнил разочарованный хриплый смех Линча. «Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Нет, ничего из этого не выйдет», отсмеявшись, сказал он. «Подобное попросту невозможно. Ты ведь трезвый, неужто сам не понимаешь?» «Это возможно, и у меня уже есть готовый план действий. Следуйте ему, и вы добьётесь успеха». Тусклый свет снова появился в глазах бывшего контр-адмирала. «Но... если план провалится, то я труп. Они, несомненно, прикончат меня. Что ж, тогда умри!» Голос Райнхарда разрезал воздух, как удар хлыста. «Думаешь, сейчас твоя жизнь чего-то стоит? Ты трус, сбежавший, как испуганный заяц, бросив гражданских, которых должен был защищать, и собственных подчинённых. Ни один человек не скажет о вас доброго слова, и вы всё равно цепляетесь за жизнь?» Его голос подавил одурманенный истощённый дух Линча, задев что-то внутри. Умственная энергия Линча была ничтожна по сравнению с Райнхардом. Он задрожал, сидя на стуле, на теле выступил холодный пот. «Это правда. Я трус!» Пробормотал он слабым, но отчётливым голосом. «Уже слишком поздно пытаться спасти своё имя!» «Так почему бы не дойти до конца в трусости и бессовестности?» Он поднял голову. Муть в его глазах не исчезла полностью, но огонь теперь был виден ясно. «Ладно, я сделаю это. Звание контр-адмирала неплохая плата, верно?» В его голосе послушался слабый след боевого духа, которым он обладал больше десяти лет назад. Когда Линча увели, Райнхард посмотрел на своего рожеволосого друга. «Если этот план выгорит, адмирал Ян будет слишком занят внутренними проблемами, чтобы помешать нам здесь. Согласен. Когда их мир будет разрушен, никто из мятежников и подумать не сможет о том, чтобы напасть на нас». «Мир!» «Что такое мир, Кирхиаис?» Голос Райнхарда сочился ядом. Это относится к тому благословенному возрасту, когда некомпетентность не считается великим пороком. Посмотри хоть на этих аристократов. Империя находилась в состоянии непрекращающейся войны с союзом свободных планет, но посреди всего этого знатные дворяне наслаждались миром за стенами крепостей. Пока в черной пустоте космоса за тысячу световых лет от них раненые солдаты дрожали от страха, в императорском дворце под хрустальными люстрами устраивались пышные балы с лучшим шампанским, политые красным вином, жареной олениной, шоколадным баваруазом. Здесь были снежно-белые персидские кошки с заколками из голубого жемчуга, и янтарные настенные орнаменты, изготовленные тысячелетия назад вазы из белого фарфора, черные соболиные меха, украшенные россыпью драгоценных камней платья, прекрасные витражи. «Что? Что это за трагически абсурдное несоответствие реальности?» – подумал юноша с льдисто-голубыми глазами, впервые оказавшись на таком балу. «Да», – подумал он потом, «это их реальность, значит, ее нужно изменить». Эти мысли быстро переросли в твердую убежденность, и с тех пор баллы и приемы стали для него местом наблюдения за врагами, которых однажды придется уничтожить. После многих вечеров таких наблюдений Райнхарт пришел к выводу. «Среди этих разодетых высокородных дворян нет никого, кого ему стоило бы опасаться». Этим своим выводом он поделился только с Кирхиайсом. «Я тоже не верю, что нам нужно бояться кого-то из аристократов, господин Райнхарт», ответил Кирхиайс. Примерно в то время он как раз стал обращаться так к другу. «На нам следует быть осторожными с аристократией». После этих слов Райнхарт удивленно посмотрел на него и задумался. «Единая воля группы, даже если это набор личных недовольств по отношению к общему врагу, это не то, что стоило сбрасывать со счетов. Пока ты скрещиваешь клинки с врагом, стоящим напротив тебя, кто-то другой может ударить кинжалом в спину». «Ты прав», сказал наконец Райнхарт. «В таком случае я буду настороже». Его друг, как всегда, сдерживал эту острую часть его души, опасную даже для своего обладателя. Другим, кто сглаживал края и охлаждал его бушующие эмоции, была его старшая сестра Анна Роза. Запертая с пятнадцати лет во дворце императора Фридриха Четвертого, в то время она казалась лишенной каких бы то ни было надежд на собственное будущее. Поэтому, получив от императора титул графини Грюнывальд, она помогла Райнхарду покинуть дом их отца и поддерживала его, а также Кирхиаиса, мальчика, который был ему как брат, став благодетельницей для них обоих. Теперь ее бывшие ждивенцы, значительно обогнавшие ее в росте, носили звание адмиралов и водили боевые флоты по всей галактике. Но всякий раз, когда они появлялись перед ней, там мгновенно возвращались к дням своего детства, к тем давно ушедшим светлым солнечным дням. С тех пор, как бывший император Фридрих IV скоропостижно скончался, в правительстве Галактической империи начался политический вариант непрекращающихся землетрясений. Главным тут было то, что новым императором стал пятилетний Эйрвин Йозеф. Несмотря на то, что он был внуком прежнего императора, его провозглашение вызвало гнев и зависть двух могущественных дворян. Герцога Отто фон Браунш Вейга и маркиза Вильгельма фон Литтенхайма. Оба были женаты на дочерях императора Фридриха IV, и их жены родили им по дочери. И эти двое были достаточно амбициозны, чтобы стремиться сделать своих дочерей императрицами и править империей в качестве регента. Когда этим амбициям пришел конец, они объединились против своих общих врагов и поклялись отомстить. Врагами этими был ребенок император Эрвин Йозеф II и два могущественных вассала, поддерживающие его. 76-летний премьер-министр Клаус Литтенладе и 20-летний маркиз по имени Райнхард фон Лоенграм. Таким образом разделение высших кругов галактической империи на две враждующие фракции стало неизбежным. Фракциями этими, разумеется, были фракция сторонников императора во главе с Лихтенладе и Лоенграмом и фракция противников императора, состоящая из именитых дворян во главе с Брауншвейгом и Литтенхаймом. Многие, опасаясь за будущее империи или за свою личную безопасность, предпочитали оставаться нейтральными. Но все нарастающее напряжение вынуждало их к действию. Какую сторону мне выбрать, чтобы остаться в живых? У кого больше прав на власть в империи? Кто имеет больше шансов на победу? Ответы на эти вопросы стали проверкой рассудительности и проницательности каждого. Чувствами многие с самого начала были на стороне Брауншвейга и Литтенхайма. Но в то же время было широко известно, что Райнхард военный гений. Не в состоянии сделать выбор между умом и сердцем, они отчаянно пытались определить, в какую сторону подует ветер. Дворяне мечутся как мыши, ломая головы, на чью сторону выгоднее встать. Это становится похожим на комедию. Заметил как-то Райнхард в разговоре с начальником штаба космической армады вице-адмиралом Паулем фон Оберштайном. До тех пор, пока представление не закончилось счастливым концом, его нельзя назвать комедией. Оберштайн был человеком крайне далеким от легкомыслия, так что многие полагали, что у него вообще нет чувства юмора. Хотя ему было еще далеко до сорока, его волосы уже наполовину посидели, а искусственные глаза, в которых находились встроенные фотонные компьютеры, мерцали холодным светом. Губы его были тонкими и всегда плотно сжатыми, а выражение лица жестким. Он делал вид, что не знает о своей репутации, что бы о нем не говорили. В любом случае, вашему превосходительству стоит сохранять терпение, наблюдая за мельтешением ваших врагов. Разумеется, я не собираюсь предпринимать необдуманных шагов. Конечно, Райнхард не просто пассивно ждал развития событий. Используя множество умных тактик, он доводил высокородных аристократов до состояния слепой ярости. Истерические взрывы их возмущения были именно тем, чего хотел Райнхард. А от ответных выпадов против него он отмахивался как ребенок от докучливых бабочек. «На самом деле нет необходимости загонять дворян в угол», сказал Райнхард, поигрывая кончиками пальцев рыжими волосами друга, как любил делать в детстве. «Достаточно заставить их думать, что их загоняют в угол». На самом деле богатство и военная мощь дворянской коалиции намного превзошли бы имеющиеся у Райнхарда, если бы они смогли выступить против него все вместе. Тем не менее, среди дворян повсеместно раздавались возгласы «В таком случае мы все будем уничтожены! Нам нужно как-то сопротивляться!» Все это казалось молодому главнокомандующему просто абсурдным. Разумом Райнхард был уже не ребенком, но в сердце еще оставалось что-то мальчишье. Он всерьез ненавидел тех, кто выступал против него, но всякий раз, когда он замечал в словах или поступках противников что-то необычное, даже если это качество трудно было назвать привлекательным, это пробуждало в нем определенное любопытство. Однако сейчас он не видел ничего похожего в противостоящих ему аристократах и потому чувствовал себя немного разочарованным. Граф Франц фон Мориендорф мягкий и частный человек пользовался доверием не только аристократов, но и своих собственных людей. Не зная, какое решение принять в сложившихся обстоятельствах, он проводил дни в тяжелых раздумьях, обхватив руками голову. Графу хотелось бы так и остаться нейтральным, но останется ли у него такая возможность? В один из таких дней его старшая дочь Хильда ненадолго вернулась домой из университета на Одине. Хильде, дочери графа Хильды Гарде фон Мориендорф недавно исполнилось двадцать. Ее русые волосы были для удобства коротко подстрижены, черты лица, хотя и не обладающие классической красотой, были все же приятны, вероятно, благодаря живому блеску в ее сине-зеленых глазах. Эти глаза буквально переполняли жизнь и энергичный ум, делая ее похожей на отважного мальчишку. Старик с розовыми щеками встретил ее в прихожей и склонил свое тучное тело в поклоне. Рад видеть вас в добром здравии, миледи. Ты тоже хорошо выглядишь, Ганс. Где отец? Он на террасе. Передать ему, что вы здесь? Не стоит. Я сама к нему пойду. Ой, приготовь, пожалуйста, кофе. Не считая повязанного на шее розового шарфа, одета дочь графа была по-мужски, и по коридору она прошла четким решительным шагом. На террасе стояли два дивана, на одном из которых и сидел на солнце граф Мариендорф, глубоко погрузившись в свои мысли. Услышав голос дочери, он поднял голову и заставил себя улыбнуться. О чем ты сейчас раздумывал, отец? А, да так, ни о чем важном. Это успокаивает, что судьба Галактической Империи и будущее рода Мариендорф не важны. Граф Франц фон Мариендорф вздрогнул. С оставшим жестким лицом он внимательно посмотрел на дочь. В ответном взгляде Хильды была ирония, но не только она. Граф первым упустил взгляд. Дворец Ганс принес кофе на серебряном подносе. Пока он не ушел, на террасе царило молчание. Первым его нарушила дочь. Итак, ты решил, что станешь делать, отец? Я надеюсь остаться нейтральным. Однако, если у меня не останется выбора, кроме как принять одну из сторон, я поддержу Брауншвейга. Как дворянин Империи, я должен... Отец! Резким возгласом и суровым взглядом Хильда прервала своего отца. Граф удивленно уставился на дочь. Ее сине-зеленые глаза ярко сияли, словно огни, танцующие на драгоценных камнях. Они придавали ей необычную красоту. Есть один факт, на который большая часть аристократии старается закрывать глаза. Он заключается в том, что как каждый человек умирает, когда приходит его время, то же касается и государств. С тех пор, как на крохотной планетке под названием Земля зародилась цивилизация, еще ни одному государству не удалось избежать разрушения. И Галактическая империя, империя Голденбаумов, не может стать исключением. Хильда, Хильда, прекрати! Династии Голденбаумов уже почти 500 лет, сказала храбрая дочь графа глядя отцу в глаза. Более 200 лет из них ее представители правили всем человечеством, делая все, что хотели, с помощью богатства и силы. Убивали людей, похищали девушек из их домов, создавали законы для собственного удобства. В пылу она так стиснула столешницу кофейного столика, что та готова была сломаться. Они так долго творили все, что им вздумается. Если занавес наконец упадет, когда как не их за это винить? Конечно, нужно быть им благодарными за 500 лет процветания, но даже законы природы говорят, что вечно так продолжаться не может. Это была критика, достойная революционера. И ее мягкий и умеренный во взглядах отец поначалу не мог вымолвить ни слова. Потом, однако, он достаточно собрался с духом, чтобы перейти в контратаку. И все же, Хильда, это не значит, что есть причина, по которой стоило бы встать на сторону маркиза Лоенграма. О, но причина есть. И что это за причина? Голос задавал этот вопрос, но в то же время в нем слышался намек на мольбу. Слишком долго ему не удавалось найти серьезного повода для принятия решения. На самом деле причин четыре. Вы слушаешь меня? Граф кивнул, и Хильда изложила следующее. Первое. Маркиз Лоенграмм стоит на стороне нового императора, и по приказу этого императора лишь приводит к подчинению его подданных. Сторона же Брауншвейга и Лихтенхайма не имеет никаких законных обоснований своих действий, только собственные амбиции. Второе. Военная мощь герцога Брауншвейга и прочих велика, и рано или поздно к ним примкнет большинство дворян. Поэтому даже если дом Мариендорфа примкнет к ним, он не будет рассматриваться как особо важный союзник, и мало что получит в итоге. С другой стороны, лагерь Лоенграма в данный момент слабее, так что поддержав его, дом Мариендорф окажет не только военную поддержку, но и поможет укрепить политическое влияние, за что вправе рассчитывать на теплую благодарность. Третье. Герцог Брауншвейг и маркиз Литтенхайм объединяют силы только на время. В долгосрочной перспективе у них нет желания сотрудничать. Командование их вооруженных сил тоже не едино, и это может стать цель и единое командование. Что бы ни случилось на пути к развязке, само собой разумеется, кто в итоге окажется на вершине. Четвертое. Ни Райнхард фон Лоенграмм, ни его приближенные не имеют длинной аристократической родословной, что делает его очень популярным в народе. Невозможно выиграть войну одними офицерами, а обычные солдаты обеих сторон принадлежат к простонародию. Среди рядовых солдат герцог Брауншвейга уже сейчас вспыхивают беспорядки и мятежи из-за неприязни солдат к своим высокородным офицерам. Есть даже опасность полного краха. Что скажешь, отец? Граф Мариендорф молчал, вытирая солбопот. Поспорить с логикой дочери он не мог. Я считаю, что дом Мариендорф должен присоединиться к победителю, то есть к маркизу Лоенграмму. В качестве доказательства лояльности мы также должны предложить ему землю и заложников. Земля не проблема, дадим, почему бы нет. Но заложников я предоставлять не собираюсь. И это не абсур... Даже если заложник сам желает этого. Но кто вообще на такое? Граф прервался на середине фразы. На его лице появилось испуганное выражение. Нет, ты не... Да, я пойду. Хильда! Ее отец вздохнул, но девушка спокойно выдержала его взгляд. А потом добавила сливки и сахар в свой кофе. Она была уверена, что ее тело не предрасположено к увеличению веса. Я очень признательна тебе, отец. Ты привел меня в мир накануне очень интересных времен. Граф Мариендорф ошеломленно уставился на нее. Я не могу сама двигать историю, но могу своими глазами наблюдать, как она движется, и Хильда встала и обняла отца, прижав его голову к груди и, потерявшись щекой, тусклые каштановые волосы. Не волнуйся за меня, отец. Во что бы то ни стало, я защищу дом Мариендорф. Тогда я отдаю его будущее в твои руки. Спокойствие стало возвращаться в голос главы рода. И чем бы все не кончилось, я не стану сожалеть. Но ты не должна жертвовать собою ради дома Мариендорф. Вместо этого думай о том, как использовать дом Мариендорф для собственного выживания. Ты сделаешь это? Отец, береги себя. Хильда наклонилась и поцеловала отца в лоб. А потом повернулась и покинула террасу. После шести дней пути Хильда прибыла на Один. Или с ее точки зрения вернулась. К тому моменту она жила на Одине уже четыре года. Хильда взяла робот-окси на космодроме и сразу же отправилась в Адмиралтейство Лоенграмма. Возможно, потому, что она была в приподнятом настроении, но девушка совсем не чувствовала усталости. В любом случае, когда все закончится, у нее будет время отдыхать столько, сколько пожелает. Вам назначена встреча, Фройлен? Спросил совсем молодой офицер из конторки при входе. Рядом с ним стояла табличка с надписью «Лейтенант фон Рюке». Боюсь, что нет, но мое дело связано с жизнью и надеждами многих людей. Уверена, его превосходительство гросс-адмирал Лоенграмм согласится принять меня, поэтому могу попросить вас доложить обо мне? Лейтенант Рюке оказалось был поражен серьезным выражением лица и сильным духом, сияющим в глазах этой красивой молодой девушки. Он попросил ее подождать в вестибюле и сделал несколько звонков, после чего просеял так, словно это его просьба была удовлетворена. Он сказал, что примет вас. Пожалуйста, поднимитесь на лифте номер 4 на 10 этаж. Большое спасибо. Простите, что доставила вам беспокойство. Искренне поблагодарила его Хильда и направилась к лифту к чему также системы обнаружения оружия. В тот день Райнхарт ожидал одного важного доклада, но тот задерживался. И он проявил интерес к новости о том, что с ним желает встретиться какая-то красивая девушка. Не сказать, что Райнхарт особо ценил прекрасных женщин, однако красота Хильды естественная, без заметного макияжа, произвела на него некоторое впечатление, в отличие от того факта, что она является дочерью аристократа. «Жаль, что сегодня здесь нет Кюрхиаиса», сказал Райнхарт, когда они после формальных приветствий сели в приемной. «Вы знаете, что у него была небольшая история с Мариендорфами?» «Да, конечно. Он спас жизнь моему отцу во время восстания Кастроппа в прошлом году. Однако я никогда не встречала его лично». На короткое время повисло молчание, после чего Райнхарт спросил. «Итак, вы сказали, что у вас мальчик, выглядевший как кадет младших курсов военной школы, принес кофе, поклонился и вышел». Райнхарт как раз размешивал сливки, когда Хильда сказала «В приближающейся гражданской войне дом Мариендорф будет на вашей стороне, Марки Слоенграмм». На секунду рука Райнхарда замерла, после чего он продолжил помешивать кофе. «Гражданская война, вы сказали?» «Да, война против герцога Брауншвейга и его сторонников, которая может начаться со дня на день». «А вы храбры. Если подобное и правду произойдет, моя победа будет далеко не предопределена. И все же вы говорите, что поддержите меня?» Хильда успокоила дыхание и повторила молодому адмиралу те соображения, которые уже излагала отцу. Голубые глаза Райнхарда засияли. «У вас превосходное понимание ситуации», сказал он. «Что все действительно так, союзник мне пригодится. И ваша помощь будет вознаграждена. Я обещаю позаботиться о доме Мариэндорф, как и о других, с кем вы можете помочь договориться. Спасибо за эту щедрость, ваше превосходительство. Она облегчит убеждения наших знакомых, как и неуверенных в наших рядах». «Что такое? Вы ведь только что стали моим союзником. Не могу же я просто использовать вас?» «Вознаграждение за усилия и мужество вполне естественное. Если я могу еще чем-то помочь вам, не стесняйтесь спрашивать. В таком случае, я бы хотел воспользоваться вашим предложением и обратиться с просьбой». «Конечно, говорите». «В знак признания нашей лояльности, я бы хотел получить официальный документ, что роду Мариэндорф гарантируется сохранение земель и титулов». «А? Официальный документ?» В Тоне Рейнхарда появилась настороженность. Он посмотрел на Хильду чуть иначе, чем до сих пор. Дочь графа Мариэндорф бесстрашно выдержала его взгляд. Рейнхард ненадолго задумался, но ему не понадобилось много времени на принятие решения. «Хорошо, я составлю документ и передам его вам к концу дня. Я буду вам очень признательна». Хильда с уважением склонила голову. «Дом Мариэндорф клянется в нашей абсолютной преданности вашему превосходительству и будет стремиться помогать вам во всем. Что ж, тогда я рассчитываю на вас. Еще, фройляйн Мариэндорф. Да. Нужны ли будут такие документы с гарантиями для других дворянских домов, которых вы сможете убедить присоединиться к нам? Я бы попросила вас дать такие гарантии тем, кто сам обратится к вам за ними. Что же касается прочих, не вижу нужды». Слова Хильды слетели с языка без малейших колебаний. «Так-так», произнес Райнхард, улыбаясь. Его целью было полностью избавить империю от старой системы, служившей поддерживающей структурой для династии Голденбаумов. За пять столетий аристократы добились для себя множества привилегий, и Райнхард не намерен был позволять им выжить при новом режиме. Когда его власть станет абсолютной, он собирался уничтожить их всех, за исключением самых полезных, или, быть может, отдать их на растерзание толпе, если люди будут требовать крови. «Пусть те, кто не способен выжить, умрут», говорил Рудольф, которому служили их предки. И нынешнему поколению предстоит ответить за грехи отцов. Хильда видела, что происходит, и попросила у Райнхарда гарантий, написанных его собственной рукой. В отличие от устного обещания, написанное не так легко нарушить. Мало того, что это оставило бы пятно на честь Райнхарда, это также вызвало бы недоверие к его системе власти. Приняв такие меры в отношении собственной семьи, остальное сказанное ею можно было перевести так. Что касается прочих аристократов, убивай и щади, даруй и конфискуй на собственное усмотрение. Но в ее словах был не только эгоизм. Лишь бы мне было хорошо, а на остальных наплевать. Она фактически заявляла, что не отождествляет себя с прочими старыми аристократическими семьями. Политические и дипломатические инстинкты этой молодой девушки были пугающе острыми. Среди тысяч дворянских семейств империи наконец появился достойный похвалы талант. В нежном возрасте двадцати лет, да еще и женщина. Разумеется, Райнхарду и самому было всего на год больше. Это знак времени, подумал Райнхард. Эра правления стариков подходит к концу. И не только в империи. Адмиралу Яну из Союза недавно исполнилось тридцать, а правителю Физзана Адриану Рубинскому еще далеко было до пятидесяти. И все же эта девушка... Райнхард снова внимательно посмотрел на Хильду и уже открыл рот, чтобы что-то сказать. Однако в этот момент за дверью послушался шум, и на пороге появился высокопоставленный офицер с возбужденным лицом, почти полностью загородив выход своим большим неуклюжим телом. Ваше превосходительство! Митяжные дворяне наконец начали действовать! Громкий голос офицера подходил к фигуре. Карл Густав Кемпф, один из адмиралов, находящихся под началом Райнхарда, а также бывший пилот-истребитель, прославившийся как бесстрашный и умелый командир. Райнхард вскочил на ноги, это и была новость, которую он ждал. Глаза Хильды непроизвольно широко раскрылись. Теперь в его гибких и изящных движениях появилось что-то хищное. Фрейнлийн, Марейндорф, я был несказанно рад познакомиться с вами. Я бы хотел еще когда-нибудь встретиться, например, пообедать вместе. Кемпф, выходящий из комнаты вслед за Райнхардом, на мгновение бросил на Хильду любопытный взгляд. Аристократы, выступающие против блока Лоенграм Лихтенладе, собрались на Одине в поместье герцога Брауншвейга в Лепштадтском лесу. Официально они собрались на аукцион картин древних мастеров с последующей вечеринкой в саду. Однако в подземном зале собрался круг патриотов, противостоящих тирании маркиза Лоенграмма и герцога Лихтенладе. Итогом этой встречи стало то, что впоследствии назвали Липштадтским соглашением, а военную организацию дворян, которая была создана по итогам Коалиции Лордов Липштадта. Всего в коалицию вошло 3740 дворян. Общая сила их регулярных и частных армий насчитывала 25 миллионов 600 тысяч солдат. Главой коалиции стал герцог Отто фон Брауншвейг. Его заместителем Маркиз Вильгельм фон Литтонхайм. Объединение, собравшее почти 4000 аристократических семейств, нещетно критиковало герцога Лихтенладе и маркиза Лоенграма и на возвышенном языке провозгласило, что священный долг по защите династии Голденбаумов принадлежит избранным из высшего аристократического класса общества. «С нами божественное покровительство великого Одина и в триумфе правых не может быть никаких сомнений!» Такими словами было изложено заявление. «Интересно, может ли великий бог Одины вправду быть их покровителем?» С сарказмом произнес Райнхарт, выслушав доклад Кемпфа и оглядывая подчиненных, собравшихся в зале совещаний. Здесь присутствовали Зигфрид Кирхиаис, Оберштейн, а также другие талантливые сливки вооруженных сил империи. Но если они начинают стонать, взывая к богам о помощи еще до начала сражения, даже Один скривится от отвращения. Может, его решение было бы другим, если бы они принесли ему в жертву прекрасную деву. Но, насколько я знаю, герцога Брауншвейга, он бы наверняка оставил ее себе. Миттер Майер у Энтали Биттенфильтр смеялись. Вольфганг Миттер Майер был не слишком высоким, но крепким и прекрасно сложенным, так что выглядел ловким и быстрым. У него были светлые волосы цвета меда и живые серые глаза. В том, что касается скоростных тактических маневров, ему не было равных. В битве при Амрицаре в прошлом году он преследовал вражеский флот, пытающийся убежать. И двигался так быстро, что авангард его собственного флота смешался с арьергардом врага. С тех пор он носил почетное прозвище Вольфдорштурм Ураганный волк. Оскар фон Руенталь был высоким человеком с темными, почти черными волосами. Он был довольно красив, но при первой встрече люди в первую очередь обращали внимание на глаза. Из-за генетической случайности, называемой гетерохромией, правый его глаз был карим, а левый голубым. Он совершил множество подвигов, как приамрицаре, так и в других битвах, и высоко оценился за его мастерство командующего. У фрица Йозефа Биттенфельда были довольно длинные рыжие волосы и светло-корие глаза. Кому-то могло бы показаться, что его узкое лицо не соответствует крупной фигуре. Как тактику ему не хватало гибкости, что сыграло против него приамрицаре. Кроме них, в число ближайших помощников были адмиралы Корнелиус Люц, Август Самуэль Вален, Эрнест Меклингер, Нейхард Мюллер и Ульрих Кесслер. Каждый из них был в своем роде уникален, и все они были молоды. Вместе они представляли величайшую ценность, имеющуюся у Рейнхарда. К слову о ценностях. В последнее время поползли слухи, что из-за продолжающейся войны и хаоса при дворе вскоре может начаться финансовый кризис. Но когда Рейнхард сказал «финансовый кризис будет разрешен одним махом», он говорил не просто так. Помимо имущества императорской семьи оставался еще один огромный источник дохода — имущество дворян. Естественно, он намеревался конфисковать все, что принадлежало герцогу Брауншвейгу и марки Зули Тонхайму. Щадить вставших на их сторону он также не собирался. В отношении же оставшихся он хотел применить новый режим налогов на наследство, налогов на основные фонды и прогрессивное налогообложение. Все это, по предварительным расчетам, должно было принести в казну более 10 триллионов рейхсмарок. Существовала, правда, политическая необходимость обойтись помягче с теми дворянами, которые встанут на его сторону. Если смотреть с этой стороны, то чем больше аристократов будут его врагами, тем лучше. Выжить дворян досоха было необходимо не только для удовлетворения финансовых потребностей империи. Среди простолюдинов за пять веков накопилось много враждебности по отношению к тем, кто вел праздный распущенный образ жизни и имел огромные состояния, с которых не платил налогов. Рейнхарду нужно было успокоить этот гнев и извлечь из него как можно больше выгоды. Конечно, он хотел реформировать политику и общество, но лично для него главным было свержение династии Голденбаумов. Все это было бы бесполезно, если бы политические и социальные реформы вдохнули новую жизнь в столь ненавистное ему правление. Династия Голденбаумов, которую основал Рудольф, должна захлебнуться в крови и сгореть в огне правосудия. Таков был священный обет, который он дал еще ребенком, когда его любимая сестра Анна Роза была украдена у него отвратительным старым правителем. Это также была клятва, которую он разделил со своим лучшим другом Зигфридом Кирхиайсом. Ойген Рихтер и Карл Бреки считались лидерами группы, известной в разное время как фракция реформ и фракция цивилизации и просвещения. Одним из способов, которым они показывали свою позицию, было то, что они добровольно отказались от приставки фон в своих фамилиях, хотя оба были дворянами по происхождению. В начале марта они были вызваны Райнхардом и получили приказ составить чрезвычайно прогрессивный документ, названный планом социальной и экономической реконструкции. Прошло около месяца с момента подписания Липштадтского соглашения. Выйдя от Райнхарда, они не могли не обменяться удивленными взглядами. Я понимаю, что наумел маркиза Лоинграма. Он намеревается показать себя реформатором, чтобы завоевать поддержку народа. Это станет сильным оружием в борьбе против знати. Брэкки кивнул, соглашаясь со словами Рихтера. Значит, он использует нас для удовлетворения своих амбиций. Не могу сказать, что мне это нравится. Отказаться у нас возможности нет, но, может быть, стоит на словах согласиться, а потом саботировать проект? Нет, постой. Хоть нас и используют, я не уверен, что действительно против. все это время будут проведены, то не все ли равно, ради кого это делается? Ну, это правда, но... Посмотри с другой стороны. В каком-то смысле это мы используем маркиза Лоенграма. У нас есть идеалы и планы, но нет власти и военные силы для их воплощения. А у Лоенграма есть. И в любом случае он куда лучше, чем реакционный лидер вроде герцога Брауншвейга. Разве я не прав, Карл? Нет, тут ты действительно прав. Если герцог Брауншвейг и его сторонники дорвутся до власти, то правительство и общество пойдут по реакционному пути. Рихтер похлопал бреки по плечу. В общем, мы с маркизом Лоенграмом нужны друг другу. Понимая это, мы должны сотрудничать и делать все возможное, чтобы хоть немного облегчить жизнь людей. Да, ты прав. Но когда в руках маркиза Лоенграма окажется абсолютная власть, то он не обязательно продолжит оставаться цивилизованным просветителем. Нет никаких гарантий, что он в одночасье не превратится в деспотичного диктатора. Это так. Рихтер медленно кивнул. И потому мы должны провести эти реформы сейчас. Мы должны воспитать граждан так, чтобы они стали сопротивляться в тот день, когда маркиз Лоенграм откажется от своей позиции реформатора. Необходимость организовать их разрозненные силы остро стояла перед дворянами, подписавшими Лицштадтское соглашение. Чтобы справиться с таким гениальным полководцем, как Райенхард фон Лоенграм, им были необходимы единое руководство, общая стратегия и продуманная система снабжения. Самым главным был вопрос о том, кого сделать главнокомандующим всеми боевыми подразделениями. Состав, организация и расположение этих соединений зависели уже от его планов. Поначалу герцог Брауншвейг собирался сам взять на себя командование, но маркиз Литтенхайм утверждал, что это место должен занять профессиональный стратег. Нам нужно сделать командующим адмирала Меркаца. У него отличная репутация и он пользуется большим уважением. Кроме того, разве дело лидера лично отправляться на фронт? Хотя было очевидно, что истинное намерение Литтенхайма заключалось в том, чтобы не позволить герцогу Брауншвейгу добиться каких-либо военных достижений, но приведенные им аргументы тем не менее были правильными. От них нельзя было просто отмахнуться. Что ж, если это будет адмирал Меркац, полагаю, я смогу принять это. Видя, что остальные аристокрыты согласны с этой кандидатурой, Брауншвейгу пришлось сдержать свое внутреннее недовольство и показать себя человеком широких взглядов и щедрого нрава. Он со всей любезностью пригласил Меркаца в свое поместье и попросил его возглавить силы коалиции. Адмирал флота Вилибольд Йоахим Меркац, опытный командующий 59 лет, имел блестящий послужной список и обладал безупречно надежным стратегическим мышлением. В битве при Астарте он сражался под началом Райнхарда против флота Союза Свободных Планет и был одним из первых, кто признал Меркац сначала не согласился принимать предложение герцога Брауншвейга. Он был принципиально против этой войны, а когда она стала неизбежной, пытался сохранить нейтралитет. Меркац отказался, но герцог Брауншвейг не намерен был принимать отрицательного ответа. Отказ после проведенных им лично переговоров оставил бы пятно на его авторитете как лидера коалиции. Проповедуя лояльность империи и императорской семье, служил попытки убедить адмирала. Постепенно в его словах появился оттенок угрозы, и когда это затронуло безопасность его семьи, Меркац все же сдался. В таком случае я готов принять ваше предложение и приложить свои скромные таланты для достижения цели. Однако есть один момент, насчет которого я хотел бы сразу получить согласие аристократов. Система командования должна быть единой. Мне должна быть передана вся власть в вопросах, связанных с боевыми действиями. Так что они обязаны будут подчиняться моим приказам вне зависимости от их социального статуса и быть наказанными в соответствии с воинским уставом в случае неповиновения. Мне нужно согласие в этом вопросе, если вы хотите, чтобы я возглавил ваши войска. Хорошо, считайте, что ваши условия приняты. Кивнул герцог Брауншвейк. Потом он устроил пышный банкет по случаю назначения своего нового главнокомандующего. Когда празднование закончилось, Меркац, его почетный гость, смог наконец вернуться к себе. Его помощник, молодой русый капитан третьего ранга Бернхард фон Шнайдер, заметил, что у адмирала казалось очень тяжело на сердце и подумал, что это странно. Ваше превосходительство, вы стали главнокомандующим сил коалиции, и ее лидеры приняли ваши требования. Может, так кажется, лишь мне, но разве командовать огромным флотом в бою против сильного противника это не мечта любого офицера? Почему вы выглядите так мрачно? Меркац грустно усмехнулся. Вы еще слишком молоды, Бернхард. Герцог Брауншвейк и прочие действительно проглотили мое условие. Но, к сожалению, это лишь слава. Они все равно будут вмешиваться в командование. А если я попытаюсь наказать их по законам войны, они не примут этого. Очень скоро они возненавидят меня даже сильнее, чем Райнхарда фон Лоенграма. Нет, это не привилегии страшнейшие из ядов. Он разъедает душу, и высокорожденные аристократы уже десятки поколений погружены в этот яд. Оправдывать себя и перекладывать вину на других стало их второй натурой. Я говорю так сейчас, но я сам был рожден аристократом. На самом дне иерархии, прошу заметить. Я не понимал этого до тех пор, пока не стал служить вместе с солдатами-простолюдинами во флоте. Я лишь надеюсь, что эти дворя не смогут понять это до того, как увидят, что меч маркизов онлайн-грамма занесен над их головами. Отпустив преданного молодого офицера, Меркац повернулся к столу и начал неуклюжими движениями работать с текстовым передатчиком. Он писал письмо своей семье. Это было прощальное письмо. Среди подчиненных герцога Брауншвейга были и такие, кто пытался предотвратить столкновения с фракцией Рейнхарда. Не из-за каких-то пацифистских убеждений, а потому что не видели надежды в войне против великолепно зарекомендовавшего себя молодого гросс-адмирала. Коммодор Артур фон Штрейд был самым заметным из них. Добившись встречи с Брауншвейгом, он пытался доказать, что Рейнхарда необходимо убить, избежав тем самым войны. Герцог отмахнулся от него, сказав лишь одно слово. Бред. Но, светлость, я собрал многомиллионную армию и намерен встретиться с этим белобрысым щенком, чтобы наказать его. Это покажет маркизу Литтенхайму и всей империи мое правосудие и мои способности. А ты предлагаешь мне лишиться этого? Ты так сильно хочешь утопить в грязи мою честь? Ваша светлость, мне больно это говорить, но, маркиз Лоэнграмм, военный гений. Даже если нам удастся победить его в сражении, потери будут астрономическими. Пламя войны охватит всю империю, ударив по ее гражданам. Умоляю вас, пересмотрите свое решение. Ответом на искреннюю мольбу Штрейта был гневный рык. Даже если нам удастся победить? Что ты имеешь в виду? Я не нуждаюсь в тех, кто не верит в нашу несомненную победу. Если ты так трещешься за свою жизнь, то убирайся куда-нибудь на границу и выращивай овощи! После того, как Штрейт в смятении отступил, к герцогу Брауншвейгу обратился капитан по имени Антон Фернер. Он тоже выступал за направленный акт терроризма и страстно пытался убедить своего лорда. Нет необходимости в сражениях многомиллионных армий. Просто дайте мне три сотни солдат, обученных проведению тайных операций, и вы сможете увидеть, как Лоенграм испустит дух. Замолчи! Или ты тоже считаешь, что я не могу одолеть этого мальчишку? Ваша Светлость, я только хочу сказать, что если дело обернется большой войной, которая разделит Империю на две части, катастрофа будет слишком велика, и победитель не сможет избежать огромных потерь. Маркиз Лоенграм стремится все перестроить, в чем-то ему даже выгодно начинать с руин, поэтому он готов. Получив резкую отповедь, Фернер ушел от герцога, но это не значило, что он отказался от своих убеждений. Он презирал упрямство своего господина и обходные пути, но в отличие от Штрейта, не собирался просто ныть и оставлять все как есть. Что ж, в таком случае, я просто должен сделать это сам. Даже если я не могу убить маркиза Лоенграма, остается еще возможность взять в заложники его сестру, графиню Грюне Уальт. Он собрал и вооружил группу из трехсот бойцов, состоящих в основном из собственных подчиненных, и однажды ночью, без ведома своего господина, попытался совершить нападение на резиденцию Райнхарда. Однако его попытка окончилась Розе, уже находилась под надежной охраной пяти тысяч солдат, которых возглавлял сам Кирхиайс. Не было ни малейшей возможности для неожиданного нападения. Я должен был ожидать этого от Райнхарда и его правой руки. Он не из тех, кто может попасться на уловки такого, как я. Отказавшись от этой идеи, Фернер распустил свой отряд и скрылся сам. Он не сомневался, что герцог Брауншвейк будет в ярости от того, что он действовал без разрешения. Герцог, узнав о произошедшем от вернувшихся с пустыми руками солдат, и в самом деле рвал и металл. Он отправил своих людей на поиски лезущего не в свое дело подчиненного, чтобы наказать его. Однако Фернера так и не нашли. Ха! Ну ладно, где бы он ни был, ему нигде во Вселенной не найдется убежище. В конце концов он сдохнет в какой-нибудь канаве. Пожалуй, стоит оставить его. Сейчас события начали развиваться очень быстро, и покинуть Один, чтобы вернуться в свой дом, он было гораздо важнее поисков какого-то Фернера. План эвакуации был составлен коммодором по фамилии Ансбах. Был пущен слух, что герцог Брауншвейк приглашает императора в свое поместье на бал. Были даже разосланы приглашения на это торжественное мероприятие, но в ночь перед тем, как оно должно было состояться, герцог со своей семьей и небольшим количеством верных людей сбежал со столичной планеты. Когда Райнхард узнал об этом, он сразу понял, что настало время привести в исполнение его долговременный план. По приказу Райнхарда Биттенфельд с восемью тысячами солдат захватил все здания, принадлежащие Министерству военных дел и арестовал гросс-адмирала Эренберга, что дало молодому гросс-адмиралу возможность отдавать официальные приказы всей армии империи. Большинство противников Райнхарда уже покинуло Один, так что Биттенфельду никто не противостоял, не считая одного-единственного капитана, загородившего дверь и пытавшегося не пропустить его в кабинет министра. За что и поплатился, когда Биттенфельд выстрелил в него из личного пистолета и серьезно ранил. Седовласый гросс-адмирал со старомодным моноклем не выказал ни малейших признаков потрясения, даже когда увидел Биттенфельда у себя на пороге. Он посмотрел на него с невозмутимостью, граничащий с высокомерием. «И кто дал тебе выскочки? Право вламываться в мой кабинет. Не знаю, чего ты хочешь, но вижу, что правила приличия тебе неизвестны». С холодной улыбкой в глазах Биттенфельд убрал оружие и насмешливо отслютовал. «Прошу простить мою грубость. Я хочу, чтобы все люди признали, что времена меняются». Между этими двумя была полувековая разница. Старик принадлежал к числу тех, кто держится за традиции, молодой, к тем, кто пытается эти традиции изменить». После долгого обмена взглядами плечи старого адмирала опустились. Следующим был захвачен генеральный штаб империи, и гросс-адмирал Штейнхоф тоже был арестован. К этому времени окружающие Один орбитальные спутники уже находились под полным контролем флота Кирхиаиса, а флота Кемпфа и Роэнталя в полной боевой готовности расположились поблизости. Некоторые из дворян, узнав, что Один захвачен фракцией Райнхарда, предпринимали попытки к бегству, но пришедшие в космопорты арестовывались охранниками, командование которыми осуществлял Мюттермайер. Даже тем, кто все же смог взлететь на частных кораблях, не удавалось проскользнуть через раскинутую Кирхиаисом сеть. Рыжеволосый адмирал относился к этим дворянам вежливо, но едва ли это уменьшало их чувство поражения. Те немногие, кто прибежал в поместье графа Франца фон Мариендорфа с просьбой о защите и посредничестве переговоров с Райнхардом оказались умнее всех. Они были встречены Хильдой, которая завоевала доверие своим ясным и уверенным тоном. Стараясь не слишком открыто давить на них, она добилась того, что все они оказались у нее в долгу. Среди тех, кто не смог эвакуироваться, оказался и командор Штрейт. Его господин бросил его, тайно покидая Один. то, чтобы семейство Брауншвейг оставило его намеренно, с их точки зрения о нем просто забыли. Штрейт, помещенный под арест и с надетыми электромагнитными наручниками, был допрошен самим Райнхардом. «Говорят, вы предлагали герцогу Брауншвейгу убить меня. Это правда? Да, правда». Возможно, он уже смирился с судьбой. Стыда Штрейт не испытывал. «Почему вы предлагали такое? Потому что было очевидно, что если мы оставим вас в покое, то все закончится тем, что и произошло сегодня. Если бы мой господин оказался более решителен, то не я, а вы сейчас сидели бы в наручниках, если бы остались в живых. Это позор не только для герцогского рода фон Брауншвейгов, но и для всей династии Голденбаумов». Райнхард не разозлился. Скорее, в его взгляде было уважение к смелости сидевшего перед ним человека. Он приказал охраннику снять с него наручники. Потирающий запястье Штрейт не смог скрыть удивление. «Мне бы не хотелось убивать такого, как вы», сказал Райнхард. «Я дам вам пропуск, который обеспечит возможность вернуться к герцогу Брауншвейгу и исполнить свою клятву верности». Однако его щедрое предложение не было встречено однозначной благодарностью. «Если мне будет позволено обратиться с эгоистичной просьбой, я бы хотел остаться здесь, на Одине». «Алл, значит, вы не намерены возвращаться к своему хозяину?» «Да, милорд. Причина в том, что...» В голосе Штрейта звучала горечь. Даже если бы он беспрепятственно покинул Один и примчался к герцогу, его господин не обрадовался бы его появлению. Скорее всего, он заподозрил бы, что Штрейт заключил какую-то тайную сделку с Райнхардом, благодаря которой ему и удалось выбраться. В зависимости от того, как обернется дело, он мог даже посадить в тюрьму или казнить своего вернувшегося подчиненного. Покидая столичную планету, герцог оставил многих своих вассалов и вообще мало интересовался преданностью своих последователей. «Вот такой он человек. На самом деле он не глуп, но...» Командор вздохнул. «Понятно. В таком случае, почему бы вам не поработать на меня? Я сделаю вас контр-адмиралом. Я оценю ваше предложение, но не думаю, что будет правильно вот так менять господина и сражаться с тем, кому был верен до сего дня. Прошу меня простить». Райнхард кивнул, дал Штрейту удостоверение личности и отпустил. Капитан Фернер также оказался среди тех, кто не успел улететь. Скрываясь в центре города, ему удалось избежать ареста, но это никак не влияло на ту дилемму, что перед ним стояло. Тщательно все обдумав, он решил добровольно сдаться военной полиции, встретиться с Райнхардом и таким образом пробить себе путь. Гораздо более практичный, чем Штрейт, Фернер обратился к Райнхарду. «Я отказался от своего господина, герцога Брауншвейга. Быть может, вы возьмете меня к себе?» Он также не стал планировать того факта, что планировал нападение. «В таком случае ответьте мне вот на какой вопрос. Почему ваша верность позволяет вам отказаться от господина, которому вы служили столько лет?» «Верность можно дарить лишь тому, кто способен оценить ее. Посвящать себя господину, который не в состоянии по достоинству оценить качество их последователей, это то же самое, что бросать драгоценные камни в грязь. Разве вы не согласны, что это будет потеря для общества? А вы дерзки!» Райнхард недоверчиво покачал головой, но признал, что в словах и поступках Фернера не было ничего дурного, и взял его в свой штаб. «Такой смелый и расчетливый человек сможет работать даже под началом Оберштайна, который многих пугал до дрожи. Оберштайн никого из подчиненных не запугивал намеренно, но он всегда был так холоден и спокоен, что молодые офицеры не решались даже неосторожно пошутить. Когда к ним присоединился Фернер, он поначалу стал объектом неприязненных взглядов, но быстро укрепил свои позиции. Он прекрасно понял свое положение и свою роль. Он был здесь в качестве противоядия, и в случае необходимости мог стать мощным быстродействующим средством решения проблемы Оберштайна. Райнхард добавил к своим обязанностям главнокомандующего космической армадой должности министра военных дел и начальника генштаба империи, добившись тем самым полных диктаторских полномочий, по крайней мере в военной сфере. Император Эрвин Йозеф II даровал Райнхарду звание верховного главнокомандующего вооруженных сил империи. Разумеется, это была идея не самого шестилетнего императора, а того, кто и получил звание. В то же время Райнхарду был передан и имперский эдикт, гласящий «Приведите к повиновению герцога Брауншвейга и его сторонников, которые, собравшись в коалицию, намереваются восстать против императора, предав тем самым наше государство». Это было 6 апреля. К тому времени Райнхард уже получил доклады о необычной серии событий, которые происходили одно за другим, охватывая союз свободных планет. Все части сложились. Райнхард и Кирхиайз пожали друг другу руки, на время расставаясь. Рыжий Адмирал должен был возглавить третью часть всех сил Райнхарда. «Уже скоро, Кирхиайз. Скоро вселенная будет нашей». Глаза Райнхарда горели бесстрашием. Как же ценил с самого детства Кирхиайз этот вид и этот взгляд. Глава третья Флот Яна выступает Первый удар против Союза Субботных планет был нанесен 30 марта. Прошло не так много дней с тех пор, как Ян Венли покинул Хайнессон. Таким образом, у Адмирала Бью Кока, главнокомандующего флотом Союза, было совсем мало времени, чтобы добиться заметных подвижек в расследовании предполагаемого государственного переворота. Кроме того, сердце старого адмирала больше лежало командованием огромными флотами, а работу военной полиции он никогда не любил. Но, как бы то ни было, он уже подбирал команду следователей и сделал первый шаг к тому, чтобы увидеть темную сторону армии. То, что раскрыл Бью Коку Ян, было произведением искусства в логическом мышлении, но это не значило, что он привел какие-то конкретные доказательства. Ян это тоже прекрасно понимал, поэтому и обратился именно к Бью Коку. Я единственный, кто по мнению этого юноши не может быть вовлечен в подобную глупость. А значит, мне нужно оправдать его доверие. Старый адмирал потерял своего сына в одной из битв этой долгой войны и теперь, не имея других детей и внуков, жил вдвоем с женой. Вкус простой еды, которую он разделил с Яном и Юлианом, был для него дорогим воспоминанием, хоть он никогда бы не признал этого вслух. Март почти закончился. Первым, кого подстерегла неудача, стал адмирал Кубресли. Кубресли, начальник штаба стратегического планирования, занял эту должность в конце прошлого года после того, как ее покинул грант-адмирал Ситоли, вынужденный уйти в отставку после исторического поражения в битве при Амрицаре. Сам Ситоли выступал против необдуманного вторжения на территорию империи, но все равно должен был понести ответственность как глава вооруженных сил. В настоящее время он покинул Хайнессон и растил фруктовый сад на своей родной Кассине. В тот день, когда все случилось, адмирал Кубресли, завершивший инспекцию по ближайшим к Хайнессону военным объектам, только что приехал из армейского космопорта в штаб стратегического планирования, с ним были его помощник и пятеро охранников. Когда они вошли в вестибюль, с кресла для посетителей в зоне ожидания поднялся человек и подошел к ним слегка неуверенным шагом. Охранники напряглись, но потом расслабились, глядя как человек с бледным лицом, которому не было еще и тридцати, обратился к начальнику штаба. Адмирал Кубресли, это я, Эндрю Форк. После короткой паузы на лице Кубресли появилось узнавание. О, а я думал вы еще на реабилитации, сказал он. Коммодор Форк, человек, непосредственно ответственный за безрассудное планирование вторжения, подвергся приступу конверсионной истерии незадолго до решающей битвы и временно лишился зрения. После тяжелого поражения его госпитализировали и списали в запас. Это был тяжелый удар для молодого амбициозного офицера с отличием закончившего военную академию. Меня уже выписали из госпиталя. Я пришел сегодня к вашему превосходительству, чтобы попросить вернуть меня на действительную военную службу. На службу? Адмирал Кубресли слегка удивленно склонил голову. Как правило, останавливать вот так главу вооруженных сил в вестибюле и пытаться поговорить с ним прямо на месте, было бы нарушением приличий. Но Кубресли и вправду знал Форка лично и не будучи высокомерным в отношении с подчиненными, решил его выслушать. А что говорят врачи? Что я полностью восстановился, разумеется, и нет никаких препятствий к моему возвращению. Вот как? В таком случае вам нужно пройти формальные процедуры. Получите медицинский сертификат и справку от лечащего врача и отнесите их в отдел кадров комитета обороны вместе с прошением о возвращении на действительную военную службу. Тогда, если документы официально примут, ваш запрос будет удовлетворен. Такой способ займет очень много времени, ваше превосходительство. Если это возможно, я бы хотел снова служить своей стране как можно скорее. Формальные процедуры требуют времени, коммодор? Вот потому я и подумал, что с поддержкой вашего превосходительства взгляд адмирала Кубресли стал более резким. Коммодор запасов орг, похоже вы чего-то не понимаете. Я уполномочен следить за соблюдением всех процедур, а не нарушать их. До меня доходили о вас некоторые слухи. Говорят, у вас есть склонность требовать к себе особого внимания. И глядя на вас сейчас, сложно сказать, что вы полностью выздоровели. Черты лица форка заострились, а и без того бледное лицо стало белым как мел. Для начала вам следует пройти все предписанные процедуры. До тех пор вы не сможете нормально работать вместе с другими людьми, даже если вернетесь. Это будет плохо и для вас, и для тех, кто находится рядом с вами. Я говорю, это для вашего же собственного блага. Попробуйте начать все с чистого листа. Кубресли на самом деле не понимал, что за болезнью коммодора форка. А диагноз конверсионной истерии означал, что пациент стремится к полному удовлетворению своего эго, в результате чего его психика стала неуравновешенной. Сколько бы правды и смысла ни было в Совете Адмирала, для форка это не имело значения. Он был словно какой-то тиран из древнего мира, которого интересовало лишь беспрекословное согласие. «Ваш превосходительство!» предупреждающе закричал помощник Кубресли, капитан Уитти, но было уже поздно. Из руки форка сверкнула белая вспышка, попав в правую сторону груденачальника штаба стратегического планирования. Адмирал Кубресли обернулся и стал заваливаться на бок, когда его тяжелое тело потеряло равновесие. Капитан Уитти едва успел подхватить его, не дав ему упасть. На форка, не позволяя пошевелиться, уже навалились несколько дюжин охранников. Миниатюрный бластер, который он скрывал в рукаве, вырвали у него из рук. «Скорей! Вызовите врача!» — закричала Уитти, видя быстро расползающееся крововое пятно. В гневе он стал орать на охранников. «Вы слишком медлительны! Почему вы не схватили его до того, как он выстрелил? Для чего вы здесь вообще находитесь?» Охранники вело оправдывались, недобро посматривая на форка, которого и так помяли больше, чем было необходимо для задержания. Взъерошенные волосы Комодора вглядываясь в свое потерянное будущее, не обращая внимания более ни на что. Получив доклад о случившемся, адмирал Бьюкок буквально подскочил в своем кресле. Он и представить себе не мог, что внезапное нападение может принять такую форму. Старый адмирал, разумеется, не думал, что случившийся лишь отдельный случайный инцидент. Каково состояние адмирала Кубресли? Он выберется, ваше превосходительство. Однако врачи говорят, что ему понадобится три месяца на восстановление и полный покой. Что ж, полагаю, за это стоит поблагодарить судьбу. Пробормотал Бьюкок. Адмирал ощутил некое неприятное послевкусие. Во время битвы при Амрицаре именно он был тем, кто открыто высказал в лицо Форку все, что думал о его некомпетентности и безответственности, став причиной приступа. Если бы намерением Форка была месть, жертвой вполне мог бы стать сам Бьюкок вместо Кубресли. Новость о том, что командор запаса Форк напал на адмирала Кубресли, начальника штаба стратегического планирования и тяжело ранил его, вызвала шок сначала у всех жителей планеты Хайнессон, а затем разнеслась по сверхсветовым сетям до самых границ Союза. Происшествие было настолько неловким для военных, что некоторые даже вслух задумчиво произносили опасную мысль «Будь это империя, распространение подобной информации можно было бы запретить». Самым насущным вопросом сейчас стала необходимость назначить руководителя штаба, временно исполняющего обязанности или же приемника Кубресли. Если должностью номер один в армии Союза считалось место начальника штаба стратегического планирования, то номером два был главнокомандующий космической армады. Когда комитет обороны предложил Бьюкоку временно взять на себя обязанности начальника штаба, он сразу же отказался. Отдавать две главные должности во флоте в одни руки — это прямой путь к диктаторским полномочиям. Это прозвучало разумным аргументом со стороны старого адмирала, но внутренне он также счел за лучшее не объединять две цели для нападения террористов в одну. Бьюкок не боялся стать целью террористов, но оставить в случае своей смерти без руководителя сразу две огромные организации, парализовав их деятельность, считал неразумным. Даже с потерей одного из двоих главных военных армия Союза могла лишиться способности к действию. В конце концов, тем, кого выбрали на пост начальника штаба, стал старший из трех заместителей адмирал Доулсон. Услышав об этом назначении, Бьюкок подумал, «Быть может мне стоило все же согласиться на эту работу самому». Доулсон был довольно робким и нервным человеком. За свою карьеру он успел побыть командиром отряда и начальником разведывательного управления комитета обороны. Но когда он служил начальником тыловой службы первого флота, то вел себя как мелкий чиновник, предупреждая о запрете на выброс пищевых отходов, устраивая инспекции каждой лотки для выброса, а потом заставлял экипажа отвлекаться на такие ненужные объявления, как, например, о том, сколько десятков килограмм картофеля было напрасно выброшено на этой неделе. Также он имел репутацию человека, держащегося за личные обиды. Была, к примеру, известна история, как один офицер, превзошедший Доулсона по оценкам в академии, был потом понижен за какую-то ошибку и попал под его командования и оказался жертвой бесконечных издевательств. Однако, так или иначе, назначение было утверждено. Новый инцидент произошел уже на следующий день. Случился он на наземной базе, числящейся за штаб-квартирой командования обороны столицы. Старая межпланетная ракета внезапно взорвалась во время проверки в центре техобслуживания. Причиной стала нарушенная изоляция, позволяющая электрическому току из силовой установки течь к предохранителю в основном корпусе. Это ясно показывало слабость устаревшего оружия, но шокировало всех не это, а то, что все 14 техников, погибших при взрыве, были несовершеннолетними подростками. Неужели источник человеческих ресурсов настолько пересох? Холодок пробежал по спине людей. Они осознали причину. Война слишком затянулась. Даже в рядах вооруженных сил число взрослых сокращалось везде, кроме линии фронта. Джессика Эдвардс, представлявшая антивоенную фракцию в Национальной Ассамблее, выразила соболезнования родственникам жертв и обрушилась критикой на руководство армии за нехватку управленческих способностей, которая привела к тому, что все население работает лишь на продолжение войны. Какое будущее ждет общество, бросающее на алтарь войны молодых людей, которые должны были стать основой этого будущего? Может ли такое общество называться здоровым? Мы должны очнуться от этого безумного сна и спросить у себя, какой путь для нас сейчас самый правильный и лучший? И на этот вопрос есть лишь один ответ. Это путь мира. Бьюкок смотрел трансляцию в своем кабинете в штаб-квартире командования космической армады. Его помощник, капитан третьего ранга Пфайфер, недовольно проворчал. Эта женщина просто говорит все, что приходит ей в голову. Она понятия не имеет, как усердно мы трудимся. В конце концов, если б не мы, то империя захватила бы всех, и не было бы никакой свободы слова и антивоенных активистов. А так она может делать такие вот наглые заявления. Нет, многие из ее слов верны, сказал старый адмирал, прерывая эмоциональную речь помощника. Общество, где первыми умирают самые старые, я бы назвал устроенным правильно. А в нашем старый солдат продолжает жить, в то время, как где-то гибнут молодые мальчишки. Если никто не станет указывать на это, то сумасшествие будет заходить все дальше и дальше. Обществу нужны такие люди, как она. Хотя не думаю, что захотел бы жениться на женщине, так хорошо произносящей речи. Закончил Бьюкок свои слова обычной для него шутливой фразой. В последнее время Бьюкок ощущал чуть ли не панику, которая была бы невыносима, если бы не шутки. Ранее в этот день он встречался с недавно назначенным исполняющим обязанности начальника штаба стратегического планирования. Доусон, который был на 14 лет моложе Бьюкока, настолько разволновался, что сказал громче необходимого совершенно лишние слова. Надеюсь, даже те, кто обладает большим послужным списком, будут соблюдать субординацию и подчиняться моим приказам. Бьюкок еле сдержал раздражение. Если этому человеку начать рассказывать о возможности государственного переворота и необходимых действиях для его предотвращения, то робкого исполняющего обязанности начальника штаба мог хватить удар. В тускло освещенной комнате приглушенными голосами шло обсуждение. Коммодор Форк почти смертельно ранил адмирала Кубресли, однако тот все же выжил. Форк умеет складно врать, но болтовня это и все, на что он способен. Даже во время битвы приамрицари, в голосе говорившего слышалось сложное сочетание насмешки и разочарования. В ответ со всех сторон послышался согласный робот. Тем не менее, с ранением Кубресли одна из наших целей, нарушение нормальной работы штаба стратегического планирования фактически достигнуты. Если посмотреть с этой стороны, то Форк проделал хорошую работу. Полный провал был очень вероятен. Надеюсь, нет опасности, что он расскажет о нас. Все обернулось таким образом, что для расследования могут не постесняться использовать пытки и сыворотку правды. И на это все закроют глаза. Наверняка так оно и будет. Но причин для тревоги нет. Он подвергся очень глубокому внушению, и теперь абсолютно уверен, что сам все спланировал и исполнил. И никто другой в этом не замешан. Так как это было приятно для собственного самодовольного искренне поверить в это. Поверхностная проверка не помогла бы, а разработка устройств, позволяющих погрузиться настолько глубоко в сознание человека, чтобы проанализировать и воссоздать внесенные изменения, была полностью запрещена. Так что выяснить правду о действиях Форка было теперь невозможно. Форк проведет остаток своих дней в сумасшедшем доме. Это печально для него, но некоторым приходится и хуже. А на нас лежит долг спасти нашу Родину, уничтожить Империю и установить справедливость во Вселенной. И сантиментам в таком деле не место. Голос звучал торжественно, почти так, будто говоривший пытался убедить в сказанном самого себя. Сейчас куда важнее следующий шаг. Хотя адмиралку Бресли и выжил, но как глава вооруженных сил в следующие два-три месяца он все равно что мертв. Что же до нынешнего исполняющего обязанности начальника штаба Доусона, то странно, как такой человек вообще мог дослужиться до звания адмирала. Во всем, что не касается канцелярских навыков, люди ему не доверяют. По крайней мере, в ближайшее время штаб будет страдать от беспорядков и не сможет нормально работать. А это значит, что у нас нет оснований откладывать начало исполнения нашего плана. В этом году, с конца марта и до середины апреля, 13 миллиардов жителей Союза свободных планет не испытывали недостатка в новостях, пробуждающих беспокойство и страх. 30 марта попытка убийства начальника штаба стратегического планирования Кубресли. 3 апреля планета Нептис оккупирована частью размещенных на ней войск. 5 апреля вооруженное восстание на планете Кафар. 6 апреля в Галактической Империи вспыхивает крупномасштабная гражданская война. 8 апреля планета Палмерен захвачена повстанцами. 10 апреля планета Шан-Пул оккупирована вооруженными силами. Вдалеке от Хайнессона Ян внимательно следил за всеми этими событиями. Хотя в его предсказания не входило покушение на адмирала Кубресли, все остальное развивалось именно так, как он ожидал. Но а стоило ли поздравлять себя с тем, что он смог просчитать действия маркиза Лоенграма? Со стороны Райенхарда это было в конечном счете не более чем превентивным ударом. И даже если бы он не увенчался успехом, у него осталось бы еще много возможностей вернуть утраченные позиции. Важность этой схемы вероятно была для него на уровне «почему бы и не попробовать?» И все же результаты его плана потрясли союз. Действительно ли маркиз Лоенграмм был, как утверждали некоторые, мастером лишь переставлять фигурки солдат по доске? Ян пожал плечами. Этот парень погрузил в хаос весь союз, не используя ни единого солдата. Что тут можно было добавить? Бессмысленно говорить «я просчитал твои действия после такого». Факт в том, что Яну не удалось предотвратить случившееся, и он не знал, как именно будут развиваться события дальше, не считая вероятной попытки государственного переворота на столичной планете. Даже сам Райнхарт, автор и режиссер этой маленькой драмы, наверное, не писал сценария дальше этого момента. А значит, все, что произойдет в дальнейшем, зависит от таланта и способностей актеров. В таком случае, подумал Ян, кто же играет главную роль? Кто собирается возглавить переворот? Полагаю, скоро мы это узнаем, но все же мне очень любопытно. 13 апреля с Хайнессона пришло сообщение с приказом адмирала Доусона. В нем было сказано «Адмирал Ян, приказывая мобилизовать из Орландский патрульный флот и со всей возможной спешностью подавить восстание на Нептисе, Кафаре, Палмеренде и Шанпуле». Сразу во всех четырех местах? Яна такое, разумеется, ошеломило. Он ожидал, что рано или поздно получит приказ о мобилизации и отправке флота, но только в одно место. Он был уверен, что остальными тремя займется флот с Хайнессона. Ян выразил свою озабоченность, отправив ответное сообщение. В таком случае крепость Изерлон на долгое время останется без кораблей. Это нормально? В настоящий момент Империя находится в состоянии гражданской войны. Опасность нападения имперцев на Изерлон исчезающе мала. Так что прошу вас, командующий Ян, выполнять свои обязанности и не беспокоиться. Теперь понятно. Ян был впечатлен. Значит в мире существуют и такие люди. Вот так представляющие причину и следствие, действие и реакцию просто поразительно отсталые. Правда, они понятия не имеют, что происходит на самом деле, но все же... Это оказалось неожиданно забавно. Адмирал Доулсон, действующий начальник штаба стратегического планирования, имел репутацию посредственного тактика и вопреки всем ожиданиям именно поэтому он мог оказаться тем человеком, кто не станет поступать согласно ожиданиям маркиза Лоенграма. Если в столице останется большое число войск, то это внесет неожиданные помехи в исполнении плана и вызовет проблемы для заговорщиков. Лишившись возможности действовать, они, возможно, вообще не смогут претворить свой план в жизнь. Конечно, даже в такой ситуации предатели наверняка попытаются что-то предпринять, но, по крайней мере, какое-то время они не смогут нанести удар, захватив оставшуюся беззащитную столицу. Разумеется, такая ситуация сложилась случайно. Намерением Доулсона, по-видимому, было до предела истощить Яна и его подчиненных. К такому выводу пришел Ян, но причин этого он понять так и не мог. Хотя молодой адмирал слышал, что Доулсон крайне злопамятен, но он никогда не встречался с этим человеком лично, так что не имел возможности нанести ему обиду. Вопрос Яна дал ответ Юлиан. В том, что юноша не станет болтать лишнего, адмирал был уверен, поэтому иногда позволял себе при нем размышлять вслух. И вот теперь, когда Ян думал над мотивами Доулсона, он усмехнулся и сказал, что все можно легко объяснить. Сколько лет этому Доулсону? Ну, должно быть лет 45. А вам 30, адмирал, не так ли? Да, наконец и достиг этого возраста. Вот и все объяснение. Вы оба адмиралы, хотя далеки друг от друга по возрасту. Будь вы старый, как адмирал Бьюкок, все было бы нормально. Но сейчас он завидует вам. Ян почесал в затылке. Вот как. Понятно. Как беспечно с моей стороны. Яну не было равных, когда нужно было угадать ход мысли и врага на поле боя, но Юлиан сейчас указал на его слепое пятно. За прошлый год Ян поднялся невероятно высоко, преодолев путь от комодора до адмирала. Для него самого это значило лишь усиление головной боли и потраченные нервы. Но для многих других, особенно тех, для кого должность и положение означали все, он стал объектом зависти и ревности. Причем такие люди обычно не могли признать, что для кого-то существуют иные ценности, отличные от их собственных. Поэтому они не могли поверить, что самым большим желанием Яна является увольнение со службы и возможность вести мирную жизнь на пенсию, читая книги по истории. Если тебя называют чудотворец, то давай посмотрим, как ты сможешь подавить все четыре восстания сам. Если справишься, то все в порядке, а если провалишься, то окажешься у меня в руках. Так, видимо, рассчитывал Доусон. Может, если я не справлюсь, мне позволят уйти? Подумал Ян. Как раз, когда эта крамольная мысль мелькнула у него в голове, Юлиан спросил. Атаковать всех по очереди будет слишком долго и сложно, так? Все верно. Согласился Ян и решительно кивнул. Кроме того, это идет в разрез с моей философией, призывающей побеждать с минимальными усилиями. Как бы ты поступил в такую ситуацию, Юлиан? Юноша задумался, наклонившись вперед. В последнее время его интерес к военной тактике значительно вырос. Как насчет такого? Собрать всех врагов в одной точке и ударить туда? Ян снял свой черный форменный берет и посмотрел в потолок. Интересное предложение, но есть две проблемы. Первая в том, как найти способ добиться этого, как собрать врагов из четырех различных регионов в одном месте. Противник устроил многочисленные восстания в разных местах с целью растянуть правительственные силы, так что я сомневаюсь, что они добровольно откажутся от этого преимущества. В конце концов, если они обеднят силы, то и мы, разумеется, сделаем то же самое. Он вернул берет обратно на голову. И вторая собирать врагов в одном месте значит идти против основ военной стратегии, гласящей, что нужно уничтожить отряды противника по одному, не позволяя обедниться. Значит, это плохая идея? Юлиан выглядел разочарованным. Он считал, что смог придумать что-то полезное. Идея хорошая, улыбнулся ему Ян. Просто нужно придумать, как ее правильно применить. Оставим пока вопрос о том, чем можно их привлечь. А вот сам план. Он ненадолго задумался, а потом продолжил. Мы выманим их с укрепленных позиций, тут все нормально. Но нигде не сказано, что мы должны ждать их в точке встречи. Вместо этого мы рассчитаем маршруты их движения и встретим каждого из противников поодиночке. Конечно, трудно будет успеть перехватить всех, но если наши силы примерно равны, то мы можем разделить свой флот на двое. Каждая часть возьмет на себя по два отряда и довольно легко одержит победы. Ведь все равно будет вдвое превосходить противников численности. Юлиан пылко кивнул, но его опекун еще не закончил. Есть и другой способ, при котором можно использовать мощь всего флота. Сначала мы разобьем два отряда противника поодиночке, а затем направимся к точке встречи. Если повезет, враг может принять нас за своих, или же мы можем разделиться и взять его в клещи. Как бы то ни было, при такой стратегии мы сначала столкнемся с двумя отрядами, уступающим нашему вчетверо, а потом с одним, уступающим вдвое. Шансы на победу при этом я бы назвал очень хорошими. Юлиан восхищенно вздохнул, в то же время чувствуя себя безнадежно жалким. Адмирал Ян строил хитрые планы один за другим. Юлиан было далеко до него даже в то время, когда самому Яну было пятнадцать. Именно это заставляло его желать улучшить свои способности, пусть даже совсем немного, чтобы иметь возможность помогать ему. Юлиан не хотел просто спокойно проживать серьезным, как оказаться наравне с Адмиралом. Он желал каким-либо образом стать для него незаменимым. Но как бы то ни было, на этот раз я не хочу использовать ни одной из этих стратегий. В конце концов, наш противник такие же солдаты Союза, как и мы. Даже если мы сразимся и победим, пользы это не принесет. Это так. Так что давай подумаем о том, как заставить их сдаться без боя. Этот путь, помимо прочего, самый легкий. Легкий для солдат, но тяжелый для командиров. О, ты верно понимаешь. Ян улыбнулся, но его улыбка тут же погасла. Тем не менее, я думаю, что сейчас многим людям живется так же непросто, как командирам, которым приходится убивать стольких солдат. Слова о том, что Яну Венли слишком легко досталось его положение, достигли и ушей самого и возможно, что именно Доусон приложил руку к их распространению. В любом случае, если бы он обратил больше внимания на эти безответственные слова, он бы сразу понял, что кроется за этим приказом. Ян вызвал своих помощников в зал совещаний и сообщил о приказе адмирала Доусона. Значит, он и хочет, чтобы мы подавили все четыре восстания? Офицеры штаба Яна Фишер Кассельн Шонкоп Мурай и Патричев тоже были ошеломлены подобным приказом. Шонкоп первым восстановил самообладание. То есть, он намерен продержать столичные войска в резерве, а нас использовать по полной. Он пришел к тому же заключению, что и Ян, но также смог сразу назвать и причину. Кажется, кто-то ревнив, адмирал, сказал он, глядя на Яна с усмешкой. Адмирал не нашелся, что на это ответить. То ли Юлиан Шонкопфом так проницательны, то ли сам Ян не смог заметить очевидного. Как бы то ни было, это приказ командования, так что нам остается лишь следовать ему. Ближе всего к изерлону находится Шанпол. Должны ли мы начать с него? В этот момент послышался звуковой сигнал, и Мурай подошел к трехмерному дисплею. Он нажал на переключатель, и на экране появилось изображение офицера связи. Ян обратил внимание на большое пятно на оформленном платке на шее связиста. Видимо, что-то сильно поразило офицера в тот момент, когда он пил кофе, и чашка в его руке вздрогнула. «Адмирал, в столице беспорядки, мы только что получили шокирующее сообщение! Докладывайте по существу!» резко произнес Мурай. Связист с трудом сглотнул и выдавил. «Это... это государственный переворот, ваше превосходительство!» Для всех, исключая Яна, эти слова прозвучали громом среди ясного неба. Патричев был так поражен, что его затрясло. Он вскочил на ноги, но не знал, что сказать. Изображение на экране тем временем поменялось. Теперь там был виден столичный центр вещания. Однако, вместо дежурной улыбки диктора, собравшиеся на изерлоне увидели солдата, сидящего на его месте с высокомерным видом. «Повторяю, настоящим мы заявляем, что 13 апреля 797 года космической эры столичная планета Хайнессон взята под контроль военным конгрессом Союза свободных планет по спасению республики. Хартия Союза отменяется, и все законы будут заменены решениями и указами военного конгресса». Старшие офицеры из эрлона обменялись взглядами, после чего все одновременно повернулись и уставились на своего молодого командующего. Ян молча смотрел на экран, он казался очень спокойным. Значит, даже действия адмирала Доулсона не смогли предотвратить планов переворота. Или правильнее сказать, что именно его действия вынудили заговорщиков к активным действиям? Как бы то ни было, результат налицо. «Военный конгресс по спасению республики, да?» Про Бармателу Ян это громкое название. Он не чувствовал никакой красоты или искренности в напыщенных словах вроде спасения страны, патриотизм или забота о будущем нации. Почему-то всегда те, кто наиболее нагло цепляется за эти фразы, с комфортом живут вдали от опасностей. Наконец, военный конгресс по спасению республики объявил о серии поправок хартии союза. Изменения были следующими. Первое. Создать политическую систему для объединения воли людей вокруг благородной цели одолеть галактическую империю. Второе. Упорядочить контроль над политической активностью и речами, идущими в разрез с интересами нации. Третье. Передать армии полицейские и судебные функции. Четвертое. Объявить общегосударственное военное положение на неопределенный срок. Соответственно, запретить все демонстрации и забастовки рабочих. Пятое. Полностью национализировать все межзвездные перевозки и средства передачи информации. Соответственно, передать все космические корабли в руки военных. Шестое. Изгнать с государственной службы всех, кто придерживается антивоенных и или антигосударственных убеждений. Седьмое. Приостановить деятельность национального собрания. Восьмое. Объявить преступлением отказ от военной службы по убеждениям. Девятое. Ввести суровые наказания за коррупцию среди политиков и государственных служащих. Десятое. Ликвидировать вредные развлечения в соответствии с программой возвращения к незатронутым простоте и добродетельности нравов и обычаев граждан. Одиннадцатое. Отменить чрезмерную господдержку слабым слоям населения, дабы предотвратить ослабление общества. Господи, это что такое? Посмотрев на экран, Ян был по-настоящему удивлен. То, к чему стремился военный конгресс, было самой сутью реакционной милитаристской системы правления. Более того, было почти невозможно найти отличий между предлагаемой ими системой и той, из которой пять веков назад выступал Рудольф фон Голденбаум. Каковы были эти пятьсот лет для человеческой расы? Имея пример Рудольфа прямо перед глазами, чему научилось человечество? Этот военный конгресс по спасению республики собирался вдохнуть новую жизнь в труп Рудольфа во имя победы над империей, которую он создал. Ян рассмеялся, просто никак не смог сдержаться. Это был ни с чем несравнимый фарс. Ужасный беспрецедентный фарс. Но даже несмотря на то, что этот первый акт разыгрывался как фарс, закончился он совсем на другой ноте. Граждане солдаты союза, я представляю вам председателя военного конгресса по спасению республики. И когда это имя было произнесено, показалось, что воздух в зале совещания сгустился в тяжелую жидкость. Мужчина средних лет, показавшийся на экране, был всем собравшимся прекрасно знаком. Темные с проседью волосы, красивое лицо с тонкими чертами. Ян разговаривал с ним множество раз, даже как-то обедал вместе. Еще у этого человека была дочь, которая... Тихий вскрик за спиной заставил Яна обернуться. Его адъютант Фредерико Гринхилл стояла позади него бледное как полотно. Ее кори глаза, уставленные на экран, были широко распахнуты. Она смотрела на лицо своего отца, адмирала Дуайта Гринхилла. Доминион Феззан. Торговое государство, расположенное в Феззанском коридоре, связывающем Галактическую империю союз свободных планет. Общее число жителей главной планеты и искусственных колоний достигало двух миллиардов человек, а по богатству Феззан вполне мог соперничать с империей и союзом. В настоящий момент разведывательные службы Феззана работали в полную силу. Собранная информация проходила через секретариат, где обрабатывалась и сортировалась, а потом попадала в руки правителя Феззана Адриана Рубинского. Именно благодаря этому механизму Рубинский черный лист Феззана смог быть в курсе всех происходящих событий, сидя в комфорте своего дома. 13 апреля День государственного переворота. Адмирал Бьюкок, главнокомандующий Космической Армады Союза, получил сообщение от адмирала Гринхилла, начальника отдела полевых расследований Комитета обороны. Сегодня наземные боевые подразделения будут проходить масштабные учения на всей территории столичной планеты. Планы этих маневров были разработаны еще в начале года, так что мы просим другие департаменты не обращать на них внимания и продолжать заниматься своей работой, как будто не происходит ничего необычного. Эти учения будут иметь большое значение, учитывая ситуацию в пограничье. Это же послание было получено и многими другими из военного руководства, а также объявлено для населения по обычному вещанию. Вследствие этого, даже когда группы вооруженных солдат были замечены на улицах города, мало кто заподозрил неладное. И даже когда люди звонили в полицию и сообщали о своих подозрениях, все их сомнения развеивались одной фразой «это просто учение». Так как сообщение исходило от начальника отдела полевых расследований, то наиболее профессиональные офицеры меньше всего сомневались в нем. Даже Бьюкок не стал над этим раздумывать. Он был крайне занят руководством флота, ориентируясь на события в приграничных районах, кто-то может устроить переворот в то время, когда основные силы находятся в столице. Однако уже в полдень старого адмирала вели под прицелом на встречу с предводителями заговорщиков. Ими оказались адмирал Дуайт Гринхилл, начальник отдела полевых расследований и вице-адмирал Бронс, начальник разведывательного управления. Бьюкок был сбит с толку, увидев столь высокопоставленных чиновников. «Теперь понятно», произнес старый адмирал. «Значит разведывательное управление и отдел полевых расследований уже давно погрязли в коррупции?» Обязанности отдела полевых расследований внутри страны охватывали управление такими невоенными мероприятиями, как подготовка, спасательные операции и перемещение войск и объектов. Поэтому если руководитель бюро был одним из заговорщиков, то ему не трудно было переместить необходимое количество бойцов на выборные позиции. Рядом с предводителями стояло еще несколько заговорщиков. Откуда-то с их стороны доносился запах крепкой выпивки. «Эх, я помню эту вонь!» Седой главнокомандующий бросил взгляд на источник запаха. «Контр-адмирал Линч, попавший в плен к имперцам несколько лет назад у эльфа Силе. Для меня большая честь, что вы меня помните!» ответил Линч с невнятным смешком. Как бы я не хотел забыть, это невозможно. В конце концов, вы нарушили свой долг по защите мирных жителей, предали свою ответственность за солдат, находившихся под вашим командованием, а сами пытались сбежать. «О да, такое трудно забыть! Вы настоящая знаменитость!» Не похоже было, что Линча ранили эти едкие слова. Он принял их с легкой усмешкой, а потом эффектным движением вытащил маленькую бутылку виски, открутил пробку и сделал большой глоток. Окружающие его офицеры нахмурились, некоторые заметно передернулись. Было ясно видно, что сотоварищи Линча презирают его, и Бьюкок никак не мог понять, что подобный человек делает среди них. Он снова повернулся к Гринхилу. «Ваше превосходительство, я привык думать о вас как о бастионе разума и совести среди офицеров. Я горжусь вашей похвалой. Но похоже я вас переоценил. Видимо ваши разум и совесть уснули за рулем, раз вы решились участвовать в таком деле. Я долго раздумывал об этом. Попробуйте и вы подумать в таком ключе, адмирал. Как глубоко коррумпирована нынешняя власть? Как сильно угнетаемо общество? У нас в государстве царит мобократия, скрывающаяся за таким словом как демократия. И я нигде не видел даже проблеска надежды, что это может измениться само по себе. Как каким иным способом можно добиться порядка и реформ? Вот оно что. Действительно нынешняя власть коррумпирована и зашла в тупик. И вы сейчас скажете, поэтому мы решили свергнуть ее вооруженной рукой. Я лишь прошу ответить, что случится, когда и вы станете коррумпированными, особенно учитывая то, что править вы собираетесь оружием. Кто призовет к порядку вас? Тон Бьюкока был резок, и его противник явно засомневался. Мы никогда не погрязнем в коррупции, убежденно сказал другой голос. У нас есть идеалы. В отличие от них, мы знаем, что такое позор. И мы не станем делать того, что делают нынешние политики. Они откармливают свои толстые животы, произнося прекрасные слова вроде демократия, потворству электорату, чтобы заполучить власть, в то же время заигрывая с капиталистами и пренебрегая нашим священным долгом по свержению тирании галактической империи. Мы же делаем лишь то, что диктует нам наше страстное желание возродить основы нашего государства. Мы поднялись на борьбу лишь потому, что у нас не было иного выбора. Коррупция проистекает и стремление к корысти, а значит мы никогда не будем ею испорчены. Забавно, сказал Бьюкок. На мой взгляд, это выглядит как попытка оправдать незаконный заход власти высокими словами вроде священный долг, восстановление основ и страстное желание. Ядовитый язык старого адмирала глубоко погрузился в гордость офицеров, жестоко раняя их. Вокруг раздались гневные голоса. Адмирал Бьюкок, мы вели себя как джентльмены, насколько это возможно, но я считаю, что последними словами вы вышли за рамки. Джентльмены? Саркастический смех Бьюкока разнесся по комнате. С тех времен, как предки людей лазали по деревьям и до сего дня, люди, нарушающие законы, совершающие насилие, никогда не считались джентльменами. Хотя, если вы хотите так называться, то советую, пока власть в ваших руках, найти кого-нибудь, кто написал бы для вас новый словарь. Ярость офицеров сгустилась в воздухе, словно жар, но Гринхилл взглядом заставил их сдержаться. Мы можем говорить целый день, но я не думаю, что мы придем к общей точке зрения. Лишь история рассудит, верным ли было наше решение. Быть может, истории нечего будет судить, адмирал Гринхилл. На этом адмирал Гринхилл, глава военного конгресса, отвернулся. Отправьте его под арест, но будьте вежливы. К этому времени все стратегические пункты Хайнесона уже находились под контролем заговорщиков. Штаб стратегического планирования, командный центр космической обороны, здание Верховного Совета, центр межзвездной связи, все оказалось в руках повстанцев почти без кровопролития. Даже адмирал Доулсон, исполняющий обязанности начальника штаба стратегического планирования, был арестован. Но одной из главных целей нападения голову Верховного Совета Джоба Трунихта так и не сумели найти. Считалось, что он сбежал через тайный ход, приготовленный на подобный случай, и ушел в подполье. Ян всегда считал, что хорошо понимает, почему люди называют судьбу злобной старой ведьмой. Но теперь ему казалось, что прежде он зря так думал. Обладая судьба разумом и личностью, то в этот момент он бы закричал ей «Ну же, ты ведь никогда не была настолько злой?» Разумеется, это было невозможно. Судьба это цепь случайностей, смешанных с волей и действиями бесчисленного числа людей, а не какое-то высшее существо. Но все же, сражаться с отцом Фредерики, чтобы защитить власть такого человека, как Трунихт. Я сбился со счета, сколько десятков кругов он прошел по своей каюте. Когда он пришел то увидел Юлиана, стоящего у стены и пристально глядящего на него. В его темно-карих глазах Ян увидел тревогу. Не зная, как помочь своему опекуну, юноша чувствовал себя бессильным. Но решение о том, что делать дальше, мог принять только Ян, и ни с кем в мире он не мог этого разделить. Тяжело вздохнув, молодой адмирал заставил себя выдавить беззаботную улыбку. «Юлиан, налей-ка мне стаканчик собраться на совещании через пятнадцать минут. Слушаюсь. И еще. Вызови ко мне лейтенанта Гринхилл». Юноша бегом покинул каюту. Насколько легче было бы жить, если бы можно было не принимать решения, когда не хочется их принимать. Хотя древние говорили, что когда все идет не так, как нам хотелось, это добавляет вкуса к жизни, но в нынешней ситуации все шло уж слишком не так. Фредерико Гринхилл появилось спустя две минуты. Выражение ее лица было спокойным, но болезненная бледность выдавала истинные чувства. Яну было проще смириться с нынешней ролью. Потеряв отца в шестнадцать лет, он поступил в военную академию лишь потому, что только там можно было учиться на историка бесплатно. Солдатом он становиться совершенно не хотел, но признавал, что нынешнее положение результат его собственного выбора. Но для Фредерико это было похоже на то, как если бы она была поймана на попытке абсурдность существования богов. Она была вынуждена стать врагом собственного отца. Суровые испытания для двадцати трехлетней девушки. Старший лейтенант Гринхилл по вашему приказанию явилась. О, выглядите бодро, сказал Ян, но тут же понял, как глупо это прозвучало. Фредерико тоже не нашлось, что ответить. Мне передали, что вы вызывали меня. Да, верно. Я собираю офицеров на новое совещание, поэтому хотел, чтобы вы занялись подготовкой. Эти слова ошеломили Фредерико. Я, я думала, что должна буду сложить в себе обязанности вашего адъютанта. Я пришла сюда, ожидая этого. Вы этого хотите? Голос Яна в этот момент был довольно резок. Нет, но, если вас не будет рядом, мне придется тяжко. У меня ужасная память, и я плох в обращении с этими жуткими панелями управления. Я нуждаюсь в компетентном помощнике. Так каков будет ваш ответ? Так точно! Я буду исполнять свои обязанности ваше превосходительство. На короткое мгновение сквозь деловое выражение ее лица Ян смог увидеть радость и слезы. Я оценю это. Займитесь приготовлениями в зале совещаний. Хотя были и другие способы это сформулировать, но ничего лучше Ян придумать не смог. Выйди из каюты, он натолкнулся на шон копфа. Бывший имперец дал честь и улыбнулся своему командиру. «Похоже, вы не стали увольнять старшего лейтенанта Гринхилл». «Разумеется, зачем бы я стал это делать, если никого лучше для этой работы не найти?» «Вы уходите от проблемы», грубовато ответил шон копф. «Что вы имеете ввиду?» «Ничего, просто. Ну, я задавался вопросом о нескольких вещах. Например, о том, что она думает о вашем превосходительстве с позиции подчиненного. И что же вы обо мне думаете?» спросил Ян, неуклюже пытаясь уйти. «Ммм, честно говоря, я не знаю. Вы полны противоречий». Шон копф с дружеской улыбкой оглянулся на разочарованное лицо своего командира. «Почему я так говорю? Ну, во-первых, нет другого человека, который бы так ненавидел глупость войны. А в то же время никого, кто умел бы воевать лучше вас. Разве я не прав?» «А что вы думаете о Рейнхарде фон Лоингрэме? Что было бы весело сразиться с ним?» Это возмутительное заявление командир Розенриттеров выдал без малейших колебаний. «Думаю, сражаясь в равных условиях, вы победили боево». «Подобные гипотезы не имеют смысла», сказал Ян. «Да, я знаю». Тактика это искусство управлять войсками, чтобы победить в сражении. Стратегия искусство создавать такие условия, чтобы можно было максимально эффективно использовать свою тактику. Соответственно, предложение Шанкопфа было нереальным, поскольку не учитывало элемент стратегии в войне. «Как бы то ни было, давайте перейдем к следующему пункту. Вы прекрасно осознаете, насколько неисправно текущая силовая структура Союза Субботных планет, как в плане возможностей, так и в плане морали. Тем не менее, несмотря на это, вы сделаете все, чтобы спасти ее. Это огромное противоречие. Лучший враг хорошего. Конечно, я признаю, что текущая власть Союза неисправна. Но посмотрите на лозунги, которые выдвигают эти спасатели республики. Разве это не еще хуже, чем то, что мы имеем сейчас? «Если вы спрашиваете меня?» произнес Шанкоп со странным блеском в глазах. «Я бы предложил позволить этим шутам из военного конгресса очистить нынешний режим. Тщательно и полностью. В любом случае, они со временем проявят собственные недостатки и потеряют контроль над ситуацией. И вот тут появитесь вы, избавитесь от уборщиков и примете власть как реставратор демократии. Вот такой вариант я бы назвал лучшим». Молодой командующий из Орлона пораженно уставился на своего подчиненного. Шанкоп больше не улыбался. «Как насчет такого? Даже если бы это было только формально, как диктатор вы смогли бы защитить подлинное демократическое правление?» «Диктатор Ян Венли, да? С какой стороны ни взгляни, это не в моем стиле». «Быть солдатом тоже не в вашем стиле, но вы здесь, и вы делаете вашу работу лучше всех. И должно быть с ролью диктатора справитесь не хуже». «Бригадный генерал Шанкоп Да? Вы делились с кем-нибудь такими мыслями?» «Конечно нет». «Рад это слышать». Не говоря больше ничего, Ян отвернулся от Шанкоп и поспешил на совещание. Двигаясь в нескольких шагах позади, Шанкоп улыбался. Понимал ли Ян, что в армии вряд ли найдется другой офицер, позволяющий подчиненным так свободно высказывать свое мнение? Да, быть начальником Вальтера фон Шанкоп нелегкое дело. В крепости Зерлон проживало много гражданских и их беспокойство выросло от известия о государственном перевороте на родине и гражданской войне в империи. Один из таких людей остановил Юлиана, направляющегося в гражданский жилой район по поручению Яна, и спросил, есть ли вообще шанс на победу. Юноша внимательно посмотрел в лицо тому, кто его окликнул, а потом, упрекая человека за панику, умеренно сказал, адмирал Ян Венли не вступает в битвы, в которых нельзя победить. Очень быстро этот обмен репликами стал известен по всему Изерлону. Адмирал Ян не сражается в битвах, в которых нельзя победить. Действительно, победы были постоянным спутником этого человека, так что он обязательно победит и на этот раз. Беспокойство мирных жителей по крайней мере открытое улеглось. Ян, позже услышавший об этом, уточнил у Юлиана, действительно ли был этот разговор, а потом поддразнил юношу. У тебя прорезался неожиданный талант, может назначить тебя пресс-секретарем по связям с общественностью? Но я же не лукавил, я сказал ему чистую правду, адмирал. Ммм, да, во всяком случае, на этот раз. Юлиан заметил, как его опекун чуть нахмурился. Конечно, я надеюсь, что это так и останется. Юлиан отправился учиться пилотировать одноместный истребитель, называемый Спартанцем, а Ян вызвал к себе бригадного генерала Шонкопфа. Молодой адмирал решил разделить флот, которым командовал, на скоростное мобильное подразделение под своим непосредственным командованием и флот поддержки, обеспечивающей снабжение и способный за себя постоять. Однако он пока не решил, в какую из них направить Шонкопфа, поэтому посоветовался с ним самим и решил в итоге взять его в свой штаб. Во время разговора Ян спросил его о Юлиане, которого Шонкопф обучал рукопашному бою и стрельбе. «Если вы спрашиваете, какой из него воин, то тут он отлично справляется со своими обязанностями. В этом отношении он будет гораздо полезнее вас, ваше превосходительство». Шонкопф был беспощаден. «Но ведь это не то, чего вы для него хотели». Ответ Яны был наполовину обращен к самому себе. «Есть пределы тому, что человек способен сделать, но все же в пределах своих способностей мы можем менять судьбу. Я хочу, чтобы Юлиан мог менять судьбу в максимальных пределах. Пусть даже он этим не воспользуется, я хочу, чтобы у него был такой потенциал». «А каков ваш потенциал?» «Нет, я ничего не могу. Для этого я слишком глубоко увез в делах Союза. Должен выполнить обязательства перед теми, кто платит мне жалования». Шанкоп посмотрел на него так, будто воспринял этот ответ не как шутку. «Понятно, так вот почему вы не хотите, чтобы Юлиан поступил на официальную службу? Чтобы он не чувствовал себя обязанным Союзу Сободных планет так, как вы?» «Я правда не задумывался над этим так глубоко». Молодой офицер помотал головой. Он не всегда действовал, опираясь на глубокое осмысление и долгосрочное планирование, хотя другие похоже думали иначе. Я не мог сказать, дает ли ему это преимущество или нет. Штоп стратегического планирования на Хайнесине стало плотом военного конгресса по спасению республики. Его руководители собрались в подземном зале совещаний. Когда адмирал Гринхилл сообщил всем, что Ян Венли отказался присоединяться к военному конгрессу, в зале поднялся вполне ожидаемый шум. Что ж, тогда нам ничего не остается, кроме как сразиться с ним. Пусть этот чудотворец Ян покажет, что он может. Узнаем, правду ли говорят о его способностях. Возможно, эти агрессивные голоса были признаны избавить от тревоги говоривших. Однако адмирал Гринхилл не присоединился к их вынужденному энтузиазму. Он не собирался искать прощения у дочери. Не было ни шанса, что она простит его. Но его действия основывались на его убеждениях. Если возрождение не придет силой армии, то его родина окончательно погрязнет в коррупции. Если Ян этого не понимает, то им не остается ничего, кроме войны. Решение было непростым, но раз приняв его, он не собирался колебаться. Адмирал Легранж. В ответ на это обращение поднялся мужчина средних лет с квадратной челюстью и коротко подстриженными светлыми волосами. Возьмите одиннадцатый флот и отправляйтесь к Эзерлону, чтобы сразиться с Яном. Как прикажете, но... Что насчет вашей дочери? Ни для кого из собравшихся не было секретом, что Фредерико Гринхилл служит адъютантом у Яна. Это не имеет значения, решительно произнес адмирал Гринхилл, а потом добавил более сдержанно. Я отказался от дочери в тот момент, когда задумал этот план. По всей вероятности Ян отстранит ее от должности и посадит под арест. Так что не нужно принимать ее во внимание. Как прикажете, Ян будет либо убит, либо вынужден сдаться. Одиннадцатый флот был редкостью в космической армаде Союза Субодных Планет. Этот флот не пострадал от предыдущих битв. Его командование поддержало переворот, а теперь, чтобы помешать продвижению Яна, готова была мобилизовать огромную мощную полную силу. Двадцатого апреля Ян назначил к осцельно временным командующим крепости и приказал мобилизовать весь свой флот. Когда его спросили о месте назначения, он ответил так. В конечном счете Хайнсон. Глава четвертая Бойня в космосе Перед тем, как он взошел на борт своего флагмана Брунгильды, Райнхарда нагнала запыхавшийся секретарь, прибывший из Министерства военных дел. Излагайте свое дело. Секретарь, с восхищением смотревшая на прекрасного юного командующего в его черной серебром форме, неловко доложила о своем деле. Все еще не решено, каким должно быть официальное обозначение противника. Официальное обозначение? Да, ваше сиятельство. То есть, сами они себя называют армией Лиги Лордов Справедливости. Но, естественно, мы не можем внести чего-то подобного в официальные документы. А если мы используем термин мятежники, то будет невозможно отличить их от солдат так называемого Союза Свободных Планет. Но все же необходимо выбрать какое-то официальное обозначение. Рейнхард кивнул и, сжав красиво очерченный подбородок кончиками длинных пальцев, ненадолго задумался. Не прошло и пяти секунд, как пальцы исчезли, и он решительно объявил. Вот подходящий термин для них. Разбойники и узурпаторы. Так и называйте их в официальных документах. Разбойники и узурпаторы. Поняли? Да, ваше всеятельство. Как пожелаете? Опубликуйте и распространите это по всей империи. Пусть все люди, включая и армию тех, кого так назвали, знают, кто они такие. Рейнхард рассмеялся. Хоть это был жестокий смех, но даже он звучал красиво и чисто, словно перезвон драгоценных камней. Если у вас все, то я пойду. Не забудьте того, что я сказал. Рейнхард отвернулся и летящей походкой направился дальше. Адмиралы Оберштайн, Миттермайер, Руенталь, Кемпф и Биттенфельд следовали за ним. Вскоре синее небо полностью скрыли корпуса бесчисленных кораблей, направляющихся на битву. Вице-адмирал Морт, командующий оставшимися силами, вместе со своими помощниками отсылитовал им вслед. Рейнхард оставил на Одине минимальные силы. Всего лишь 30 тысяч солдат и офицеров, которым была поручена охрана императорского дворца Нос-Сан-Суси, Адмиралтейство, Министерство военных дел, а также дома, где жили Рейнхард с сестрой. Вице-адмирал Морт, назначенный командовать этими силами, был уже немолод. Пусть его нельзя было назвать хорошим тактиком, но он был уверен, и на него можно было положиться. Секретарь, вернувшись в министерство, передала приказ Рейнхарда, и его сразу приняли к исполнению. Сверхсветовые передатчики отправили сообщения во все уголки Империи, повторяя фразу «Разбойники и узурпаторы». Разбойники и узурпаторы? Они смеют называть нас армией разбойников и узурпаторов? Это прозвание и вправду нанесло жестокий удар по гордости высокорожденных дворян, которые привыкли считать себя высшими людьми. Их лица бледнели от ярости и унижения, они били об пол бокалы, ощущая новый прилив злобы к белобрысому мальчишке. Хотя некоторые, например, помощник Меркатса Шнайдер, услышав это, подумали, что все вполне закономерно, учитывая то, что сами аристократы говорили о Рейнхарде. Дворяне руководствовались эмоциями даже в мелких делах, поэтому неудивительно, что стратегические совещания их военного руководства тоже колебали систерны в сторону под влиянием эмоций. У герцога Брауншвейга был свой план. Он построил девять укрепленных пунктов на пути от имперской столицы Одина до базы коалиции, крепости Гайесбург, замка Грифа, разместив на каждом значительные силы, чтобы задержать наступающий флот Рейнхарда. Прокладывая себе путь от одного укрепления до другого, войска Рейнхарда понесут значительные и деморализованы. В этот момент Брауншвейг выведет из Гайесбурга свой флот и разгромит их одним махом. Меркат скептически относился к эффективности этой идеи. Конечно, было бы здорово, если бы Рейнхард оказался настолько любезен, чтобы атаковать все девять укреплений на своем пути по специальному приглашению своих врагов. Но что, если он не станет этого делать? Если он уничтожит линии снабжения и связи этих укреплений, сделав их бессильными, а потом направит прямо к Гайесбургу, то стратегия Брауншвейга окажется бесполезной. Даже хуже, чем бесполезной, ведь если отправить значительные силы в девять различных мест, то, естественно, в самом Гайесбурге их останется мало. Когда Меркат выразил Брауншвейгу свое мнение по этому вопросу, то лицо герцога поменело цвет так резко, будто на киноленте с ним был вырезан кусок. В подобных случаях его слуги обычно бросались на землю и прижимаясь лобом к полу молили своего хозяина о прощении. Меркат разумеется такого не сделал. И что же по-вашему мы должны предпринять? Наконец выдавил из себя Брауншвейг. Меркат объяснил, сделав вид, что не заметил состояние герцога. В то время как нет необходимости отказываться от идеи с девятью укрепленными пунктами, нет также необходимости размещать на них большие силы. Достаточно оставить за ними функцию наблюдения за противником, а весь военный потенциал сосредоточить в Гайсбурге. Значит мы заставим этого щенка проделать весь путь до Гайсбурга для решающей битвы? «Хм, таким образом мы выйдем навстречу врагу, находящемуся далеко от своей базы в далеком походе, и сразимся с ним, когда он находится на пике истощения», произнес герцог Брауншвейг, чтобы показать, что он не совсем уж далек от военной тактической теории. «Именно так, ваша светлость!» Но одновременно с ответом Меркат заговорил другой голос. «На самом деле есть еще более эффективная стратегия, которую мы можем использовать». Это заговорил Адмирал Штааден, считавший себя экспертом в стратегической теории. Ранее он служил под началом Райнхарда во время битвы при Астарте, но в отличие от Меркатца не признал его талантов. «И что же это за стратегия?» «Адмирал Штааден». «Это частичный пересмотр плана главнокомандующего Меркатца», сказал Штааден, бросив на Меркатца косой взгляд. Опытный Адмирал нахмырился, он легко догадывался, что собирается сказать Штааден. Это была идея, от которой сам он по некоторым причинам уже отказался. Если вкратце, то мы отделим часть флота, и когда заманим Лоенграма к Гейсбургу, отправим ее к Одину, где сможем захватить слабо защищенную столицу и предложить нашу поддержку его величеству императору. «Ммм...» «И когда у нас будет на руках императорский эдикт о том, что маркиз Лоенграм настоящий предатель и мятежник, наши позиции поменяются. Белобрыс и щенок останется один в космосе, не имея дома, куда мог бы вернуться». Именно этого и ожидал Меркатс. Он опустил глаза на свой кофе, которому еще не прикасался. Штааден знал теорию, но ему по какой-то причине не хватало проницательности, когда доходило до реальности. Совершенно верно, что Лоенграм оставил столицу пустой. Но почему он это сделал? Потому что у него была какая-то причина для подобной беспечности. Если бы Штааден только задумался об этом, то понял бы, что его предположение не может принести реальной пользы. «Великолепно!» вскричал молодой аристократ граф Альфред фон Лансберг. Его лицо покраснело от волнения. Восклицая раз за разом, он с детской непосредственностью превозносил грандиозность, элегантность и агрессивность плана Штаадена. «Итак», добавил он в конце, «кто же возглавит этот второй флот? Это будет большая честь и ответственность!» В комнате воцарилась мертвая тишина. Слова графа Лансберга расшевелили болото, выпустив что-то вроде миазмы, скрывавшейся в его глубине. «Захватить столицу империи Один и юного императора. Тот, кто преуспеет в этом, станет самым великим героем этой гражданской войны. Достижания того, кто будет заманивать Райнхарда к Гайсбургу, потеряются в свете такого выдающегося деяния, как астероиды, проходящие перед звездой. Само собой разумеется, что тот, кто лучше других покажет себя на войне, будет иметь самое веское слово в послевоенном мире. И что немаловажно, став защитником императора, он, пусть даже только формально, станет союзником верховного правителя империи, что позволит ему монополизировать свою позицию власть, ссылаясь на указ императора. Командование вторым флотом, кратчайший путь к абсолютной власти. Власти, которая не должна достаться никому другому. В глазах герцога Брауншвейга и маркиза Литтенхайма зажглись алчные огоньки. Дискуссия о стратегии и тактике перешла в измерение политических игр. Они еще только издали и увидели лес, но уже оценивали стоимость соболенных мехов. Меркат знал, что это случится. В том числе и поэтому он в своих расчетах сразу отказался от такой стратегии, хотя с чисто военной точки зрения она могла показаться весьма эффективной. Но этот план можно было воплотить в жизнь, лишь имея исключительно хорошую организацию, объединенную единой волей. Между командирами основного и второго флотов должно быть полное доверие. Но в армии дворянской коалиции этого не было. Скорее всего, именно по этой причине маркиз Луенграм так легко оставил Один почти без защиты. С самого начала коалиция основывалась только на общей ненависти к маркизу Луенграму, занявшему неположенное ему место. Но согласие в вопросе о том, кому достанется власть, если Райнхарда удастся свергнуть, не наблюдалось. Поэтому очень легко было создать трещину в их солидарности. И теперь, что Аден создал такую трещину еще до начала сражения, оказав врагу огромную услугу. Теперь их фальшивая солидарность уступила место сырой алчности. Самолюбивые страсти сернистыми парами вулкана поднимались над Брауншвейгом, Литтенхаймом и другими аристократами, отчего Меркатс почувствовал удушье. Сможет ли он победить Райнхарда в таких условиях? И даже если он победит, то ради кого? Для Меркатса слово операция впоследствии означало бесполезный выбор между компромиссом и тем, чтобы остаться стоять на своем, зная, что твое мнение будет проигнорировано. Когда он только стал главнокомандующим флотом коалиции, молодые дворяне, жаждущие битвы, горячо приветствовали его, но вскоре их настроение испортилось. Непривыкшие к тому, чтобы им кто-то указывал, они сочли чрезвычайно трудным, хотя и не невозможным, держать свои эго под контролем. Старшие должны были руководствоваться здравым смыслом, соответствующий их годам, но они были склонны активизировать радикализм молодежи, используя его в своих интересах. Первый компромисс, на который был вынужден пойти Меркатс, это отправка авангарда под командованием Штадена, который явно своим конкурентам. Множество молодых дворян, стремящихся утолить свою жажду битвы, были привлечены его словами. «Для начала я хочу проверить их характер в бою». «Неужели вам так нужно выйти и разбить себе нос?» подумал Меркатс, но им действительно необходимо было убедиться в себе. Молодые дворяне даже не пытались скрыть факт того, что они готовятся к битве. Так что информация в движении разбойничьей армии вскоре оказалась на столе у Райнхарда. «Вызовите адмирала Миттермайера», приказал он. Когда перед ним появился адмирал Вольфганг Миттермайер, невысокий, но подвижный, Райнхард спросил. «Насколько я знаю, вы изучили тактическую теорию под началом Штадена в военной академии». «Так точно, если это имеет значение». Говорят, этот самый Штаден возглавляет первую волну флота арестом разбойников. «Кажется, они собираются испытать свою удачу, сразившись с нами». «О, так все наконец-то началось». Храбрый молодой адмирал остался спокоен, услышав эту новость. «Что скажете? Сможете справиться с ним?» В глазах Миттермайера появился намек на улыбку. Инструктор Штаден обладал богатыми знаниями, но когда теория расходилась с практикой, он всегда старался уцепиться за теорию. Среди учеников его частенько называли скучный теоретик Штаден. «Что ж, отлично. Тогда слушайте приказ. Отправляйтесь со своим флотом в звездную систему Артена и встретьте там своего бывшего преподавателя. Через пять дней я тоже прибуду. Можете вовлечь его в сражение до этого времени или же укрепиться в защите и ждать, оставляя оперативное руководство в ваших руках. Слушаюсь». Миттермайер поклонился и упругой походкой покинул командный мостик Брунгильды. Кто бы что ни говорил, на вас главить атаку честь для война. Это было 19 апреля 488 года по имперскому календарю. 797 год Кэээ. А в этот день началось то, что позже станет известно как Липштадтская война. 16 тысячный флот Штадена и 15 тысячный флот Миттермайера двигались навстречу друг другу. Каждый стремился как можно скорее добраться до территории противника. Целью их столкновения был не захват какой-либо стратегически важной позиции, а скорее психологический эффект в случае победы в первой битве, а также возможность изучить способности врага. Два флота сошлись лицом к лицу в межзвездном пространстве вблизи системы Артена. Однако Миттермайер вывесил перед позициями противника 6 миллионов термоядерных мин, блокировав возможность для атаки, а сам перегруппировал флот в сферическое построение и замер на месте. Прошел день, потом еще один, но он не сдвинулся с этой позиции. В штаде не проснулись подозрения и страх. Острый интеллект и стремительная жестокость атак Миттермайера принесли ему прозвище Ураганный Волк. Ему была дарована честь возглавить авангард. Но вот он здесь занял оборону и не предпринимает атакующих действий. Что же задумал Миттермайер? Он несомненно что-то планирует иного Штааден не мог представить. Но что именно? И Штааден тоже остановился. Пока он пытался разобраться в ситуации, тем, что больше всего его раздражало были молодые дворяне под его командованием, обладающие с момента рождения бесчисленными привилегиями, они привыкли жить за счет других, не встречая препятствий, и глядеть свысока на тех, кто такими привилегиями обделен. Они привыкли, что их желания всегда исполняются, и если они решили, что хотят победить, а они должны победить. Поведение Штааден оказалось им скорее трусливым, нежели осторожным, и нашлись даже такие, кто заявил об этом вслух. Они были одержимы болезненным чувством других. Успокаивающими словами и лестью Штааден продолжил отговаривать их от безрассудных действий, даже когда он уже устал от постоянных оскорблений. Это потребовало от него немалых усилий. Сейчас должно быть самое время, не пора ли нам отплатить инструктору Штаадену за его науку? Ближе к концу третьего дня Миттермайер наконец отдал своим людям приказ. Перед Штааденом возник анализ звуков показал, что пока Миттермайер выигрывает время, не вступая в сражение, основные силы Маркиза Лоинграмма с каждым часом приближаются. Миттермайер планирует встретиться с ними, а потом начать тотальное нападение с подавляющим численным превосходством. Не специально ли Миттермайер допустил эту утечку? Засомневался, Штааден. Но все же если это сообщение верно, то становится понятно, почему он занял оборону и не пытается атаковать. А не мог ли он сознательно допустить утечку правдивой информации? Штааден был озадачен. Он больше не видел последовательности в действиях Миттермайера. Тем не менее, он отдал приказ привести флот в повышенную боевую готовность, принимая во внимание вероятность внезапного подлого нападения. Возмущение молодых дворян накалилось до предела. Какая пассивность, какая нерешительность! Разве они прибыли в этот район для того, чтобы скрестить мечи с врагом, проверить его способности и сокрушить боевой дух? Мы больше не можем полагаться на своего командира, говорили они. Все, на кого мы можем рассчитывать, это мы сами. Молодые дворяне посоветовались друг с другом, пришли к общему мнению, а потом отправились к Штаадену с требованием начать атаку. И их требования были больше похожи на угрозу. В случае отказа они готовы были бросить адмирала в карцер и ввергнуть флот в беспорядочный в конце концов Штааден сдался и дал разрешение на атаку. Однако, чтобы попытаться, насколько это возможно, держать юнцов под контролем, он предоставил им план битвы. Согласно ему, флот делился надвое, огибая минное поле с двух сторон. После того, как правое крыло вступит в бой с силами Миттермайера, левое должно было обойти его и напасть с тыла и фланга, чтобы отбросить прямо на минное поле. С точки зрения Штаадена, план был довольно сырым, но он понимал, что более сложные планы его товарищи не смогут правильно исполнить. Штааден начинал жалеть, что взял на себя ответственность за эту операцию. Однако, теперь ему не оставалось ничего иного, кроме как поскорее уничтожить флот Миттермайера и отступить прежде, чем прибудут главные силы Райнхарда. Он взял под свое непосредственное командование левый фланг, передал командование правому молодому графу Хильдесхайму и объявил о начале атаки. Граф Хильдесхайм подгонял свой флот. Стремясь сделать себе имя, он даже не пытался сдерживать свою кипящую агрессию. Восемь тысяч кораблей двигались в одном направлении, но были не способны удерживать упорядоченный строй. К этому времени флот Миттермайера, разумеется, отошел от своей изначальной позиции. Он переместился в точку, расположенную Хильдесхайма оказались между минным полем и флотом Миттермайера. Энергетические волны и множество ракет приближаются с правого фланга! В панике закричали радисты всех кораблей Хильдесхайма. На экранах вспыхнул первый термоядерный взрыв, за ним еще и еще. Энергетические лучи, термоядерные ракеты и огромные снаряды, выпущенные рельсовыми пушками, обрушились с плотностью не оставляющей времени для того, когда вспышки исчезли, все вернулось в изначальное ничто. Человеческие тела, сожженные или разорванные на части, распались на атомы их компонентов, смешавшись с межзвездной пылью. Возможно, через несколько миллиардов лет эта смесь станет ядром новорожденной звезды. Граф Хильдесхайм погиб в бою, даже не успев осознать этого. Вероятно, он стал первым из высокорожденных, расставшимся с жизнью на гражданской войне. Разгромив отчаянную и неорганизованную попытку контратаки сил Хильдесхайма, Миттермайер полным ходом двинул свой флот вперед. Обойдя минное поле по часовой стрелке, он напал на ведомые штатном корабли сзади. Атака с тыла на вдвое уступающего в численности противника не могла не принести победы. И кто еще, если не ураганный волк, был способен победить так? Когда прибыл основной флот Райнхарда, битва при Артене уже закончилась. Миттермайер, которого Райнхард похвалил за прекрасное использование имеющихся сил, попросил прощения за то, что позволил штатно улизнуть, а затем улыбнулся и сказал, что будет большой головной болью вернуть все мины, которые он расставил, создавая для себя игровое поле. В то время, когда группировки внутри Империи Союза пытались перехитрить или убить друг друга, или и то, и другое сразу, торговое государство, известное как Доминион Физзан, было переполнено трудовой энергией. По мере того, как Физзан продолжил уклоняться от ужасов и трагедий войны, его жадная экономика поглощила до последней капли всю прибыль от нее. Физзан продавал разнообразные товары для всех фракций. Оружие, продовольствие, руду, военную форму, информацию, а иногда и наемников. Он словно стремился монополизировать все богатство Вселенной. Бар-де-Ла-Корт, расположенный неподалеку от столичного космопорта, был местом, где собирались независимые купцы. Те, кто странствовал по галактике, не имея других активов, кроме корабля и умелого экипажа. Борис Конев, 28 лет, был одним из таких купцов и владельцем торгового корабля «Березка». Хотя его храбрости хватило бы на несколько человек, он по-прежнему был известен лишь как мелкий торговец. Он сидел, наслаждаясь темным пивом во время своего редкого свободного времени, когда его окликнул еще один знакомый свободный торговец. После обмена приветствиями и парой-тройкой ни к чему не обязывающих любезностей, торговец сказал, «Кстати, до меня дошел странный слух». «Большинство слухов странные», сказал Конев, допивая пиво, но потом поинтересовался, о чем все же речь. «В общем, похоже, Рубинский разрабатывает нечто по-настоящему грандиозное. Этот лысый хитрюга». В голове у Конева возникло лицо Рубинского, далекое от чистоты и благородства, и, слушая продолжение рассказа знакомого, он не смог сдержать иронической усмешки. «Значит, он заставит две великие силы, империю и союз, уничтожить друг друга, а потом Физан придет и соберет осколки. Знаешь, это настоящее безумие». «Ну, я ведь говорил, что это странный слух». «Не смейся, это не я придумал». «Честно говоря, я не могу понять, кому такое могло прийти в голову». Конев протянул руку за еще одной кружкой темного пива, не подозревая о гримасе, перекосившей уголок его рта. Позиция, слух странный, так что ему не стоит доверять, не всегда правильно. Говорят, Рубинский всегда был способным руководителем, но вполне вероятно, что он и в самом деле страдал манией величия, но никто об этом не знал. Или же его психическое равновесие могло внезапно пошатнуться. Физан был паразитом, считал молодой Конев. Без хозяина ему не выжить. Если эти хозяева, империя и союз, будут разрушены, Физан тоже зачахнет и умрет. Поэтому ему не стоит влезать в дела, в которых он плохо разбирается, такие, как война и политика. «Как бы то ни было», сказал Конев, решив сменить тему. «Ты уже знаешь, какова будет твоя следующая работа?» «Да, я буду перевозить целых 30 тысяч последователей какой-то религии Земли. Вроде как они совершают паломничество на Святую Землю». «Святую Землю?» «Они имеют в виду планету Земля». «А-а-а! Ха! Так планета Земля — это их Святая Земля?» Молодой капитан издевательски рассмеялся. Для него религии и боги были не более чем поводом для шуток. Разве не мог всемогущий бог создать женщину, которая бы стала слушаться его? «Если не мог, значит, он не всемогущ. А если создал, но не смог заставить ее слушаться, значит, все равно не всемогущ. И все же тот факт, что число последователей религии террористов росло с невиданной скоростью, был неоспорим. Хотя Конев не мог судить, хорошо это или плохо. Допив вторую кружку пива, Конев попрощался с приятелем, вышел из бара и направился к зданию космопорта, где у него был свой маленький офис. «Маринеску, какова моя следующая работа?» Офицер Маринеску был всего на четыре года старше капитана корабля, но по его виду казалось, что скорее на десять. Хотя он был еще молод, Маринеску уже потерял половину волос, набрал немало лишнего веса, а на его лице никогда не появлялось выражение радости или великодушия. Так что он производил впечатление человека средних лет, измученного жизнью. Однако без его надежных деловых и бухгалтерских навыков торговое судно «Березка» несомненно давно уже было бы продано какой-нибудь крупной компанией. На этот раз, Гросс, люди. Прекрасная юная дочь какого-нибудь миллиардера? Это было скорее пожеланием, чем вопросом. Гороб пополомников, направляющихся на Землю. Последовало неловкое молчание. Конев нахмурился, просматривая документы. Наконец он с угрюмым видом захлопнул папку. «Если мы направимся в такое место, как Земля, разве корабль не окажется пустым на обратном пути? На этой планете не осталось никаких полезных ресурсов. Просто возьмем другую группу паламников, возвращающуюся назад. Я заставил их заплатить вперед. Если я не заплачу трем разным кредиторам до завтрашнего дня, «Березка» может идти с молотка». Молодой капитан хмыкнул и стал вслух рассуждать о том, на какой планете сейчас лучшая торговля. Он мечтал хотя бы раз перелететь из системы в систему стрюмом, полотна набитым жутким радием или необработанными алмазами. А потом украсить свою кабину трофеем с надписью «Победителю премии Синдбада этого года». Маринеско, однако, был куда более реалистичен, так что парой фраз развеял эти радужные мечты о том, как сделать себе состояние в одночасье, открыв путь к тому, чтобы стать по-настоящему великим торговцем. Как бы то ни было, Конев не имел возможности придирчиво выбирать, за какую работу браться. В конце концов, он отвечал не только за себя, но и за 20 человек экипажа. Через пять дней после отлета с главного космодрома Физзана «Березка» встретилась с огромным флотом из десятков тысяч кораблей. Космос обширен, но области, которые можно использовать в качестве судоходных путей, довольно ограничены, так что это нельзя было назвать немыслимым совпадением. К тому времени, как Конев с экипажем получили сообщение со словами «Заглушите двигатели! Если не подчинитесь, мы атакуем!» Они уже были окружены. Им оставалось лишь молиться, что командир встреченного флота достаточно разумен, и с ним можно договориться. Если бы это оказалось не так, то их могли даже расстрелять по подозрению в шпионаже. Это был флот, действующий вдалеке от основных сил Райнхарда, подавляя сопротивление в пограничных звездных системах. Командовал им Зигфрид Киркиайс. Лицо, возникшее на экране, было незлобивым, так что Конев, чувствуя облегчение, объяснил ситуацию. «Как видите, люди на борту моего корабля — паломники. Они не солдаты. В основном это старики, женщины и дети. Я пойму, если вы захотите состыковаться и проверить все сами, но... Нет, в этом нет необходимости», — сказал Киркиайс, покачав головой. Его голубые глаза с сочувствием смотрели на паломников, стоящих за спиной Конева. Они действительно выглядели жалко. Спящие на простых кушетках, установленных на грузовом корабле, питающиеся сухпайками, которые несли с собой, они отправились в путешествие, занимающие не меньше месяца. Использование грузового судна стоило в десятеро дешевле, чем пассажирского. Однако юридически они рассматривались как груз, и даже в случае аварии не могла быть выплачена компенсация за гибель людей. «Может, вам не хватает продуктов или лекарств?» — спросил Киркиайс, посмотрев на старшего из группы паломников. Тот кивнул, ответив, что им действительно не хватает некоторых продуктов, таких как молоко для младенцев, искусственный белок и средства для стирки одежды. Киркиайс дал указание своему подчиненному, капитану Хорсту Зинсеру, выделить им необходимые из запасов флота. Старик рассыпался в благодарностях. Рыжий адмирал улыбнулся в ответ, пожелал удачи и прерывал передачу. Потрясенный Маринеско потер свою лысину и сказал, «Какой хороший человек этот адмирал Киркиайс». «Да, какая жалость, верно?» «Что? О чем это вы? Хорошие люди долго не живут. Особенно в такие времена». Конев посмотрел на Маринеско, но поскольку тот не ответил, вернулся в свое кресло. Глядя на его спину, помощник покачал головой. «Эх, подумал он. Если бы только наш капитан не чувствовал себя вынужденным произносить такие вот фразы в самое неподходящее время. Впереди был долгий-долгий путь к земле». Крепость Рентенберг, которую герцог Брауншвейк сначала предполагал сделать своим третьим опорным пунктом, занимал астероид в системе звезды Фрейи. Несмотря на то, что он не мог соперничать с Зерлоном, Рентенберг все же мог принять до нескольких миллионов солдат, и более десяти тысяч кораблей, вести боевые действия, а также выполнять различные функции, такие как обеспечение связи, пополнение запасов, ремонт этих обслуживания кораблей. Таким образом, это был важный объект для коалиции аристократов. Побежденному Миттермайером и вынужденному бежать от основных сил Рейнхарда, Штадену с остатками своих солдат с трудом удалось добраться до этой крепости, где он смог наконец отдохнуть изрядно пострадавшими телом и духом. Если бы дело было только в нем, Рейнхард мог бы проигнорировать Рентенберг, словно камень на обочине. Однако там располагался командный центр для многочисленных разведывательных спутников, устройств космической радиолокации, а также центр сверхсветовой связи, система подавления сигналов и ремонтные доки. Кроме того, еще до начала битвы в крепости было размещено немало солдат. Если бы он проигнорировал все это и отправился дальше, существовала опасность, что эти насекомые ужалят его в спину. Ядовитые жало лучше вырвать заранее. «Мы соберем все свои силы и захватим Рентенберг», — решил Рейнхард. Он собрал всех адмиралов на мостике Браунгильды и, демонстрируя свои мысли на схеме крепости, выведенной на большой экран, раздал приказы каждому из них. Когда он захватил Министерство военных дел на Одине, в руки Рейнхарда попало множество секретных документов. Чертежи крепости Рентенберг тоже были среди них. Теперь ему были известны ее сильные и слабые стороны, у противника не было времени укрепить уязвимые места. Главной задачей в захвате крепости был коридор 6. В крепость был преобразован настоящий астероид, и в его центре находился термоядерный реактор, питающий энергией весь Рентенберг. Коридор 6 образовывал кратчайший путь от внешней стены до реактора, и если бы им удалось пробиться через него и захватить реактор, то жизнь крепости оказалась бы в их руках. Однако перестрелка создавала опасность вторичного взрыва в случае случайного попадания в ядро реактора. А это значило, что единственным способом атаки на реактор был рукопашный бой. Три дня спустя флот Рейнхарда, приблизившись к крепости Рентенберг, начал массированную атаку. Командование операции было поручено адмиралам Рейнталю и Меттермайеру. Сразу же после первого обмена ударами флот, размещенный в крепости, попытался выйти и бросить вызов силам Рейнхарда в открытом бою. Но они были блокированы плотной стеной линкоров, встретивших их мощнейшими залпами и атакованы с флангов с красными крейсерами. Перекрестные залпы ракеты энергетических лучей ткали паутину смерти, а цепочки взрывов создавали изысканные украшения в черной пустоте космоса. Бой не продлился и часа, и вдвое уменьшившийся в числе флот противника отступил обратно в крепость. Рейнталю и Меттермайер преследовали его буквально по пятам, и пока артиллерия крепости не могла стрелять по ним, чтобы не попасть по своим, приземлились в слепой зоне тяжелых орудий, вычисленные благодаря изучению чертежей. Военные инженеры, одетые в космические скафандры, прорвались сквозь стену с помощью управляемой лазером водородной бомбы, после чего штурмовой десантный корабль, двигавшийся синхронно с вращением крепости, закрепился на стене и опустил в пролом ряды пехоты в силовые брони. Меттермайер и Рейнталь создали временный командный центр внутри этого корабля и, наблюдая за ходом битвы с помощью камер, управляли ходом операции. Считалось, что падение крепости – лишь вопрос времени. Однако оба молодых адмирала очень нервничали, ведь им было известно, что защитой коридора 6 руководит генерал-полковник Овлессер, командующий корпусы гренадеров. Генерал-полковник Овлессер был крупным человеком лет 50 с могучими мускулами. Как бык, вызванный на бой Матадором, он был переполнен физической мощью и желанием ее использовать. На его левой скуле выделялся фиолетовый шрам, он носил его как символ своей силы и ярости. Однажды в битве с мятежниками из Союза вражеский солдат попал ему в лицо выстрелом лазера, который прожег кожу, мышцы и даже задел кость. Разумеется, он расплатился с ним той же монетой. Сокрушил череп ударом своего гигантского боевого топора. Топоры, использовавшиеся в рукопашных битвах, изготавливали из алмазно-твердых кристаллов углерода. Стандартным был однорукий топор длиной 85 см и весом в 6 кг. Однако Влессер пользовался изготовленным специально для него полутораметровым двуручным топором, весившим 9,5 кг. В сочетании с огромной силой и высоким боевым мастерством Влессера, разрушительная сила этого гигантского оружия стала невообразимой. Даже если шлем или броня выдерживали удар, то человека внутри это не спасало. В лучшем случае он отделывался переломанными костями и разорванными внутренними органами, но продолжить бой уже никак не мог. «Что будешь делать, если встретишь Влессера в бою один на один?» — спросил Раенталь. «Спасаться бегством!» — ответил ему Миттер Майер. «Вот и я так думаю. Такие люди должны быть рождаются с одной целью — убивать других людей». Оба молодых адмирала были хороши во всех боевых навыках — от стрельбы и до рукопашного боя. Но они хорошо знали нечеловеческую ярость Влессера. В том, чтобы избегать боя с таким противником, не было позора. И неспособные признать этого были либо слишком заносчивы, либо просто глупы. И все же нынешние обстоятельства не позволяли им обратиться к своим людям со словами «Мы правда не против, если вы решите убежать от него». Им нужно было захватить коридор 6, не повредив реактора. Силовая броня оборудовалась воздушными фильтрами, так что воспользоваться газом не получится. Рукопашная схватка была единственным способом добиться победы. И там, в коридоре 6, солдаты Райнхарда по всей вероятности гибли, рожая реками крови стены и пол под ударами бойцов отряда Влессера. «Любой ценой мы должны защитить коридор 6», было приказано им. Таким образом, жестокое и примитивное сражение в коридоре 6 стало неизбежным. Атака и отступление. В течение восьми космических часов гренадеры Райнхарда девять раз предпринимали атаки на коридор 6 и девять раз были отброшены назад. Среди всех высокопоставленных офицеров имперской армии, как сторонников Райнхарда, так и его противников, а возможно, что и среди солдат, никто не убил столько человек собственными руками, сколько Овлессер. Рожденный в небогатой дворянской семье, этот человек пробился в высшие эшелоны командования армии Галактической империи не за счет политических сил и не благодаря чудесам тактики, а просто из-за огромного количества кровеметяжников, которые он пролил. Сейчас этот человек затопил коридор 6 газообразным взрывчатым веществом, известным как зефир частицы, лишив как врагов, так и своих солдат возможности использовать даже легкое стрелковое оружие. Используя лишь свое тело и свою собственную силу, он продолжал сражаться, отправляя в объятие смерти одного противника за другим. Его топор, словно разделяя желания владельца, крушил тела солдат Райнхарда, превращая их в куски мяса, плавающие в лужах крови. Эмиттер Майер и Руэнталь были людьми далекими от того, что можно назвать брезгливостью. Но даже они не смогли не отвести глаза от экранов, увидев, как солдат с отрубленной в колени ногой пытается отползти на руках, а Авлессер просто подходит к нему и разбивает голову своим огромным окровавленным топором. В глазах Авлессера, которое было видно сквозь забрало шлема, плескался жестокий смех. Именно эта жестокость, выходящая далеко за грань воинской храбрости, и отвратила Миттер Майера с Руэнталем, вызвав физиологическое отвращение и не позволяя с уважением относиться к доблестному врагу. Но чтобы они не чувствовали по отношению к нему, тот факт, что операция зашла в тупик из-за этого похожего на зверя человека, был неоспорим. И это удвоило их гнев на Авлессера. «Мы не можем позволить этому чудовищу жить дальше», — тихо произнес Миттер Майер. И все же, несмотря на его слова и огонь в глазах, голосу молодого адмирала не хватало уверенности. Талант командовать огромными флотами боевых кораблей в пустоте космоса вознес этих двоих, позволив войти в высший класс человеческой расы. Но в таких условиях, в каких они оказались и с такими ограничениями, которые были вынуждены соблюдать, они чувствовали себя беспомощными перед лицом боевого духа и грубой силы Авлессера. И все же, что поддерживало Авлессера и его отряд физически и ментально перед лицом повторяющихся атак солдат Райнхарда? Они продолжили сражаться и отбрасывать их, даже не имея свежих людей, которые могли бы подменить их и дать передохнуть. Немыслимо, чтобы кто-то смог сражаться в силовой броне в течение восьми часов. Силовая броня была полностью изолирована, и даже космический холод не повредил бы человеку, находящемуся внутри. Но в то же время и тепло, выделяемое человеческим телом, не имело выхода, поэтому солдаты, постоянно участвующие в бою, довольно быстро теряли силы от жара. Конечно, броня была оборудована устройством контроля над температурой, но чтобы она не мешала в бою, его пришлось сделать миниатюрным, так что она едва поддерживала температуру на 7-8 градусов ниже температуры тела. Так что даже для обезумевших от ненависти к Райнхарду солдат, жара и других неприятностей, пот, зуд, необходимость справить естественные надобности, чувство отчаяния, должны были стать невыносимыми через два часа. Но они сражались уже восемь. Они используют наркотики. Да, это был единственный возможный вариант. Только используя стимуляторы, чтобы оставаться в сознании способными сражаться, они могли выполнять этот сверхчеловеческий труд. Вскоре Райнхард вышел на связь, чтобы поинтересоваться ходом битвы. Оба адмирала ненадолго отступили с линии столкновения, куда уже давно отправились, чтобы лично контролировать бой. «Авлессор — герой», произнес Райнхард, выслушав доклад. На его губах мелькнула холодная улыбка. «Но он герой из каменного века». Однако он не собирался отсчитывать своих униженных подчиненных. Оставлять его в живых не имеет смысла. Да и сам он не пожелает выжить в случае поражения. Поэтому убейте его и сделайте это так впечатляюще. Как только сможете. Подождите минутку. Вмешался третий голос. Это был начальник штаба адмирал Оберштайн. Я бы хотел, чтобы он был захвачен живым. Позвольте мне объяснить его превосходительству, как его можно использовать. Вы полагаете, что этот упрямец может быть мне полезен? Его желание не имеет значения. Брови Райнхарда сошлись на переносице. «Вы имеете в виду промывание мозгов?» Райнхард не одобрял химическое или нейроэлектрическое воздействие на человека. Начальник его штаба лишь коротко улыбнулся и немного помолчал. «Ничего настолько грубого я делать не стану». Наконец сказал он. «Прошу, просто предоставьте все мне. И вы сможете понаблюдать, как я посею семена взаимного недоверия среди дворян. Что ж, хорошо. Оставляю это вам». В этот момент к Райнхарду обратился офицер связи. Он сказал, что Авлессор обращается к ним на общем канале. Гренадер что-то торжествующе кричал, и Райнхард приказал вывести картинку на большой экран. «Хватит ли у белобрысого щенка храбрости посмотреть мне в глаза? Пусть даже на экране!» Огромное тело Авлессора, не снявшего даже шлема, занимало весь экран. Его броня потемнела от человеческой крови, а местами к ней прилипли и куски мяса. Вокруг Райнхарда раздался ропот гнева и ужаса. Потом этот гигантский зверь начал бросать оскорбления в адрес Райнхарда через систему связи своей брони. После того, как он назвал его предателем, обманувшим благосклонность императорской семьи, трусом, безнравственным чудовищем и неопытным щенком, которому просто повезло, он добавил «И ты, и твоя сестра использовали секс, чтобы влезть в доверие к нашему почившему императору!» Именно в этот момент прохладная мина, с которой Райнхард выслушивал оскорбления, слетела с него, уступив место бешеной ярости. В льдисто-голубых глазах мелькнули молнии, а из-за тонких изящных губ послышался скрежет зубов. «Руэнталь! Миттермайер!» «Так точно!» «Притащите ко мне это неотесанное животное! Не убивайте его, даже если для этого придется отрубить ему руки и ноги! Я собираюсь разорвать его поганую пасть своими собственными руками!» Адмиралы обменялись взглядами. Задача, поставленная им, была трудновыполнимой. Слишком поздно они поняли, что Райнхард тоже подвержен эмоциям. Горинадеры Райнхарда готовились к десятому приступу. На их пути была установлена баррикада из трупов, а от Рэта Влессера, одуревший от наркотиков и крови, вглядывался в них полающими глазами. «Если вы собираетесь нападать, трусливые мыши, то пошевеливайтесь и нападайте!» Раздался в коридоре Рыка Влессера. «Я брошу ваши тела в котел и приготовлю себе хорошую порцию фрикассе! Хотя наверняка вкус мяса таких безродных ничтожеств отвратителен, но на поле боя недоразборчивости!» «Варвар!» — спленул Руэнталь. «Как и сказал главнокомандующий, это герой из каменного века. Ему бы родиться тысяч на двадцать лет раньше. Но он родился теперь, и из-за этого плохо придется нам!» С горечи добавил Миттермайер. Он подозвал адъютанта и приказал принести два комплекта силовой брони. «Адмирал, вы ведь не собираетесь сами с ним сражаться?» «Мы станем наживкой», — сказал Руэнталь. «Это сделает ловушку законченной. Как там приготовление?» «Думаю, мы почти готовы, ваше превосходительство. Но вам не обязательно участвовать в этом лично?» «Мы оба адмиралы», — усмехнулся Руэнталь. «Этот зверя-влессор — генерал-полковник. Было бы здорово, если бы это имело значение». Как отреагирует овлессор, если перед ним появятся адмиралы Миттермайер и Руэнталь? Судя по его нынешнему состоянию, он никак не сможет позволить кому-то еще заполучить такую ценную добычу. Наверняка он рванется вперед, стремясь к поединку части человеческого наследия, дошедшего с каменного века. Чтобы их уловка оказалась успешной, нужна была наживка, и эта наживка должна была быть вкусной. Будь это сам Рейнхард, то условия были бы идеальны, но поскольку это также сделало бы механизм ловушки слишком очевидным, то именно они наиболее подходили для этой роли. Руэнталь и Миттермайер вошли в свои силовые доспехи, и как только они появились в Коридоре 6, среди бойцов овлессора послышались возбужденные перешептывания. Храбрость молодых адмиралов была хорошо известна, так что убить их будет большой честью. Коротким взрыком успокоив своих людей, гигант взглянул на противников. «Он решил, что вместе вы сможете победить? Или такое проявление остроумия щенка Лоэнграма? Мы никогда этого не узнаем, если не попробуем», ответил Миттермайер. Посчитав это неуважительным вызовом, влессор перешагнул через завал из мертвых тел и вышел к ним. Он шел широким шагом. Даже сквозь броню энергия его свирепого желания убивать переполняла пространство. Глаза сверкали жаждой крови, он рванулся к врагам. И в этот момент огромная фигура овлессора вдруг стала ниже. Хотя гренадер был около двух метров ростом, его голова внезапно оказалась ниже Роэнталя, чей рост составлял 184 сантиметра и даже ниже 172 сантиметров Миттермайера. У врагов и союзников перехватило дыхание, будто они увидели какое-то волшебство. Неужели то, что видели их глаза, случилось на самом деле? Пол провалился под ним. Овлессор погрузился почти по грудь, и лишь уперевшись руками он смог удержаться от того, чтобы погрузиться еще глубже. Тяжелый топор, давно ставший его вторым Е, упал на пол в метре от него. Это была ловушка, дыра, пробитая в полу, сделанная из сложных кристаллических волокон. Или, если быть точным, то пол облучался инвертированными популяциями водорода и фторидов в течение трех часов с уровня ниже коридора 6, ослабляя молекулярные связи волокон так, чтобы они не выдержали веса Овлессора. Миттермайер прыгнул вперед и выбил топор подальше. Лицо Овлессора, ошеломленного таким поворотом, побагровело под шлемом, когда он понял, что произошло. «Мы захватили Овлессора!» — закричал Руенталь. «Остальные нам не нужны! Гренадеры, в атаку!» Руенталь поднял отброшенный его другом топор и одобрил трофей холодной улыбкой. «Я подумал, что для того, чтобы поймать дикого зверя, нужна ловушка. И ты прекрасно попался в нее. Примитивную ловушку, в которую не попался бы никто другой. Трос!» Приму это как комплимент. Пока они говорили, мимо пробегали идущие в атаку солдаты. Потеряв своего командира, люди в лес отступили. Возможно, когда они лишились своего храброго предводителя, весь их боевой дух растаял. Стремящиеся отомстить за потери и унижения гренадеры Райнхарда приблизились к ним, размахивая топорами, и начали резню. Дважды противник пытался пойти в контратаку, и дважды она захлебывалась в крови. Коридор 6 был зачищен и окрашен в красный цвет, скованного двумя комплектами наручников с надетым электрическим шлемом, применяемым для казней, и множеством направленных на него стволов оружия, Авлессера подтащили к экрану связи. Столкнувшись с пылающим огнем ненависти и гнева глазами Райнхарда, а также скорой неминуемой смертью, Авлессер все же смог высокомерно поднять голову. Каковы бы ни были недостатки этого человека, трусом его назвать было нельзя. Однако экран связи тут же погас. На флагманском корабле Брунгельда начальник штаба пытался изменить решение своего командира. Убить его легко, но Авлессер не боится смерти. И дело не только в этом. Убив его сейчас, мы лишь поднимем его репутацию, превратив его в непобедимого и непокорного героя, мученика, отдавшего жизнь за династию Голденбаумов. А это ведь не то, чего вы желаете. Райнхард не ответил. В его ледяных глазах была отчетливо видна буря, бушевавшая у него внутри. Наконец его плотно сжатые губы разжились, и он вытолкнул из себя вопрос. И что вы предлагаете с ним сделать? Отправить его на главную базу аристократов? Невредимым, разумеется. Это просто смешно! Вскричал Миттер Майер, его молодое лицо вспыхнуло от гнева и тревоги. После всех трудов, отправив на смерть стольких солдат, мы, наконец, захватили Авлессора. И вы предлагаете просто взять и отпустить его? Как бы великодушно к нему не отнеслись, его топор снова пройдет множество крови наших людей в следующей битве. Я не вижу причин оставлять его в живых. Нужно прикончить его. И немедленно! Согласен. Коротко, но уверенно сказал Ройенталь. Чего добивается Оберштайн, предлагая отпустить этого зверя на волю? Он потребовал ответа на этот вопрос. Когда дворяне увидят вернувшегося Авлессора, что по-вашему они подумают? Спокойно ответил Пауль фон Оберштайн. Они всегда были очень подозрительны. А мы еще и расстреляем шестнадцать старших подчиненных Авлессора. И дворяне увидят сцену этого по сверхсветовой связи. Если после этого Авлессор вернется один, целый и невредимый. Хорошо, сказал Райнхард, прерывая Оберштайна. Свет в его глазах изменился, теперь ярость была подавлена. Он посмотрел на двух своих уставших и недовольных подчиненных. Вы тоже должны это признать. Пусть Оберштайн исполняет свой план. Есть возражения? Никак нет, ваше превосходительство. Как вам будет угодно? Хором ответили Миттермайер и Ройенталь. Они тоже поняли, что намеревался сотворить Оберштайн. Легкая горечь на их лицах появилась, должно быть лишь потому, что такое было им не по вкусу. Авлессор освободили и даже дали ему небольшой шаттл. Слов благодарности из его уст, конечно же, дождаться не удалось, но он, несомненно, был потрясен. В недоумении склонив голову, он сел в шаттл и покинул крепость. Шестнадцать же его подчиненных были публично расстреляны. Штаден был взят в плен прямо в госпитале. Молодой имперский главнокомандующий не видел необходимости встречаться с ним. Хотя Авлессор и не думал, что его примут в Гайсбурге с почестями как героя, все же обстоятельства встречи вышли за пределы его ожиданий. Когда он отправил сообщение, сообщая о своем благополучном возвращении, то шокировал офицера связи, и когда его шаттл вошел в порт, он был немедленно окружен. И не красивыми женщинами с букетами цветов, а вооруженными солдатами. «Вы, генерал-полковник Авлессор, столь мужественно сражавшийся в Рентенберге», — взволнованно спросил командор Ансбах, автор плана побега Содина и правая рука герцога Брауншвейга. «Вы сами не видите», — раздраженно ответила Авлессор. «Я лишь хотел удостовериться. Наш предводитель ждет, так что прошу за мной». Героя Рентенберга провели в широкий просторный зал. Дворения офицера, собравшиеся там, повернулись к нему, когда он вошел, но в их глазах не было тепла. На вершине возвышения, на которую вела лестница, стояло богато украшенное кресло, в котором сидел герцог Брауншвейг. Весь его вид был надменным, хотя при этом в нем проскальзывала и некоторая неловкость, словно он тренировался вести себя как император. «Я рад, что вы вернулись живым и здоровым, Авлессор», — произнес Антоном, больше подходящим для допросов. «Все ваши старшие подчиненные до последнего человека были казнены. Так почему вы вернулись сюда в одиночку и живым?» «Казнены?» Рот Авлессора широко раскрылся. Его челюсти, заполненные искусственными зубами, так же как и шрам на его щеке, являлись свидетельством того, что этот воин многократно прошел через чистилище рукопашного боя. Со всех сторон на ошеломленного генерала обрушились сердитые крики и злые насмешки. «Ты тупоголовый болван! Посмотри на это!» На стенном экране включилась видеозапись, и Авлессор сдал низкий рык. Знакомые ему люди были построены в ряд. Это была сцена их публичного расстрела солдатами Райнхарда в крепости Рентенберг. На лицах, готовящихся к смерти, были видны ужас и обреченность. И эти лица одно за другим превращались в пустые дыры, когда лучи лазеров прожигали их мозг. «Что насчет этого, Авлессор? Вам есть что сказать?» Но Авлессор все еще не мог прийти в себя. «Что ж тогда скажу я? Думаю, вы вернулись живым, так как предали нас и продали свою совесть белобрысому щенку. Бесты же пес! Что ты пообещал ему? Принести мою голову!» Внезапно на грубом лице Авлессора отразились понимание и ярость. «Ловушка! Это ловушка! Вы идиоты! Разве вы не видите этого?» Взревел он. Офицеры и солдаты, стеной окружавшие его, отскочили назад, словно отброшенные невидимой энергией. Несколько рук рефлекторно схватились за бластеры. «Стреляйте!» — закричал Брауншвейк. «Прикончите его!» Вместо того, чтобы успокоить обстановку, этот приказ создал еще больший хаос. Хотя многие выхватили бластеры, но все они понимали опасность стрельбы в плотной толпе. Чудовищный удар обрушился на челюсть одного из солдат. С жутким хрустом она сломалась, а солдата подбросила в воздух. Разъяренный гигант снова и снова ревел слова «Это ловушка!», пробираясь к Брауншвейгу, сидевшему на своем импровизированном троне. Даже если он всего лишь хотел, чтобы его выслушали, то по его виду так сказать было нельзя. Командор Ансбах отдал приказ, и несколько десятков солдат встали между Авлессором и Герцогом. Не давая ему пройти, они обрушили на него удары прикладов своих лазерных винтовок. Порвалась кожа, брызнула кровь, но в отличие от обычного человека, который упал бы или даже погиб, Авлессор даже не замедлил движение. Сбитые, с нога кричащие от боли солдаты посыпались с лестницы. Сплюнув на пол слюну пополам с кровью, командор Ансбах поднялся на ноги. Он тоже был одним из пытавшихся помешать Авлессору. Приглаживая растрепавшиеся волосы одной рукой, второй он достал бластер. Как мог, успокоив дыхание, Ансбах на нетвердых ногах направился к Авлессору. Окровавленный генерал-полковник сосредоточил свой тусклый взгляд на новом враге, а потом с ревом протянул к нему свои огромные руки. Чуть отступив, Ансбах ушел с линии атаки, а потом быстро приставил ствол своего оружия к уху Авлессора и нажал на курок. Вместе со вспышкой света из другого уха Авлессора выплеснулась кровь. Конвулисье сотрясли огромное тело гренадера. Когда они закончились, он еще несколько секунд простоял на месте, словно удерживаемый рукой какого-то невидимого бога, но затем все же рухнул на лестницу. Когда его лоб ударился о ступеньку, раздался глухой стук, финальный аккорд ужасного каприччо. Некоторое время все молча стояли, окружив погибшего. «Этот предатель!» — наконец произнес герцог Брауншвей громким голосом, но с его лица еще не ища с ужас. «Под конец он все же выдал себя! Как этот бешеный пес осмелился напасть на меня! Хоть вы и говорите так!» Коммодор Ансбах прочистил горло. «Но действительно ли он намеревался предать нас? Немного поздно об этом спрашивать. Если вы так думали, то почему застрелили его?» Ансбах покачал головой, снова растрепав только что приглаженные волосы. «Это было ради защиты жизни вашей светлости герцога. Тем не менее, я считаю, что он, возможно, вышел из себя от шока, что оказался под подозрением, и из-за того, что он понял, как он и сказал, что попал в ловушку». «Да, возможно. Но что если так? Теперь он мертв и никогда уже не поднимет свой топор. Предал он нас или же сам оказался обманут? В настоящий момент уже не имеет значения». «Понятно. В таком случае, как вы объясните случившееся? Я имею в виду, что нам нужно будет сообщить о причине гибели генерал-полковника Авлессора». В рядах коалиции было множество беспорядков, дисциплину с трудом удавалось поддерживать. Поэтому Ансбах и спрашивал, не лучше ли будет сгладить историю, выдав гибель Авлессора как смерть от раны или болезни. Генерал Брауншвейк поднялся со своего кресла. Недовольство ясно читалось в лице и движениях, он никогда не отличался крепкими нервами, а теперь и вовсе готов был взорваться. «Даже если мы сгладим историю, это не означает, что мы можем скрыть произошедшее. Авлессор был казнен за предательство своих товарищей. Передайте это всей армии». И с этими словами их предводитель покинул зал. Ансбах пожал плечами и приказал солдатам унести тело гиганта, которого при жизни восхваляли за храбрость и опасались за жестокость. Пустые глаза мертвеца, казалось, смотрели на Ансбаха. Он устало пробормотал. «Не смотрите на меня так обиженно. Я не знаю, что случится завтра. Возможно, вы поблагодарите меня в Валгалле за то, что погибли сегодня». Командор содрогнулся. В собственных словах ему послушалось зловещее пророчество. Последствия случившегося были огромны. Считалось, что Авлессор сильнее всех презирает Райнхарда. Если даже он стал предателем, то кто из них сможет остаться верным и непоколебимым до самого конца? Обмениваясь друг с другом недоверчивыми взглядами, некоторые из дворян переставали доверять даже себе. Известие об ужасной смерти Авлессора немного улучшило настроение Райнхарда. Он счел это справедливой карой для человека, оскорбившего не только его, но и его сестру. Райнхард назначил вице-адмирала Дикеле командующим крепостью Рентенберг, сделав ее базой для своих войск и снова приступил к планированию операции по нападению на Гайсбург. Единственными в армии Райнхарда, кто хорошо запомнил события в Бернберге, были адмиралы Рентали и Миттермайер. Еще долго при одном взгляде на фрикассе они вспоминали заваленный трупами Коридор 6, отчего их начинало тошнить. Глава пятая. Битва по Ридории. Поначалу Ян собирался игнорировать восстание в систему Шанпул, сразу направиться к Хайнессону и, используя тактику стремительного наступления, обрушиться на главные силы военного конгресса и разгромить их. В конце концов, если вырвать корни, то побеги и листья засохнут сами. Но осознание того, что с помощью партизанской тактики засевшие на Шанпуле заговорщики могут нарушить линии снабжения между флотом Яной и Эзерлоном, заставило его передумать и принять решение первым делом нанести удар именно туда. На месте командующего, который представлял на Шанпуле военный конгресс по спасению республики, он бы отступил, когда к нему приблизится вражеский флот, а потом преследовал бы его, атакуя тылы и линии снабжения. Повторив эту схему как можно большее количество раз, он бы смог заметно истощить противника, и потому не собирался позволить кому-то проделать подобное с ним самим. Но вражеский командующий не Ян Венли? Не слишком ли вы беспокоитесь, адмирал? Спросил Юлиан. На это черноволосый молодой адмирал усмехнулся и ответил. Он может оказаться новым Яном Венли. В конце концов, все с чего-то начинали. Кто слышал о Яне Венли да Эль Фасиле? Ян сказал об этом Юлиану и добавил. Живи мы в мирное время, и до сих пор был бы никем. Обычным историком, который сам не подозревал бы о других возможностях. Ян говорил о той жизни, о которой мечтал. В эти дни не осталось почти никого, кто не знал бы его имени, но все же он никак не мог отказаться от желания быть простым ученым. Его восхваляли как великого и непобедимого адмирала, но для Яна больше, чем для кого-либо другого, это был лишь экранный образ. Желание Яна стать историком возникло из его интереса к историческим деятелям и событиям. Ему казалось смешным и нелепым, что теперь он сам стал объектом интереса и исследований. Галактическая империя, Физан и его нынешний противник, Временный Конгресс, изучали тактику Яна. И не только это. Было немало планет, начиная с Хайнессона, где выпускали фильмы и книги про него, с безответственным содержанием и легкомысленными названиями вроде «Исследование роли лидера глазами Яна Венли», «Стратегическое мышление, тактическое мышление», «Четыре битвы Яна Венли» и даже «Портреты современных героев 3» «Ян Венли», «Сияющий герой современности». «Этот парень, Ян Венли, великий человек. А тебе до него далеко, хоть ты и носишь тоже имя», — саркастически заметил Ян, глядя в зеркало на свое даже близко негероическое отражение. «Но вы и вправду великий человек», — горячо сказал Юлиан. «И как ты это понял? Другой бы давно потерял контроль над собой, стал самоуверенным и утратил способность принимать объективные решения». Ян задавал последний вопрос шутливо, но теперь неожиданно нахмурился. «Не говори мне такого, а то ведь я могу и поверить нечаянно». И начну спрашивать. «О, правда? Я великий человек?» После чего и серьезным лицом прочитал Юлиану короткую проповедь. «Не восхваляй в лицо тех, кто находится выше тебя. Если человек окажется слишком мягким, то это сделает его тщеславным и испортит. А другие станут избегать тебя, так как посчитают, что ты хочешь подолиститься. Нужно быть осторожным и думать, кому и что ты говоришь». «Я понял», — кевнул Юлиан. Однако он подумал про себя, что было нечто странное в этом уроке. Яну исполнилось тридцать, и он еще даже не был женат. Но сейчас читал Юлиану нотации, словно он его отец. В тот самый день, когда Шанпул пал, майор Багдаш из отдела военной разведки, сбежавший с Хайнессона на шаттле, встретился с Яном. Ян начал операцию по возвращению Шанпула 26 апреля и после трех дней боев очистил его от повстанцев. Это было не слишком интересное сражение. На планетах с небольшой численностью населения и без хорошо укрепленной обороны, вроде Хайнессона, операции по высадке войск были давно отработаны и оставляли мало места для проявления различных умений командиров. В первую очередь устанавливалось господство в космосе и занималась орбита. Затем, после уничтожения вражеских систем воздушной радиолокации и противовоздушной обороны, на Землю спускались десантные корабли под прикрытием истребителей, способных к маневрированию в атмосфере. И, наконец, четко координируя свои действия, космические наземные силы захватывали контроль над ключевыми объектами. И все же, завершить операцию всего за три дня удалось, вероятно, лишь благодаря выдающимся навыкам командира наземных сил Вальтера фон Шонкопфа. У других командующих это обычно занимало неделю или больше. План Шонкопфа заключался в том, чтобы обезопасить стратегические точки, сосредоточив в них огневую мощь, связать их друг с другом линиями из бронемашин, а затем передвигать эти линии, увеличивая подконтрольную территорию. Позже, после того, как такая тактика использовалась в течение дня, враг начал адаптироваться к ней и искать способы защиты. Именно тогда Шонкопф неожиданно переключился на другую схему атаки, устроив блицкрик в направлении вражеской базы с одного из укрепленных объектов. Повстанцы не смогли успеть перестроиться к этому переходу с позиционного наступления на лобовой удар. И хотя их предводители забаррикадировались в здании местного командного центра армии Союза, где у них была база, исход битвы был уже предрешен, так как они уже были отрезаны от большей части своих сил. После двух часов перестрелки и рукопашной схватки капитан Маррон, предводитель повстанцев, сунул дуло своего бластера себе в рот и нажал на спуск, а оставшиеся подняли белый флаг. «Хорошая работа», — похвалил Ян Шонкопфа, когда тот вернулся на флагманский корабль Гиперион. А потом потрясенно осмотрел бесчисленные следы губной помады на лице, руках и форме командира своих наземных сил. Он мог лишь представлять энтузиазм, с которым местные жители встретили освободителей после более полумесяца жизни в страхе. «Ну, я тоже получил удовольствие», — ответил Шонкопф с усмешкой. Таким было положение делал на момент появления Багдаша. Когда его личность была подтверждена, Багдаша сопроводили на мостик, а потом в зал совещаний. Все изголодались по новостям из столицы, но право задать первый вопрос принадлежало Яну, сидевшему в углове стола. И вопрос, который Ян задал под пристальными взглядами собравшихся, звучал так. «Кого они казнили? Немало людей арестовано, но, по крайней мере, на данный момент все живы», — ответил Багдаш. «Хотя я не знаю, что они станут делать в будущем». «Понятно. Что более важно, ваше превосходительство, я прибыл с кое-какой информацией. Одиннадцатый флот подконтролен заговорщиком и сейчас, пока мы говорим с вами, направляется сюда». При этих словах раздался общий вздох. Ян, ничего не говоря, жестом предложил Багдашу продолжать. Командующий флотом, вице-адмирал Легранж, по всей видимости, надеется на прямое столкновение и решающую битву. Он не станет использовать никаких уловок. Что ж, слава богу, что никаких уловок не будет. Пробормотал Ян, не обращая внимания на некоторый сарказм в словах Багдаша, а потом позволил подчиненным задавать вопросы. Отвечая Фишеру, Мураю и остальным, Багдаш продолжал оглядывать помещение, словно кого-то искал. Наконец он решил сообратиться к Яну. «Ваш адъютант, старший лейтенант Гринхилл, кажется, отсутствует». «Да, так и есть», — ответил Ян. «Я решил оставить ее на изырлоне». «Ау». Все рефлекторно повернулись на возглас и увидели Шанкопфа, пролившего кофе себе на грудь. «Ну вот, кофе залил мои лучшие награды. Столько трудился ради этих поцелуев», — произнес тот. «Прошу прощения, я оставлю вас ненадолго». Говоря это, Шанкопф посмотрел в глаза Яну, а потом покинул комнату. Юлиан стоял в коридоре. Хотя его положение и не позволяло ему войти внутрь, его всегда можно было найти где-то в пределах слышимости от Яна. «Ты не знаешь, где сейчас лейтенант Гринхилл?» — спросил его Шанкопф. «Она в лазарете», — ответил Юлиан. «Говорила что-то насчет головной боли с самого утра. К сожалению, она не смогла прийти. Скорее всего, психологическое истощение». Кивнув, Шанкопф отправился в лазарет. Когда он попытался войти, миниатюрная медсестра взглянула на его грязную полевую форму из пятнаной помады и кофе и с возмущением направилась к нему. «Я ищу старшего лейтенанта Гринхилл». «Она здесь, но вы не можете войти в лазарет в такой грязной одежде?» Медсестра, недостающая Шанкопфу и до плеча, решительно загородила ему дорогу, но затем раздался еще один голос, спасший генерала. «Я не возражаю. Пожалуйста, входите, генерал Шанкопф». Медсестра молча пропустила его, хотя и не выглядела довольной. Фердерика, по-прежнему одетая в форму, лежала на кушетке, но сразу же встала. Шанкопф, втайне пожелав когда-нибудь увидеть ее в платье, коротко объяснил ей ситуацию. И адмиралу Яну он тоже показался подозрительным. Уж слишком удачным выглядит появление беглеца с Хайнессона именно в это время. Так что когда адмирал сказал очевидную неправду, я специально пролил на себя кофе и вскрикнул, привлекая внимание. Так что Багдаш не смог увидеть удивление на лицах остальных. Но я подумал, что вы, возможно, знаете, кто это может быть. Я однажды встречала майора Багдаша. Пять лет назад, в кабинете моего отца. Он выражал недовольство нынешним политическим устройством. Выдающиеся способности памяти Фердерики были широко известны. Понятно. Должно быть, он беспокоился, что вы можете его вспомнить, старший лейтенант Гринхилл, и указать на его связь с заговорщиками. Очевидного адмирала Гринхилла было недостаточно доверенных людей, которым он мог бы доверить такую миссию. Должно быть, в случае, если Фредерико вспомнит Багдаша, и он окажется под подозрением, Яна планировалась убить. Если бы такое случилось посреди битвы с 11-м флотом, флот Яна наверняка потерпел бы поражение, а заговорщики добились своей цели. Даже если бы это стоило Багдашу жизни, это была бы небольшая цена. Шанкопфа не особенно заботил, а будет ли спасен Союз Сободных Планет, или же окажется разрушен, но если Ян погибнет, то с этого момента история потеряет честь своего очарования. Легко и без малейших колебаний Вальтер принял решение. Через некоторое время перед обедом Ян спросил Шанкопфа. «А где майор Багдаш? Он сейчас спит. Вы что-то с ним сделали?» Тон Яна предполагал, что он догадывается об ответе. Шанкопф подмигнул и ответил. «Разве что самую малость подправил таймер на его капсуле сна. В ближайшие две недели он не проснется. С этими разведчиками никогда нельзя терять бдительность, даже если захватил их. Если только они в сознании. Так что будет лучше, если он поспит до конца следующей битвы. Спасибо за работу!» С кривой улыбкой поблагодарил его Ян. В таких вот напряженных условиях начался май. Одиннадцатый флот неуклонно приближался, преодолевая более трех тысяч световых лет межзвездного пространства. Так что в этом отношении сведения Багдаша подтвердились. Ян привел свой флот в систему Дория, где проводил время ожидания, собирая и анализируя информацию. Десятого мая эсминец, проводивший разведку вплоть до системы Илгона, обнаружил присутствие огромного боевого флота. После отправки экстренной передачи связь с ним прервалась. Хотя битва еще не началась, но первая жертва была принесена. Мысли Яна перепрыгивали с одного на другое. Он чувствовал уверенность, что может победить и в столкновение, но ожидал докладу с разведывательных кораблей, который расположил в различных стратегических точках космоса. Если его флот не уничтожит противника быстро и полностью, то обробить все щупальца этого заговора станет труднее. 18 мая Юлиан принес наматывающему круги по своей каюте Яну двадцатый за этот день доклад. Предыдущие девятнадцать были разбросаны по полу. Ян равнодушно взял очередной лист и заглянул в текст. «Я так и знал!» — внезапно воскликнул он. «Вот оно!» Молодой командующий с криком вскочил, подбросил доклад к потолку, а потом схватил обеими руками и закружил ошеломленного Юлиана. Юноша какое-то время пребывал в уверенности, а потом внезапно все понял и вскричал. «Адмирал, мы сможем победить, да? Мы победим!» «Можешь быть уверен, что победим!» Ян Венли не сражается в безнадежных битвах, не так ли?» В этот момент за спиной раздалось деликатное покашливание. Ян прекратил танцевать и обернулся на звук. Стоявшие у дверей Шон Копф, Фредерико и Фишер смотрели на своего командира. Ян выпустил Юлиана и потянулся, чтобы пригладить взъерошенные волосы. В какой-то момент с них слетел форменный берет. «Хорошие новости!» — объяснил он. «Теперь план решен. Похоже, мы сможем победить!» Получив данные, которых так ждал, Ян спланировал тактику боя за невероятно короткое время. План, которым он поделился со всеми через полчаса и в котором первым пунктом шла только что полученная информация, был таким. Первое. Враг разделил свои силы на две части. Предположительно, они собираются взять нас в клещи. Одна часть под прикрытием звезды Дория попытается подобраться к нам и напасть с левого фланга, а вторая обойдет по кругу и нападет на тыл и правый фланг. Второе. Чтобы противостоять этому, наши силы, начав действовать на шесть часов раньше, воспользуются предложенным врагом преимуществом и разобьют его отряды по отдельности. Сначала разберемся с теми, кто собирается атаковать с тыла, а потом и со второй частью. Третье. Операция начнется сегодня в 22.00, когда адмирал Нгуян Ван Тьёу возглавит атаку. Мы пересечем орбиту седьмой планеты и встретим противника в этом районе космоса со звездой Дория за спиной. Четвертое. Контр-адмирал Фишер будет командовать тыловым прикрытием и должен удерживать позиции до 4.00 следующего дня. Потом он пересечет орбиту шестой планеты и развернет свои силы, чтобы встретить врагов, планирующих ударить в наш левый фланг. Однако следует проявлять осторожность и не позволить разведывательным судам противника обнаружить себя, поэтому до указанного времени этому отряду нельзя двигаться. Пятое. Другие боевые группы последуют за адмиралом Нгуеном Ван Тьёу и расположатся слева, справа и позади указанных координат. Шестое. Адмирал от Тенбуро возьмет на себя командование ракетными кораблями, займет с ними позицию на орбите седьмой планеты и помимо обеспечения безопасности пути и сообщения с Эзерлоном, будет прикрывать нас от возможной атаки за пределы системы. Кроме того, он сможет предотвратить отступление противника. Седьмое. Командующий Ян лично возглавит центральную группу. Когда были переданы эти приказы командующего, весь флот охватило волнение. «Не так давно, когда я был на Хайнесине», сказал потом Ян собравшимся в зале совещаний, то получил письменный приказ от его превосходительства адмирала Бьюкока, главнокомандующего космической армады Союза, где говорится, что в случае восстания я должен подавить его и восстановить закон и порядок. Иными словами, у меня есть юридическое обоснование того, что мы собираемся сделать. Это не личная война. Услышав эти слова, офицеры не нашли, что ответить, вновь подивившись способности своего командира к предвидению. Разумеется, сам Ян был настроен более уныло. В конце концов, несмотря на то, что его предвидение оказалось верным, оно не помогло предотвратить сложившегося положения, как надеялись тогда они с Бьюкоком, сидя ночью в парке на Хайнессене. Отпустив свой штаб выполнять задание, Ян вернулся в свою каюту и позвал Юлиана. «Незадолго до битвы при Амрицаре», — сказал Ян ему. Адмирал Бьюкок пытался поговорить с Гранд-Адмиралом Лобосом. Однако ему это не удалось, так как Гранд-Адмирал спал. «Что ты думаешь насчет этого?» «Думаю, это ужасно», — ответил Юлиан. «Это безответственно и...» «Все верно. Но, Юлиан...» «Да. Я собираюсь вздремнуть. Всего лишь пару часов. Но не пускай ко мне никого. Меня не волнуют Адмиралы это или Генералы. Просто прогоняй их». На мостике Леонида. Флагмана 11-го флота. «Майор Багдаш так и не выходил на связь?» — спросил у вица-адмирал Легранж, посмотрев на начальника своей разведки. «Нет, ваше превосходительство». Брови Легранжа недовольно нахмурились, но в этот момент к нему обратился офицер связи. «Мы готовы начать вещание на весь флот. Пожалуйста, начинайте». Вица-адмирал кивнул. Выбросив Багдаша из головы, он развернул проект своей речи. «Прошу внимания, солдаты. Мы готовимся вступить в битву, от успеха которой зависит победа или поражение военной революции ради спасения нашей республики, а также процветание или гибель нашей Родины. Исполняйте свои обязанности, вкладывая в это тело и душу. Выполните свой долг перед Отечеством. Ничто в этом мире не заслуживает большего уважения, чем верность и способность к самопожертвованию. И нет ничего презренней, чем трусость и эгоизм. Патриотизм и мужество — вот чего ожидаю я от вас». Одиннадцатый флот двинулся вперед, уверенный в скором триумфе. Зевнув, Ян Венли поднял спинку своего кресла, Юлиан стоял наготове и протянул ему теплое полотенце и стакан холодной воды. «Сколько я проспал?» «Полтора часа. Я хотел поспать еще полчаса. Ну ладно, сейчас уже не усну. Спасибо, ты молодец». Отдав юноше опустевший стакан, Ян поправил свой шейный платок. Скоро ему нужно будет произнести еще одну небольшую речь. Хоть Ян и не любил этим заниматься, но воодушевляющие речи — это тоже обязанность командира. Так что он встал и отправился на мостик. Лица собравшихся в этом обширном помещении офицеров с напряженным выражением обратились к нему. «Битва вскоре начнется», — сказал Ян. «Это ненужная битва, так что сразиться в ней и не победить просто бессмысленно. Но у нас есть план как выиграть, так что можете успокоиться и просто делать свою работу и не слишком напрягаться. На кону стоит лишь существование государства. По сравнению с правами и свободой, за которые мы сражаемся с империей, государство стоит не так уж много. Ну что ж, не пора ли нам начать? К тому моменту, когда он закончил говорить, на главном экране начало появляться сверкающее облако огней. Они зловеще сияли белым цветом. Это был вид сбоку на основные силы вражеского флота — колонную семи тысяч боевых кораблей, заслоняющую звезды. «Замечен вражеский флот! Всем кораблям приготовиться к бою!» Хотя Яна нельзя было называть яростным в битвах командиром, но все же его всегда можно было найти на линии фронта, когда он вступал в битву, и в тылу, если нужно было прикрыть отступление товарищей. Он считал, что таков его минимальный долг как командующего. Да и кто, думал он, в противном случае доверил бы свою жизнь тридцатилетнему адмиралу? Перед флагманом Яна выстроились три тысячи кораблей Нгуэна-Ван-Тьёу. Из-за тоев дыхания ожидали приказа атаковать. Как и их товарищи, расположившиеся вокруг. Относительное расстояние — 6,4 световые секунды. Напряженные голоса офицеров, следящих за показаниями радаров, тоже опустились до шепота. Враг движется справа налево перпендикулярно нашему флоту. Скорость 12 тысячных секунды. Почти предельная скорость для внутрисистемной битвы. В тусклом освещении командного мостика единственными звуками, помимо голосов, следящих за врагом офицеров, было тихое дыхание. Не сводя глаз с экрана, Ян поднял правую руку до уровня плеча. Это был сигнал, начавший всё. Огонь! Приказ был передан канониром всех судов. В следующую секунду темноту космоса пронзили десятки тысяч добела раскалённых копий энергии. Они были выпущены не параллельно с каждого корабля, а сосредоточились на середине вражеского флота. Тактика Яна предполагала концентрацию огня в одной точке, что в геометрической прогрессии увеличивало их разрушительную силу. Именно благодаря ей ему удалось так сильно огорчить имперцев во время битвы при Амрицаре в прошлом году. Когда несколько кораблей концентрируют свою огневую мощь на одного противника, они легко перегружают его нейтрализующие поля. «Энергетические волны быстро приближаются!» Раздались предупреждающие крики операторов радиолокаторов 11-го флота. И почти сразу же первый удар огромной по силе энергии обрушился на фланг флота. На пересечении лучей вспыхнула маленькая звезда, в ее середине мгновенно испарились несколько сотен кораблей, а еще в 3-4 раза больше просто взорвались. Белый свет термоядерных взрывов пульсировал, расширяясь с каждой секундой, пока не показалось, что этот жуткий свет не затопил весь экран. Юлиан сидела рядом с Яном возле командной панели. Впервые в жизни юноша лично стал свидетелем космического сражения. Ощущая дрожь, пробегающую по позвоночнику, он пытался убедить себя, что это не страх, а обычное волнение. «Еще нет. Это еще только начало». «Отправить сообщение адмиралу Ангуену в Антью», — сказал Ян. Он сидел не на своем месте, а прямо на столе, подняв одно колено. Это было возмутительной невоспитанностью, но, как ни странно, его подчиненные при этом чувствовали себя спокойней в виде его таким. «Передайте ему, чтобы выдвигался вперед на полной скорости и ударил врага во фланг». Получив приказ, Ангуен ощутил прилив энергии. Адмирал Ангуен в Антью был как раз яростным командиром, и при поддержке хладнокровного главнокомандующего его разрушительная мощь была огромна. Среди подчиненных Райнхарда больше всего он был похож на Беттунфельда. «Вперед!» Приказ Ангуена в Антью был прост и ясен для его офицеров. «Вперед! Вперед!» Отряд Адмирала Ангуена во главе со своим командующим атаковал вражеский флот на максимальной боевой скорости. Энергетические лучи и снаряды, выпущенные из жерл рельсовых орудий, дождем обрушились на корабли противника, и вспышки света от запусков и взрывов ярко осветили этот уголок вечной ночи. Благодаря огромной дыре, пробитой первым залпом, отряду Ангуена удалось глубоко погрузиться во вражескую колонну. Офицеры 11-го флота побледнели. Если они позволят Ангуену продвинуться дальше, ему удастся разделить их флот на двое. И хотя теоретически возможно использовать две части флота, чтобы взять противника в клещи и накрыть перекрестным огнем, для этого нужно обладать очень гибким и утонченным тактическим мастерством, таким, каким обладал, например, Ян Венли. Но поскольку у них не было достаточной для таких действий уверенности в себе, они приняли более обычное решение. «Атаковать прорвавшийся отряд противника со всех сторон! Не дайте уйти живым ни одному кораблю или человеку!» Суда Ангуена подверглись жестокой атаке сразу с пяти направлений. Спереди, с флангов, сверху и снизу. Взрывы, тряска от попаданий, экраны, несмотря на фильтры, расцвеченные вспышками так ярко, что слепило глаза. На мостике своего флагмана, мори, адмирал Нгуен весело расхохотался. «Великолепно! Куда ни глянь, одни лишь враги! Так много, что можно даже не целиться! Продолжайте стрелять! Беглый огонь!» Некоторых впечатлили бесстрашие и отвагой их командира, другие решили, что у него не все дома. В любом случае, одно было несомненно. У них не будет завтра, если они не уничтожат врага перед собой. И сейчас не время было думать о том, есть ли смысл в этой битве или о причинах для этой резни. «Приближаются ракеты! Направление на 10 часов, угол 23! Ответный огонь!» «Башня 4! Максимальная мощность!» Крики и подавленные голоса заполняли каналы связи, а звуки столкновений и шум помех больно били по ушам экипажей, хотя на самом деле за пределами кораблей стояла безмолвная тишина космоса. Глаза тоже подвергались испытаниям. Свет звезд закрывали пересекающиеся траектории ракет и суровый блеск энергетических лучей, а частые белые вспышки взрывов и вовсе стирали все остальное, захватывая весь экран. Спустя полчаса после начала битвы даже флагман Яна, Гиперион, буквально прижался носом ко флангу 11-го флота. Нос Гипериона, окутанный радужным туманом, показывающим, что он защищен от разрушительных энергетических лучей нейтрализующими полями, периодически подвергался атакам. Все оказалось несколько сложнее, чем я предполагал. Пробормотал Ян, пристально вглядываясь в происходящее на экране. Сопротивление 11-го флота было довольно серьезным, а адмирала Легранжу никто не мог обвинить в некомпетентности. «Этот Багдаш бесполезен!» – рычал тем временем Легранж. «Для чего он вообще внедрялся к противнику?» Продолжая наблюдать за битвой, он не мог не убивать раз за разом в своих мыслях этого человека. Дезинформировать врага, чтобы вызвать замешательство, а если это не получится, то убить Яна. Предполагалось, что Багдаш проникнет в стан врага с этой смертельной миссией, но сейчас Легранж сильно сомневался в том, что он добился успеха. Даже более того, на самом-то деле, учитывая то, что именно 11-й флот оказался тем, кто подвергся неожиданному нападению, даже более того, на самом-то деле, учитывая то, что именно 11-й флот оказался тем, кто подвергся неожиданному нападению, неужели вместо того, чтобы взять противника в клещи, его разделившиеся силы окажутся уничтоженными поодиночке? — Значит, Багдаша раскусили? — Легранж крепко стиснул зубы. Возможно, он доверил эту работу не тому. Беспокойство и сожаление невидимыми руками скреблись у него в груди. Голос офицера, запрашивающего инструкции, вернул адмирала в реальность. — В чем дело? Они прорвались через центр, ваше превосходительство! Наш флот оказался разделенным на две части, и, похоже, враг намеревается окружить заднюю. Хотя отряд Нгуена, осыпаемый ударами со всех сторон, и понес значительные потери, ему, наконец, удалось прорваться. Затем он развернулся вправо и теперь двигался вперед, чтобы охватить одну половину разделенных сил противника. Легранж молча смотрел на экран. Он понял, что задумал Ян. Теперь я вижу это. Вот оно что! Разочарованный вздох вырвался из груди Легранжа. Чудотворец Ян, этот хитрый лис, одолел его. Он на тактическом уровне разделил силы, уже разделенные на стратегическом уровне, и теперь собирался полностью уничтожить их, начав с одной из частей. Таким образом, превосходство огневой мощи достигало четырех к одному. Когда битва достигла этой стадии, командующему флотом Яна уже не было нужды задумываться над текущим ходом битвы, разрываясь между надеждой и отчаянием. Он мог просто смотреть, как его подчиненные уничтожают одну группу врагов за другой. С точки зрения Яна, подобное нельзя было назвать какой-то примечательной стратегией. Он всего лишь следовал одному из элементарных принципов тактической теории. Нападайте на врага силами большими, чем у него. Поэтому его удивляло и разочаровывало, когда это называли магией или чудом. Основные силы обоих флотов вступили в бой. Плотность кораблей увеличилась, и сражение постепенно перешло от дальней перестрелки к ближнему бою. Тогда-то вступили в дело и одноместные истребители-спартанцы. Капитан Оливер Поплан, командир эскадрильи Гипериона, заранее приготовил своих бойцов к вылету, и когда поступил приказ, они все разом рванулись с материнского корабля в космос. «Вески, водка, ром, бренди! Командование вашими группами остается на усмотрение командиров! Шерри и Коньяк, следуйте за мной и не нарушайте построение!» Поплан часто говорил. «Вино и женщины — это хлеб насущный, необходимый для жизни, а война — всего лишь трехчасовой перекос». Так что придумать подобные позывные для своих подчиненных было вполне в его духе. Как-то раз он был близок к тому, чтобы назвать группы в честь женского нижнего белья, но все же сдержался. Эскадрилья двинулась навстречу врагу, прокладывая путь в пустоте. Шерри и Коньяк следовали за командиром, а остальные группы рассредоточились в поисках противника. Корабли 11-го флота тоже одного за другим запускали спартанцев, и среди орудийного огня линкоров начало разгораться сражение истребителей. Так как характеристики их были одинаковы, то исход всех столкновений решало мастерство пилотов. И летчики подошли к делу с рвением. Опьяненные бушующим в крови адреналином, они уже не думали о том, что убивают друг друга, наслаждаясь схваткой ради самой схватки. Прошло всего две минуты с момента вылета, а Поплан уже сбил трех противников. Уклоняясь от выстрелов врагов и своих, он на максимальной скорости мчался вперед сквозь бурные моря энергии. Именно в такие мгновения он чувствовал прилив сил и радость полностью саморизовавшегося человека. Рефлексы его обострились до предела, а каждую клетку тела переполняла жизненная сила. Линкор Улисс тоже находился посреди этой хаотичной битвы. Наружный корпус корабля был пробит, в результате чего ударопоглощающий материал просочился наружу, окутав корабль белым облаком. Видимость из задних орудийных башен снизилась, многие датчики стали бесполезны. Проклиная бога и дьявола, солдаты были вынуждены ограничиться ответной стрельбой по направлению на обрушающиеся на линкор удары. Только через восемь часов отчаянный бой подошел к концу. Прорвав центр колонны 11-го флота и уничтожив заднюю часть, флот Яна окружил переднюю, которую возглавлял сам адмирал Легранж, и принялся один за другим взрывать корабли. Так как почти все суда оказывали сопротивление, граничащее с фанатичным, и отказывались сдаваться, то иного выбора просто не оставалось. Бессмысленная и удручающая, по мнению Яна, битва завершилась после самоубийства Легранжа. Он продолжал упорно сопротивляться, пока от его сил не остались лишь флагман и еще несколько потрепанных кораблей. «Я считаю большую честью для скромного офицера вроде меня сразиться с великим Яном Венли в своей последней битве. Слава военной революции!» Таковы были последние слова Легранжа, переданные всем с его флагмана на открытой волне. Патричев протяжно вздохнул. «Шо ж, ну вот и все. Непростая вышла битва». Но каким бы яростным ни был бой, победители, проигравшие в нем, на самом деле определились довольно рано. Флот адмирала Яна и так вдвое превосходил противника численностью, а кроме того, фланговым ударом удалось разделить его еще сильнее. То, что даже в столь выгодном положении понадобилось так много времени для окончательной победы, доказывало то, что 11-й флот хорошо сражался под уверенным и жестким руководством Легранжа. Хотя Ян назвал бы это бессмысленным хорошим боем, если бы только он сдался пораньше. «Будет Легранж некомпетентен, с обеих сторон было бы куда меньше смертей», — сказал Шон Копф. Ян молчь кивнул. После завершения первого этапа боя он выглядел истощенным. «Так все же выходит, что флот Яна зависит лишь от этого человека?» — подумал Шон Копф. Без разумных планов их молодого командующего флот точно не был бы столь грозной силой. С самого начала это была разношерстная кампания из разбитых остатков других флотов и зеленых новобранцев. Поддерживаемые одной лишь репутацией их непобедимого командира, они продолжили сражаться и продолжили побеждать, пока не достигли нынешних военных качеств. Но все равно, слова Шон Копфа Легранжа, несомненно, были справедливы и по отношению к Яну. Будь он некомпетентен, этот флот был бы давно уничтожен, а многие вражеские солдаты смогли бы вернуться домой живыми. Однако даже если оставить прошлое в прошлом, в будущем перед ними стояла проблема в лице еще одного человека, который мог похвастаться репутацией непобедимого. Маркис Райнхард фон Лоенграм. Когда-нибудь обязательно настанет день, когда он и Ян сразятся со всеми своими силами и умениями. И дело не столько в судьбе Элироки, сколько в том, что сама история явно ведет к этому. Сможет ли флот Яна одолеть силы Райнхарда, когда настанет этот день? Или вернее сказать, смогут ли подчиненные Яна поддержать своего командира и превзойти подчиненных Райнхарда? А вот это сложный вопрос. Размышлял Шон Копф. Насколько ему было известно, Кирхиайс по способностям не уступал Райнхарду. Да и таланты адмиралов Миттермайера и Руэнталя были очень велики. Такие, как Нгуен Ван Тиу, должно быть, не смогут соперничать с ними. Глядя на победоносного Яна, с печальным видом сидящего перед экраном, Вальтер с трудом мог поверить, что это тот же самый человек, который плесал от радости, получив ожидаемые им сведения от разведки. Его качество непобедимого художника войны и серьезного и добросовестного ученого-историка всегда боролись в нем. И когда битва закончилась, второе стало доминировать. Адмирал Ян. Голос, заставивший молодого командующего поднять голову, принадлежал его адъютанту, старшему лейтенанту Фредерике Гринхилл. «У противника осталась еще половина флота. Чем дольше мы задержимся здесь, тем тяжелее придется контр-адмиралу Фишеру. Каковы будут приказания?» Ее слова были верны. Ян пару раз моргнул, потянулся и сосредоточился. «Всем кораблям построиться!» Уверенным тоном произнес он. Поворачиваемся на обратный курс и двигаемся к орбите седьмой планеты. Тем временем во второй половине одиннадцатого флота, которая должна была нанести неожиданный удар по сектору, где располагался флот Яна, но никого там не обнаружила, разгорелся жаркий спор. Одни считали, что должны развернуться и направиться сражаться с Яном, по всей видимости, атаковавшим силу Легранжа. Другие же полагали, что теперь уже ничем не смогут помочь своим, и потому предлагали следующую идею. Не стоит ли временно покинуть систему Дория и подождать, пока Ян осадит Хайнессон, чтобы напасть на него сзади? Учитывая жерелья Артемиды, даже Ян никак не сможет захватить Хайнессон быстро, так что у них будет время на атаку, которая наверняка принесет победу. Между сторонами возникли серьезные противоречия. Причина, по которой принять решение не получалось, была понятна. Пока что не было определено, кто должен стать командующим. Наконец все же было принято решение найти флот Яна и вступить в бой, так что они развернули корабли и начали движение. Их споры, однако, компенсировали время, потерянное Яном на затянувшуюся битву с Легранжем и последующие размышления. Контр-адмирал Фишер, следивший в это время за их действиями, решил, что колонна кораблей противника находится в достаточном беспорядке, поэтому приказал открыть огонь. Введение огня Фишер следовал примеру Яна, концентрируя стрельбу на отдельных участках. Попав под неожиданный удар с фланга, силы военного конгресса понесли значительный урон. Фишер был экспертом в управлении флотом, и каким бы далеким ни был путь до поля боя, в его присутствии можно было не опасаться, что корабли потеряют свои позиции, или боеспособность флота снизится из-за выпавших из рядов кораблей. С другой стороны, его таланты как боевого командира были довольно средними, однако он хорошо знал это и никогда не впадал в самоуверенность. Стараясь нести как можно меньшие потери, он планировал выиграть время, пока Ян не сможет поспешить на помощь, уничтожив основные силы 11-го флота. И его тактика увенчалась успехом. Не в состоянии игнорировать наносимый урон, противник повернулся ко флоту Фишера. Тогда контр-адмирал отступил, корабли противника снова попытались двинуться навстречу Яну, а Фишер снова последовал за ними, чтобы атаковать сзади. Повторяя эту схему, он дождался появления главных сил Яна, и враг оказался зажат в клещи. Без управления Легранжа оставшиеся силы военного конгресса не имели единой системы командования, и после храброго, но бесплодного сопротивления были полностью разгромлены. Ян, избегая ближнего боя, расколол колонну противника на части и уничтожил их одну за другой концентрированным огнем. Таким образом, он, почти не понеся потерь, добился победы. Одиннадцатый флот разбит. Адмирал Легранж покончил с собой. После снабжения и ремонта флот Яна будет готов двинуться к Хайнессону. Силы самообороны и добровольцы со всех планет неуклонно стекаются к Яну. По мере поступления этих сообщений, атмосфера в зале, где собирался военный конгресс по спасению республики, становилась все более гнетущей. «Да уж, опасности у нас как внутри, так и снаружи», пробормотал кто-то. Они объявили военное положение и, используя силу, пытались регулировать и управлять всеми аспектами жизни общества, включая его политическую, экономическую и социальную сферы. Однако не удавалось избежать беспорядков. Да, введение комендантского часа помогло уменьшить количество преступлений и несчастных случаев, но, что более важно, начали расти цены и стала заметна нехватка расходных материалов. Опасаясь недовольства и беспокоенности граждан, военный конгресс приступил к расследованию, спросив среди прочего мнение одного торговца с Фюззана. «Вы, солдаты, просто не разбираетесь в экономике», резко сказал тот. «В настоящее время Хайнессон изолирован от других звездных систем. Теперь это замкнутая экономическая единица, где потребности намного превосходят производство. В такой ситуации, если у вас рыночная экономическая система, то вполне естественно, что цены будут расти. Вам нужно прекратить попытки регулировать сети сбыта, а также уменьшить контроль над новостями, чтобы успокоить население. Если вы этого не сделаете, то здоровой экономики и общества у вас не будет». Выслушал эти слова капитан Эванс, которому было поручено управление экономикой, но для него эти аргументы прозвучали как бесполезные слова. Для того, чтобы военный конгресс по спасению республики мог управлять Хайнессоном, несмотря на свою небольшую численность, необходимо было контролировать транспортировку и распределение товаров, а думать об улучшении здоровья и экономики было на тот момент совершенно неуместно. Когда солдаты разрабатывают экономическую политику, результат зачастую оказывается национал-социализмом, осуществляемый путем жесткого контроля и надзора. Торговец весь заново увидел, что и этот капитан не стал исключением. Экономика, она живая. Все же попробовал достучаться до собеседника он. Попытаетесь контролировать ее, и она никогда не двинется в том направлении, в каком вы ожидаете. В армии офицер иногда может зайти настолько далеко, что ударит подчиненного, чтобы заставить его выполнять приказы. Но если так поступать с экономикой, возникнут большие проблемы. Если вместо этого вы предоставите экономику нам, феззанцам? Знай свое место! Закричал капитан. Мы собираемся сбросить тиранию галактической империи и распространить свободу и справедливость на все человеческое сообщество. И когда этот день придет, мы научим справедливости и вас, феззанских сребролюбцев. Не заблуждаетесь, думая, что деньги могут поддерживать общество и сердца людей. Прекрасные слова, сказал купец, холодный насмешкой в глазах. Однако они будут звучать еще лучше с небольшим изменением. Замените слово «деньги» на жестокость. Думаю, вы сможете представить много примеров. В ярости Эванс схватился за бластер, но, сдержавшись, не стал его доставать, а лишь приказал подчиненным выкинуть торговца из его кабинета. Однако от факта, что цены были высокими, а количество расходных материалов маленьким, нельзя было избавиться так просто. В итоге он арестовал нескольких торговцев-мошенников и реквизировал их товары, но это не решало фундаментальные проблемы. Кроме того, начал циркулировать странный и даже тревожный слух. Говорили, что кто-то в военном конгрессе является информатором правительства Трунихта. Во-первых, как вообще Джобу Трунихту удалось сбежать? После переворота этот вопрос задавали многие, и действующий начальник штаба стратегического планирования и главнокомандующий космической армады были арестованы, так как получилось, что главе правительства удалось исчезнуть. Означало ли это, что Трунихт получил информацию о перевороте заранее? Все, что могло прийти в голову заговорщикам, это то, что у Трунихта был среди них информатор, который сообщил ему дату переворота. В противном случае ему ни за что не удалось бы скрыться из своего офиса так ловко, словно это было спланировано заранее. Даже адмирал Бьюкок, главнокомандующий космической армады, который, похоже, кое-что знал, ничего не смог сделать. Так что с этой точки зрения получалось, что Трунихт был осведомлен куда лучше. Адмирал Гринхилл приказал капитана по фамилии Бэй прекратить распространение подобных разговоров, посчитав, что если в их маленьком круге товарищей появятся взаимные подозрения, то ничем хорошим это не окончится. Однако голоса сплетников лишь стали тише, не исчезнув совсем. Так что вскоре атмосфера в военном конгрессе стала подозрительной. На фоне этого беспокойства прошло несколько дней, ситуация ничуть не улучшилась. А потом разразилась катастрофа. То, что следующие поколения стали называть резнёй на стадионе. Мемориальный стадион Хайнессона, как и планета, на которой он находился, получил своё название в честь отца-основателя Союза. Отчасти это объяснялось тем, что здесь проводились национальные праздники и церемонии, но в основном это было сделано ради поднятия национального сознания. Так что такой неоригинальный выбор имени был неизбежным. Днём, когда всё случилось, стало 22 июня. Граждане собирались на этом огромном стадионе, вмещающем до 300 тысяч зрителей. Люди начали стекаться с самого утра, и к полудню их число достигло 200 тысяч. Объявление о военном положении запрещало большие собрания людей, военный конгресс по спасению республики был поражён этим открытым актом неповиновения, а когда его члены узнали о целях собрания, то побелели от ярости. Лозунг, гласящий «Гражданская ассамблея по восстановлению мира и свободы и противостоящая управлению путём насилия» был шокирующе вызывающим. Кто же стоит за этим? Вскоре они узнали ответ на свой вопрос и над столом, где собиралась верхушка Верховного Конгресса, раздалось рычание. «Это женщина!» Джессика Эдвардс, член национального собрания, представляющая планету Тернузен, она давно находилась на переднем краю антивоенного движения. Когда-то эта женщина публично обвинила председателя комитета обороны Трунихта и больше уже не останавливалась, продолжая критиковать глупость войны и военных. Несмотря на объявление военного положения, она до сих пор избегала ареста, потому что захватившие власть заговорщики бросили силы на арест политических и военных лидеров, а на представителей менее значимых партий у них попросту не хватало людей. «Рассеять толпу и арестовать члена национального собрания Эдвардс!» Человеком, отдавшим этот приказ и отправившимся на стадион во главе трех тысяч солдат, был капитан Кристиан, и о его назначении руководителям военного конгресса пришлось сильно пожалеть. С самого начала у капитана Кристиана не было намерений разобраться с ситуацией мягко. Возглавляя вооруженных солдат, он прибыл на стадион, расставил охранников у выходов и запугав толпу оружием приказал своим подчиненным найти Джессику Эдвардс и привести ее к нему. Джессика объявилась перед капитаном добровольно и бескомпромиссным тоном поинтересовалась почему солдаты мешают мирному собранию граждан. «Чтобы восстановить порядок». «Порядок? А не вы ли, люди из военного конгресса по спасению республики, своими насильственными действиями и разрушили общественный порядок? Так о каком порядке вы можете говорить? Порядок это то, что мы таковым назовем». Высокомерно ушел от прямого ответа Кристиан. Его глаза горели безумием человека, уверенного в своей беспредельной силе и власти. «Жизнь под властью моноблоков позволила обществу союза потерять всякое стеснение. Его необходимо вернуть к нормальному состоянию». И, повернувшись к своим солдатам, продолжил. «Сейчас я собираюсь выяснить, готовы ли люди, безответственно болтающие о пацифизме, рискнуть своей жизнью? Приведите ко мне десять протестующих и выстроите их здесь. Подойдут любые!» Получившие приказ солдаты подтащили к нему десяток мужчин. Среди граждан, оказавшихся в ловушке на стадионе, раздались несогласные возгласы, но капитан проигнорировал их. Картинно достав свой бластер, он встал перед рядом удерживаемых солдатами людей. «Те не могли не побледнеть!» «Гораждане высоких идеалов!» издевательски произнес Кристиан, оглядывая толпу. «Считаете, что мирные речи лучше насилия? Так вы говорите, верно?» «Именно так!» ответил дрожащим голосом молодой парень, один из приведенных. Мелькнула рука капитана, и ствол его бластера сломал говорившему скулу. «Теперь следующий!» Не удостоив упавшего и взглядом, капитан Кристиан обратился к тощему мужчине средних лет. «Вы по-прежнему готовы сказать то же самое?» Бластер прижался к виску человека. Тот с ужасом посмотрел на заляпавшую ствол кровь. Задрожав всем телом, с выступившими на лице бисеринками холодного пота, мужчина стал умолять. «Мне очень жаль! Пожалуйста, у меня жена и ребенок! Прошу, не убивайте меня!» Громко рассмеявшись, капитан Кристиан поднял бластер над его головой и силой опустил его на лицо мужчины. Верхняя губа порвалась, брызнула кровь вместе с осколками зубов. Он покачнулся и упал бы, но Кристиан удержал его, схватив за шею и нанес еще один удар. Послышался хруст ломаемого носа. «Произносить такие громкие речи, когда даже не готов умереть за них? Ну же, попробуй сказать. Мир сохраняется лишь благодаря военной силе. Мир не может существовать отдельно от армии и флота. Скажи это! Скажи! Прекратите!» Джессика подхватила падающего мужчину и аккуратно уложила на землю. Потом девушка поднялась на ноги. В ее глазах капитан увидел пламя гнева. «По-вашему, если вы готовы умереть за это, то можете делать любую глупость и любую мерзость? Заткнесь! Есть такая порода людей, которые насильно распространяют на других то, что считают верным. Эти мерзавцы бывают как крупными, как основатель Галактической Империи Рудольф фон Голденбаум, так и мелкими вроде вас, капитан. Вы родной сын Рудольфа, поймите это, а потом убирайтесь из этого места, где не имеете права находиться. Эх ты шлюха! Когда он выдохнул это, в голове капитана что-то щелкнуло. Бластер, уже покрытый кровью двух человек, врезался в лицо Джессики. Третий раз, четвертый, капитан бил ее со всей силы, проблески разума окончательно пропали из его глаз. Кожа разорвалась, брызги крови щедро оросили форму капитана. Мирные жители и солдаты застыв смотрели на безумство капитана Кристиана, но когда Джессика наконец упала на покрытую свежей кровью землю, а капитан продолжил топтать ее лицо своим форменным ботинком, негодующий гул превратился в яростные крики, и один из собравшихся набросился на него и оттолкнул. Капитан пошатнулся, а потом с искаженным от ярости лицом с силой опустил приклад бластера на спину обхватившего его мужчины. Раздался глухой стук, но он затерялся в бесчисленных гневных выкриках и топоти пришедшей в движение толпы. Происходящее быстро переросло в полномасштабное столкновение. Капитан скрылся под ногами людей. Солдаты использовали лучевые винтовки, чтобы остановить разошедшихся гражданских, но когда в винтовках закончилась энергия или они были вырваны из рук, солдаты больше ничего не могли поделать с разгневанным людским морем. Их сбили на землю и затоптали ногами. Военный Конгресс по спасению Республики был потрясен, когда его члены узнали о восстании на стадионе. Руководители попытались успокоить людей, но когда стало очевидно, что несколько десятков винтовок украдены гражданскими, они посчитали, что больше не осталось возможности для диалога и решили подавить несогласных силой. На стадионе было выпущено множество газовых снарядов. Сам газ был несмертельным, но несколько человек все же были убиты прямыми попаданиями. Те, кто рухнул, вдохнув газ, были арестованы за нарушение порядка при военном положении и брошены в тюрьму. Но, несмотря на это, нескольким участникам все же удалось скрыться. Недостаток людей помешал военным преследовать их, а внутренняя полиция не просто не сотрудничала, а проявляла тенденцию к активному саботажу. И хотя все трансляции жестко контролировались, заглушить голоса всех людей было просто невозможно. Работа над последствиями этого инцидента было чрезвычайно трудной. Одна лишь смертность составила более чем 20 тысяч гражданских и полторы тысячи солдат. Что мы будем делать, если весь город или тем более вся планета поднимется разом? Мы никак не сможем справиться с этим. И не можем же мы просто убить их всех. Члены военного конгресса слишком поздно осознали, что они составляют меньшинство, которое никогда не пользовалось поддержкой народа. Майор Багдаш, чей сон затянулся не без чужой помощи, наконец открыл глаза. Узнав обо всем, что произошло в его отсутствии, он был шокирован и, не объясняя причин, попросил встречи с Яном. Ян как раз допивал свой послеобеденный сок, немного сожалея, что в отличие от черного чая, в сок бренди добавить было нельзя. Багдаш, вошедший к нему в этот момент в сопровождении было убийство Яна. После чего сказал. А причина, по которой я участвовал в перевороте в том, что мне казалось, что он может оказаться успешным. Я и сейчас не могу сказать, что это было просто ужасной ошибкой. Ваши умелые действия превзошли все наши прогнозы, так что теперь вас не остановить. Ничего не отвечая, Ян смотрел на дно своей чашки. Да, честно говоря, если бы вы не вмешались в это дело, все отлично сработало бы. Глядя, как он изливает свое искреннее разочарование и раздражение, Ян не смог сдержать кривую улыбки. Итак, вы попросили об этой встрече, чтобы пожаловаться мне на меня? Нет, дело не в этом. Тогда в чем же? Я хочу сменить сторону. Хочу служить под вашим командованием. Ян в задумчивости покрутил в руки чашку. И вы действительно способны вот так легко отказаться от своей идеологии и убеждений и перейти на другую сторону? Спросил он. Идеология? Убеждения? Произрительно произнес Багдаш. Это лишь средства, помогающие жить, а если они мешают выживанию, то нужно их отбросить. Вот так Багдаш стал рассматриваться, как добровольно сложивший оружие и сдавшийся. Он был заперт в одной из кают на борту Гипериона. Тем не менее, он оказался настолько дерзок, что пожаловался на отсутствие вина. Он также потребовал, чтобы солдатами, доставляющими ему еду, были женщины, причем красивые. Офицер, ответственный за его охрану, рассердился и доложил о происходящем Яну, но молодой командующий не сказал, что это непростительно. Что ж, почему бы и нет? Ответил он. Не скажу насчет женщин-солдат, но вина ему можете дать. Милосердие к бесстыдным и наглым людям каким-то странным образом объединяло Яна и Райнхарда. Два или три дня спустя Багдаш снова появился перед Яном. Адмирал был в своей личной каюте по уши в работе. Последствия битвы, планирование следующей операции, реорганизация кораблей и солдат и так далее. Честно говоря, сказал Багдаш, мне надоело сидеть без дела. Хочется работать. Как вы считаете, быть может найдутся обязанности, которые я мог бы выполнять? Не волнуйтесь об этом. Скоро вы будете полезны. Ян вытащил из ящика стола пистолет. Мой пистолет. Я одолжу его вам. Все равно мне от него пользы мало. Репутация Яна как ужасного стрелка была широко известна. Я принимаю его. Пробормотал Багдаш, беря оружие. Увидев, что энергетическая капсула полна, он уставился на Яна, вновь погрузившегося в работу. Багдаш тихо поднял пистолет. Адмирал Ян. Услышав его голос, Ян поднял голову, но выражение его лица ничуть не изменилось, когда он увидел направленное на него оружие. Посмотрев на Багдаша пару секунд, он снова вернулся к работе. Не говорите никому, что я позволил вам взять этот пистолет, офицер. Мура и остальные любят поворчать. Если вы это поймете заранее, то все будет хорошо. В любом случае, когда ваш статус будет определен, вы получите право носить оружие официально. Багдаш с коротким смешком убрал пистолет во внутренний карман куртки, расположив так, чтобы это не было заметно. Отсулетовав Яну, он повернулся к двери. И тогда его лицо впервые застыло, наткнувшись на яростный взгляд Юлиана Минца, пронзивший Багдаша как стрела. В его руке был пистолет, направленный точно в сердце майору. Багдаш громко прочистил горло и продемонстрировал Юлиану пустые руки. Эй, не смотри на меня так. Я понимаю, что ты все видел. Это была шутка. Я никак не мог выстрелить в адмирала Яна. Я у него в долгу. И вы можете сказать, что они были серьезно настроены, пусть даже на секунду? Что? Если бы вы убили адмирала Яна, ваше имя вошло бы в историю, пусть даже не с лучшей стороны. Можете вы честно сказать, что у вас не возникло искушение? Дай-ка подумать. Негромко сказал Багдаш. В стойке Юлиана не было слабых мест и не в состоянии пошевелить пальцем, Багдашу ничего не оставалось, кроме как просто стоять. Командующий, скажите что-нибудь. Сказал Юлиан, попросив наконец о помощи, так как не знал, что ему делать дальше. Но прежде чем Ян смог ответить, он громко продолжил. Адмирал, я не доверяю этому человеку, даже если сейчас он клянется в верности, никто не может знать, что он станет делать в будущем. Ян отодвинул документы в сторону, забросил ноги на стол и скрестил на груди руки. Опасность в будущем это не причина, чтобы убивать кого-то сейчас, Юлиан. Я знаю, но у меня есть хорошая причина. Какая? Будучи еще по сути пленником, он взял пистолет, принадлежащий адмиралу Яну Венли, и попытался убить из него адмирала. Это заслуживает смерти? Багдаш уставился на безжалостное выражение лица Юлиана, и на его лице выступил пот. Доводы Юлиана убедили бы любого. Ян рассмеялся. Все в порядке. Конечно, ты можешь позволить такую мелочь. Смотри, майор Багдаш достаточно напуган. Тебе его не жаль? Но адмирал... Все хорошо, Юлиан. Майор, на этом все. Вы можете идти. Юлиан опустил пистолет, но взгляд, которым он пронзал Багдаша, остался столь же острым. Майор глубоко вздохнул. Ну что ж, ты страшнее, чем выглядишь, парень? Сказал он, выходя. Я не забуду, что ты наблюдаешь за мной. Юлиан с недовольным видом повернулся к своему законному опекуну. Адмирал, если бы вы только приказали, я бы не дал этому человеку уйти отсюда. Все нормально. Багдаш умеет подсчитывать выгоду. Пока я продолжаю побеждать, он не предаст нас. Пока что этого достаточно. И вообще. Ян опустил ноги со стола. Насколько это возможно, я не хочу заставлять тебя убивать людей. Ян знал, что он эгоистичен. В конце концов, он заставлял убивать сыновей из множества других семей. Но тем не менее, именно так он чувствовал. Наступил уже июль, когда известие о резне на стадионе Хайнессона проскользнуло через контроль над вещанием и дошло до Яна. Узнав о гибели Джессики Эдвардс, он не сказал ни слова об этом, лишь надел на глаза солнцезащитные очки и ни разу не снимал их в тот день. На следующий день его внешний вид и поведение были такими же, как и всегда. Обезопасив тылы, Ян обратил внимание на Хайнессон, четвертой планеты системы Баалат. Шли последние числа июля, когда он начал разворачивать свой флот, и всем было ясно, что именно сейчас так или иначе решится судьба переворота. Никто во всем флоте, кроме самого Яна, не мог скрыть беспокойство. Глава шестая. Отвага и верность. В начале июля Зигфриду Кирхиайсу, командовавшему отдельным флотом, которому было поручено взять под контроль пограничные системы, был отправлен приказ. Кирхиайс получил официальное разрешение действовать на оккупированных территориях по своему усмотрению. Некоторые в шутку даже стали называть его королем дальнего болота, хотя, разумеется, только с глаза. Опираясь на полную поддержку молодого главнокомандующего, рыжеволосый адмирал усердно трудился, чтобы подчинить себе пограничья. Несмотря на то, что крупномасштабных битв не было, он великолепно проявил себя более чем в шестидесяти небольших сражениях. Управлять захваченными планетами Кирхиайс разрешал самим гражданам этих планет, делая при этом все возможное для обеспечения безопасности. Его строгий запрет на грабежи отличал его ото всех других командиров и произвел большое впечатление на население. Именно это и стало основной причиной, почему Райнхард поставил перед ним такую задачу. Прочитав новый приказ, Кирхиайс вызвал двух своих подчиненных, вице-адмирала Августа Самуэля Валина и Корнелиуса Луца. Они были старше его, хотя в этом и не было ничего удивительного. Ни в Империи, ни в Союзе невозможно было отыскать ни одного адмирала моложе Райнхарда и Кирхиайса. Что-то случилось, командующий? Прошу прощения, но я получил приказы для нас от маркиза Лоенграмма. Несмотря на свое высокое положение, Кирхиайс всегда уважительно обращался ко старшим. Из-за разногласий между ним и герцогом Брауншвейгом, маркиз Литтенхайм в данный момент направляется в нашу сторону с флотом из 50 тысяч кораблей. Формальной причиной является возвращение пограничных звездных систем. Можно смело утверждать, что это лишь прикрытие для фракционной борьбы. Нам приказано перехватить и уничтожить этот флот. Валину и Луцу стало не по себе. Им впервые предстояла встреча с таким многочисленным противником в этой гражданской войне. Были также получены важные разведданные о том, что силы Литтенхайма оккупировали систему Кефеизера и крепость Гармиш в ней, сделав ее базой для своих операций. Именно в системе Кефеизера нас ждет решающая битва. Когда настанет время, я поведу отряд из 800 кораблей от основного флота. Всего 800 кораблей? Валин и Луц расширили глаза, услышав названное число. Кирхиай скивнул, спокойны, как и всегда. Хотя противник имел 50 тысяч кораблей, они не были развернуты в формации в соответствии с функциями. Вместо этого они представляли собой мешанину из военных кораблей, различных по огневой мощи и маневренности. Скоростные крейсеры рядом с эсминцами, линкоры бок о бок с ракетными катерами. Все это означало отсутствие согласованности как в тактическом планировании, так и в системе командования. «Это просто недисциплинированная толпа. У нас нет причин бояться», заключил Кирхиай скивнул. «Луц и Валин должны будут встретить врага лоб в лоб. Вместо того, чтобы развернуться широким фронтом, они примут эшелонированное построение. Луц выдвинется вперед на левом фланге, а Валин расположится чуть позади справа. Если противник обрушится на них всей массой, Луц вступит в бой первым. За то время, что потребуется Валину, чтобы присоединиться к битве, Кирхиай со своими восьмистами кораблями обойдет флот аристократов справа. Затем, когда Валин вступит в бой, Кирхиай нанесет удар в командный центр вражеского флота и выйдет через левый фланг. В этот момент путаница, Луц и Валин должны будут перейти в полномасштабное наступление. С этой стратегией мы, скорее всего, сможем добиться победы. Только нужно быть осторожными и не увлекаться потом преследованием. Молодой адмирал улыбнулся подчиненным. Луц и Валин не смогли скрыть удивление. Предлагая этот рискованный план неожиданного удара и отступления, в котором командующий лично собирался возглавить самое опасное направление, этот, казалось бы, мягкий человек улыбался без малейшей нервозности. Меньшего и не стоило ожидать от самого доверенного человека маркиза Лоенграмма. Подумали они. Кирхиаис в очередной раз произвел на них большое впечатление, доказывая, что его командование связано далеко не только с тем, что он является другом детства Райнхарда фон Лоенграмма. Кирхиаис планировал использовать стратегию Яна Венли, разделив свой флот на скоростные экспедиционные отряды силы поддержки. Причем на тактическом уровне выбрал самый острый вариант. Залпы главной батареи Линтонхайма служили увертюрой к первому акту битвы при Кефейзере. Тысячи и тысячи лучей света пронзали черноту космоса и ударялись в нейтрализующие поля, окружавшие корабли противника. Частицы аннигилировали друг друга и флот Кирхиаиса постепенно окутывался спектральным туманом. Как и было запланировано, флот Кирхиаис содержал диагональную форму и продвигался с осторожностью. Вскоре левый фланг Лутса вышел на дистанцию стрельбы и открыл огонь с расстояния 6 миллионов километров. Огромное облако энергии двинулось в сторону флота Толиттенхайма. Взрывы выгравировали в космосе световую мозаику, когда между противниками наконец установился огневой контакт. Истребители Валькирии присоединились к схватке, до тех пор состоящей из обмена орудийными выстрелами. Флот Валена все еще находился на некотором удалении от врага, лишь слегка участвовал в перестрелке. Кирхиайс встал с командирского кресла на своем флагмане Барбаросса и отдал приказ своему небольшому соединению выступать. Они двинулись в тени наступающих сил Валена, ожидая подходящего момента, чтобы обойти врага и ударить Луттенхайма туда, где это принесет наибольший ущерб. Вступив в бой со значительными силами противника, командующие флота марки за Луттенхайма были атакованы с неожиданного для них направления. Раздались команды начать ответный огонь и корабли стали разворачиваться, чтобы отразить атаку. Энергетические лучи и ракеты теперь обрушивались на них по всему фронту. Флот Валена вышел на расстояние удара. Во флоте аристократов начался переполох, когда там попытались решить, с кем сражаться в первую очередь и кто должен отражать атаку. На большее Кирхиайс не мог надеяться. Батареи выпустили по три последовательных залпа. Лезвия света пронзили ряды кораблей Луттенхайма. Цепь взрывов проделала дыру в центре построения, давая Барбароссе возможность пойти на прорыв. Восемьсот кораблей последовали за флагманом. Клин кораблей на огромной скорости двигался среди кораблей Луттенхайма. Но оказались не в силах совладать с их умелыми маневрами и их потери лишь росли. Отряд Кирхиайса вырвался из рядов врага с левого фланга и уже одно это означало успех выбранного плана. Тем не менее они сменили курс и вновь вонзились в ядро построений врага. Кирхиайс и его небольшой флот добрались до уязвимого сердца огромной армии. Хаос и неразбериха нарастали. Когда они охватили весь флот вален и лут собрушились на врага изо всех сил. С врагом внутри и врагом снаружи флот Литтенхайма оказался обречен на поражение. Неожиданно его флагман Отцмарк обнаружился совсем близко к кораблям Кирхиайса. Это флагман маркиза Литтенхайма. Не дайте ему уйти. Мне нужен один из зачинщиков этой войны. Когда Кирхиайс разослал этот приказ всем, его флот двинулся на вражеский флагман, стремясь добиться полной победы. Маркиз Литтенхайм вздрогнул, увидев, как окружающие его флагман линкоры один за другим исчезают в белых вспышках под градом сконцентрированного огня. Когда удар по его кораблю стал неминуем, страх маркиза превратился в ужас. Подчиняясь приказам командующего, теперь близким к Крику, Остмарк развернулся, пытаясь сбежать. «Если уж сражаться со щенком, то я предпочту Белобрысова. Этот его рыжий подручный не слишком подходит. Ну да ладно, начну с него», заявлял перед боем маркиз Литтенхайм. Его похвальба потерялась где-то на поле боя. Теперь он пытался скрыться со всей возможной скоростью. На пути у него показались бесчисленные огоньки света. Флот его кораблей поддержки располагался в тылу в ожидании затяжной битвы, но теперь они были для маркиза лишь помехой на пути к отступлению. «Открыть огонь!» Офицер-артиллерист не поверил своим ушам. «Но это же наши союзники! Ваше превосходительство! Стрелять по ним сейчас было бы... Если они мешают нашей стороне, то почему мешают моему бегу, то есть нашей смене курса? Меня не волнует кто это! Огонь! А вот так битва при Кефейзере породила еще одну трагедию. Безоружный флот поддержки был атакован своими же просто для того, чтобы проложить путь к бегству. Это был гротескный символ глупости войны. Поняв, что союзники отступают, командиры флота поддержки отдали приказ изменить курс, однако посреди этого маневра операторы сенсоров закричали от шока. «Волны энергии и ракеты быстро приближаются! Уклонение невозможно! Враг атакует!» Естественно, это был обычный вопрос в такой ситуации. Находясь в тылу, они ожидали, что смогут избежать перекрестного огня, значит, противник скрывался где-то поблизости. «Нет! Это наши сай...» Вспышка взрыва уничтожила их всех, прежде чем он успел договорить. Кораблем, принесенным жертву дружественным огнем, был Пассау-3, атакованный нейтронными боеголовками из рельсовых орудий. За краткий миг бушующий шторм нейтронов охватил корабль, поразив весь экипаж. Это означало почти моментальную смерть. Только один человек, сержант Курлих, проводивший инспекцию провианта в грузовом трюме, смог прожить на несколько секунд дольше, окруженный толстой внутренней стеной и транспортными контейнерами. Сержант упал на пол, не в силах понять, что с ним случилось. Разве основной флот не должен был защищать их? Кто мог напасть на них? Или просто произошла авария? Как бы то ни было, он попытался встать, выйти наружу и выяснить, что происходит, вернуться домой, где его ждали жена и новорожденные близнецы. Однако он не смог подняться. На тыльной стороне его ладони появилось фиолетовое пятно, когда он попытался ухватиться за стену. Оно разрасталось, покрывая кожу и пузырясь, пока не охватило все его биологические ткани до последней клетки. В момент взрыва лейтенант Ринсер с корабля Дюран-8 флота поддержки был отброшен к стене. Прямо перед тем, как потереть сознание, он почувствовал обжигающую острую боль в правой руке. Очнувшись, он увидел вокруг себя дымотрупы. Лейтенант попытался подняться, но закашлялся и потерял равновесие. Он оглядел себя, особенно правую руку, теперь отсутствующую ниже локтя. Во время взрыва в нее попал какой-то обломок. Мышцы сразу же сократились, помог также и скафандр. Результатом стала на удивление терпимая боль и небольшая потеря крови. «Есть здесь еще кто-нибудь?» Слабым голосом попробовал позвать Ринсер, сидя на полу. Третья попытка нашла отклик и к нему приблизилась невысокая фигура. Брови Ринсера удивленно поднялись. Под растрепанными золотистыми волосами он увидел мальчишеское лицо, покрытое кровью и пеплом. «Что делает юноша твоего возраста в подобном месте?» «Я ученик. Меня направили в крепость Гармиш работать стюардом». «Понятно. Так сколько тебе лет?» «Тринадцать. Будет тринадцать через пять дней. Мера действительно движется к концу, если дети появляются в зонах военных действий». Лейтенант вздохнул и, понимая, что конец света все же еще не наступил, решил обратить внимание на ранение. Он сказал, где находится аптечка, и мальчик принес ее ему. Заморозив болевые рецепторы охлаждающим аэрозолем, лейтенант продезинфицировал рану и обернул ее защитной сеткой. Ушибы первой степени показали, что судьба была на его стороне. Неожиданно мальчик ахнул, взглянув на уцелевший экран. «Похоже, враг приближается». «Враг?» осторожно переспросил лейтенант. «Кто этот враг? Теми, кто сделал это с нами, были...» Когда Ринсер с трудом держась на ногах смог встать, то активировала систему аварийных сигналов и нажал на зеленую кнопку. «Мы просим защиты во имя человечности!» «Человечность». Лейтенант скривил губы. «Если спасение врага это человечность, то как назвать убийство собственных товарищей?» «Вы собираетесь сдаться?» «Вы не согласны, юноша». «Прошу вас, не называйте меня так. У меня есть имя. Меня зовут Конрад фон Модер». «Какое совпадение. Меня тоже зовут Конрад. Конрад Ринсер». «Если может быть и речи, то что он предлагает вместо этого?» насмешливо спросил старший Конрад. Лицо мальчика покраснело от смущения. «Я не знаю. Сдаваться не хочется, но и сражаться мы не можем». «Тогда предоставь это мне», сказал Ринсер, неловко открывая бутылку спирта уцелевшей рукой. «Я на четырнадцать лет старше, а значит на четырнадцать лет природы нашего командира». Конрад младший наполовину пораженно, наполовину беспокойно смотрел, как молодой лейтенант пьет из горлышка спирт, будто простое вино. «Эй, не смотри на меня так, это в медицинских целях, такое лечение меня еще никогда не подводило». Его слова перекрыл сигнал. «Помощь подоспела, помощь от врага». Хотя маркизу Леттенхайму удалось сбежать в крепость Гармиш, его флот был почти полностью разгромлен. Из пятидесяти тысяч кораблей лишь трем тысячам удалось последовать за своим предводителем в крепость, а еще пять, сбежав из зоны боевых действий, рассеялись в разные стороны. Восемнадцать тысяч были уничтожены, а оставшиеся сдались сами или были захвачены. Позорный удар Леттенхайма по собственным кораблям сильно подорвал боевой дух его людей. Керхиайз окружил крепость Гармиш и начал приготовление к тому, чтобы захватить ее одним мощным ударом, когда один военно-пленный попросил его об аудиенции. Молодой офицер, явно не достигший еще и тридцати лет, пока еще не смог обзавестись искусственной рукой, так что правый рукав его униформы болтался свободно. «Думаю, я смогу быть вам полезен, представившись, сказал лейтенант Ринцер. Чем же? Полагаю, вы уже догадались. Я же вы свидетель того факта, что маркиз Леттенхайм убил собственных подчиненных, спасая свою жизнь. Понятно. Значит, вы были на борту одного из тех кораблей поддержки. Да, тогда я и потерял руку. Мы могли бы показать это. Он поднял культю правой руки солдатам в крепости. Я так понимаю, ваша преданность маркизу Леттенхайма была потеряна вместе с рукой? Преданность. Голос Ринцера стал циничным. Это слово красиво звучит, но слишком часто его употребляют неоправданно. Думаю, эта гражданская война хороший повод для всех нас, чтобы пересмотреть сцену преданности. Прямо сейчас миллионы людей видят, что некоторые предводители не имеют права требовать преданности от своих подчиненных. Кирхиайс был согласен с точки зрения лейтенанта. Безусловно, преданность никогда не отдавалась безоговорочно. Необходимо, чтобы получатель был достоин ее. Что ж, хорошо. В таком случае я прошу вашего сотрудничества. Отправьте сообщение людям в крепости и предложите им сдаться. Будет исполнено. В глазах лейтенанта мерцали сложные чувства. Если хотя бы пять человек в крепости разделят наше мнение, то Леттенхайму недолго осталось носить голову на плечах. Вся крепость затаила дыхание. Ее командующий, маркиз Леттенхайм, был охвачен ужасом от надвигающегося поражения. Кроме того, он испытывал стыд за свое поведение и потерю лица перед Брауншвейгом и искал утешения в бутылке. Прошло около половины суток с побега Леттенхайма, когда один корабль, сумевший избежать преследования Кирхиайса, наконец добрался до крепости и перед маркизом появился одинокий офицер. На голове его была пропитанная кровью повязка, а сам он заметно кренился вправо под весом тела, по правде говоря, лишь его верхней половины, висящего на плече. Этот неуклюже двигающийся офицер молча прошел по коридорам, никто не осмелился к нему обратиться. Остановившись перед охранниками, стоящими у дверей кабинета маркиза, он произнес, «Я капитан третьего ранга родицы снайперского батальона в Визале, и хочу увидеть маркиза Леттенхайма». Начальник караула прочистил горло. «Я был бы рад доложить о вас, но вы сейчас так грязны и покрыты кровью, что я не могу позволить...» «Грязен, говоришь?» Глаза капитана гневно вспыхнули. «Грязен!» «Ты говоришь об остатках подчиненных маркиза!» «Это мои люди рисковали жизнью на поле боя, сражаясь с врагом, чтобы маркиз Леттенхайм мог уйти!» Опасаясь решимости капитана и трупа в его руках, охранники отпрянули в стороны, когда родит сдвинулся вперед. Дверь открылась, и стало видно маркиза Леттенхайма, сидящего за столом. «Что ты здесь делаешь, наглый дурак?» Столешница была заставлена настоящим лесом бутылок и стаканов. Кожа маркиза потеряла здоровый блеск, под воспаленными глазами лежали тени, и даже голос его срывался в карканье. «Матрос Паулюс, это маркиз Леттенхайм, человек, за которого ты отдал свою жизнь. Награди его благодарным преданным поцелуем!» Произнося последние слова, капитан изо всех оставшихся сил швырнул тело Паулюса в их предводителя. Не успевая увернуться, Леттенхайм вскинул руки, рефлекторно ловя тело солдата. С неописуемым криком маркиз рухнул на пол вместе со своим роскошным креслом. Поняв, что все еще держит мертвое тело, он издал еще один крик, на сей раз совсем другой, и отбросил его в сторону. Капитан громко хохотнул. «Убейте его! Прикончите эту неблагодарную тварь!» заорал Леттенхайм. Капитан смотрел на него, губы на его лице, покрытым кровью и грязью, исказились странной улыбкой. Он не обращал внимания на направленные на него бластеры. Члены экипажа, собравшиеся на мостике, сосредоточились на главных экранах. Серебряный шар крепости Гармиш плавал в центре обоих изображений. Секцию внешней стены пробила белая вспышка, за которой последовали более тусклые, но широкие лучи красного и желтого «Это был взрыв». Офицер констатировал очевидное, но никто не указал ему на это. Все в оцепенении смотрели на экраны. «Судя по всему, это где-то рядом с командным центром». По какой-то причине лейтенант Ринцер понизил голос. «Понятно. Что ж, очень хорошо». Керхиайс не хотел упускать предоставленные ему возможности. Он приказал всему флоту окружить крепость и провести ее массированную бомбардировку а потом отправить десантные корабли и солдат. Встреченное ими сопротивление было слабым и беспорядочным. Солдаты, лишившиеся воли сражаться, не обращали внимания на сердитый рев офицеров и один за другим бросали оружие. Офицеры тоже, поняв тщетность сопротивления, поднимали руки и сдавались. Керхиайс захватил крепость, или точнее три четверти крепости, оставшиеся после взрыва. Тело маркиза Литтенхайма найти не удалось. Вероятно, оно было полностью уничтожено в аду сгорающих зефир частиц. Дворянская коалиция одним махом потеряла второго человека в своем командовании и треть всей военной силы. Войско аристократов сильно духом, но слабо стратегией. Так однажды сказал адмирал Оскар фон Ройенталь, поблескивая своими разными глазами. Все они кровожадные идиоты. Жестокая оценка, но прошедшие битвы, в которых он и его товарищи добились успехов, казалось бы подтверждали ее. И все же, сражаясь с врагом в звездной системе Шантау, Ройенталь встретился с чем-то неожиданным, что заставило его пересмотреть свое мнение. Да, они, как и всегда, были пылкие и яростные, тем не менее, он не мог не признать, что они хорошо организованы и умело управляются. Ройенталь отразил все три волны вражеских атак, но был поражен теми упорством и координацией, с которыми они вели наступление. Потери оказались больше, чем он предполагал, и Ройенталь пришлось серьезно задуматься. Он понимал, что за обретенной врагом эффективностью действий наверняка стоит смена руководителя. Похоже, теперь во главе флота стоял сам Меркац. Кроме него в дворянской коалиции не было никого, способного вести сражение так умело. Это означало, что если враг выставит против него превосходящие силы, он окажется в невыгодном положении. Может, Ройенталь и не был провидцем, но правильно оценивать возможности противников он умел. Не следует ли нам отступить? Умение принять решение об отступлении в нужный момент это тоже качество хорошего военачальника. Даже потеря системы Шантау в стратегическом плане не была большей проблемой. Она не являлась укрепленной цитаделью, а была лишь точкой на карте влияния. Хотя он не прочь был бросить карты и уйти, Ройенталь все же колебался с принятием резких решений, которые могли бы произвести определенное психологическое впечатление на врагов. После череды поражений и отступлений захват системы Шантау дал бы аристократам видимость победы. Их упавший боевой дух снова поднимется и в следующую битву они вступят совсем другим настроем. История полна примеров, когда мужество и боевой дух помогали одолеть тщательное планирование врага и привести к победе. В черном и голубом глазах задумавшегося Рейнталя вспыхнула злобная искра. Ну что ж, мы отступим. Шантау не стоит жизни, которой придется заплатить за ее защиту. Предоставим ее возвращение маркизу Лоинграму. Если вышестоящий офицер терял сектор, захваченный подчиненным, то полностью терял лицо. С другой стороны, если сектор, захваченный перед тем подчиненным, спасет его командир, это докажет, что его способности намного выше, чем у подчиненных. Конечно, вышестоящий офицер может быть раздосадован временным отступлением, но если сказать ему, это превосходит мои возможности, прошу, покажите мне истинную ценность вашей тактики. Это подогреет его гордость и произведет хорошее впечатление в долгосрочной перспективе. Так считал Рейнталь. Поскольку он не мог надеяться на неоспоримую победу, это казалось ему самым мудрым планом действий и не было похоже на расчет обычного коростолюбивого офицера. Решив так, Рейнталь начал готовиться к отступлению. Имея в противниках Меркатса, это было не так уж просто и обещало стать определяющим моментом его карьер тактика. 9 июля флот Рейнталь одвинулся в наступление. Он сосредоточил свои корабли в нескольких различных точках и постарался нанести врагу урон везде, где только было возможно. Однако обедненные силы аристократов не показывали ни капли своего прежнего беспорядка, систематически отвечая ударом на удар. Увидев, что передовая линия флота Рейнталь растянулась до предела, они провели точнейшую контратаку. Уже одно это показывало, насколько хорошим командующим был Меркатс. Рейнталь не стал пытаться ответить в той же манере, и вместо этого отвел центр своего флота назад. Оставшиеся же силы чуть раздались в стороны. Эти маневры проводились согласованно, даже как будто на показ. Если посмотреть на всю картину в целом, было видно, что флот Рейнталь выстраивается в вогнутую формацию, готовясь охватить противника полусферой. Увидели это и офицеры штаба Меркатса. Они посоветовали командующему замедлить продвижение, чтобы не потворствовать вражеской стратегии. Стоя на мостике своего флагмана, старый адмирал скрестил на груди руки и нахмырился. Маневры флота Рейнталь оказались ему неестественными. Оскар фон Рейнталь был хорошим тактиком, и потому Меркатс задавался вопросом, не была ли вся эта схватка нужна ему лишь для того, чтобы отбросить их и воспользоваться этим для отступления. В конце концов, Меркатс все же решил прислушаться к советам своих помощников и не рисковать. Из-за порывистого характера его нынешних подчиненных, служившего постоянным источником головной боли, приходилось быть осторожным в том, что касалось тактики. Если Рейнталь действительно намерен сбежать, то он смог бы захватить систему Шантау без дальнейшего кровопролития. Конечно, все было бы иначе, будь противником сам Рейнхард фон Лоенграм, но поскольку это было не так, Меркатс хотел избежать лишнего риска. Сила аристократов замедлили продвижение, заметив это, Рейнталь, не ослабляя бдительности, стал отступать, держа флот все в том же вогнутом построении. Вскоре они достигли края системы Шантау, и когда расстояние между ними и кораблями врага увеличилось, Рейнталь быстро перестроил флот в защитную сферическую формацию и сбежал на максимальной скорости. Система Шантау оказалась в руках дворянской коалиции. «Значит, Рейнталь решил переложить все на мои плечи?» Криво улыбнулся Рейнхард, получив ответ. Он отлично понял причины, побудившие Рейнталь принять решение оставить систему Шантау. Конечно, для Рейнхарда широкое мышление Оскара фан Рейнталь было привлекательней, чем мысли обычного вояки, понимающего его лишь на тактическом уровне. От такого человека нельзя было ожидать верности, если она не будет вознаграждена. Быть его командиром означало постоянно демонстрировать талант и способности, подходящие для этой роли. Рейнхарду даже нравилось это чувство напряженности между начальником и подчиненным. Благодаря этой его черте даже не располагающий к себе Оберштайн мог служить под его командованием. Этот самый Оберштайн и обратился в тот момент к нему, тоже ознакомившись с отчетом. Адмирал Меркатс был известен как солдат и полководец еще до того, как вы родились ваше превосходительство. Если ему предоставят свободу действий, все может стать довольно хлопотным. Свободу действий? Но в том-то и дело, не думаю, что герцог Брауншвейк окажется достаточно умен, чтобы отпустить Меркатса с привязи. Да, вы как всегда правы. Наш противник не Адмирал Меркатс, а те, кто дергают его за ниточки. Вернувшись в Гайесбург, Меркатс был встречен всевозможными банальными поздравлениями от своих восторженных товарищей, но даже не улыбнулся в ответ. Нельзя говорить, что мы захватили эту систему, раз враг отступил без серьезного сопротивления. Никогда нельзя переоценивать своих возможностей и достижений. Слишком шаблонная речь даже для тебя. Подумал Меркатс, но, увидев неуверенность в глазах стоящих перед ним аристократов, понял, что у него нету нового выбора, кроме как начать со снов. Понятно. Вы осторожный человек, адмирал. С некоторым раздражением произнес герцог Брауншвейк, несомненно про себя произнеся что-то более грубое, вроде унылой или скучной. Хотя и это было бы недалеко от истины, так как Меркатс и вправду ничего не чувствовал, хотя и не мог сказать, является это плюсом или минусом. Несмотря на то, что его много раз награждали, его неяркий характер, по всей видимости, был причиной, мешавшей ему стать гроз-адмиралом империи. С другой стороны, это же позволяло ему избегать ловушек обычных заговоров, которые постоянно плелись при дворе. В конце июля Райнхарт отправил дворянам, укрепившимся в крепости Гайсбург, старомодный вызов на дуэль. Он был воспроизведен на экране перед верхушкой руководства коалиции, и его содержания оказалось достаточно, чтобы привести их в ярость. «Безмозглые трусливые аристократы», сказал им Райнхарт. «Если вы сумеете найти в кончиках своих крысиных хвостов хоть немного смелости, то покинете свое убежище и выйдете на славную битву, как то подобает мужчинам. А если вашего мужества не хватит даже на это, то вам лучше отбросить свою необоснованную гордость и сдаться. Только так вы сможете спасти свои жизни. Я не только оставлю вас в живых, но даже позволю сохранить достаточно состояний, чтобы прокормить ваши болтливые рты. На днях маркиз Литтенхайм уже погиб жалкой смертью. Какое заслуживал столь трусливый человек. Если вы не желаете разлить его участь, то даже ваши слабые умы еще могут найти лучший путь. Как смеет этот наглый щенок говорить с нами так! Дворяне, особенно молодые, обезумели от гнева. Разумеется, именно этого Райнхарт и добивался. Когда противник так легко теряет голову, такого очевидного вызова более чем достаточно. Даже Меркат с неохотой признал удачность такого хода. Среди молодых дворян нашелся даже такой, что в ярости стал хлистать своих солдат электрическим хлыстом, выпуская пар, как привык забавляться с детства и сбивая слуг своего отца. Вскоре после этого флот Миттермайера, авангард сил Райнхарда, стал часто появляться в окрестностях Гейсбурга. Это была чистейшая провокация. Держась за пределами дальности действия орудий крепости, корабли то приближались, то снова отступали. Меркат недвусмысленно запретил любые волоски. Несомненно, за этими кажущимися детской игрой и действиями Миттермайера скрывалась какая-то ловушка. Но, хотя он и объяснил это молодым дворянам, те просто не стали его слушать. На третий день они наконец огрызнулись. Пренебрегая запрещающим приказом, группа молодых дворян повела свои корабли против флота Миттермайера. Корабли Миттермайера, оказалось, были застегнуты врасплох и легко впали в панику, смешав ряды. Миттермайеру удалось сбежать, бросив при этом немало кораблей. По крайней мере, так это выглядело в глазах дворян. А он быстр, когда нужно убегать. Вот уж действительно бежит со скорости урагана. И он говорил, что это ловушка. Ничего подобного не было. Адмирал Меркат слишком уж мунителен. Захватив множество боевых кораблей и припасов, молодые дворяне с триумфом вернулись в крепость. Гордость переполняла их, однако по возвращении их ожидал суровый выговор. Вы все пошли против прямого запрета командира, напав на врага, когда знали, что не должны этого делать. Это крайне серьезный проступок. Вас будут судить в соответствии с законами военного времени. Сдайте свои знаки различия оружия и приготовьтесь предстать перед трибуналом. Вполне естественно, что Меркат придерживался протокола. Несмотря на победу, игнорирование приказа вышестоящего может принести огромный вред в будущем. Молодые дворяне, в свою очередь, что столь же естественно, были пол и недовольства. Они уже вдыхали дым победы и чувствовали себя героями. Барон Флегель, носивший звание контр-адмирала, сорвал свои знаки различия и бросил их на пол, скричав, как вождь в какой-нибудь классической трагедии. Мы не боимся смерти, но одно дело пасть на поле боя, в битве с врагом. Но быть осужденным командующим, не обладающим ни мужеством, ни гордостью, это больше, чем я могу вынести. Избавьте меня от вашего трибунала. Позвольте убить себя здесь и сейчас. Контр-адмирал Флегель говорит за всех нас, заявили прочие. Мы не позволим ему умереть в одиночестве. Давайте все покончим с собой, чтобы потомки знали о гордости дворян империи. Это была крайняя степень нарциссизма. И герцог Брауншвейк не упрекал их за это. Так как сейчас не идет сражение, то несомненно именно мой долг как руководителя принять решение по этому вопросу. С тех пор, как он узнал о гибели маркиза Литтенхайма, герцог только и делал, что совал нос в решении меркаться. Вот и теперь он стоял перед этими взволнованными молодыми людьми, вещая своим звучным голосом. Господа, вашей храбрость и гордость показали всем истинное лицо имперского дворянства. Вы нанесли сокрушительный удар этим тщеславным простолюдинам. Нам нет нужды опасаться Миттермайера или даже этого белобрысого мальчишки, называющего себя маркизом и гроз адмиралом. Мы победим. И победив покажем вам, что справедливость на нашей стороне. Восторженно вскричали молодые дворяне. Меркацу больше нечего было сказать. Возможно, именно в этот момент его разочарование превратилось в отчаяние. Теперь в любую минуту Оберштайн, сказал Райнхард. Его главный советник согласно кивнул, сверкнув своими искусственными глазами. Собравшимся на Брунгильде адмиралам были отданы четкие инструкции о том, как им следует вести боевые действия. 15 августа вести о быстром приближении флота Миттермайера достигли крепости Гейсбург. В отличие от предыдущих нападений, теперь Миттермайер собирался активно атаковать, используя дальнобойные водородные ракеты. Побитый адмирал снова объявился, чтобы еще раз потерпеть бесславное поражение. Запомните мои слова. «Сколько бы раз мы не сражались, число его поражений будет лишь расти!» Молодые дворяне все чаще игнорировали приказы меркаться. Вот и теперь они направились к своим кораблям, и, не дожидаясь указаний командующего, вылетели из крепости, чтобы атаковать первыми. Увидев приближающиеся корабли, Миттермайер не смог удержаться от насмешки. Если бы эти тупоголовые сынки аристократов сидели в своей норе, они смогли бы прожить чуть дольше. Или они выходят лишь за тем, чтобы превратиться в космическую пыль? Хотя он и сам был из того же поколения, что и тупоголовые сынки аристократов, его боевые опыты достижения были выше, чем у любого из них. Сражение с бандой неучей, не сумевших разглядеть за его предыдущим фальшивым отступлением заранее спланированной уловки, граничило с абсурдом. Однако на этот раз было получено подтверждение, что герцог Брауншвейк лично участвует в этой битве. Так что на Миттермейере лежала огромная ответственность, и ему нужно было выдержать еще два или три акта этого фарса, чтобы враг попался в ловушку. Противники столкнулись. Бесчисленные орудия извергли из себя лучи света, эти направленные потоки энергии уничтожали корабли, сокрушали их, а вспышки взрывов пронзали новые выстрелы. Но сражение не затянулось. Флот Миттермейера начал постепенно отступать, не выдержав напора сил дворянской коалиции. Какой позор! Они столько раз убегали, что им, наверное, уже и не стыдно! Давайте покончим с этими болванами одним ударом, а потом доберемся и добила брысого щенка! Радовались аристократы, охотно бросаясь в погоню. Тем не менее, и среди них нашелся человек, заподозривший неладное в вялых действиях Миттермейера. Вице-адмирал Фаренхайт, умелый офицер, сражавшийся вместе с Райнхардом и Меркацем в битве при Астарте. Он держался на равном расстоянии от герцога Браоншвейга и Меркаца и с осторожностью относился к своим молодым горячим союзникам. Сохраняйте дистанцию! Это может быть ловушкой! Это было вполне возможно, им следовало быть готовыми ко всему. Разумеется, как только флот аристократов замедлил преследование, Миттермейер обрушился на них с внезапной контратакой. Аристократы приняли бой и... Миттермейер снова отступил, тем самым вызвав их за собой. Они повторили этот танец много раз. Согласованность действий флота Миттермейера была безупречной. Таким образом, силы коалиции все глубже и глубже заманивались в сердце ловушки, старательно расставленные для них Райнхардом и Оберштайном. Линии фронта растянулись до предела, и когда вражеские системы коммуникации стали выходить из строя, Миттермейер вновь пошел в атаку. Что, опять? Но когда переполненные самоуверенностью аристократы довольно лениво попытались в очередной раз отогнать его, корабли Миттермейера ринулись к ним с неожиданной скоростью и напором, первым же ударом обратив в пыль передовую группу. Многие представители коалиции исчезли во вспышках пламени вместе со своими боевыми кораблями, так и не поняв, что же происходит. К тому времени, как операторы радаров тех кораблей, которым удалось пережить атаку, закричали, предупреждая об изменившейся ситуации, вокруг них уже разверся кошмар разрушения и смерти. Фрагменты кораблей, разорванных прямыми попаданиями, сверкали, словно осколки витражей во вспышках ядерных взрывов. «Теперь вы видите, глупые детишки! Вот так мы сражаемся! Постарайтесь хорошенько запомнить это своими примитивными мозгами!» Миттермейер собирался максимально насладиться своей местью. Его управление боем отличалось от командования молодых аристократов, как подлинное произведение искусства от детских рисунков. Строй кораблей аристократов рассыпался, контроль над флотом давно был ими утрачен. Перед лицом изощренной тактики Миттермейера они были обречены гибнуть поодиночке. Сопротивление организовать не удавалось, а теперь это, наверное, уже и вовсе было невозможно. Корабли один за другим вовлекались в кровавый фестиваль смерти. «Отступаем! Отступаем! Забудьте об остальных! Бегите, пока можете!» Фаренхайт, увидев столь неблагоприятный поворот событий, приказал отступать, и дворяне стремились последовать его примеру. Однако волны точных ударов обрушились на отступающих аристократов с флангов, где адмирал Кемп слева и адмирал Микклингер справа задействовали всю мощь своих флотов. Силы дворянской коалиции таяли с каждой секундой, колонна кораблей постепенно становилась все реже. Аристократы обратились в бегство, но когда они, казалось бы, выбрались из ловушки, на них напали еще два флота под командованием Беттенфельда и Мюллера. В одно мгновение множество паникующих аристократов вместе со своими кораблями превратились в дрейфующую в пространстве космическую пыль. Райнхард, стоявший на мостике Бронгильды, удовлетворенно улыбнулся. Предвидя путь отступления вражеского флота, он организовал засаду. Это нетрудно было сделать, ведь отступали они по той же траектории, которой прежде преследовали Меттермайера. Перехватывать и вставать у них на пути Райнхард не стал, чтобы от отчаяния аристократы не пошли в последнюю контратаку, результатом которой могли стать слишком большие потери. Так что, пропустив отступающий флот, они атаковали с флангов. Это давало не только позиционное преимущество, но и позволило психологически подавить противника. Живым или мертвым, сказала Райнхард, но я хочу, чтобы герцог Брауншвейк предстал передо мной. Того, кто преуспеет в этом, даже будь он простым курсантом, я сделаю адмиралом и вознагражу спешными почестями. Используйте свой шанс. Теперь боевой дух его солдат подпитывался еще и алчностью. Дворяне, потерявшую всю волю к сражению и пытающиеся скрыться, были теперь лишь объектами для охоты. Их окружали, захватывали в плен или уничтожали после их отчаянных, но коротких контратак. Когда герцог Брауншвейк пришел в себя, рядом с его флагманом не было ни одного дружественного корабля, лишь бесчисленные огоньки флотов Миттермайера и Руенталя быстро приближались к нему. Сильный удар потряс корабль, когда единственная выпущенная в него ракета уничтожила орудийную башню. Копье энергетического луча вонзилось в корпус, разорвав внешнюю броню и выбив волну металлической пыли. Огромная невидимая рука смерти крепко вцепилась в обреченный корабль. В это время перед ним возникла колоссальная стена света. Это Меркац, остававшийся в тылу, обрушил на преследующих герцога врагов залп главного калибра с близкого расстояния. Этот яростный огонь нанес некоторый урон авангарду сил Райнхарда. Миттермайер и Руенталь сразу же отдали приказ отступить и перестроиться, но из-за азарта охоты и менталитета их офицеров, чье стремление к битве значительно превышало способность рассуждать, не все услышали и выполнили их команду. Увидев замешательство противника, Меркац двинул в атаку свой флот, прекрасно построенный и готовый к битве. У него не было тяжелых кораблей, лишь эсминцы, ракетные катера и валькирии наиболее полезны в ближнем бою. Они ворвались в смешавшиеся ряды авангарда Райнхарда и теперь уже те стали один за другим исчезать во вспышках пламени. Им с трудом удавалось защитить себя, о преследовании не могло идти и речи. Райнталь и Миттермайер скрежетали зубами от злости из-за того, что упустили Брауншвейга после того, как столь красиво загнали его в угол, а также от плачевного состояния их флотов. Но они были опытными командующими и понимали, что глупо в пылу сражения поддаваться эмоциям. Грозя всевозможными корами, они старались сохранить разрозненные ряды своих кораблей, призывая их к согласованному отступлению и перегруппировке. Для посредственных командиров такая задача была бы невыполнима. Будь у Меркаца достаточно сил, он вполне мог бы сейчас разгромить обоих этих талантливых адмиралов. Однако кораблей и солдат у него было мало, так что иллюзий он не питал. Поэтому, обеспечив побег герцога Брауншвейга, он отступил сам. Несомненно, Меркац обладает большими умениями и опытом, соответствующими его возрасту. Он все так же силен. Такими словами молодой главнокомандующий похвалил вражеского адмирала. Как бы то ни было, противник отброшен обратно в крепость Гейсбург. Не было ни малейшего повода для паники. «Почему вы раньше не пришли к нам на помощь?» проревел герцог Брауншвейг, когда они с Меркац встретились в крепости. Это были первые сказанные им слова. Лицо выдающегося адмирала не изменило цвета. С выражением, которое свидетельствовало скорее о том, что этого он и ожидал, Меркац молча склонил голову. А вот глаза капитана третьего ранга Шнайдера, стоящего позади него, вспыхнули от негодования, и он сделал шаг вперед. Однако рука командира, под чьим началом он служил, остановила капитана. Выйдя из зала, Меркац обратился к своему помощнику, который все еще дрожал от гнева. Не стоит злиться. Герцог Брауншвейк нездоров. Нездоров? Душевно. Как заметил Меркац, болезнь герцога была в крайне ранимой гордости. Возможно, и сам того не сознавая, он настолько верил в собственное величие и непогрешимость, что не мог испытывать кому-либо благодарности. Он также не мог принять идеи, исходящие от тех, кто был с ним не согласен. Для него такие люди были предателями, а любые советы, исходящие от них, ничем аным, как клеветой. Так что, хотя Штрейт и Фернер действовали в его интересах, он не только отверг их советы, но и вынудил покинуть его лагерь. Такой человек никогда не признает, что в здоровом обществе могут быть и другие идеи и ценности. Это болезнь, поддерживаемая 500-летней традицией особых привилегий для дворянства. Можно даже сказать, что герцог жертва. Ему следовало бы жить лет сто назад, во времена расцвета империи. Он несчастный человек. Шнайдер, как свойственно молодости, был не столь терпимо безропотен, как его командир. Покинув Меркатса, он поднялся на лифте в обсерваторию крепости. Неживой блеск звездных скоплений сиял далеко над прозрачным куполом. «Быть может, герцог Брауншвейк несчастен, но разве тем, чье будущее зависит от него, не приходится еще хуже?» Звезды ничего не ответили на безрадостный вопрос молодого офицера. В крепости Гейсбург был один человек, сбежавший туда со стороны противоположной той, с которой вернулись герцог Брауншвейк и его люди. Барон фон Шейт, племянник герцога, назначенный управлять планетой Вестерланд был засушливой планетой, почти лишенной растительности и воды, но его население с двух миллионов человек было довольно большим для столь отдаленной территории. Интенсивное земледелие в немногих имеющихся оазисах и добыча редкоземельных металлов позволяли вести нормальную жизнь. В мирное время можно было бы транспортировать триллион тонн воды с других планет и достичь полного процветания. Хотя Барон Шейт и не был совершенно бездарным правителем, его молодость сделала его довольно упрямым в делах касающихся политики. И имея все основания следовать примеру своего дяди, он все больше и больше эксплуатировал население. До последнего времени все шло стабильно, но с внезапным возвышением Рейнхарда население многих планет почувствовало ослабление хватки аристократов, особенно после начала гражданской войны. Так зародился дух неповиновения. Потрясенные, разгневанные, все возрастающие популярности оппозиции, Шейт попытался подавить сопротивление, но внутреннее давление лишь усилилось. Отдельные выступления недовольных наконец превратились во всеобщее восстание. Жители Вестерланда стремились отплатить барону за его тиранию. Несколько его охранников пали жертвами разгневанной толпы. Тяжелораненый Шейт сбежал в шаттле, но вскоре по прибытии в Гайсбург скончался от ран. Дерзкий сбрат! Как они посмели убить моего племянника своими грязными руками! Очень часто люди, обладающие привилегиями, начинают отрицать личности само существование тех, кто этих привилегий лишен. Герцог Брауншвейк не только не признавал права народа сопротивляться гнету власть придержащих, он даже не признавал и права жить без позволения на то аристократов. Он был абсолютно убежден, что те люди, кто из-за старости или болезни не могли больше служить своим правителям, ничем не лучше больного скота, и их жизнь не имеет ни малейшей ценности. И подумать только, что эти низшие существа противостояли высокородному, более того, убили его племянника. Герцог был вне себя от гнева и считал, что его гнев полностью справедлив. При исполненной решимости обрушить клинок правосудия на головы тех, кто нанес ему обиду, он отдал приказ. Немедленно обрушьте ядерный удар на планету Вестерланд! Пусть никого из этих неблагодарных тварей не останется в живых! Не все одобрили такое решение. Отчасти это объяснялось тем, что ядерный удар означал использование термоядерного оружия, что вело к обширному заражению радиоактивными частицами, а это было табу со времен тринадцатидневной войны, когда человеческий рот едва не оказался стерт с лица земли. Коммодор Ансбах, известный своей здравой рассудительностью, пытался отговорить своего разгневанного предводителя. «Вполне естественно, что вы злитесь, но Вестерланд это наша собственная территория, ваша светлость. Какую пользу нам принесет ядерная бомбардировка этой планеты?» Герцог Брауншвейк не ответил, и Ансбах, приободрившись, продолжил. «Кроме того, у нас теперь нет достаточной военной силы в борьбе с маркизом Лоенграмом. Убийство всех жителей это чересчур. Почему бы нам просто не покарать их главарей?» «Молчать!» взревел Герцог. «Да, Вестерланд принадлежит мне, и потому я имею право прикончить всех этих ничтожеств, если того пожелаю. Разве Рудольф Великий не убил миллионы бунтовщиков, чтобы заложить основы империи?» Поняв, что пытаться переубедить его бесполезно, Ансбах со вздохом отступил. «Это конец для династии Голденбаумов. Как она может продолжать стоять, если отрубает собственные ноги?» Задумчиво произнес он. Когда осведомители донесли эти слова до ушей герцога Брауншвейга, он впал в ярость и приказал арестовать Ансбаха, но оценив его достижение и популярность, решил ограничиться заключением Коммодора под стражу, а не казнить его. Меркат обратился к герцогу с просьбой об аудиенции, надеясь добиться освобождения Ансбаха и отмены планов ядерной бомбардировки, но был проигнорирован. Герцог Брауншвейг перешел к исполнению плана своей мести. Солдат родом с Вестерланда сбежал из крепости Гайсбург и перешел в стан Рейнхарда накануне ядерного удара. Выслушав его, Рейнхард собирался отправить флот к Вестерланду, чтобы предотвратить нападение, но Пауль фон Оберштайн, начальник его штаба, убедил его, что не стоит этого делать. «Я считаю, что мы должны позволить этому безумцу, герцогу Брауншвейгу, осуществить свое зверство», сказал он холодно. «Получив записи этого акта, мы докажем варварство аристократов, что, несомненно, приведет к тому, что граждане и рядовые солдаты их армии приметнутся на нашу сторону. Это будет гораздо эффективнее, чем просто предотвратить нападение». Златовласый молодой человек не знал, что такое страх, но даже он отшатнулся, услышав эти слова». «То есть вы хотите, чтобы я сидел сложа руки и ничего не предпринял, в то время, когда гибнут два миллиона человек, среди которых женщины и дети?» «Если эта гражданская война затянется, погибнет еще больше людей, а если аристократы одержат победу, подобные трагедии произойдут еще много раз». «Позволив все империи узнать об их жестокости, мы покажем, что они не имеют права на власть». «Значит, вы предлагаете мне закрыть глаза?» «Сделайте это ради 25 миллиардов жителей империи, ваше превосходительство, и ради скорейшего установления вашего господства». «Я понял». Райнхард кивнул, но его лицо утратило свой уникальный свет. «Если бы только Кирхиайс был рядом с ним, он бы никогда не посоветовал таких жестких мер». «По поверхности Вестерланда было разбросано более 50 оазисов. Помимо них от горизонта до горизонта простирались лишь красновато-бурые скалы, бледно-желтые пустыни и белые соленые озера, где не было ни одной живой души. Это означало, что поражение ядерными ракетами каждого из оазисов может привести к полному геноциду двух миллионов жителей планеты. В тот день в одном из оазисов состоялось собрание. Хотя им удалось прогнать дворян, но у повстанцев не было планов насчет того, что же делать дальше. Куда им двигаться? Как обеспечить мирную жизнь и благополучие своих людей? Это были основные вопросы повестки дня. Для тех, кто давным-давно не участвовал в свободном обсуждении, живя под властью дворян, это собрание само по себе было большим достижением и, следовательно, поводом для праздника. Разве Маркиус Лоинграм не союзник всех простых людей? Давайте попросим его защитить нас! Когда это предложение было высказано, из толпы собравшихся послушались возгласы одобрения. Это была их единственная надежда. Когда обсуждение успокоилось, один из детей, сидящий на руках матери, показал пальчиком в небо. «Мамочка, а что это?» Люди подняли глаза и увидели нечто похожее на траекторию падения метеорита по диагонали, пересекающую кобальтовое небо. Ярко-белая вспышка залила всю сцену. Сразу после этого над горизонтом поднялся красный купол, быстро расширившийся до высоты в 10 тысяч метров, прежде чем превратиться в грибовидное облако раскаленного пепла. Ударная волна обрушилась на них, как раскаленная цунами, двигающаяся со скоростью 70 метров в секунду и с температурой, превышающей 80 градусов Цельсия, сдирая по пути верхний слой почвы, скудную растительность, здания и тела людей. Одежда и волосы вспыхивали, обожженная кожа пузырилась, крики детей, сгорающих заживо, повисли в палящем воздухе, а затем внезапно умолкли. Голоса матерей, зовущих своих детей, и отцов, испуганных за свои семьи, вскоре тоже исчезли. Огромное количество грязи поднялось высоко в воздух, превратившись в водопад песка, осыпавшийся на землю, хороня под собой два миллиона обугленных трупов. Молодые офицеры, следившие за экраном, вскочили со своих мест. Их лица побледнели, многих начало тошнить. Никто не мог обвинить их за это. Все молчали, их взгляды были прикованы к изображению, присланному разведывательным зондом. Только теперь они осознали, что нет ничего столь же сильно попирающего законы вселенной, чем убийство беззащитных. Мы разошлем эти кадры по всей Империи. Даже дети поймут, что справедливость на нашей стороне. Дворяне сами подписали свой смертный приговор. Произнес Уберштайн своим обычным монотонным голосом. Никто не откликнулся, и он спросил. Что-то не так? Ваше превосходительство. Выражение лица Райнхарда было мрачным. Вы сказали мне отвести глаза. И эта трагедия стала результатом. Теперь уже ничего не поделать. Но правда ли не было иного выхода? Возможно, был. Но я не смог найти его. Как вы сказали, теперь уже ничего не поделать. Мы должны извлечь максимум пользы из этой ситуации. Райнхард бросил взгляд на своего главного советника. Но было неясно, направлена ли ненависть, кипевшая в его ледяных глазах на Уберштайна или же на самого себя. Картины вестерландской трагедии были разосланы по всем уголкам империи, вызывая у каждого ее жителя возмущение и трепет. Старый режим начал быстро тереть популярность, и даже сами дворяне задумывались о том, что сотворил герцог Брауншвейк. Кирхиаис, подчинивший приграничные системы, направился к Гейсбургу, чтобы встретиться с Райнхардом. Увидев эти картины, он тоже почувствовал гнев, направленный на высокородных аристократов. Но как-то потом, в середине полета, флот Валена захватил шаттл. В нем находился всего один офицер, который рассказал, что вынужден был участвовать в ядерном ударе по Вестерланду, как подчиненный герцог Брауншвейга, но дезертировал на полпути. Это было хорошо и понятно, но от еще одного, сказанного им, Кирхиаис никак не мог отмахнуться. С трудом, веря собственным ушам, он стал допрашивать дальше. Я повторю это столько раз, сколько понадобится. Несмотря на то, что он был проинформирован о том, что дворяне собираются убить два миллиона жителей планеты Вестерланд, маркиз Лоенграм позволил ему умереть и сделал это только ради пропаганды. Должно быть все дело в том, что он не поверил разведке. Есть ли доказательства, что маркиз намеренно позволил жителям Вестерланда умереть? Доказательства? Спросил офицер и язвительно рассмеялся. Разве изображения, которые они рассылают по всей галактике, не являются достаточным доказательством? Неужто эти кадры, снятые из близкого расстояния, откуда-то из стратосферы планеты, действительно могли быть записаны случайно. Керхиаис отпустил перебежчика и приказал своим солдатам молчать о произошедшем. Это было невероятно. Он не хотел в это верить. Но возможно ли, что так все и было? Скоро я встречусь с Райенхардом, и когда это случится, я выясню для себя всю правду. И что тогда? Спросил себя Керхиаис. Конечно, если это всего лишь ложный слух, то все хорошо. Но что, если это правда? У него не было четкого ответа на этот вопрос. До сих пор Райенхард и Керхиаис разделяли одинаковое чувство справедливости. Настанет ли день, когда им придется разойтись, даже если один из них не может жить без другого? Глава седьмая. Победа ради кого? Борис Конев, молодой независимый торговец Физзана, не мог скрыть своего угрюмого настроения. Он отважился на риск и провез группу паломников-терроистов через объятые войной территории, но его заработок оказался настолько скудным, что после того, как он рассчитался с долгами, выдал жалование экипажу и заплатил за стоянку березки, а оставшихся денег едва хватило бы на покупку десяти квадратных сантиметров корпуса корабля. «Похоже, вы не в духе», глубоким голосом произнес мужчина, стоящий возле стола. «Нет, это мое обычное состояние», поспешно объяснил Конев. «Это совершенно не связано со встречей с вашим превосходительством». Последняя фраза явно была лишней, и Конев сразу же пожалел о ней, но человек, с которым он разговаривал, правитель Физзана Адриан Рубинский, не подал вида, что обратил на это внимание. «Недавно вы перевозили последователей Церкви Земли, не так ли?» «Да». «Что вы думаете о них?» «Я мало что о них знаю. Что же касается религии как таковой, то я думаю, что существует ужасное противоречие в самой сути большинства из них. Бедняки верят в справедливого Бога, но раз существует бедный, значит, Бог несправедлив». «В этом есть смысл». «Значит, вы не верите в Бога?» «Ни капли». «Вот как». Тот, кто придумал фигуру под названием Бог, был величайшим мошенником в истории. Его произведение восхитительно, пусть даже только как бизнес. Разве не правда, что у всех народов с древнейших времен и до наших дней самыми богатыми всегда были аристократы, землевладельцы и церковные ордена?» Рубинский с интересом посмотрел на молодого торговца. Под этим взглядом Конев почувствовал себя очень неуютно. Правитель Физана был представительным мужчиной недавно разменявшим пятый десяток, но на его голове не было ни волоска. Вполне естественно, что под взглядом этого необычного человека можно было почувствовать себя совсем не так, как, к примеру, под взглядом красивой женщины. «Довольно интересная точка зрения. Вы сами пришли к этому?» «Нет». С некоторым сожалением покачал головой Конев. «Хотел бы я, чтобы это было так, но большая часть этой мудрости чужая. И с детства. С тех пор прошло, должно быть, уже шестнадцать или семнадцать лет. Оу. Я вырос, путешествуя от звезды к звезде со своим отцом, но как-то раз познакомился с одним мальчиком, живущим такой же жизнью. Он был на два года старше, но мы подружились. Мы провели вместе лишь два-три месяца, пока пути наших отцов снова не разошлись, но он был ребенком, который много знал и много думал. «Все, что сказал сейчас, я говорил с его слов», пояснил Конев. «Как его звали?» «Ян Венли», произнес Конев с выражением иллюзиониста, показавшего новый фокус. «Говорят, сейчас он нашел работу в не слишком почетной военной области, за что свободный человек вроде меня может его лишь пожалеть». Молодой капитан был несколько разочарован, так как правитель Физзана ничем не показал своего удивления. После нескольких секунд тишины Рубинский торжественно произнес. «Капитан Борис Конев, правительство Физзана решило возложить на вас важную обязанность». «А?» Конев моргнул, скорее встревожный, чем удивленный. Называемый физзанским черным лисом в империи и союзе, этот человек был буквально набит расчетами и уловками, сжатыми до состояния пыли и помещенными в его крепкое тело. Так говорили вездесущие слухи. И у Конева не было никаких оснований отрицать их. Скромный торговец вообще не знал, почему правитель планеты вызвал его к себе. Ведь явно не для того, чтобы послушать его воспоминания. Какое дело на него хотят возложить? Покинув наконец здание правительства, капитан сделал несколько широких кругов руками, словно пытаясь сбросить невидимые цепи. Щенок, выгуливаемый пожилой хозяйкой, визгливо залаял на него. Конев пригрозил ему кулаком, и под укоризненные крики женщины у Гурюма пошел прочь. Когда Конев вернулся на судно, на старом лице Маринеско появилась широкая улыбка. Он сказал, что пришло о том, что им больше не нужно беспокоиться о топливе для березки. Что за магию вы применили, капитан? Для такого маленького торгового корабля, как наш, это настоящее чудо. Я продал душу правительству. Что? Все этот проклятый черный лис. Маринеско испуганно огляделся, но Конев ничуть не пытался понизить голос. Не сомневаясь, он задумал какую-то гадость. Но втягивать в это достойного гражданина. Да что у вас произошло? Вы сказали, что продали душу правительству? Вы поступили на государственную службу? Государственную службу? Вскричал Конев, но понял, что помощник просто пытается разобраться в ситуации и успокоился. Ну да, я теперь госслужащий. Я стал сотрудником разведки и теперь должен отправиться на территорию Союза. Ого, позволь, расскажу тебе кое-что о семействе Коневых. Мы гордились возможностью говорить, что за последние двести лет из нашей семьи не вышел ни один преступник и ни один грязный политик. Конев снова перешел на крик. Мы были свободными гражданами. Свободными гражданами, говорю я тебе. А теперь посмотри, что случилось. Шпион, он говорит. Так что я теперь и тот, и другой. Сотрудник разведки, капитан, сотрудник разведки? Как ни назови, суть и это не поменяет. Разве назвав рак простудой, можно вылечить его так же просто? А если назову льва крысой, он не откусит мне голову? Маринеску ничего не ответил, но про себя подумал. Что за ужасные сравнения? Он уже раскопал тот факт, что в детстве был знаком с Яном Венли. Это не смешно. Быть может я просто расскажу Яну обо всем этом. Но скорее всего это будет невозможно. Почему нет? Вам не дадут такой возможности, могу с уверенностью сказать. Он сделал вас сотрудником разведки не просто так. Кто-то станет присматривать за вами и в любой момент будет готов наказать за неповиновение. Итак, давайте обсудим детали, капитан. Маринеску приготовил кофе. Тот оказался неприятно кислым на вкус, так что сразу было понятно, что сделан он из дешевых заменителей. Тем не менее, Маринеску смаковал каждый глоток, пока Конев, быстро осушивший свою чашку, объяснял, как обстоят дела. Понятно, но, должно вам сказать, капитан, не стоило упоминать имени Яна Венли перед его превосходительством. Разумеется, вполне вероятно, что он сам затронул бы эту тему, но все же он вряд ли мог знать точно, каковы были ваши отношения. Знаю. Язык мой враг мой. В будущем, если она у меня будет, я стану более осмотрительным. Чувствуя отвращение к самому себе, Конев признал свою ошибку. Но это не означало, что он оправдывал или принимал указания Рубинского. Даже невидимые цепи оставались цепями, и чувство скованности вызывало такой дискомфорт, по сравнению с которым даже невозможность зарабатывать деньги не имела значения. Если существование человека по имени Борис Конев заключалось в том, что он был свободным и независимым. Правитель Физзана Адриан Рубинский безжалостно растоптал этот источник гордости. И что еще хуже, сам он считал, что делает одолжение. Власть придержащие часто считают, что быть хотя бы поверхностно вовлеченным в механизмы этой власти большая привилегия для гражданина. Оказывается, даже столь умный человек как Рубинский не был свободен от этого заблуждения. Так что почему бы и дальше верить в это заблуждение? Куанев язвительно улыбнулся. Маринеско, задумчиво глядевший на своего молодого капитана, поднял чайник. Как насчет еще одной чашечки кофе? В первых числах Августа Ян Венли добрался до окраины звездной системы Баалат, построил свой флот и стал искать возможности продвинуться к Хайнесену. Расстояние до планеты составляло шесть световых часов или около шести с половиной миллиардов километров. Для флота, преодолевшего межзвездное пространство, это было ничтожным расстоянием. Ян вышел на этот рубеж не только в военном, но и в политическом значении. Это означало, что военный конгресс по спасению республики, оккупировавший Хайнесен, не имел политической силы за пределами планеты и не мог эффективно контролировать даже звездную систему Баалат. После поражения 11-го флота они лишились своей военной мощи в космосе. Так что полное поражение военного конгресса, провал государственного переворота и восстановление порядка в соответствии с Хартией Союза были теперь лишь вопросом времени. Своими действиями Ян демонстрировал это всем. Эффект был сильным. Известность Яна, которую он сам считал пустой славой, разумеется, еще больше усилила этот эффект. Те, кто до сих пор не определился поддерживать Верховный Совет или заговорщиков, делали свой выбор и один за другим стекались на сторону Яна из различных корпусов планетарной защиты, местных гарнизонов, а также из пенсионеров, офицеров рядовых и даже гражданских, надеющихся войти в добровольческие силы под командованием Яна. Естественная организация этих сил не могла пройти гладко. Ян не любил вовлекать гражданских в войну. Он считал, что по своей воле участвовать в военных действиях захотят только люди с сомнительным психологическим складом, но и отказать людям в свободном выборе не мог. Чтобы убедить колеблющегося командира, они зашли так далеко, что даже сослались на положение Хартии Союза под названием «Право на сопротивление», согласно которому граждане могли использовать силу, чтобы бороться с несправедливым использованием власти. Не найдя, что на это возразить, Ян решил хотя бы добавить возрастные ограничения к требованиям для вступления в добровольческий корпус. Он пытался исключить лиц младше 18 и старше 55, но старики, выглядевшие на все свои 80, настаивали на том, что им только 55. А 17-летние юноши, которые видели Юлиана и никак не могли поверить, что он старше, чем они, набрасывались на ответственных за прием добровольцев, убеждая записать и их. Старший лейтенант Фредерико Гринхилл критически рассмеялась, увидев это, и сказала, «Что ж, видимо, это нелегкое дело». Огромным облегчением для Яна стало объявление о поддержке, полученное от гранд-адмирала в отставке Сидни-Ситоли, бывшего начальника штаба стратегического планирования. Он был директором военной академии, когда Ян учился там. Молодой адмирал всегда уважал его, но при этом Сидоли был крепким орешком. Так что Ян обрадовался, узнав, что ему не придется враждовать с ним. Одного адмирала Гринхилла было уже более чем достаточно. Было также и много людей, прежде словами или делом оказывающих поддержку военному конгрессу по спасению республики, а теперь присоединившихся к Яну. Отчасти это было результатом того, что обстоятельств резни на стадионе не удалось скрыть. Теперь те, кто прежде поддерживал заговорщиков, громче всех поносили их. Всегда серьезный начальник штаба Мурая едко критиковал перебежчиков, но Ян сказал, каждый человек стремится обезопасить свою жизнь. Если б на мне не лежала такая ответственность, то у меня могли бы появиться мысли о том, чтобы присоединиться к победителям. Глядя на историю, можно увидеть, что люди, жившие в эпоху потрясений, всегда поступали так, не делая ни этого, и им бы не удалось остаться в живых. Можно называть это умением читать ситуацию или гибкостью, но осуждать людей, ведомых главным инстинктом и инстинктом выживания не стоит. Напротив, именно люди с непоколебимыми убеждениями чаще всего причиняли вред себе и другим, а также всему обществу. Отбросивший республиканскую систему правления ради создания монархической галактической империи, Рудольф фон Голденбаум, убийц четырех миллионов мирных жителей, не желавший соглашаться с автократией, не имел себе равных по силе убеждений. Те заговорщики, что в данный момент контролировали Хайнессон, тоже, по всей видимости, действовали из убеждений. В истории человечества никогда не было Армагеддона, битвы между абсолютным добром и абсолютным злом. Происходившее всегда было столкновением одного субъективного добра с другим, двух сторон одинаково убежденных в своей правоте. Даже в случае односторонних агрессий напавший всегда был уверен, что он прав. Таким образом, человечество всегда находилось в состоянии войны. До тех пор, пока люди будут продолжать верить в Бога и справедливость, конфликты никогда не прекратятся. Что касается убеждений, то от слов победа любой ценой, волосы Яна вставали дыбом. Если бы кто-то мог победить в силу своей веры, это было бы затруднительно, потому что все хотят победить. Думал Ян. По его мнению, убежденность была лишь более сильной формой желания. Не было никаких оснований считать, что она повлияет на результат. Чем больше растет убежденность, тем более узким становится поле зрения, до тех пор, пока не станет совершенно невозможно разглядеть происходящее. По большому счету, слово убеждение только запутывало все. И хотя его присутствие в словаре принять можно, но это было не то слово, которое стоило употреблять всерьез. Если бы Ян поделился своими мыслями с Юлианом, юноша с удовольствием спросил бы, значит, таковы ваши убеждения, адмирал? Но он не стал ничего говорить, потому что Юлиан и так мог предвидеть все, что он скажет. Как бы то ни было, первым человеком в истории, предпринявшим нападение на планету Хайнессон, названную в честь отца основателя Союза, был не имперец. Им на удивление оказался я, Ян Венли. Ян беззвучно рассмеялся. Это все, что он мог делать в своем нынешнем настроении. В своей убежденности и вере в демократическое правительство, он не колеблясь был готов проглотить свое горе и атаковать свою родину. Трагичность ситуации не укладывалась у него в голове. Только не нападайте на столицу Галактической Империи, пока я не вырасту и не стану самостоятельным, сказал Юлиан, пытаясь его успокоить. Это будет скоро. На Один? Что ж, оставлю это тебе. Для меня нападение на Хайнессон это уже чересчур. Я хочу выйти в отставку и начать ту жизнь пенсионера, о которой я всегда мечтал. О, так значит мне можно вступить в армию? Ян поспешил взять свои слова назад. Юлиан мечтал стать офицером, командующим огромными флотами в космосе, но Ян пока не мог принять решение на этот счет. Даже не говоря о том, что речь шла о Юлиане, не была ли сама идея борьба за гегемонию путем столкновения между огромными флотами пережитком прошлого. В последнее время Яну начало казаться именно так. Самое главное, иметь нужный участок пространства в нужное время. Если бы конкретный участок космоса можно было использовать в конкретное время, этого было бы достаточно. Только потому, что некоторые стремились навсегда взять под свое управление участки пространства, маршруты были ограничены, боевые зоны очерчены, а сражения становились неизбежными. Но разве недостаточно просто использовать пути, где на тот момент нет врагов. Ян назвал эту тактическую концепцию контролем над космосом и хотел систематизировать ее как тактическую структуру. В плане гибкости и рациональности она была на шаг впереди нынешней власти над космосом, предполагавшей, что все зависит от битв между флотами. Он не мог бы винить Шон Копфа, если б тот посмеялся над ним за это. Ян, несмотря на то, что он ненавидел войну, не мог отбросить своего энтузиазма насчет тактики и стратегии как интеллектуальной игры. Примерно в это время глубоко под поверхностью планеты Хайнессон один человек успокаивал своих товарищей. «Это еще не конец», с нажимом произнес адмирал Дуайт Гринхилл. «У нас еще есть ожерелье Артемиды. Пока оно защищает планету, даже великий Ян Венли не сможет пробиться к Хайнессону». Увидев некоторое просветление на лицах собравшихся, он повторил свое мнение. «Мы еще не побеждены». «Мы еще не победили», подумал Ян, глядя на красивую нефритовую планету, плывшую на большом экране. О ожерелье Артемиды его не волновало. Он никогда не опасался конструкций, будь то системы вооружения или крепости, какими бы грозными они ни были. У него были варианты того, как сделать бессильным ожерелье Артемиды. А вот военный захват густонаселенной планеты казался ему куда более трудной задачей. Сама по себе планета являлась огромной базой снабжения и производства, для нападения на которую требуются значительные силы и много боеприпасов. Перед битвой при Ам-Рицере войскам Союза удалось взять под контроль множество обитаемых планет, но лишь благодаря стратегическому отступлению имперцев. Тогда планеты были лишь приманками, разбросанными на пути к ловушке, и они без разбора съедали их. Но с Хайнессоном все не могло пройти столь же гладко, однако у столицы Союза все же была слабость. Вера в систему вооружения под названием ожерелье Артемиды. Если уничтожить объект этой веры, воля к сопротивлению будет подорвана. 12 боевых спутников, обеспечивающих возможность атаки в любом направлении. 12 сфер, полностью окутанных зеркальной броней, оснащенных полной гаммой вооружения, включая рельсовые, лазерные, инфракрасные и нейтронные пушки, управляемые лазером термоядерные ракеты, а также орудия, стреляющие пучками заряженных частиц и многое другое. Большая часть этого арсенала подпитывается от солнечной энергии, имея таким образом бесконечный запас. Система массового убийства столь же красивая, сколь и дорогая. Серебряные сферы, отсвечивающие всеми цветами радуги. Но эти спутники скорее всего погибнут от руки Яна Венли, так ни разу и не послужив своей цели. А вот миллиард людей, военных и гражданских, на планете Хайнессон, это его пугало. Все они могли стать ценными заложниками для захвативших власть заговорщиков. Если они пригрозят уничтожить планету со всеми ее жителями или даже просто приставят бластер к голове адмирала Бьюкока и потребуют переговоров, Яну Венли придется поднять руки. Ему не хотелось верить, что адмирал Гринхилл зайдет так далеко. Но опять же сам тот факт, что адмирал окажется одним из руководителей заговорщиков уже оказался за пределами воображения Яна. Ян должен был предпринять какие-то действия на этот случай. Что можно сделать, чтобы нанести удар по их упорству и предотвратить бесполезное сопротивление? Этот переворот, вопреки мнению его организаторов, был спланирован маркизом Райнхардом фон Лоенграмом из Галактической Империи. Яну необходимо было пролить свет на этот факт. Прямых доказательств у него не было. Но в Империи сейчас действительно шла широкомасштабная гражданская война. Можно было использовать это в качестве косвенного доказательства. Или возможно материальные доказательства удастся обнаружить после подавления переворота. Как бы то ни было, сейчас Яну нужен был кто-то, кого можно было представить в качестве свидетеля. У меня есть для вас одно дело. Я к вашим услугам, ответил Багдаш, оглядывая комнату и с облегчением убеждаясь, что Юлиана в ней нет. Было нелепо чувствовать себя беспомощным перед таким молодым юношей, но когда кому-то удалось подавить тебя, это остается в памяти надолго. И что от меня требуется? Если вы прикажете ваше превосходительство, я готов даже проникнуть на Хайнесон и перебежать обратно на сторону адмирала Гринхилла? Так нечестно, адмирал. Я просто шучу. По правде говоря, я хочу, чтобы вы выступили в качестве свидетеля. Свидетеля чего? Свидетеля того факта, что маленький заговор военного конгресса по спасению республики был срежиссирован никем иным, как Райенхардом фон Лоенграмом из Галактической Империи. Багдаш несколько раз моргнул. Когда он наконец осознал, о чем говорит Ян, его челюсть отпала. Он посмотрел на командующего так, будто увидел совсем другого человека. Это очень интересная идея, адмирал, наконец сказал он. Пропагандистский маневр, чтобы лишить переворот хоть какой-то легитимности, так Багдаш интерпретировал это. Ничем аным это быть не могло. Это реальный факт. Пока у нас нет прямых доказательств, и все же это факт, сказал Ян, но выражение удивления и сомнения не покинуло лица Багдаша. Ян собрался было сказать что-то еще, но сдался, поняв, что этого человека так просто не убедить. Ладно, неважно. Я понимаю, что вам трудно в это поверить. Ян почувствовал апатию. Сомнительно, что хоть кто-то поверит в такое наслово. Единственными, кто верит во вмешательство Лоинграмма, были, вероятно, Бьюкок, слышавший это заявление от Яна до того, как произошел переворот и Юлиан. Даже насчет Фредерики и Вальтера фон Шонкопфа Ян сомневался. Шонкопф, скорее всего, со своей обычной насмешливой улыбкой скажет «Это хорошо продуманная точка зрения, но это слишком просто. Принимая во внимание ваш чрезмерный оптимизм, я бы поставил где-то на 80-процентную вероятность». А Фредерика может возразить «Пожалуйста, не проявляйте такого презрения к моему отцу, адмирал. Он ни за что не стал бы пешкой империи». Ян потряс головой, чтобы отогнать эти лица, всплывшие перед его глазами. «В любом случае, я хочу, чтобы вы подтвердили это. Если вам нужен подробный сценарий или вещественные доказательства, я создам их для вас, признавая, что мы играем нечестно. Что скажете? Вы сможете сделать это? Хорошо, я перебежчик. Я сделаю все возможное, адмирал». Ни выражение лица, ни голос Яна не были суровыми, но что-то в этом человеке не давало Багдашу сопротивляться ему. В данный момент, по крайней мере, Багдашу ничего не оставалось, кроме как доверить Яну свою судьбу. Почувствовав некоторое отвращение к себе от почтительного поклона Багдаша, Ян вызвал старшего лейтенанта Гринхилл. «Я хочу обсудить тактические проблемы, связанные с атакой на ожерелье рикки проявлялось напряжение, предстоящее столкновение с этими знаменитыми своей ужасающей мощью боевыми спутниками не давало ей покоя. Возможная цена победы была за пределами воображения, но, словно откликаясь на ее мысли, Ян сказал, «Не волнуйтесь, старший лейтенант Гринхилл, обещаю, что нам не придется пожертвовать ни единым кораблем и ни единым человеком при уничтожении ожерелья». Не то чтобы Ян считал, что бескровная победа принесет ему снисхождение за то, что он собирался сделать. Появление майора Багдаша на видеоэкране стало для находящихся в осаде членов военного конгресса крайне неприятным сюрпризом. Не справившись со своей жизненно важной задачей по убийству Яна Венли, он бросил своих союзников в опасном положении, а теперь выступал с абсурдным заявлением, что переворот был вызван махинациями Райнхарда фон Лоенграма, полностью лишая правоты их действия. «Этот бессовестный предатель! Просто невероятно, что Багдаш смеет публично показывать свое лицо!» Сказал кто-то мрачно. Члены военного конгресса понимали, что у них нет никакой возможности отомстить. Они также вынуждены были признать, что даже наличие ожерелья Артемиды лишь отодвигает дату их окончательного поражения. Военный конгресс теперь контролировал лишь поверхность и часть подземных территорий Хайнессона. Космос же полностью был в руках противника. Этот противник, по сути еще совсем мальчишка по имени Ян Венли, стал причиной краха их попытки государственного переворота. Он разгромил 11-й флот, лишив членов военного конгресса их единственные военные силы в межзвездном пространстве, ограничил их влияние на столичной планете Хайнессон и привлек на свою сторону колеблющихся. Его действия были поразительно искусны, но на одну неожиданно проявившуюся черту его характера адмирал Гринхилл не мог не пожаловаться. Возможно, я неверно оценивал Яна Венли. Использовать столь вопиющую пропаганду, назвать нас спешками империи, не стоило проявлять к нам такого презрения. Собравшиеся в зале руководители конгресса согласно закивали. Увидев это, Гринхилл продолжил. Мы сами начали переворот. Этому немало поспособствовало возвращении из плена контр-адмирала Линча, предложившего столь замечательный стратегический план. Марки Слоенграм не имеет к этому никакого отношения. Так ведь, Линч? Остекленевшие от пьянства глаза Линча вспыхнули. Судя по выражению лица, его вдруг охватило какое-то сильное побуждение. Я горжусь вашей похвалой. Но эту стратегию придумал не я. Что? На лице адмирала Гринхилла появились угрозы и сомнения. После нескольких секунд колебаний он спросил. Тогда кто? Кто составил столь подробный и завершенный план? Выдержав паузу, Артур Линч ответил. Маркиз Райнхард фон Лоенграм, главнокомандующий флота Галактической Империи. Что вы сказали? Ян Венли прав. Этот заговор детища того самого Маркиза Лоенграма. Он хотел вызвать беспорядки в Союзе, пока разбирается с аристократами в гражданской войне у себя в Империи. Всеми вами манипулировали. Вы говорите, что все это время мы плясали под дудку Лоенграма? Вопрос прозвучал хрипло и надломлено. Именно. Со сдевкой ответил Линч, его голос сочился ядом. И вы сыграли для нас замечательное представление. Конечно, болваны вроде капитана Кристиана тоже внесли свой вклад. Но главная роль была у вас, адмирал Гринхилл. Это была убийственная насмешка. Рожденный в порах алкоголя невидимый демон пронесся по комнате, пронзая сердца собравшихся своей пикой. Кто-то застонал. Вот, взгляните, это стратегический план, который дал мне маркиз Лоэнграмм. Небольшая тонкая папка вылетела из руки Линча и сухим шлепком упала на стол. Гринхилл схватил ее и пролистал страницы. Вызвать беспорядки на отдаленных планетах и не в одной локации, а в нескольких разрозненных местах. Тем самым правительственный контроль будет распылен и в создавшемся вакууме появится возможность захватить ключевые политические военные узлы. Гринхилл судорожно вздохнул и отбросил папку. Вся шла по этому сценарию, но закончилась провалом, потому что вы как исполнители не отличались мастерством. Но, контр-адмирал Линч, почему вы стали исполнять схемы Лоэнграма? Что такого заманчивого он вам предложил? Обещал сделать адмиралом имперского флота? Это тоже. Голос Линча дрожал, то поднимаясь, то падая. Сам он не делал никаких видимых попыток справиться с ним, пока говорил. Но это не все. Не буду называть имен, но, скажем так, я хотел, чтобы некоторые люди, которые всегда уверены в своей несомненной правоте, были унижены. Унижены так, что никогда не смогут оправдаться. Что же касается моей карьеры и даже моей жизни, мне просто все равно. Красные от выпитого глаза Линча прошлись по перекошенным от ужаса лицам. Так что насчет этого, адмирал Гринхилл? Каково чувствовать, что этот славный военный конгресс по спасению республики был лишь инструментом амбициозного имперского интригана? Его слова затихли, превратившись в смех. И этот неровный неприятный смех словно кислота разъедал души людей. Этот человек, который вывалил свое имя в грязи после бегства при Эль-Фасиле, который провел девять лет в непростительном пьянстве, неужели он все это время пестовал свою обиду, не зная на кого ее направить? Господин председатель, вражеская атака началась! Крикнул офицер связи, от этого сообщения застывшее руководство военного конгресса словно оттаяло. Гринхилл обернулся и спросил голосом человека, проснувшегося от кошмара. Которые с двенадцати спутников они атакуют? В ответе офицера явно слышалось недоумение. Они атакуют все двенадцать одновременно, адмирал? Собравшиеся переглянулись. На лицах у всех было написано замешательство. Двенадцать спутников, свободно перемещающихся на орбите, были способны защищать и поддерживать друг друга. Так что атака сразу на несколько из них имела смысл, хотя при этом распылялись силы. Но все двенадцать одновременно? Это противоречило здравому смыслу. Что задумал Ян Венли? На большом экране появилось изображение, отображающее объекты по прямой траектории, приближающиеся к спутникам. Когда природа этих объектов стала ясна, в зале раздались перешептывания. Лед! Простонал адмирал Гринхилл. Это были огромные глыбы льда, намного превосходящие по размеру любой линкор. 300 лет назад Галактическая империя. На холодной седьмой планете системы Альтаир, в условиях схожих с рабством, работал на шахтах молодой человек, веривший в республиканскую систему правления. Его звали Али Хайнесон. Он жаждал покинуть эту планету и построить среди далеких звезд новое демократическое государство для своих единомышленников. Но перед ним была неразрешимая проблема. Отсутствие необходимых материалов для постройки звездолета, на котором можно было бы разместить всех его товарищей. Но однажды Хайнесон увидел ребенка, играющего с корабликом, вырезанным изо льда. Молодой человек был поражен, словно он получил откровение. Он построил космический корабль, используя неистекаемый источник сухого льда на седьмой планете Альтаира, протянувшиеся на пятьдесят лет во времени и десять тысяч световых лет в пространстве. Это была знаменитая легенда об Али Хайнесоне, создателе Союза Субодных планет. «Мне подсказал эту тактику наш отец-основатель», сказал Ян без гордости, а с каким-то горьким юмором. План был следующим. Шестая планета системы Баалат, Шринагар, была холодным ледяным миром. Из-за ее поверхности будут вырезаны двенадцать цилиндрических блоков льда. Каждый блок будет иметь объем в один кубический километр и массу в миллиард тонн. Затем эти ледяные блоки вынесут в космическое пространство, где нет гравитации, а температура приближается к абсолютному нулю, поэтому лед не растает. Там, в центре каждого цилиндра с помощью лазера проделают отверстия и установят туда прямоточные двигатели бассарда. Эти части цилиндров огромное магнитное поле в форме корзины для захвата ионизированной заряженной межзвездной материи. Когда эта материя приблизится к цилиндрам, там мгновенно будет сжата, что приведет к разогреву, достаточному для запуска реакции ядерного синтеза внутри двигателей. Уровень энергии, выбрасываемый позади цилиндров, будет гораздо выше того, который поступил на вход фронтальной части. Все это время беспилотное ледяное судно будет ускоряться и чем ближе оно подойдет к скорости света, тем эффективнее станет перерабатывать межзвездную материю. Таким образом ледяные корабли достигнут предсветовой скорости. На этом этапе стоит напомнить основной постулат теории относительности. По мере приближения материи к скорости света, ее эффективная масса увеличивается. К примеру, масса корабля, летящего на 99,9% скорости света, увеличивается приблизительно в 22 раза по сравнению с изначальной. На 99,99% скорости света она достигнет уже 70-кратного увеличения относительной массы покоя, а на 99,99% станет в 223 раза больше. Голыба льда весом в миллиард тонн при увеличении в 223 раза достигнет веса в 223 миллиарда тонн. А что случится, если ледяную глыбу, весящую как 3 миллиона 60-ти этажных зданий, объеднить с предсветовой скоростью? Боевые спутники, составляющие жерелья Артемиды, будут мгновенно обращены в пыль. Однако, чтобы эти куски льда не столкнулись с самой планетой Хайнессон, вектор их движения нужно было задавать с величайшей осторожностью, так как ни на спутниках, ни на ледяных глыбах не было людей, не должно было пролиться ни капли крови. Какие-то вопросы? Шанкопф небрежно поднял руку в ответ. Вы не против уничтожить все 12? Саркастически спросил он, имея в виду, что спутники могут еще оказаться полезны в будущем. Нисколько не против. Давайте сокрушим их все. Без колебаний отмел вопрос Ян. Ожерелье Артемиды по его мнению стало одной из причин, по которой люди обманывали себя, веря, что этот переворот может венчаться успехом. Это ожерелье символизировало позорный стиль мышления. Хайнессон может выжить в одиночку, даже если все прочие звездные системы и все планеты будут захвачены врагом. Но если вражеское нападение когда-нибудь зайдет так далеко, это будет означать, что союз находится в шаге от полного поражения. Так что лучше не допускать, чтобы враг продвинулся настолько далеко, и первое, что необходимо было предпринять для этого приложить все политические и дипломатические усилия, чтобы не допустить войны как таковой. Опора на военную технику для поддержания мира была не более чем продуктом кошмара закоснилых милитаристов. Подобное стереотипное мышление было на уровне какого-то детского сериала. Однажды мерзкие воинственные инопланетяне внезапно безо всяких причин вторглись из отдаленного уголка вселенной, напав на миролюбивых и справедливых людей, у которых не осталось выбора, кроме как сражаться с ними. И для этих целей требовалось могучее оружие и огромные боевые установки. Каждый раз, когда он смотрел на рой спутников, опутывающий эту прекрасную планету, Ян впадал в тоску, введя в них змею, обвивающуюся вокруг горла богини. Короче говоря, Ян ненавидел дешевую бижутерию, каково и долгое время и было ожерелье Артемиды. И он собирался воспользоваться этой возможностью, чтобы разбить его в пыль, получив заодно небольшой приятный бонус в виде шоковой терапии для поклоняющихся техники. По этим причинам Ян и выбрал самые зрелищные из всех придуманных им способов нейтрализации ожерелья. План был приведен в исполнение. 12 гигантских ледяных блоков летели, ускоряясь к 12 боевым спутникам. Это было зрелище, превосходящее воображение. По мере увеличения скорости ледяные цилиндры набирали массу, становясь все более мощным оружием. Радиолокационные сенсорные разведывательные системы, которыми были оборудованы спутники, заметили быстро приближающиеся ледяные блоки. Они не были ни энергетическими волнами, ни металлическими объектами, всего лишь соединениями водорода с кислородом, безвредными сами по себе. Тем не менее, их масса и скорость были расценены как угроза, и компьютеры спутников приняли меры. Лазерные орудия были наведены на цель и выстрелили колоннами раскаленной энергии. В ледяных стенах образовались идеально круглые даже мощный лазерный удар не смог пробить лед насквозь. Характерная для лазера прямая направленность препятствовала распространению разрушительного эффекта, приводя напротив к отрицательным результатам. Но это не все. Часть льда испарилась, создавая огромное количество пара, поглощавшего тепловую энергию лазера. Более того, в вакууме при абсолютном нуле пара мгновенно замерзал, превращаясь в облако ледяных кристаллов, которое по закону инерции продолжало с ускорением двигаться вперед с предсветовой скоростью. Хотя ракеты были выпущены и вспышки взрывов осветили поверхность ледяной массы, они тоже не принесли видимого эффекта, будучи разрезанными на части кристаллами еще до столкновения с основной частью. На мостике флагманского корабля Яна Гипериона члены экипажа безмолвно наблюдали за этим спектаклем, а голова офицера связи кружилась от быстро меняющихся на экране цифр, отображаемых детектором массы. Чем ближе ледяные ракеты приближались к скорости света, тем больше становилась их масса. И вот они столкнулись. Лед разбился, так же как и спутники. Осколки льда танцевали в пустоте космоса, отражая свет Солнца и планеты, разбрасывая слепительные отблески. Каждый ледяной осколок весил сотни тонн. Но когда они сверкали своим великолепием на экране, можно было поверить, что они легче снежинок. Обломки же разбитых спутников были и вовсе неразличимы. Уничтожено! Ожерелье Артемиды не осталось ни одного спутника! Оно уничтожено! Операт систем наблюдения продолжил растерянно повторить слово «Уничтожено!» Члены военного конгресса по спасению республики стояли неподвижно, будто превратившись в соляные столбы. Им начинало казаться, что это слово будет вечно эхом звучать у них в ушах, когда раздался другой звук, как от падения на землю тяжелого предмета. Это адмирал Гринхилл рухнул в свое кресло. Под обратившимися к нему взглядами товарищей он хрипло выдохнул. «Все кончено! Наш военный переворот провалился! Мы проиграли! Давайте признаем это!» Спустя несколько секунд тишины раздался протестующий возглас. Капитан Эванс пытался ободрить прочих заговорщиков. «Нет, это еще не конец!» настаивал он. «У нас есть заложники! Все жители Хайнессона! Миллиард человек! По-прежнему в наших руках!» Он хлопнул ладонью по столу. «Более того, мы захватили начальника штаба стратегического планирования и командующего космической армадой! В зависимости от условий у нас еще есть шанс на переговоры! Слишком рано сдаваться!» «Мы должны уйти! Любое дальнейшее сопротивление не только будет бесполезным, но и помешает восстановлению отношений между правительством и гражданами! Все уже кончено! Давайте по крайней мере достойно опустим занавес!» Плечи капитана паникли, он с трудом смог выдавить. «Тогда что нам делать сейчас? Сдаться и предстать перед трибуналом? Те, кто пожелают поступить так, могут так и сделать. Я выберу другой путь, но сначала должен кое-что сделать. Мы не можем оставить доказательств или свидетелей, подтверждающих, что наше благородное восстание было организовано за Гринхилла с ненавистью обратились на Линча. «Контр-адмирал Линч, я возлагал большие надежды на вас с самого начала вашей карьеры, еще с тех пор, как вы учились на два класса позади меня в военной академии, и очень сожалел, когда произошел тот прискорбный инцидент у Эль-Фасиля девять лет назад. Вот почему я принял вас под свое крыло, думая, что мы сможем восстановить вашу репутацию, но вы просто не умеете разбираться в людях». С пьяной откровенностью безразлично ответил бывший контр-адмирал. Лицо Гринхилла поменило цвет. Гнев, отчаяние, отвращение, все эти эмоции соединились в нем. Сторонний наблюдатель мог подумать, что в нем что-то взорвалось. Почти одновременно промелькнули две вспышки света. Одна завершила свой путь между бровей адмирала Гринхилла, другая попала в левое ухо Линчу, содрав часть кожи и мяса. Раздался крик, и несколько новых вспышек пронзили тело Линча спереди, сзади, слева и справа, пробивая в его теле узкие обожженные тоннели. Через несколько секунд после Гринхилла он тоже упал на пол. «Вы все дураки!» Контр-адмирал Линч выплюнул свой последний смешок вместе с пузырями крови и оглядел у застреливших его офицеров. «Я ведь спас честь Гринхилла, вам так не кажется? Вместо того, чтобы пойти под трибунал, наверное, лучше этому ублюдку умереть. Ха, честь, такой бред!» Пузырь крови на его губах лопнул в последний раз, а глаза подернулись пленкой. Подойдя к нему и плюнув Линчу на лицо, капитан Эванс крикнул, «Сожгите дотла эту мерзкую папку! Избавьтесь от трупа Линча! Уничтожьте все, что могло бы поставить под сомнение справедливость нашего дела! Флот адмирала Яна занял орбиту!» Дрожащим голосом произнес офицер связи. «Они готовятся начать десантную операцию! Что нам делать?» Эванс двинул брови, а потом кивнул, будто принимая какое-то решение. «Откройте канал связи!» «Я поговорю с адмиралом Яном!» Вскоре изображение молодого адмирала, чей форменный бред был надет слегка набекрень, появилось на экране. Позади виднелись члены его штаба, включая и дочь адмирала Гринхилла. Эванс слегка поморщился. «Капитан Эванс, как действующий глава военного конгресса по спасению республики, я прошу переговоров. В нападении нет необходимости. что бы то ни было бессмысленного сопротивления. Все кончено. Это все очень хорошо, но... Естественно, у Яна возникли некоторые подозрения. Что случилось с прежним главой вашего военного конгресса адмиралом Гринхиллом? Я не вижу его среди вас». Глубоко вздохнув, Эванс ответил. «Его превосходительство покончил с собой. Это был достойный конец». Услышав это, Фредерика Гринхилл громко вскрикнула и прикрыла рот ладонью. Ее плечи задрожали. «Адмирал Ян, наши цели состояли в том, чтобы очистить правительство нашей демократической республики и избавить вселенную от деспотизма галактической империи. К сожалению, мы не смогли притворить в жизнь эти идеалы. Адмирал Ян, в конечном итоге вы приложили свои силы к продолжению существования деспотизма». Что такое деспотизм? Не им ли называется ситуация, когда правительство, не избранное народом, лишает людей свободы и пытается контролировать их с помощью силы и жестокости? Другими словами, именно то, чем вы занимались здесь, на Хайнесине. Молчание. «Это вы, благородные солдаты, настоящие деспоты? Или я не прав?» Голос Яна был мягок, но в его словах не было прощения. «Вы не правы! В чем же я не прав?» «То, чего мы хотели, это не власть для самих себя. Это были временные меры, временная форма правления, которая должна была существовать лишь до тех пор, пока наша родина не будет спасена от правления коррумпированных мобократов, а империя не будет повержена». «Временные меры», пробормотал Ян с легкой горечью. «Для самооправдания подойдут любые слова». Тем не менее, даже если бы это и правда оказались временные меры, сколько жертв они бы потребовали. «Могу я задать вопрос? Мы сражались с империей уже долгое время, 150 лет, и до сих пор не повергли ее. Возможно, что не повергнем и в следующие 150 лет. И все это время ваше правительство продолжало бы цепляться за власть, лишая граждан их свобод. Вы тогда настаивали бы на том, что это лишь временные меры?» Капитан Эванс замешкался с ответом, но затем сменил тему и попытался привести встречный аргумент. «Вам известно, как сильно сейчас коррумпировано правительство. Как иначе, кроме силового метода, можно исправить его?» Коррумпированное правительство — это не то, где политики берут взятки. Это лишь личная коррупция отдельных продажных политиканов. А коррумпированным правительством я назвал бы то, при котором, даже если политик берет взятки, он оказывается выше критики за это. Именно ваша группа провозгласила контроль над свободой слова. Вам не кажется, что уже одним этим вы потеряли все основания для осуждения деспотии империи и недостатков нынешнего правительства союза? Мы поставили на карту наши жизни и нашу честь. Голос Эванса стал жестким. Так что я не позволю никому чтобы реализовать наш план. Это все. Капитан Эванс. Слава военному перевороту! Экран связи погас. Он никогда не признает ошибки. До самого конца. Вздохнул начальник штаба Мурай. У каждого свое чувство справедливости. Мрачно ответил Ян и приказал Шанкопфу готовиться к высадке. Вот так флот Яна бескровно опустился на поверхность Хайнессона. В свете его нелюбовь Яна к церемониям граничила с нелепостью. Он бодро ходил везде сам по себе, заставляя подчиненных беспокоиться о его безопасности. Тем более, что сейчас трудно было судить, где могут скрываться оставшиеся заговорщики. Не обращая внимания на громкие призывы Мурая помнить об осторожности, Ян пешком отправился в штаб стратегического планирования и выяснил у сдавшихся младших и отправил в госпиталь. Старый адмирал физически ослабел после четырех месяцев тюремного заключения, но свет в его глазах и разумная речь успокоили Яна. «Я ужасно смущен», сказал Бьюкок. «Я оказался совершенно бесполезен, несмотря на предоставленную тобой информацию». «Вовсе нет. Это из-за меня вам пришлось страдать так долго. Вам что-нибудь нужно? Ну, в таком случае я бы не отказался от стаканчика виски в качестве подарка. Немедленно распоряжусь доставить». «Что случилось с адмиралом Гринхиллом?» «Он умер». «Вот как?» «Ах, значит, этот старик пережил еще одного». Ян был признателен адмиралу Гринхиллу за то, что тому хватило здравого смысла не забрать с собой ни одного из заложников, старших офицеров или гражданских. Однако эта признательность поубавилась, когда он освобождал адмирала Доусона, исполняющего обязанности начальника штаба стратегического планирования. Гора вопросов, требующих разрешения, замаячила перед Яном. Ему нужно было сообщить всему Союзу о провале государственного переворота и восстановлении хартии Союза, оценить ущерб, арестовать оставшихся членов военного Конгресса и получить отсчеты о вскрытии погибших, включая адмирала Гринхилла и капитана Эванса. Если он начинал задумываться об этом, то вспоминал и множество других дел. От всего этого у Яна разболилась голова. Именно в такие моменты Ян понимал, какими неоценимыми способностями обладает его адъютант Фредерика Гринхилл. Сразу после известия о смерти отца она сказала Яну, «Адмирал, вы не могли бы дать мне час? Нет, два часа. Я знаю, что смогу справиться с этим, но не сейчас, поэтому…» Ян кивнул. Когда ему сообщили, что среди погибших оказалась Джессика Эдвардс, ему тоже потребовалось время, чтобы оправиться. Еще он не верил, что ее отец покончил с собой. Представлялось невероятным, чтобы он приставил себе бластер между глаз и спустил курок. Скорее всего, его застрелил кто-то другой. Однако это была не та мысль, которую следовало произносить вслух. Когда Фредерико уже собиралось выйти, молодой адмирал сказал, «Эмммм, старший лейтенант, не знаю, как это выразить, держитесь». Он был способен управлять миллионам, десяткам миллионов людей, командуя именно поле боя среди звезд, но иногда он не мог толком справиться даже с собственным языком. Когда два часа прошли, Фредерико вышло из своей каюты и работа сразу потекла стремительным потоком. Перед Яном стала расти гора папок, подписанных как завершенные. Когда он, находясь под впечатлением, пролистывал страницы, то увидел, что она дошла даже до того, что определила формат Парада Победы и назначила время для него. Возможно, эта трудная работа была для нее сейчас спасением. От Шанкопфа, занятого патрулированием города, пришло сообщение. Он докладывал, что Юлиан нашел главного виновника всего случившегося. Когда Ян уточнил, кто же это, он ответил, «Думаю, вы не захотите даже слышать его имя, адмирал, но это глава Верховного Совета». Это действительно было имя, которое Ян ненавидел. В сообщении говорилось о появлении Джоба Трунихта, пропавшего без вести с самого начала переворота. Юлиан, сопровождающий адмирала Бьюкока в госпиталь, возвращался назад к Яну, когда его ландкар остановили возле какого-то старого здания. «Вы же...» Увидев, кто обратился к нему, юноша начал заикаться. Человек, которого его опекун ненавидел больше, чем кого-либо иного в этом мире, улыбаясь стоял перед ним. «Конечно же ты узнал меня!» Мягким голосом сказал Джоб Трунихт, председатель Верховного Совета Союза Сободных Планет. «Я глава твоего государства!» По спине Юлиана пробежали мурашки. Ян сильно повлиял на чувства юноши. «Ты, Юлиан, не так ли? Воспитанник адмирала Яна! Я слышал, что ты молодой человек с многообещающим будущим!» Юлиан молчал и склонил голову лишь из вежливости. То, что этот человек знает о его позади Трунихта стояли пятеро мужчин и женщин. Лица их были безрадостны. Эти чудесные люди – члены церкви земли, защищавшие меня. Все это время я скрывался в их подземном храме, прилагая все усилия, чтобы сбросить этих тиранических милитаристов. «Усилия? Какие усилия вы прилагали? Разве вы не просто прятались в безопасном месте? Разве вы не выползли на улицу только когда все закончилось?» Хотел сказать Юлиан, но подумал, что может этим нанести вред Яну и промолчал. «Ну что ж, отвези меня в мою официальную резиденцию. Я должен обрадовать свой народ известием о том, что я целый невредим». У Юлиана не осталось иного выбора, кроме как впустить председателя в машину. После короткой поездки он доверил Трунихта Шенкопфу и его подчиненным, стоявшим перед резиденцией. Да уж, стоило одной беде закончиться, как ей на смену пришла другая. Сказал Ян, пожав плечами, но что-то внутри не позволило ему смеяться. Трунихта спасли и долгое время укрывали террористы. Значит ли это, что Трунихт использовал церковь земли так же, как до того рыцарь и патриотов? Или может все было наоборот? Глава восьмая Падение золотого дерева Голденбаум Если бы можно было сказать, что в сердце у каждого есть один священный основополагающий принцип, то в сердце Зигфрида Керхиайса он, несомненно, был воплощен в словах золотоволосой юной девушки, сказанных одиннадцать лет назад. Зиг, пожалуйста, будь добрым другом моему брату. Рыжеволосый мальчик очень гордился, что Анна Розе, которая в то время была пятнадцать, говорила с ним так. У Керхиайса почти никогда не было проблем со сном, но в тот единственный раз он метался и ворочался несколько часов, и, лёжа в темноте, поклялся стать верным рыцарем этих брата и сестры. Райнхарт с его золотыми кудрями и фарфорово-белой кожей был прекрасным мальчиком, похожим на ангела со спрятанными крыльями. Если бы только он был вежливее в общении с другими людьми, то обязательно стало бы популярным среди детей своего возраста. Однако, в противоположность внешности, он был нагл и агрессивен, так что быстро нажил в себе множество врагов. Вскоре нельзя было бы с уверенностью сказать, что он сможет спокойно пройти по улице, если бы рядом с ним всегда не было Кирхиайса, пользующегося уважением и популярностью среди городской детвары. Был один мальчик, на год старше Райнхарда и Кирхиайса, который превосходил ростом и силой всех детей по соседству. Только Кирхиайс, всегда умевший хорошо драться, мог справиться с ним один на один. И вот как-то раз, когда Кирхиайса не было поблизости, тот мальчик поймал Райнхарда в парке и попытался преподать ему урок. Возможно, он хотел сломать его и сделать своей марионеткой. Когда мальчик для затравки начал с каскада угроз и оскорблений, Райнхард посмотрел ему в лицо своими глазами, похожими на холодные драгоценные камни, а потом неожиданно пнул ногой в промежность. Когда тот, сложившись пополам упал, Райнхард схватил камень и стал безжалостно бить его. Даже когда его противник был уже покрыт кровью и звал на помощь, не способный думать о продолжении драки, Райнхард не остановился. Еще один мальчик, увидев это, побежал к Керхиайсу, чтобы рассказать о происходящем. Керхиайс тут же примчался и оттащил наконец Райнхарда от хулигана. Райнхард не получил ни царапины. Он вел так, словно ничего не случилось и не проявлял никаких угрызений совести. Только когда Керхиайс указал на его окровавленную одежду, Райнхард внезапно потерял самообладание. Он испугался, что у него будут проблемы, если его сестра узнает об этом. Хотя Анна Роза не стала обругать брата, но она смотрела на него с таким разочарованием в подобные моменты. Ничто иное не действовало на Райнхарда так, как этот взгляд. Мальчики провели импровизированное стратегическое совещание и, придя к решению, прыгнули одетыми в фонтан. Это смыло кровь с одежды Райнхарда, а сказать Анна Роза, что они упали в фонтан, было гораздо легче, чем пытаться объяснить ту ужасную драку. Когда Керхиайс задумался об этом, то понял, что ему-то незачем было мокнуть. И все же тот вечер был так приятен. Обернутые одним одеялом с Райнхардом они пили горячий шоколад, принесенный Анны Розы, а подержанный робот-прачка, купленный старшим фон Мюзелем, громко заявлял о своем существовании на заднем плане. Больше всего Керхиайса тогда беспокоило, что жертва расскажет своим родителям о том, что сделал с ним Райнхард. Но этого так и не произошло. Мальчик, о котором шла речь, всегда искал способа показать свою силу, и, очевидно, гордость не позволила ему привлечь родителей. Хотя это не значило, что он не попытается отомстить, так что впоследствии Керхиайс всегда держался рядом с Райнхардом. Если бы тот мальчик привел своих шестерок, Райнхард не смог бы справиться со всеми в одиночку. Но в конечном счете оказалось, что и эта тревога была напрасной. Несмотря на то, что сам Райнхард был привлекательной целью, никто из этих малолетних хулиганов не был настолько глуп, чтобы становиться врагом Зигфрида. Вскоре после тех событий Анны Роза забрали во внутренний дворец императора Фридриха IV. Райнхард поступил в военную школу, вернувшись позже, чтобы позвать с собой Керхиайса. Таков был конец тех старых дней. С того времени Райнхард поднимался все выше и выше по лестнице амбиций, таща своего рыжего друга всего на шаг позади себя. Керхиайс отвечал взаимностью. Эти златовласые брат и сестра были его домом, самой его жизнью. В этом он чувствовал радость глубокого удовлетворения. В конце концов, кто еще мог бы следовать по следам Райнхарда, когда он поднимался в небо? «Прекрасная работа, Керхиайс», сказал Райнхард, приветствуя вернувшегося с пограничья друга слепительной улыбкой. Командуя крупными силами, Керхиайс сражался в одиночных битвах по всей империи, выполняя свою задачу настолько безупречно, будто сам Райнхард оказался сразу в двух местах. Маркиз Литтенхайм, второй человек в дворянской коалиции, стал лишь горсткой космической пыли, а Керхиайс добавил к своему флоту силы всех тех, кто пожелал сдаться. После того, как он подавил последних мятежников на границе, он отправился к Гейсбургу, чтобы встретиться с основным флотом Райнхарда. Достижения адмирала Керхиайса просто слишком удивительны. Такие перешептывания стали в последнее время обычным делом в командном центре Райнхарда. Это были слова похвалы, но в то же время зависти и даже предупреждения. Главная причина, по которой Райнхард смог спокойно сосредоточиться на борьбе с основными силами герцога Брауншвейга, состояло в том, что Керхиайс установила власть и порядок во всех отдаленных регионах. Этот факт признавали все, и даже сам Райнхард говорил это. И как бы ни были велики достижения Керхиайса, Райнхард знал, что все они сделаны ради него. Ты должна быть устал. Проходи, присаживайся. У меня есть вино и кофе. Что ты будешь пить? Хотел бы быстры, но мы не можем быть разборчивыми на линии фронта. Считаю это еще одним поводом желать скорейшей победы и возвращения. Господин Райнхард, я бы хотел поговорить с вами кое о чем. Хотя Керхиайс высоко оценил оказанный ему теплый прием, но он не мог ждать дольше, чтобы подтвердить или опровергнуть то, что узнал. О чем же? О двух миллионах людей, погибших на планете Вестерланд. И что насчет них? На мгновение прекрасное лицо Райнхарда исказило раздражение. Керхиайс не пропустил этого и почувствовал, как что-то холодное сдавливает его сердце. Господин Райнхард, я получил сообщение от одного человека, утверждающего, что вы знали о планах атаки на Вестерланд и по причине политической целесообразности позволили этому случиться. Райнхард ничего не ответил. Это правда? Да. Анна Роза и Керхиайс были единственными людьми, которым Райнхард никогда не мог лагать. Взгляд Керхиайса стал крайне серьезным, даже требовательным. Было очевидно, что он не собирается оставлять эту тему. Вздохнув всем телом, Керхиайс сказал, «Господин Райнхард, в империи, какая она есть сегодня, под пятой династией Голденбаумов невозможно существование подлинного правосудия. Именно поэтому я верил, что если вы сбросите ее, то что-то изменится. Я не нуждаюсь в том, чтобы выслушивать это от тебя». Райнхард знал, что находится в невыгодном положении. Возможно, ему вообще не стоило вступать в эту дискуссию с Керхиайсом. Оставаясь с другом наедине, он возвращался обратно в дни их детства, дни, когда они были равны. Обычно Райнхард этого и хотел. Это была его вторая натура. Но теперь он жаждал, чтобы это были вертикальные отношения, где начальник может одним приказом прогнать подчиненного. Разумеется, жаждать этого его заставляло чувство вины за массовую гибель жителей Вестерланда. Влиятельные аристократы будут уничтожены. Это историческая неизбежность. Расплата по пятисотлетним долгам, так что я понимаю неизбежность кровопролития. Но вы не должны приносить людей в жертву. Особождение людей должно стать основой для вашей новой системы. Жертвуя же ими в политических целях, вы подрываете фундамент, на котором она будет построена. Я знаю это! Райнхард одним глотком осушил бокал и хмуро уставился на своего ржеволосого друга. Господин Райнхард, в голосе Кирхиа созвучила огромная печаль и лишь малая толика гнева. Борьба за власть, что разыгрывается между вами и высокородными, это битва между равными. Вы можете использовать любую тактику безо всяких сожалений. Но когда вы приносите в жертву простых людей, это окрашивает ваши руки кровью, и никакие красивые слова не помогут ее смыть. Зачем человеку ваших достоинств опускаться до этого ради временной выгоды? К этому моменту лицо Златовласова юноши окрасила болезненная бледность. Кирхиа был прав, а он нет. И как ни абсурдно, это осознание порождало все большее сопротивление. Он смотрел на своего друга глазами мятежного ребенка. «Довольно твоих проповедей!» закричал Кирхиа из. Он чувствовал стыд, и пытаясь избавиться от него, злился все больше и больше. «Во первых, Кирхиа из. Разве я интересовался твоим мнением?» Кирхиа из ничего не ответил. «Я спрашиваю тебя, разве я интересовался твоим мнением?» «Нет, вы меня о нем не спрашивали». «Верно. Ты можешь делиться своим мнением, если я тебе об этом попрошу. Что сделано, то сделано. И больше не говори об этом. Господин Райнхард, аристократы сделали то, чего никогда не должны были делать, но вы... вы не сделали того, что сделать было необходимо. И я не знаю, чей грех больше. Кирхиа из. Да, кто ты для меня?» Бледное лицо и яростный блеск глаз отражали гнев Райнхарда. Кирхиа из ударила его в самое больное место. Чтобы Кирхиа из не понял этого, Райнхарду пришлось показать еще больший гнев. Поскольку дело дошло до этого, у Кирхиа из не оставалось иного выбора, кроме как отступить. «Я верный слуга вашего превосходительства, маркиза Лоенграма». После этих вопросов и ответов они оба почувствовали, как нечто невидимое, нечто драгоценное беззвучно разбилось. «Хорошо, значит ты сказал Райнхарт, сделав вид, что ничего не заметил. Для тебя приготовлены комнаты. Отдохни там, пока у меня нет для тебя приказов». Кирхиа из молча поклонился и вышел из комнаты. Правда была в том, что Райнхарт не знал, как ему поступить. Ему следовало бы пойти за Кирхиа и самоизвиниться за то, что он сделал. Сказать, что это было всего один раз, и больше он никогда такого не сделает. «Не нужно говорить это при всех, их двоих будет вполне достаточно. Только это могло бы растопить это горькое чувство. Только это. Но именно этого Райнхарт просто не в состоянии было сделать». Райнхарт также полагал, что Кирхиа из и так должен понимать, что он чувствует. Бессознательно он зависел от поддержки Кирхиа Сколько раз они ссорились друг с другом, пока были детьми. Райнхарт всегда был причиной, а Кирхиа из тем, кто улыбался и прощал его. Но будет ли все так и на этот раз? Райнхарт ощущал непривычную неуверенность. Крепость Гейсбург, это рукотворное небесное тело, осталось без внешней поддержки и находилось в осаде. Люди внутри не могли поверить в происходящее. Разве несколько тысяч дворян не пришли сюда со своими войсками всего полгода назад? Разве не гудел в ней воздух от их энергии и активности, словно сама столица империи была перенесена сюда? В настоящее время каскад восстания жителей планет, дезертирство солдат и военных поражений уже почти превратил крепость в гигантский некрополь для аристократов. Как спрашивали друг у друга ошарошенные дворяне? И что делать теперь? О чем думает герцог Брауншвейк? Он не говорит ни слова. Непонятно, думает ли он о чем-нибудь вообще. Падение авторитета и популярности герцога было поистине катастрофическим. Многочисленные ошибки, которые раньше оставались незамеченными или считались слишком мелкими, чтобы обращать на них внимание, теперь вырастали в сознании людей. Неумение принимать верные решения, плохое понимание ситуации, отсутствие лидерских способностей, любой из этих черт было более чем достаточно, чтобы оправдать критику. Разумеется, те люди, которые сейчас винили Брауншвейга больше всех, сами сделали его своим предводителем и под его началом развязали гражданскую войну, и потому они были виновны не меньше. В конечном счете, аристократам пришлось прекратить обвинять своего вождя, проклинать себя за принятые решения и перейти к выбору меньшего из зол среди немногих оставшихся вариантов. Гибель в бою, самоубийство, бегство, капитуляция. Что же им выбрать из этих четырех? Выбравшие один из первых двух вариантов могли ни о чем не волноваться. Каждый из них по-своему готовился к доблестной, но бессмысленной гибели. А вот те, кто выбрал жизнь, находились в пучине сомнений. Даже если мы объявим о своей капитуляции, сказал кто-то, примет ли ее белобрысый щенок, то есть маркиз Лоенграмм. Мы сейчас в непредсказуемой ситуации. Вы правы, ответил ему другой. Сомнительно, что он примет ее, если мы придем к нему с пустыми руками. Но вот если мы принесем ему подарок, подарок, я имею в виду голову нашего предводителя. Они тут же замолчали, тревожно оглядываясь вокруг. Даже собственные мысли уже вызывали страх и чувство вины. Уже начались самоубийства. Первыми были пожилые аристократы и те, кто уже потерял сыновей в этой гражданской войне. Некоторые из них просто молча выпивали яд, в то время как другие поступали по примеру древних римлян и резали себе вены на запястьях, изливая ненависть и проклятие в адрес Райнхарда. С каждым новым самоубийством ощущение свободного падения у выживших все усиливалось. Герцог Брауншвейк топил себя в алкоголе. Хотя у него не было возможности узнать об этом, но его поведение было удивительно похоже на то, как маркиз Лоенграм провел свой последний день. Но по сравнению со своим казался более позитивным. Он созвал молодых аристократов и веселился вместе с ними, в пьяном угаре подстегивая свой боевой дух, крича, что убьет эту белобрысую выскочку и сделает кубок из его черепа. Разумные люди хмурились, со все большим пессимизмом относись к тому, куда все движется. Только молодые аристократы во главе с бароном Флегелем еще не отказались от борьбы. оптимистичным. Все, что нам нужно сделать, это сразиться в одной битве и заполучить голову белобрысого щенка. Сделав это, мы изменим историю. И в то же время расплатимся за все наши прошлые поражения. Мы должны в последний раз сразиться с врагом. Другого пути нет. С такими намерениями они посреди пьяной пирушки стали убеждать герцога отдать приказ реорганизации оставшихся боевых ресурсов для решительного наступления, когда Рейнхард увидел первое из посланий, доставленных ему на флагман, по губам молодого груз-адмирала империи пробежала легкая улыбка. О, письмо от Фройлиэйн Мариендорф. Хильда Хильдегарде фон Мариендорф. Рейнхард вспомнил ее сияющие глаза, полные ума и жизни. И это воспоминание было очень далеко от неприятного. Он вставил кристалл в систему воспроизведения и с ним заговорило четкое изображение дочери графа Мариендорфа. Письмо Хильды, или по крайней мере больше его честь, касалось действий или бездействия дворян и чиновников, сторонников Рейнхарда, оставшихся на Одине. В этом отношении она напоминала официальный доклад. Однако внимание Рейнхарда привлекла та честь, где говорилось о герцоге Лихтон-Ладе, исполняющем обязанности премьер-министра империи. Его Светлый сейчас проводит ревизию всех государственно-политических дел. В то же время он очень занят, навещая столичных дворян. Складывается впечатление, что у него есть какой-то грандиозный план. В словах Хильды была нотка сарказма, выражаемая чуть кривой улыбкой, но одновременно они были смертельно серьезны. Она посылала Рейнхарду предупреждение. «Этот старый лес», пробормотал Рейнхард, «звучит так, будто он готовится ударить меня в спину». Он холодно улыбнулся, представив лицо этого 76-летнего государственного деятеля. Соровый взгляд, резко заостренный нос, белые, как свежевыпавший снег волосы. У Рейнхарда были подготовлены собственные планы касательно интригана министра, хотя сейчас их выполнение возможно придется ускорить. В руках старика были император и императорская печать. Одного клочка бумаги хватит ему, чтобы украсть у молодого гроз адмирала его позицию. Рейнхард перебрал остальные письма, проигнорировав со второго по шестое и, наконец, выбрал седьмое. Оно было от его сестры Анны Розы. Поинтересовавшись его здоровьем и произнеся слова беспокойства и предостережения, она закончила письмо следующим образом. «Пожалуйста, никогда никогда не забывай о том, что для тебя важнее всего. Иногда тебе может показаться, что от этого лишь беспокойство, но гораздо лучше признать и оценить что-то, пока оно у тебя еще есть, чем жить потом с сожалениями, потеряв его. Поговори обо всем Зигом и выслушай, что он тебе скажет. На этом пока все. С нетерпением жду, когда ты вернешься домой. До свидания». Задумавшись, Райнхард коснулся своего изящно очерченного подбородка гибкими пальцами, затем пересмотрел сообщение еще раз. Это только его воображение или прекрасное лицо Анны Розы было чем-то омрачено? Как бы то ни было, в том настроении, в каком он сейчас был, Райнхард был скорее раздражен, чем признателен за то, что сестра посоветовала ему поговорить обо всем с Зигфридом Кирхиаисом. Для сестры суждения Кирхиаиса более ценны, чем мои. Незваные воспоминания о бойне на Вестерланде мелькнули у него в голове, отчего настроение Райнхарда упало еще ниже. Возможно, так и есть. Но я сделал это не потому, что мне так хотелось. У меня были веские причины так поступить. После событий на Вестерланде от герцога Брауншвейга все отвернулись. И гражданская война теперь должна была закончиться гораздо раньше, чем прогнозировалось изначально. А значит, в целом это послужит на благо народу. Кирхиаис слишком привержен высоким идеалам, далеким от реального мира, и потому попал в ловушку собственных принципов. Еще одна вещь обеспокоила Райнхарда. Нигде в своем послании Анна Роза не сказала чего-нибудь вроде «Передай мои наилучшие пожелания Зигу». Значило ли это, что она отправила ему отдельное письмо? Если да, то что она сказала ему? Райнхарду хотелось это узнать, но учитывая его нынешнее чувство неловкости по отношению к Кирхиаису, он просто не мог этого сделать. Но что бы ни происходило между ним и Кирхиаисом, стоило только вмешаться Оберштейну, как Райнхард немедленно встал на сторону своего ржеволосого друга. «Даже если вся вселенная обернется против меня, Кирхиаис останется на моей стороне. Так будет всегда, и потому я всегда вознаграждаю его. Что в этом плохого?» В ответ на горячие слова Райнхарда начальник его что бы безо всяких эмоций произнес. «Ваше превосходительство, я вовсе не предлагаю вам отстранить или изгнать адмирала Кирхиаиса. Я только прошу вас внять предупреждение, что ему лучше занимать такую же позицию, как Ройенталь и Миттермайер. Вам следует относиться к нему как подчиненному. В организации не нужен номер два. Не имеет значения талантлив он или бездарен, его существование все равно принесет вред. Не должно быть никого, кто может стать заменой для номера один и принять на себя преданность его последователей». «Я понял», сказал Райнхард. «Достаточно. Больше не обращайтесь ко мне по этому поводу». Сильнее всего Райнхарда раздражало то, что в словах Оберштайна была определенная логика. Почему же слова этого человека, несмотря на его правильность, совершенно не убеждали? Миттермайер пришел в каюту Ройентале и теперь они наслаждались игрой в покер. На столе, в ожидании долгой баталии, стоял термос с кофе. «У меня такое чувство, будто между Маркизом Лоенграмом и Кирхиайсом что-то не так», заметил Миттермайер, вызвав пристальный взгляд разноцветных глаз Ройентале. «Тебе не кажется, что эта история это всего лишь слухи?» сказал Ройенталь. «По крайней мере на данный момент». «Даже если то так, распространение таких слухов опасно? Очень опасно. Но не знаю, можем ли мы что-то с этим поделать. Проблемы очень деликатны. Если слухи безосновательны, то надо разобраться, кто их распространяет. Но если это правда, то все гораздо сложнее. В любом случае, нам не удастся остаться в стране». «С другой стороны», ответил Ройенталь, «Если мы будем действовать опрометчиво, то можем в итоге превратить елит леющий огонек в бушующий пожар». Они взглянули на свои карты. Оба решили сбросить по три и вытянули из колоды новые. Следующим заговорил Ройенталь, «Это беспокоит меня уже некоторое время. Похоже, нашего начальника штаба волнует, что маркиз Лоенграм и Кирхиай столь близки, как в частной жизни, так и публично. И это его идея, что номер два вреден для дела. Теоретически в ней есть смысл, но... Оберштайн? Дружелюбия в голосе Миттермайера не было. Признаю, он умный человек, но у него есть плохая привычка вызывать неприятности там, где их раньше не было. До сих пор все шло хорошо, так зачем силой что-то менять только потому, что в чем-то оно не подходит к теории, особенно если речь идет о человеческих взаимоотношениях. Миттермайер посмотрел на свои карты и напряженная линия его губ смягчилась. Каре Валетов, похоже, завтра выпивку ставишь ты. У меня тоже каре. В разного цвета глазах появилась коварная улыбка. Три дамы и Джокер. Сожалею, господин ураганный волк. Миттермайер с досадой прищелкнул языком, бросая карты на стол. В следующую секунду крепости Гейсбург. Молодые аристократы максималисты, возглавляемые бароном Флегелем, убедили герцога Брауншвейга согласиться на эту неподготовленную вылазку. Однако это не значило, что в ней участвовали все оставшиеся силы. Меркатс последовал приказу без комментариев, но другая влиятельная фигура, адмирал Адальберт Фаренхайт, отказался куда-либо идти. Нам нужно использовать преимущество, которое дает нам крепость, заставить врага пролить как можно больше крови, а самим настроиться на затяжную битву и ждать изменения ситуации. А Велоска лишь приблизит наше поражение. Когда он говорил это, его глаза цвета морской волны были полны гнева и презрения. На этом Фаренхайт не остановился, выложив сразу весь список претензий, накопившихся за это время. Прежде всего, Вэй и другие офицеры это товарищи по оружию, а не хозяин и слуги. Возможно, по рождению у нас разные статусы, но мы все являемся вассалами Галактической Империи и сражаемся, чтобы защитить династию Голденбаумов от маркиза Лоенграмма. Это должно быть цель и обедняющий нас. Военные эксперты пытаются донести до вас совет, как избежать худшего развития ситуации, но тем не менее вы продолжаете говорить этим властным тоном и заставляете всех нас поступать согласно вашей воле. Герцог Брауншвейк, возможно, вы чего-то не понимаете? Речь Фаренхайта была предельно жесткой. Герцог Брауншвейк побелел от гнева, слушая критику Фаренхайта. Еще ни разу в своей жизни он не позволял подобной дерзостью остаться безнаказанной. В прошлом, впадая в ярость, он часто бросал бутылки или стаканы в слуг. Массовое убийство жителей Вестерланда по сути было продолжением той же тенденции. Однако сейчас перед атакой Брауншвейк кожей чувствовал, как его поддержка испаряется. Прежде всего он больше не был уверен в победе. Герцог успокоил дыхание, а потом, скрывая за насмешкой собственную нерешительность, сказал «Мне не нужны трусы!» и приказал готовиться к вылазке, проигнорировав совет Фаренхайта. Флот дворян вырвался из крепости, огрызнулся орудийным залпом и рванулся вперед, выстраиваясь в ряд. Они пытались сокрушить врага голой силой. Райнхард встретил их тремя рядами артиллерийских кораблей, оснащенных скорострельными крупнокалиберными лазерными орудиями, выпускавшими непрерывные залпы по приближающимся вражеским судам. У аристократов не было недостатка в боевом духе. Получившие повреждения корабли отступали, но им на смену тут же шли новые ряды, создавая непрерывные волны атак. По мере того, как число этих атак и следующих за ними неудач возрастало, словно флот дворян бил со стенку, боевой дух начинал даже вызывать уважение. Наконец, Райнхард приказал Рою скоростных крейсеров, которые он держал в резерве, начать контратаку на предельной боевой скорости. Момент для нападения был выбран безупречно. К этому времени уже шесть волн атак разбились непреодолимую стену, и экипажи кораблей дворянской коалиции начинали чувствовать физическое и умственное истощение. Кроме того, что было еще хуже для аристократов, атаку крейсеров возглавлял адмирал флота Зигфрид Кирхиайс. Райнхард отвел своему другу самую важную роль в этой битве. Обычно он отдал бы этот приказ лично, но сейчас, когда его эмоции еще не успокоились, он передал его через Эберштайна. При одном упоминании имени Кирхиайса солдаты флота аристократов не смогли скрыть тревоги, которую молодой непобедимый адмирал уже начал вселять в сердца врагов. «Во мне зачем бояться этого рыжего щенка? Это отличный шанс отомстить за марки из-за Литтенхайма!» Но хоть командиры пытались поднять боевой дух своих солдат такими криками, это было лишь пустой бравадой. Крейсеры, ведомые Кирхиайсом, ворвались в их ряды с невероятной энергией и скоростью, а затем к битве присоединились также силы Миттермайера, Руенталя, Кемпфа и Беттенфельда. Флот Райнхарда продолжал тотальную атаку, быстро наращивая преимущество добытой Кирхиайсом и почти мгновенно обеспечил себе победу. Когда Руенталь преследовал пытающиеся сбежать вражеские корабли, с ним вышел на связь барон Флегель, один из вражеских командиров. Появившись на экране, барон признал поражение, но в то же время вызвал Руенталя на дуэль, предлагая бой между их кораблями один на один. «Не будьте смешны! Нет смысла поединок с уже побежденным врагом! Можете гавкать нам вслед сколько пожелаете!» Холодно ответил Руенталь и продолжил свое продвижение, пролетев мимо линкора, с которого Флегель бросил ему вызов. После Руенталя перед Флегелем появился корабль фрица Йозефа Беттенфельда, командира Шварц-Лансенрайтеров. Но даже он, вопреки своей агрессивной репутации, не принял безумный а сражение с врагом, уже смирившимся с гибелью, на этом этапе будет не более чем напрасной тратой солдатских жизней. «Довольно! Прекратите это!» Сказал один из офицеров Флегеля, капитан Шумахер, не в силах больше смотреть, как его командир с безумным видом вглядывается в экран связи. «Никто не согласится на дуэль с вами. Для них это не имеет смысла. Сейчас важнее другое. Мы должны радоваться, что все еще живы. Теперь нам нужно найти убежище и начать составлять планы нашего возвращения». «Замолчи!» прикрикнул на него барон Флегель, отмахиваясь от совета подручного. «Что ты имеешь в виду, говоря, мы должны радоваться, что все еще живы? Я не боюсь смерти! Нам больше ничего не осталось, кроме как сражаться до последнего человека, и красиво погибнуть, как всегда умирали дворяне империи!» «Красиво погибнуть?» Шумахер рассмеялся, но его смех был горьким. «Если это то, чего вы хотите, то я понимаю, почему вы проиграли. Все это лишь прикрывает красивой оберткой вашей неудачи и позволяет вам погрузиться в трагические героические фантазии». «Что ты сказал?» «Хватит уже!» «Если хотите красиво погибнуть, то умирайте сами, но не впутывайте в это нас! Почему мы должны идти за вами и отдать жизнь ради ваших эгоистичных фантазий?» «Наглый пяс!» – заорал барон. Он попытался достать свой бластер, но неуклюже выронил его на пол. Торопливо подняв его, флегель направил бластер в грудь своему офицеру. Однако прежде чем он смог выстрелить, тело барона флегеля пронзили лучи энергии, выпущенные сразу из нескольких стволов. В продырявленном мундире барон сделал три, потом четыре шага на подкашивающихся ногах. Его широко распахнутые глаза, казалось, смотрели не на подчиненных, а на потерянные дни славы, которые больше никогда не наступят. Когда он упал на пол, некоторые увидели, что его губы шевелятся, но никто не мог услышать, как он на последнем вздохе прошептал «Слава Империи!» Капитан Шумахер опустился на колени рядом с телом барона и закрыл его веки. Солдаты, которые только что предали и убили своего командира, собрались вокруг него. «Что вы будете делать теперь?» Они решили довериться разумному офицеру. «Пожалуй, для меня уже слишком поздно пытаться перейти на сторону маркиза Лоенграма. На какое-то время я укроюсь на физзане. Там я и подумаю, что делать дальше. Можно ли нам отправиться вместе с вами?» «Конечно, я не против, но если кто-то не хочет этого, прошу, дайте мне знать. Все вы свободны поступать так, как пожелаете, будь то присоединение к Лоенграмму или возвращение в родные миры». Наконец, линкор, бывший прежде достоянием барона Флегеля, покинул поле боя под управлением нового командира, и его истерзанный боем корпус исчез в глубинах молодой офицер с холодным жестким выражением лица смотрел, как капитан призывает всех к самоуничтожению и массовому самоубийству. Не говори ни слова, он вытащил свой бластер и выстрелил капитану в голову. «Измена!» закричал старший офицер всего за секунду до того, как его самого застрелили. Успев лишь вытащить оружие, он рухнул рядом с телом капитана. К тому времени по всему кораблю уже начали обмениваться вспышками выстрелов. Экипаж разделился на две части офицеров рядовых солдат, между которыми разразилась смертельная схватка. И это был далеко не единственный корабль, на котором началось вооруженное столкновение между солдатами и высокопоставленными офицерами. Неблагородные младшие офицеры и солдаты отказывались сопровождать аристократов на их пути к самоуничтожению. На одном корабле капитана, который долгое время притеснял своих солдат, живьем бросили в термоядерный реактор. На другом двум высокопоставленным офицерам, которые никогда не были популярны среди рядовых, пришлось голыми руками драться насмерть. Затем победителя выкинули в вакуум через воздушный шлюз. Еще на одном корабле солдату, который шпионил за сослуживцами, докладывая капитана об их словах и поступках, накинули на шею веревку и протащили по нескольким палубам, прежде чем застрелить. Безумие битвы послужило катализатором и гнев, недовольство и обиды, накопленные за 500 лет, наконец прорвались. Корабли аристократов стали сценами мятежей, внутренней борьбы и массовых самосудов. Многие суда, захваченные солдатами, останавливали двигатели, ложились в дрейв и обращались ко флоту Рейнхарда со словами «Мы сдаемся и смиренно просим о снисхождении». Был, однако, один корабль, где жажда мести оказалась столь сильна, что солдаты забыли передать сообщение о капитуляции. И он взорвался под градом выстрелов. Другой открыл огонь по своим убегающим товарищам, сигнализируя желание перейти на другую сторону. В момент, когда поражение стало несомненным, высшей аристократии был предъявлен окончательный счет за пять столетий непрерывного упадка при несправедливой социальной системе. Больше некого было винить, они жестоко расплачивались за свои собственные деяния. Все так, как и предсказывала Фрой Лейн Мариендорф. Недовольство рядовых по отношению к офицерам благородного происхождения станет одним из залогов моей победы. Поразительная точность суждений. Рейнхард произнес это, глядя на обзорный экран на мостике Брунгильды и начальник штаба вице-адмирал Оберштайн ответил «Честно говоря, я не думал, что это противостояние закончится уже в этом году, но все разрешилось на удивление рано. По крайней мере, с этими разбойниками и узурпаторами». «Разбойники и узурпаторы», холодно пробормотал Рейнхард. Благодаря его победе и поражению аристократов, этот вошедший в официальные записи термин, который он придумал для них, оказался справедлив. Судить побежденных — естественное право победителя, и Рейнхард собирался воспользоваться им. Если бы Рейнхард оказался проигравшим, то этот постыдный титул достался бы ему, как и позорная смерть. Так что, с этой точки зрения, у него не было причин колебаться в использовании своих полномочий. Враг, находящийся перед нами, уже лишился своих сил. Вскоре вам пора будет вернуться на Один, чтобы начать приготовление к борьбе с врагом, стоящим позади. Указание Рейнхарда было кратким, но Берштейн прекрасно все понял. Как пожелаете. Следующая битва будет проходить не в космосе, а в дворце, где излюбленным оружием являются интриги, а они лазерные пушки. И это будет битва не менее ужасная, чем те, которые происходят между огромными флотами кораблей. Флот торжествующего противника встал перед Адмиралом Меркатсом, блокируя его флагману возможность вернуться в крепость Гейсборг. Адмирал Меркатс вошел в свою каюту, вытащил бластер и уставился на него. Это будет последнее дело в его жизни. Меркатс крепко сжал рукоять бластера и приставил его к виску, когда дверь вдруг открылась и в каюту вбежал его адъютант Бернхард фон Шнайдер. Остановитесь, ваше превосходительство! Уважайте хоть немного свою жизнь! Капитан Шнайдер, прошу прощения, адмирал, я заранее вынул энергокапсулы, опасаясь, что вы можете попытаться сотворить что-то подобное. В руке Шнайдера тускло блеснули энергетические капсулы от бластера. С кривой улыбкой старый адмирал бросил бесполезный бластер на стол. Шнайдер поднял его. Маленький экран в каюте показывал яркие сцены уже потерпевшего поражения и теперь двигающегося к гибели флота аристократов. Я предполагал, что все может обернуться так. И теперь все это стало явью. Все, что я смог сделать, это немного отодвинуть этот день, сказал Меркац, а потом перевел взгляд на своего помощника. Как бы то ни было, когда вы вынули капсулы, я даже не заметил. Ничего не говоря, Шнайдер открыл барабан и показал Меркацу. Капсулы были внутри. Рот адмирала чуть приоткрылся. Вы одурачили меня. Вы зашли так далеко лишь для того, чтобы сказать мне, что нужно продолжать жить, капитан. Да, именно так. Ради чего жить? Я командующий разбитого войска и с точки зрения новой власти неисправимый мятежник. Во всей Империи больше нет места, где я смог бы остаться в живых. Если я сдамся, Маркист Лоенграм может простить меня, но даже мне известно, что такое воинский позор. Если вы позволите мне сказать, ваше превосходительство, Маркист Лоенграм пока что правит не всей вселенной, и хотя наша галактика довольно тесная, в ней все еще есть места, куда его власть не распространяется. Прошу вас, покиньте Империю. Так вы сможете сохранить жизнь и подумать над тем, чтобы однажды нанести ответный удар. Вы предлагаете мне эмигрировать? Верно, ваше превосходительство. Раз вы говорите о возможном возвращении, я полагаю, что наша цель не Физзан. Значит, вы выбрали другой вариант. Да, ваше превосходительство. Союз свободных планет, сказал Меркат сам себе. Это название прозвучало неожиданно свежо. Когда он думал о Союзе прежде, то всегда старался игнорировать сам факт его существования, используя по умолчанию традиционный термин «территория повстанцев». Я сражался с этими людьми более сорока лет. Видел, как от их рук погибло множество моих людей и сам убил многих из них. И вы считаете, что они примут кого-то вроде меня? Я предлагаю положиться на прославленного адмирала Яна Венли. Говорит, он немного эксцентричен, зато человек с широкими взглядами. Кроме того, даже если он откажется, мы всего лишь вернемся к тому, с чего начали. И если дело дойдет до того, вы умрете не один. Болван, вы должны жить. Вам еще нет тридцати, не так ли? С вашим талантом маркиз Лоенграмм точно возьмет вас к себе. Я не испытываю ненависти к Лоенграмму, но я уже решил, что буду служить под командованием только одного адмирала. Пожалуйста, ваше превосходительство, решайтесь. Шнайдер ждал, и, наконец, его терпение было вознаграждено. Меркацки внуло сказал, «Ладно, я в ваших руках. Давайте попробуем обратиться к Яну Венли и посмотрим, что из этого выйдет». Крепость Гейсбург находилась на краю гибели. Я внешнюю броню изуродовал непрекращающийся орудийный огонь, а внутри воцарилась своенравная власть смятения, паники и непрерывного шума. Герцог Брауншвейк, глава вооруженных сил дворянской коалиции, слабым голосом позвал. «Коммодор Ансбах! Где Ансбах?» Поблизости проходили несколько офицеров, а также рядовых солдат, но все они разбежались, будто бы не заметив отчаявшегося аристократа. Все были доведены до крайности, и ни у кого не было возможности беспокоиться о ком-то, кроме самих себя. «Коммодор Ансбах! Я здесь ваша светлость!» Герцог обернулся и увидел своего верного сторонника. Рядом стояли несколько его подчиненных. «А, так вот ты где! Я не нашел тебя в тюрьме и решил, что ты уже сбежал! Мои люди пришли и выпустили меня!» Коммодор низко поклонился, не показывая никакой обиды за то, что был брошен в тюрьму. «Могу представить, какие сожаления вы должны быть испытываете вашу светлость!» «Да, я никогда не думал, что все может обернуться таким образом, но теперь, когда это случилось, выбора больше нет. Нам придется предложить мир!» «Мир?» Коммодор моргнул. «Я предложу ему самые выгодные условия!» «Я признаю его власть!» «Начная с меня, все аристократы поддержат его!» «Это очень неплохие условия!» «Ваша светлость!» «А, да, ты прав!» «Я отдам ему также мою дочь, Элизабет!» «Это сделает его внуком предыдущего императора через женитьбу!» «Тогда его притязания станут обоснованными, как у наследника императорской династии!» «Это будет для него гораздо лучше, чем клеймо узурпатора!» «Ваша светлость!» «Это ничего не даст!» «С тяжелым вздохом ответил Ансбах!» «Маркиз Лоенграмм не примет вашего предложения!» «Может быть, полгода назад он и согласился бы, но теперь ему не нужна ваша поддержка!» «Он собственными силами добился своего положения, и теперь никто не сможет встать у него на пути!» Коммодор смотрел на терзание своего господина с оттенком жалости. Герцог вздрогнул, на лбу у него выступил пот. «Я герцог Отто фон Браун Швейк, глава великого рода, не имеющего себе равных среди дворян империи! Ты хочешь сказать, что белобрысый щенок убьет меня несмотря на это?» «Ох, неужели вы до сих пор так и не поняли вашу светлость! Именно по этой причине маркиз Лоенграм ни за что не оставит вас в живых!» Герцог выглядел так, словно его вены наполнились какой-то густой вязкой жидкостью. Цвет его кожи постоянно менялся, будто поток крови у него в теле то останавливался, то снова начинал течь. «Еще потому, что вы враг человечности!» добавил Коммодор беспощадно. «Что?» «Я имею в виду Вестерланд, только не говорите, что вы забыли!» Собрав все силы, Брауншвейк взревел. «Это бред! Неужели убить эту низкородную толпу значило совершить преступление против человечности? Как аристократ, как их правитель, я просто воспользовался своими правами, не так ли?» «Просто людины так не считают». И маркиз Лоенграм на их стороне. До сих пор галактическая империя жила в соответствии с логикой аристократии и в первую очередь вашей. Но теперь половина вселенной будет управляться в соответствии с новой логикой. Вероятно, это станет еще одной из причин, почему маркиз Лоенграм не позволит вам жить. Чтобы заставить всех понять это, он должен вас убить. Если он этого не сделает, то не достигнет своей цели». Долгий долгий вздох вырвался из уст герцога. «Что ж, ладно, я умру. Но я не вынесу, если этот щенок узурпирует трон. Он должен отправиться в старство Хель вместе со мной». Коммодор Анцбах не знал, что ответить. «Анцбах, я хочу, чтобы ты, так или иначе, не позволил ему узурпировать трон. Если ты поклянешься, что сделаешь это, я не стану жалеть собственной жизни. Прошу, в глазах Брауншвейга разгоралось пламя одержимости, Анцбах бесстрастно смотрел на него, потом кивнул со спокойной решимостью. «Я понял. Клянусь, я сделаю все, что в моих силах, чтобы забрать жизнь Райнхарда фон Лоинграма. Неважно, кто станет следующим императором, это точно будет не он. Ты обещаешь? Хорошо. Человек, бывший знатнейшим из дворян Галактической империи, облизнул свои сухие губы. Хотя раз сутком он уже все решил, он не мог с легкостью отбросить тень страха. «Я хотел бы умереть легкой смертью. Понимаю, вам стоит использовать яд. На самом деле, он уже подготовлен». Они перешли в роскошные апартаменты герцога. Несмотря на то, что солдаты дезертиры основательно разграбили их, винные стойки все еще оставались в бутылке с вином и коньяком. Коммодор вытащил из кармана небольшую капсулу размером с ноготь мизинца. В нем была смесь из двух видов препаратов. Один не позволял мозговым клеткам насыщаться кислородом, что вело к быстрой смерти мозга. Второй блокировал нервные окончания, по которым распространялась боль. «Вы быстро погрузитесь в сон, а затем умрете без боли. Пожалуйста, смешайте это с вином и выпейте». Ансбах выбрал бутылку на винной стойке, посмотрел на этикетку и увидел, что это прекрасное вино урожая 410-го года. Он налил вино в бокал, а потом открыл капсулу, в которой оказались мелкие гранулы. Наблюдая за его действиями со своего кресла с высокой спинкой, герцог Брауншвейк внезапно задрожал. Свет здравомыслия исчез из его глаз. «Ансбах, нет, я не хочу этого делать», произнес он срывающимся голосом. «Не хочу умирать, я сдамся, отдам все свои владения, все титулы, только не жизнь». Коммодор глубоко вздохнул и дал знак своим людям справа и слева. Двое крупных сильных офицеров шагнули вперед и схватили Брауншвейга, удерживая его на месте, хотя и одного из них было бы достаточно. «Что вы делаете? Отпустите меня! Вы дерзкие!» Как последний глава рода герцогов фон Брауншвейгов, сделайте это сами, с честью и достоинством. Ансбах поднял бокал и поднес его к губам обездвиженного герцога. Брауншвейг стиснул зубы, отказываясь пить яд. Но тут Ансбах левой рукой зажал ему нос. Лицо герцога побагровело, и когда он рот, и отравленное вино темно-красным водопадом холынуло в его горло. Волна ужаса поднялась в глазах Брауншвейга, но это продолжалось лишь несколько секунд. Ансбах с каменным лицом стоял, наблюдая, как веки герцога опустились, а мышцы расслабились. Когда его голова безвольно упала, коммодор приказал отнести герцога в лазарет. Его подчиненные нерешительно колебались. Но, коммодор, он ведь уже мертв. Именно поэтому я и хочу, чтобы вы это сделали. А теперь выполняйте приказ. Это был довольно странный ответ. Ансбах взглядом проводил подчиненных, которые начали выполнять приказ, недоуменно покачивая головами. Золотое дерево почти упало, пробормотал он негромко. То, что придет ему на смену, будет известно как... Что? Зеленый лес? Графиня Графиня Зеленого леса. Такой титул получила сестра Райнхарда Анны Розы от покойного императора Фридриха Четвертого. Старый солдат шел по коридорам, держа в руках маленький ручной компьютер и, казалось, не знал, что ему делать. Младший офицер, ехавший на машине с водородным двигателем, остановился и крикнул ему. Эй! Что ты здесь делаешь в такое время? Как насчет того, чтобы спасаться Бекстом или поднять белый флаг? Армия Луинграма может оказаться здесь в любую минуту! Старый солдат повернулся всем телом, не показывая ни малейшей тревоги. В каком вызвании? Спросил он. Ты сам это поймешь, если посмотришь на знаки различия. Я старшина. А что? Старшина значит 2840 имперских марок. А чем это ты старик? Вот взгляните. Это передаточный сертификат имперского банка. В любом месте любой планеты его можно обменять на деньги. Старшина застонал. Слушай, дед, ты вообще понимаешь, что сейчас происходит? Сегодня весь мир изменится. Сегодня день выплат. Спокойно сказал старик. А я отвечаю за жалование. Вы сказали, что мир изменится, но на деле это означает лишь, что сменятся люди наверху. А мелким сошкам вроде нас нужно есть. Если не выдадут жалование, то есть будет нечего. В этом смысле ничего не изменится, кто бы не стоял во главе. Ладно, я понял. Садись в машину. Я отвезу тебя туда, где собираются желающие сдаться. После того, как машина, несущая офицера и старого солдата, умчалась по коридору, в проходе появился молодой дворянин в чине капитана первого ранга, ищущий тяжелое вооружение. Он все еще не отказался от сопротивления. Насколько я помню, этот склад должен быть пост. Пробормотал он сам себе и все же открыл дверь в надежде, что там осталось хоть что-то. Однако то, что он увидел, заставило его глаза широко раскрыться от удивления. Внутри склада находилась гора военного снаряжения. Там были пищевые пайки, аптечки, одежда, одеяло и стрелковое оружие с боеприпасами. Пятеро или шестеро солдат и младших офицеров застыли в замешательстве при видении званого гостя. «Что все это значит?» заорал капитан. «Откуда взялись эти вещи?» Выражение лица капитана испугало младших офицеров. Тем не менее они не выпустили из рук переносных ящиков с пайками, которые прижимали к груди, и это еще больше возмутило капитана. «Что язык проглотили? Тогда я сам скажу! Вы спрятали все это, чтобы сохранить для себя, вместо того, чтобы отправить на передовую, так?» Ответ на вопрос капитана ясно читался на их лицах, и его гнев на этих хитрых простолюдинов вскипел и прорвался сквозь границу здравого смысла. «Бессовестные псы! Стоите, где стоите! Я преподам вам урок дисциплины!» Крики и яростный рев заполнили помещение. Но наконец на голову капитана набросили одеяло, и не прошло и десяти секунд, как он был убит. Как истинный аристократ, молодой капитан до последнего думал, что даже перед лицом полного поражения солдаты не станут сопротивляться наказанию от офицера. Разразненное единичное сопротивление подошло к концу, и первыми адмиралами, вступившими в крепость, когда она оказалась полностью захвачена, стали Вольфган Миттермайер и Оскар фон Руенталь. Они смотрели на пленных аристократов, которые сидели по обеим сторонам коридора, ведущего в большой приемный зал. Напуганные оружием солдат Райнхарда, израненные и грязные дворяне не могли держаться на ногах. Миттермайер слегка покачал головой. «Я и не мечтал, что настанет день, когда смогу увидеть влиятельных аристократов, выглядящими столь жалко. Можно ли назвать это началом новой эры? Одно можно сказать наверняка. Это точно конец старый», ответил Руенталь. Дворяне смотрели на них безо всякой враждебности. В их глазах были лишь страх и неуверенность, а еще тень надежды заслужить расположение победителей. Когда их глаза встречались, то некоторые даже заискивающе улыбались. Сначала Миттермайера и Руентали это удивило, а потом они почувствовали отвращение. Но когда они задумались на этот счет, то поняли, что лучшего доказательства победы невозможно представить. «Их эпоха окончена. С этого дня начинается наша». Два молодых адмирала гордо подняли головы и продолжили путь, шагая между рядами побежденных. Глава девятая. Прощайте далекие дни. Девятое сентября. Крепость Гейсбург. У входа в зал, где проводилась церемония празднования победы, охранники предупредили Зигфрида Кирхиаиса о запрете на вход с оружием. Рыжий юноша послушно снял с пояса бластер, но потом все же решил спросить. «Я адмирал флота Кирхиаис. Даже мне не разрешено войти с оружием. Даже для адмирала Кирхиаиса нет исключений. Таков приказ. Приносим вам извинения». «Понятно. Что ж, не важно. Все в порядке». Кирхиаис передал бластер охраннику. До сих пор Райнхард всегда позволял ему держать оружными. Это наглядно демонстрировало всем, что Кирхиаис являлся номером два. Однако теперь обычный порядок похоже изменился. Кирхиаис вошел и встал в ряд с другими адмиралами, пришедшими раньше него. Они вежливо кивнули, когда он появился, и он ответил им тем же. При этом в глазах Руэнтали и Миттермайера что-то мелькнуло. Без сомнения они понимали, что между Райнхардом и Кирхиаисом что-то произошло. Нельзя позволять себе думать, что я занимаю привилегированную позицию. А дернул себя Кирхиаис. Тем не менее, он ничего не мог поделать с предчувствием одиночества, продолжавшим колоть его в сердце. Теперь они с Райнхардом не более, чем господин и слуга? Хотя никем другим мы никогда и не могли быть, подумал Кирхиаис, пытаясь избавиться от терзающей его печали. В конце концов, те, кто находится ниже, не должны искать равных отношений с теми, кто выше них. Пройдется с этим смириться. Быть может, господин Райнхард сбился с пути и стал допускать ошибки, но я уверен, что в конце концов он все поймет. Разве не так было до сих пор все эти одиннадцать лет? До сих пор? У Кирхиаиса было неспокойно на сердце. До сих пор все всегда оборачивалось именно так, и он верил, что так будет и дальше. Хотя, возможно, он просто хотел в это верить. Распорядитель церемоний, будто стремясь похвастаться силой своих легких, граммко провозгласил. Главнокомандующий вооруженными силами Галактической Империи Маркиз Райнхард фон Лоенграмм. Когда Райнхард вошел в зал и зашагал по красной ковровой дорожке, выстроившиеся по обеим ее сторонам офицеры разом отсулитовали ему. Пройдет еще немного времени, и этот салют сменится почтительным поклоном, которого удостаивается лишь один человек во вселенной, носящий императорскую корону. Еще два или три года, и этот золотовлосый юноша, рожденный в обедневшей семье, принадлежащий к дворянам лишь по имени, добьется исполнения всех своих амбиций. Когда его взгляд уже почти встретился со взглядом Кирхиайса, Райнхард бессознательно отвернулся. Он принял во внимание Совет Уберштайна насчет того, чтобы не позволять Кирхиайсу носить оружие там, где это запрещено всем остальным. Он властелин и хозяин, а Кирхиайс лишь один из его подчиненных. Райнхард не должен давать ему каких-либо особых прав и привилегий. До сих пор он делал слишком мало различия между своим частным и публичным «я». С этого дня Кирхиайс, как и все прочие адмиралы, должен перестать называть его Райнхард, а обращаться к нему Маркиз Лоенграм или Ваше Превосходительство. Сила и власть принадлежат лишь господину и хозяину. Райнхард начал церемонию празднования победы, дав аудиенцию взятым в плен высокопоставленным офицерам. Среди них оказался и старый знакомый Райнхарда адмирал Адальберт фон Форенхайт. Форенхайт, много времени прошло, не правда ли? Кажется, в последний раз мы виделись при Астарте. Так точно. В глазах цвета морской волны не было ни капли подобо страсти. Но и Райнхард не смотрел сверху вниз на этого побежденного адмирала. Ведь он сражался столь доблестно. Присоединиться недостойной вас. Почему бы вам вместо этого не последовать за мной и не воплотить в жизнь ваши чаяния компетентного военачальника? Я солдат империи. Когда ваше превосходительство возьмет в свои руки бразды правления армии, я смиренно последую за вами. Возможно, я пришел сюда кружным путем, но хочу наверстать упущенное. Райнхард кивнул. С Форенхайда сняли наручники, и он занял место в ряду офицеров. Таким образом, таланты продолжали пребывать в лагерь Райнхарда. В конце концов, ведь ему не нужно было полагаться во всем на одного кирхиаиса, не так ли? Хотя он и сожалел, что каким-то образом позволил ускользнуть Меркацу. В дальнем конце выстроившихся рядов раздались тихие возгласы. Тело герцога Брауншвейга, уложенное в капсулу из специального стекла, только что везли в комнату. Потрясенные люди смотрели на безжизненную фигуру величайшего из аристократов империи, лежащую в капсуле в военной форме. Гроб сопровождал командор Ансбах. Человек, известный как правая рука покойного герцога, стоя у входа в зал, с каменным лицом поклонился молодому победителю и медленным шагом направился к нему. Среди присутствующих послышались негромкие, но ясные воинов по отношению к жалкому человечку, который пришел просить о милости, принеся в подарок тело своего хозяина. Словно невидимые холосты, эти смешки жестоко били по каждому дюйму тело Ансбаха. То, что Райнхард даже не пытался остановить это, было связано с безжалостно требовательной стороной его юношеской натуры. Подойдя к Райнхарду, Ансбах почтительно поклонился и нажал на кнопку. Крышка стеклянного гроба открылась. Чтобы победитель мог посмотреть на труп его побежденного хозяина? Нет, это было совсем не так. В тот момент, когда все произошло, свидетели не сразу смогли понять происходящее. Ансбах протянул руки к телу своего господина, рывком распахнул его форму и вынул изнутри странный предмет, выглядевший как комбинация цилиндра и куба. Ручная пушка, небольшое, но мощное оружие, созданное для сражений пехоты. Ансбах вытащил ее из внутренности трупа, где эта пушка была спрятана. Отважные опытные воины застыли на месте, ошеломленно глядя на него. И не только они. Сам Рейнхард, осознавая, что происходит, не способен был пошевелить пальцем. Дуло оружия качнулось в сторону златовласова гроз-адмирала. «Маркиз фон Лоенграмм, я заберу вашу жизнь во имя моего господина и хозяина герцога фон Брауншвейга!» Разорвал тишину голос Ансбаха, а его оружие взревело и выплюнуло язык пламени. Ручная пушка обладала достаточной мощью, чтобы одним выстрелом уничтожить броневик или одноместный космический корабль. Тело Рейнхарда должно было разнести в мелкие клочья. Но выстрел прошел мимо цели. Стена в двух метрах слева от Рейнхарда разлетелась от взрыва и спустив облачко белого дыма. Ударная волна силой ударила Рейнхарда по щеке. Корейка разочарования вырвался из горла Ансбаха. В тот бесконечно долгий миг, когда почти все застыли как из вояния, не в силах шевельнуть даже пальцем, все же нашелся тот, кто сумел на Ансбаха и отвел выстрел в сторону, был Зигфрид Кирхиайс. Ручная пушка с грохотом упала на пол, рыжий юноша, превосходящий своего противника в скорости и силе, схватил неудавшегося убийцу с запястья и вывернул, пытаясь свалить его. Однако на лице Ансбаха промелькнуло жестокое выражение и резким точным движением он прижал тыльную сторону ладони своей свободной руки к груди Кирхиайса. У Ансбаха был с собой еще и лазер, замаскированный под кольцо. Кирхиайс, грудь которого пронзил этот смертельный луч, почувствовал, как боль разрывает его тело, но не выпустил руку убийцы. Тогда кольцо снова засияло зловещим светом и на этот раз луч попал в сонную артерию. Послышался странный звук, будто разом порвалось несколько струн арфы, а потом из задней части шеи Кирхиайса вырвался фонтан темно-красной крови. Брызги щедро орошали мраморный пол. Возможно, именно этот звук наконец разорвал оково ошеломления, удерживающий на месте всех остальных последние десять секунд. С громким топотом адмиралы рванулись вперед и повалили Ансбаха на пол. Сухим треском его запястье сломалось. Потому что, несмотря на две тяжелые раны и огромную потерю крови, Кирхиайс по-прежнему сжимал запястье убийцы в своей руке. Опустившись на колени, Миттермайер прижал носовой платок к шее Кирхиайса. Белый шелк мгновенно покраснел от крови. Врача! Зовите врача! Слишком поздно. Молодой человек, у которого теперь не только волосы, но и все тело стало багряно-красным, задыхался. Адмиралы молчали. У них было достаточно опыта, чтобы понимать, что с такими ранами ничего нельзя поделать. А Ансбах лежал прямо в луже крови Кирхиайса, удерживаемый Кемпфом, Беттенфельдом и прочими. Но Адмиралов ждал еще один сюрприз, когда Ансбах внезапно приподнялся и хрипло расхохотался. Ваша светлость! Простите своего бесполезного слугу, который не смог сдержать клятвы! Похоже, белобрысый щенок еще несколько лет не присоединится к вам в царстве Хель! Да как ты смеешь, ублюдок! Кемп влепил ему оплеуху, голова Ансбаха ударилась об пол, но он снова заговорил. Пусть я не достоин, но все же теперь я последую за вами! Остановите его! крикнул Руенталь, поняв, что задумал Ансбах и бросил с актила убийцы. Но прежде, чем он до него дотянулся, нижняя челюсть Ансбаха слегка двинулась, раскусывая капсулу с ядом, скрытую в одном из коренных зубов. Руенталь схватил его за горло, пытаясь не позволить ему сглотнуть, но его настойчивость ничего не принесла. Глаза Ансбаха широко раскрылись и потеряли фокус. Райенхард стоял в темноте. Его льдисто-голубые глаза не видели ни адмиралов, ни человека, пытавшегося его убить. Он мог видеть лишь своего друга, своего лучшего друга, который только что спас ему жизнь. Его жизнь была спасена. Ну, разумеется. В любое время, в любом месте, Кирхиаис всегда приходил ему на помощь. С того самого дня, когда они познакомились, будучи детьми, Кирхиаис всегда был его рожеволосым другом, защищавшим его от всех врагов, которых он наживал, выслушивавшим его проблемы, мирившимся с его эгоизмом. Другом? Нет, он был больше, чем просто другом, больше, чем братом. Это был Зигфрид Кирхиаис. А он пытался вести себя с ним, как с остальными адмиралами. Если бы у Кирхиаиса было оружие, убийца был бы застрелен в тот же миг, когда схватился за пушку. Ни капли крови Кирхиаиса не было бы пролито. Это была его вина. Кирхиаис лежал в крови на полу, и это была его вина. Кирхиаис, господин Райнхарт, вы не пострадали. Не замечая крови, пятнающей его парадный мундир, Райнхарт опустился на колени и взял друга за руку, хотя его фигура уже расплывалась в глазах Кирхиаиса. Это и означает умирать, подумал Кирхиаис. Все пять чувств исчезали, словно отдаляясь. Мир стремительно сокращался, все погружалось во тьму. Он больше не мог увидеть того, что хотел бы увидеть, не мог услышать того, что хотел услышать. Как ни странно, страха он не чувствовал. Возможно, потому что со своим самым большим страхом, тем, что не сможет провести всю жизнь рядом с Райнхардом, он уже встретился. Сейчас более важным было то, что он должен был кое-что сказать. Сказать Райнхарду прежде, чем последние силы оставят его. «Господин Райнхард, думаю, я больше не смогу помогать вам. Пожалуйста, простите меня. Дурак, не говори такого!» Райнхард хотел прокричать эти слова, но в итоге с трудом выдавил их дрожащим шепотом. Невероятная красота молодого человека превосходила все границы, его ослепительная, но такая естественная элегантность поражала всех, кто с ним встречался, но в этот момент Райнхард выглядел беспомощным, словно маленький ребенок. Слишком юный, чтобы ходить, не цепляясь за стену. «Врачи скоро будут, они быстро вылечат эту рану. Воздоравливай скорее, и мы поедем к моей сестре, чтобы рассказать ей о победе. Господин Райнхард, не говори ничего, пока не придут врачи. Пожалуйста, возьмите всю вселенную в свои руки. Хорошо. И скажите, госпожа Анны Розе, скажите ей, что Зиг сдержал обещание, данное в детстве. Нет. Бледные губы Райнхарда дрожали. Я отказываюсь говорить ей такое. Ты сам скажешь, лично, а я не буду. Ты понял? Мы пойдем к сестре вместе! Кирхиаи, казалось, чуть улыбнулся. И когда этот намек на улыбку померк, Райнхард вздрогнул, поняв, что навсегда потерял половину самого себя. Кирхиаис, ответь мне, Кирхиаис, почему ты не отвечаешь? Миттермайер не смог больше на это смотреть. Он успокаивающе положил руку на плечо молодого гросс-адмирала и сказал, «Слишком поздно. Он умер. Мы должны позволить ему упокоиться с миром». Наконец фраза застрял у него в горле. В глазах его командира никогда не видел. «Не лги мне, миттермайер. То, что ты сказал, ложь. Кирхиаис никогда бы не умер первым. Он никогда бы не оставил меня одного!» Каково состояние маркиза Лоенграма? «Все по-прежнему. Он просто сидит там, не двигаясь». И вопросы и ответ были произнесены приглушенными голосами. Адмиралы собрались в оружейной комнате в одном из клубов для высокопоставленных офицеров в крепости Гейсбург. Аристократы в свое время не пожалели средств на украшение этого роскошного салона, но те, кто одолели их, мало интересовались обстановкой. Распространение информации о трагедии на церемонии было строго запрещено, и они управляли крепостью сообща, согласно военной дисциплине. Тем не менее, прошло уже три дня, и все понимали, что приближается переломный момент. Тело Кирхиаиса поместили в охлаждающую капсулу, чтобы сохранить его, но Райнхарт, одолеваемый раскаянием, продолжил сидеть рядом и все это время ничего не ел и не спал. Адмиралы были обеспокоены. «Честно говоря», сказал Мюллер, «я и не представлял, что в сердце Маркиза есть такое слабое место. Он бы не вел себя так, если бы погибли вы или я», ответил ему Миттермайер. Но Зигфрид Кирхиаис это другая история. Маркиз, можно сказать, потерял половину себя. И более того, в результате собственной ошибки. Остальные адмиралы признали обоснованность этого суждения. Хотя это и заставило их еще больше беспокоиться о подобной потере времени. Разноцветные глаза Райнтеля резко вспыхнули, и он громко сказал своим соратникам, «Мы вновь поставим Маркиза Лоинграма на ноги. Мы обязаны это сделать. В противном случае это будет означать, что все мы пропадем в пучине Вселенной оплаканные песню поражения. И все же, что мы можем сделать? Как нам помочь ему преодолеть это?» Этот голос, в котором звучала скорбь, принадлежал Биттенфельду. Кемп, Вален и Люц сохранили молчание. Любой из этих адмиралов мог одним движением руки мобилизовать десятки тысяч кораблей и заставить миллионы солдат взять в руки оружие. Но даже герои, способные пересекать море звезд, разрушать миры и завоевывать целые звездные системы, не знали, как помочь одному молодому человеку снова подняться на ноги, когда он был охвачен горем потери. «Если есть решение, то я знаю лишь одного человека, который может найти его». Наконец пробормотал Руэнталь. Миттермайер поднял голову. «Кого ты имеешь виду? Ты мог бы и сам понять. Это единственный, кого сейчас здесь нет. Наш начальник штаба Оберштайн». Адмиралы посмотрели друг на друга. «Говоришь, нам нужна его помощь?» Миттермайер не смог скрыть нотки отвращения в голосе. «У нас нет выбора. Кроме того, он прекрасно знает, что находится на своем месте только благодаря маркизу Лоэнграму. Я подозреваю, что он до сих пор ничего не предпринял лишь потому, что ждет, когда мы сами придем к нему. В таком случае, разве это не означает, что он ожидает получить что-то взамен? Что нам делать, если он захочет иметь право в некоторых случаях отменять наше решение? Все мы, включая Оберштайна, плывем в одной лодке, имя которой Лоэнграм. Чтобы спастись самому, нужно не дать утонуть этой лодке. Если Оберштайн попытается извлечь выгоду из сложившейся ситуации, мы должны просто придумать ответные меры. Рейнтель закончил говорить. Прочие адмиралы переглянулись друг с другом и кивнули. Как раз в этот момент к ним зашел охранник и объявил о приходе Оберштайна. Вы как раз вовремя, сказал миттер Майер. То он, в отличие от слов, выражал недружелюбие. Оберштайн вошел в комнату, оглядел собравшихся и сходу начал критиковать. Учитывая то, как долго продолжается ваше обсуждение, полагаю, решение вы так и не нашли. Но так как мы лишились разума номера один и номер два, не нашлось никого, кто мог бы руководить нами, жестко сказал Рейнтель. Его сильно потряс тот факт, что теория Оберштайна о номере два привела в итоге к гибели Кирхиаиса. А что, может у начальника штаба есть какая-то хорошая идея? Не стану этого отрицать. О, и что же это за идея? Обратиться за помощью к сестре маркиза Лоенграма. Графиня Грюны Вальд? Мы тоже об этом думали, но окажется ли этого достаточно? Спросил Рейнтель. Хотя по правде говоря, все дело было в том, что никто не хотел брать на себя задачу сообщить сетям, но мне потребуется помощь от вас. Нужно, чтобы вы схватили человека, который убил адмирала Кирхиаиса. Даже сообразительный Рейнтель не смог сразу понять смысла этой просьбы. Его разноцветные глаза расширились от удивления. Вы говорите странные вещи. Убийцей же был Ансбах, разве не так? Ансбах лишь мелкая рыбешка. Нам нужно сделать кого-то другого настоящим заговорщиком. Очень это одна из форм психологических нарушений. Объяснил Оберштайн. В глубине души Маркиз отчаянно желает, чтобы убийца оказался кто-то могущественный. Он не может смириться с мыслью, что Кирхиаиса убил кто-то вроде Ансбаха, обычный слуга герцога Брауншвейга. Это создает необходимость того, чтобы Кирхиаис был убит куда более серьезным врагом. Значит, нам нужно найти этого врага, стоявшего за спиной Ансбаха. На самом деле такого человека не существует, поэтому нам придется самим его создать. Да. Но кого же нам назначить главным заговорщиком? Знатных аристократов почти не осталось. Найдется ли кто-то подходящий для этого сценария? Ау, на эту роль есть замечательный кандидат. Кто же? С сомнением спросил Миттер Майер. Премьер министр империи герцог Клаус фон Лихтенладе. На мгновение в комнате повисло молчание. Миттер Майер выглядел так, будто его ударили физически. Взгляды остальных адмиралов тоже сосредоточились на начальнике штаба, встретившем их взгляды своими искусственными глазами. Они догадывались, чего он добивался. Оберштайн хотел использовать обстоятельства в их пользу, чтобы уничтожить потенциального противника. Не хотел бы стать вашим врагом, сказал Миттер Майер. Мне точно не удалось бы победить. По крайней мере, внешне Оберштайн никак не отреагировал на глубоко скрытую злость в словах Миттер Майера. Герцога Лихтенладе рано или поздно все равно пришлось бы уничтожить. И он точно не невинная овечка. Нет никаких сомнений, что он и в самом деле плетет заговор, чтобы избавиться от маркиза Лоенграма. Иными словами вы хотите сказать, что это будет не полностью ложным обвинением. Понятно. Этот старик и правда большой интриган. Неграмко произнес Роенталь, словно пытаясь убедить самого себя. Мы как можно скорее вернемся на Один, арестуем герцога Лихтенладе и захватим имперскую печать. Сделав это, мы сможем добиться диктаторских полномочий для маркиза Лоенграма. Но что мы станем делать, если они и сам попытаются стать диктатором? Сарказмом спросил Миттермайер. Этого не стоит опасаться. Ответил Оберштайн. Даже если у кого-то из вас есть такие амбиции, его остановят адмиралы того же ранга. Никто из вас не станет послушно служить человеку, который до сих пор был наравне со всеми. На самом деле именно по этой причине я и говорил, что нам не нужен номер два. Адмиралы признали правоту этого суждения и это привело их к принятию важнейшего решения. Заговоров и обмана нельзя избежать. Теперь настало время очистить двор от скрытых врагов маркиза Лоенграмма и обрести всю полноту правительственной власти. И стратегия Оберштайна именно то, что им для этого нужно. Если они продолжат стоять и ничего не делать, то просто отдадут инициативу в руки врага. И адмиралы начали действовать. Оберштайн, Меклингер и Люц остались в Гейсбурге, чтобы обеспечивать безопасность, в то время как все остальные, возглавив элитные войска, направились на Один. Таким образом они сделали первый шаг по предотвращению государственного переворота, который герцог Лихтонладе наверняка собирался рано или поздно устроить. Движимые своей решимостью, они преодолели двадцатидневный переход до Одина всего за две недели. Ураганный волк Миттермайер язвительно сказал своим подчиненным «Бросайте корабли отстающие от колонны! Надеюсь, когда-нибудь они все же доберутся до Одина!» Крепость Гейсбург покинул флот скоростных крейсеров, насчитывающий около двадцати тысяч кораблей, но это число уменьшалось с каждым последующим варт-переходом и к тому времени, когда они добрались до звездной системы Вальгалла, в которой находился Один, от флота осталось всего три тысячи судов. Мюллер использовал восемьсот из них, чтобы взять под контроль спутниковую орбиту, а остальные тем временем уже входили в атмосферу. Столь большое количество одновременно приземляющихся кораблей превзошло возможности контрольных устройств космопортов, так что половине флота пришлось совершить посадку на воду окрестных озер. До дворца Ноэ Сансуси они добрались в полночь. Миттермайер сразу направился прямо в кабинет премьер-министра, а Руенталь возглавил захват резиденции герцога Лихтенлада. Премьер-министр сидел в постели, когда молодой офицер с разноцветными глазами пинком открыл дверь в его комнату и ворвался внутрь. «Что все это значит? Что вы творите, нескородные болваны!» закричал Лихтенлада на Руентале. «Ваша светлость, премьер-министр Клаус фон Лихтенлада, вы арестованы». Тем, что захватило разум Лихтенлады в тот момент, было не удивление, а чувство поражения. Старик надеялся монополизировать всю силу и власть, а потом избавиться от Райнхарда одним ударом в спину, но в итоге сам пропустил удар благодаря проницательности Оберштайна и действиям адмиралов. «На каком основании?» спросил он. «Вы были заказчиком неудавшегося покушения на его превосходительство маркиза Райнхарда фон Лоенграма». Глаза пожилого министра широко раскрылись. Долгое время он стоял, глядя в лицо Руентале. Затем по его худому телу пробежала дрожь и он выплюнул. «Идиоты! Какие доказательства у вас есть, чтобы заявлять подобный вздор? Я премьер-министр империи и стою выше вас, как помощники его величества!» «И в то же время вы преступник и заговорщик!» Холодно ответил Руенталь, а потом приказал своим солдатам арестовать его. Солдаты простолюдины грубо схватили за руки старого аристократа, человека, к которому когда-то не могли приблизиться. В то же время отряд под руководством Миттермайера входил в здание, где находились кабинеты премьер-министра и его сотрудников. «Где имперская печать?» потребовал ответа Миттермайеру пожилого чиновника, работавшего в ночную смену. Но хотя он и побелел как полотно, оказавшись под прицелом сразу нескольких бластеров, чиновник отказался сообщить местонахождение печати. «На каком основании вы об этом спрашиваете? Здесь действительно находятся комнаты печати и кабинет премьер-министра империи. И это не то место, куда могут вламываться посреди ночи военные, не имеющие отношения к нашей работе. Пожалуйста, быстро, чтобы не дать выйти наружу кровожедности своих людей. Он с уважением отнесся к мужеству старого чиновника и не хотел видеть, как ему причиняют вред. Однако это не значило, что он собирался отступить. Адмирал дал знак подчиненным, и те вошли внутрь, рассредоточились и начали обыскивать здание, бывшее до недавнего времени священным местом, куда даже главы министерств и гроз адмирала империи не смели войти без разрешения. Шкафы и столы переворачивались, а важные документы, которые нельзя было выносить из комнаты, валились на пол, где их топтали подошву военных сапог. «Прошу вас прекратить это!» скричал старик. «Так вы относитесь к императорской власти императорской семьи! Вам должно быть стыдно за себя! Такие действия недостойны подданных империи!» Власти императорской семьи, кажется, я слышал об этом. Когда-то давно она у них была, сказал миттермайер. «Но в конечном счете эта сила дает власти смысл, а не наоборот. Просто оглянитесь и, думаю, вы сами все поймете». Один из солдат завопил от радости, держа в руках маленькую шкатулку. Ее бока и крышка были причудливо изукрашены. «Это она! Нашел ее!» Старый чиновник с криком рванулся к нему и попытался выхватить шкатулку, но сам оказался сбит с ног другими солдатами. Верный своему долгу старик пополз вперед, марая пол кровью из рассеченного лба. «Так это и есть имперская печать!» подумал миттермайер, открыв шкатулку и, не чувствуя особого волнения, посмотрел на лежащую внутри на пурпурном бархате золотую печать. Двуглавый орел, в форме которого была выполнена ручка печати, смотрел на него в ответ, словно живое существо. Адмирал негромко рассмеялся, а потом взглянул на пожилого человека, распластавшегося на полу, и приказал вызвать врача. Для столицы империи Одина гражданская война началась и закончилась захватом власти адмиралами Райнхарда. Дочь графа Мариендорфа Хильда уже легла в постель, когда все началось, но как только ей сообщили о беспорядках в городе, она накинула халат поверх ночной рубашки и вышла на балкон своего особняка. Оттуда она и услышала все звуки короткой войны. Громкие и тихие, сильные и слабые, симфонию, рожденную для нее ночным ветерком. Пока она стояла на балконе, к ней подошел кто-то из слуг и испуганно спросил. «Откуда они взялись, госпожа? Армии не выскакивают из-под земли просто так», ответила она. Помимо маркиза Лоенграма ни у кого нет такого многочисленного войска. Подставив свои короткие волосы робким ласком ночного ветерка, Хильда продолжила, словно разговаривая сама с собой. «Похоже, впереди нас ждут весьма яркие времена. Конечно, все вокруг немного сойдет с ума, но я все равно предпочту это застою». Это был сон? Райнхард огляделся. В комнате было темно, холодно и тихо. Кроме него, в ней был лишь кирхиаис, лежащий в капсуле из особого стекла и сухой прохладный воздух. Его друг не двигался, не говорил, не дышал. Значит, это все-таки был сон. Плечи Райнхарда паникли, он поднял повыше ворот форменного плаща и закрыл глаза. Анна Роза, получив разрешение отдохнуть от императора, пригласила Райнхарда и кирхиаис на горную виллу во Фройдене. Это был первый раз за полтора года, когда они увидели друг друга. Белокурый и рыжеволосый мальчики, одетые в униформу военной школы, поправили друг другу воротники и береты и выбежали из своего строгого общежития. До места пришлось шесть часов добираться на Ландкаре, так как полеты над землями, принадлежащими императорской семье, были запрещены. В долинах там были разбиты цветники, а горы круглый год покрывал снег. Но контрастную красоту чистого белого снега и разнообразных цветов вскоре смыл обрушившийся с грохотом и молниями темно-серый ливень, так что они втроем провели весь отпуск, будучи запертыми на вилле. Но и в этом они пели все известные им песни, а отражения пламени танцевали у них в глазах. Однако воспоминания Райнхарда были внезапно прерваны. «Это я, Аберштайн, ваше превосходительство», произнес рядом голос, лишенный эмоции жизни. «Вам пришел вызов по сверхсветовой связи Содина». После короткого колебания Райнхард спросил. «От кого?» «От вашей сестры, графини Грюневальд». Молодой человек, уже много часов, много дней не двигавшийся с места, резко вскочил, словно внезапно ожившая скульптура. Его глаза сверкнули синим огнем гнева. «Ты ей рассказал! Ты рассказал моей сестре Кирхиайсе!» Начальник штаба выдержал кипящую ярость Райнхарда, даже не вздрогнув. «Да, только это». «Как ты посмел? Это не твое дело!» «Может и так, но этого невозможно было скрывать вечно». «Замолчи!» «Вы боитесь?» «Вашей сестры я имею в виду». «Что ты сказал?» «Если нет, то пожалуйста поговорите с ней. Ваше превосходительство, я все еще не разочаровался в вас. Я считаю, что вам делает честь то, что вы вините во всем себя, а не пытаетесь свалить вину на меня. Однако если вы продолжите жить прошлым и откажетесь смотреть в будущее, для вас все будет кончено. Другой человек возьмет вселенную в свои руки, а адмирал Кирхиайз будет смотреть из Вальгалы и стыдиться того, что был знаком с вами». Райнхард окатил Оберштайна взглядом, который мог бы сжечь того на месте, но потом оттолкнул его и прошел в свою личную комнату связи. На экране появилось свежее, обладающее естественной красотой лицо Анны Роза. Молодой главнокомандующий изо всех сил постарался сдержать дрожь и унять колотящееся сердце. Анны Роза! Вот и все, что смог вымолвить Райнхард, прежде чем его язык окончательно отказался служить ему. Анна Роза внимательно смотрела на брата, ее щеки были бледными, слишком бледными. В ее голубых глазах не было слез, в них было нечто большее. «Мой бедный Райнхард!» Негромко произнесла она. И этот тихий голос поразил юношу в самое сердце. Он прекрасно понял смысл слов сестры. Ради силы, ради власти он попытался относиться к своему второму я как к простому слуге и понес ужасную кару за такую нищету духа. «Ты потерял все, что у тебя было, не так ли?» К «Нет, у меня еще осталась ты. Ведь так?» «Так, Анна Роза». «Это верно. У нас не осталось ничего, кроме друг друга». Что-то в ее голосе заставило Рейнхарда вздрогнуть. Но заметила ли Анна Роза изменения в выражении лица брата? «Рейнхард, я уезжаю из особняка в Шварцене. Может мне удастся найти где-нибудь небольшой коттедж». «Анна Роза». «И еще. Думаю, некоторое время нам не стоит видеться». «Анна Роза!» «Для всех будет лучше, если меня не будет рядом. Наши с тобой жизни слишком отличаются. Все, что у меня есть, это прошлое. Но у тебя есть будущее». И снова Рейнхард не смог ничего сказать. «Когда ты устанешь, приходи ко мне. Но пока для тебя еще слишком рано уставать». Она была права. Рейнхард надолго потерял право и даже способность отдыхать. Кирхиаис сдержал свою клятву, и теперь он тоже должен сдержать клятву, данную Кирхиаису. Он должен взять вселенную в свои руки. Чего бы то ни стоило, он должен сделать все ради этой цели. В конце концов, учитывая необъятность того, что он потерял, будет позором, если он не сможет сделать подобные мелочи взамен. «Я понял. Если ты хочешь именно этого, то я сделаю, как ты пожелаешь. Я приду за тобой, когда вселенная будет моей. Но прежде чем ты уйдешь, пожалуйста, ответь мне на один вопрос». Рейнхард сглотнул, а потом постарался успокоить дыхание. «Ты любила Кирхиаиса?» Он со страхом посмотрел сестре в глаза. Она не ответила. И все же Рейнхард никогда не видел свою сестру столь фарфорово бледной, как в тот момент. И никогда не видел такой грусти на ее лице. Он знал, что наверняка сохранит в памяти это выражение на ее лице до конца своей жизни. И в этом предположении он оказался прав. Рейнтель с неохотой, но все же взялся доложить в крепость Гейсбург о проделанной работе. Попытавшись в течение некоторого времени столкнуть эту обязанность друг на друга, адмиралы в конце концов решили дело за карточным столом, где удача оказалась не на стороне молодого адмирала с разноцветными глазами. Он послал в крепость запрос с приветствием от адмиралитета Рейнхарда и почти сразу молодой главнокомандующий появился на экране. В его льдистоголубых глазах сиял свет разума и воли и Ройнталь сразу понял, что его молодой господин снова обрел себя. Речь Рейнхарда тоже была ясной, а голос сильным как прежде. И все же Ройнталь чувствовал, что он направился не до конца. «Я знаю текущее положение», сказал Рейнхард. «Я услышал обо всем от Эберштайна. В тот же день, когда вы отправились». «Понятно». «Ваша достойная служба будет щедро вознаграждена. Вскоре я тоже возвращаюсь на Один. Могу ли я попросить отправить кого-нибудь, чтобы встретить меня?» «Конечно, ваше превосходительство. Я сейчас же отправлю миттермайера». Передав эту обязанность своему коллеге, Ройнталь перешел к причине, по которой связался с Рейнхардом. «Мы арестовали всю семью герцога Лихтонлады. Когда вы вернетесь, то сможете провести над ними суд. Нет необходимости дожидаться меня. Я могу сделать это отсюда прямо сейчас и предоставить вам исполнение приговора. Как насчет этого? Хорошо, ваше превосходительство. Итак, что мы будем делать с самим герцогом? Мы не можем казнить того, кто был премьер-министром империи. Посоветуйте ему совершить самоубийство каким-нибудь безболезненным образом. Как прикажете. Э, Голос Рейнхарда напоминал по звуку сталкивающиеся кусочки льда. И казните всех мужчин десяти лет старше. Как прикажете. Ройнталь, как и следовало ожидать в такой ситуации, чуть замешкался с ответом. Значит, те, кому девять лет и меньше не пострадают? Уточнил он, возможно, в поисках самооправдания. Ройнталь был смелым адмиралом, но не любил ненужного кровопролития. Ответил Рейнхарт. Про тех, кто не достиг этого возраста, можно сказать, что они еще не сформировались как личность. Поэтому я пощажу их. Если не захотят убить меня, когда вырастут, то пусть приходят. В конце концов, если у завоевателя не хватает способностей, то вполне естественно, что он сам будет свергнут. Рейнхарт рассмеялся. Это был звонкий элегантный смех, но он звучал немного иначе, чем прежде. И тоже относится ко всем вам. Если у вас есть решимость, и вы готовы рискнуть всем, то действуйте. Можете бросить мне вызов в любое время. На его изичных губах промелькнула тонкая улыбка. Дрожь волнами пробежала через каждый нерв в теле Рейнталя. Он не понимал, как прозвучал его голос, когда он произнес. Вы конечно же шутите. Рейнхард сбросил свою прежнюю кожу. Потеряв половину себя, он пытался заглушить это, найдя что-то новое. Это изменение с радостью примут одни, в то время как других оно отвратит. Кому относится он сам, Рейнталь сказать не мог. Когда разговор окончился, перед Рейнхардом появился Оберштайн. Он смотрел на своего молодого господина, словно изучая его. Ваше превосходительство, Брэнгельда сможет покинуть порт через час. Отлично, я прибуду через тридцать минут. И еще одно. Вы правда довольны своим решением насчет семьи Лихтунлады? Я пролил уже немало крови и наверняка пролил еще больше в будущем. Что изменит кровь семьи Лихтунлады? Лишь добавит несколько слизинок в ведро. Надеюсь вы действительно верите в это. Да. А теперь оставьте меня. Возвращайтесь к своей работе. Аберштайн молча поклонился. Когда он опустил голову, его искусственные глаза сверкнули странным необъяснимым светом. Отослав своего начальника штаба, Рейнхард опустился в кресло и повернулся к экрану наблюдения, чтобы посмотреть на море звезд, которые он собирался захватить. Он чувствовал жажду. Керхиаис ушел навсегда и теперь он потерял даже сестру. Если он покончит с династией Голденбаумов, создаст новую галактическую империю, победит союз свободных планет, захватит доминион Физзан и станет правителем всего человечества, будет ли тогда эта жажда утолена? Нет, не будет, подумал Рейнхард. Даже тогда она не будет утолена. Скорее всего, ее никогда не удастся утолить. И все же у него не осталось теперь другого пути. Все, что он мог сделать, чтобы бороться с этой пустотой в сердце, это продолжить сражаться, продолжить побеждать, продолжать завоевывать. Для этого ему нужны были враги. Лишь могучие и талантливые враги могли заставить его на время забыть об этой жажде. Даже если он на какое-то время сосредоточит свои силы на том, чтобы укрепить позиции внутри страны, все равно нетрудно понять, что военное столкновение с Союзом начнется уже в следующем году. И именно там, в Союзе, находится самый могучий, самый талантливый из всех врагов. Могучий враг, о котором думал Рейнхард, в этот самый момент находился в ужасном расположении духа. После захвата Хайнессона он отправился на Нептис, Кафар и Палмирент, где принял капитуляцию от повстанцев на этих трех планетах. После захвата Хайнессона он отправился на Нептис, Кафар и Палмирент, где принял капитуляцию от повстанцев на этих трех планетах, а теперь вернулся в столицу. Там Таевой встретил человек, назвавшийся специальным представителем правительства, и попросил публично пожить руку председателю Трунихту на церемонии, которую спонсировало правительство. Это событие, по плану, должно было засвидетельствовать победу демократии над милитаризмом, а также восстановление порядка согласно Хартии Союза свободных планет. Реакция Яна была откровенно ребяческой. «Почему я должен жать руку этому болвану?» – тут он осознал, что кричит и избавил тон. «Зачем нужно, чтобы мы с Трунихтом пожили друг другу руки?» Ян считал большим несчастьем, что Трунихт невредимым выбрался из своего убежища. Разумеется, он совсем не обрадовался, что его предчувствия его не обманули. Ослепительно яркий занавес должен вот-вот опуститься, закрывая спектакль, полный отвратительного фарса. Хотя нет. Когда занавес опускается, все заканчивается только в театре. А в реальной жизни нет никаких гарантий, что не последует вызов на бис. Ян чувствовал глубокое отвращение, когда думал о чудовищном эгоизме Трунихта. Все стало настолько плохо, что закончилось государственным переворотом, но вместо того, чтобы внимательно пересмотреть свою политическую позицию, он использовал различные уловки и манипулировал людьми, чтобы сохранить власть. Пожать этому человеку руку на сцене было Длиена тем же, что продать душу. Тем не менее, чем больше битв он выигрывал, и чем больше возрастала его роль, иными словами, чем более политически полезным он становился, тем чаще он оказывался в подобных ситуациях. Но что ему делать, чтобы избежать этого? Ну, во-первых, он мог проиграть. Вступить в битву и потерпеть жалкое поражение. Поступил он так, и его репутация обрушилась бы с небес на землю, и голоса тех, кто сейчас славил его, стали бы громче всех критиковать неудачника. Полностью справедливый термин «убийца» будет применен к нему, и всем покажется вполне естественным, что он должен подать в отставку. Лишь очень немногие, если найдется вообще кто-то, могут попробовать остановить его. Таким образом, Ян был бы спасен из ада государственной службы. Тихая жизнь, укрытая от общественного мнения, где-нибудь в дальнем уголке, была бы совсем неплохо. А он смог бы жить в небольшом коттедже среди рисовых полей, в холодные ночи согреваясь стаканчиком бренди и слушая завывания ветра, доносящиеся снаружи. В дождливые дни он бы чувствовал ностальгию и пил вино, раздумывая об эпическом путешествии воды в атмосфере. Кто бы мог подумать? «Я только и делаю, что пью». Горько улыбнулся Ян и выгнал из головы эти спокойные мысли. Поражение, конечно, спасло бы его, но сколько десятков тысяч жизней было бы при этом потеряно. Поражение означает гибель множества людей, а также множество жен, лишившихся мужей, матерей, лишившихся сыновей и детей, потерявших своих отцов. Поэтому если он вступает в сражение, то должен победить. Но что будет означать победа? Она будет означать убийство множества вражеских солдат, нарушение структуры вражеского общества и множество лишившихся кормильцев семей. Направление другое, а результат тот же. Так что, получается, что неверно и то, и другое? Почти десять лет прошло с тех пор, как я накончил военную академию и стал солдатом. Но он так и не смог разрешить это противоречие. Это непростая арифметика, так что четкого ответа ему найти не удавалось. Даже когда он серьезно задумывался над этим. Но хоть он и знал, что попытка найти ответ заставит его потеряться в лабиринте мыслей, он не мог перестать думать об этом. Но как бы там ни было, сама идея о том, чтобы пожать руку Джобутру Никто... Я не боялся возможного ответа, который мог последовать, если он откажется. Но целью этого собрания было показать сотрудничество между правительством и военными, и он не мог подорвать дух этой гармонии. Ян искренне считал, что военные должны подчиняться правительству и через него народу. Именно поэтому он и воевал с теми, кто устроил государственный переворот. Церемония проходила на открытом воздухе. Стояла чудесная погода, нежный осан с ранней осени освещала собравшихся и золотила листву на деревьях. Но на сердце у Яна было совсем не так празднично. Я пожимаю руку Нитру Никто о главе государства в лице председателя Верховного Совета. Подумав так, Ян все же смог справиться со своими эмоциями. Разумеется, это был лишь способ уклониться от истины, и осознание этого факта только усиливало его раздражение. Все потому, что, по его мнению, все эти продвижения ничего не стоили. «Вы поднялись так высоко!» – с завистью говорят люди, но одним из свойств подъема на вершину пирамиды является то, что чем выше вы забираетесь, тем уже и ненадежнее становится площадка под ногами. Ян считал странным, что множество людей так зациклены на повышении статуса и совсем не думают о шаткости своей позиции. И кроме того, он никак не мог справиться с чувством неловкости, сидя на трибуне в кресле для особо важных персон. В прошлом году, напоминальной службе после битвы при Астарте, Ян еще сидел вместе со своими офицерами. По сравнению с нынешним состоянием, тогда ему было куда легче. Сейчас как раз выступал Трунихт. Его речь представляла собой пустое красноречие второсортного агитатора. Он воспевал погибших, превознося их жертву во имя государства и просил людей не настаивать на своих правах и свободах, ведь они находятся в разгаре священной войны с тиранией Галактической империи. Это же самое он повторял уже много лет. «Люди умирают», — думал Ян. «У звезд есть определенный срок жизни. Даже сама вселенная когда-нибудь прекратит свое существование. И ни одно государство не сможет существовать вечно. Поэтому если государство никак не может выжить без гигантских жертв, то почему меня должно беспокоить, не падет ли оно уже завтра?» Из раздумий его вырвал обратившийся к нему голос. «Адмирал Ян». Дружелюбная улыбка сияла на красивом лице председателя Трунихта, вернувшегося на свое кресло для особо важных персон. Это была улыбка, давно очаровавшая миллиардный электорат. Иногда звучало мнение, что его сторонники отдают за него свои голоса не из-за его политики или идей, а ради этой улыбки. Ян, разумеется, никогда не принадлежал к их числу с тех самых пор, как достиг возраста, дающего право участвовать в голосовании. «Адмирал Ян», — сказал Трунихт, — «уверен, вы много чего хотели бы мне высказать, но сегодня счастливый день. Наше Отечество празднует освобождение от диктатуры милитаристов, и я думаю, что мы не должны показывать нашим общим врагам, что между гражданским правительством и военными существуют разногласия. Иначе они используют это против нас». Ян ничего не ответил, и Трунихт продолжил. «Поэтому только сегодня давайте оба будем улыбаться и делать все возможное, чтобы не разочаровать народ, которому мы служим». Ян, несомненно, с уважением относился к людям, которые умели подобрать удачный аргумент. Но как быть с теми, кто находили удачные аргументы, но при этом сами не верили в них ни минуты? Это противоречие разрывало Яна каждый раз, когда он видел Трунихта. «Сегодня вместе с нами находятся два воина, которые каждый день сражаются за демократию, за независимость нашего государства и за свободу каждого из нас. И сейчас мы увидим, как они пожмут друг другу руки. Давайте поприветствуем аплодисментами господина Трунихта, лидера граждан нашего государства Яна Венли, представляющего здесь всех мужчин и женщин, носящих военную форму». Человеком, прокричавшим эти слова, был Аарон Думек, ведущий этой церемонии. Думек начинал как литературовед, потом стал политическим комментатором и, наконец, превратился в политического деятеля. Он принадлежал к ближнему кругу подчиненных Трунихта и нашел свое призвание в нападках и клевете на политических противников своего босса, а также на представителей средств массовой информации, критиковавших его. Трунихт поднялся с кресла, помахал собравшимся и протянул Яну руку. Яну тоже удалось заставить себя встать, хотя он с трудом удерживался от того, чтобы спрыгнуть с трибуны и бежать без оглядки. Когда их руки встретились, крики зрителей стали еще громче, а гром аплодисментов поднялся до небес. Яну не хотелось удерживать эту руку ни одной лишней секунды, но когда он, наконец, освободился от этой бескровной пытки, у него в голове мелькнула совершенно неожиданная мысль. Неужели он все это время недооценивал Трунихта? Эта мысль ворвалась в сознание Яна, как солнечный луч в разрыв облаков. Удивленный настолько, что на несколько секунд даже перестал дышать, он стал внимательно рассматривать то, что пришло ему в голову. Сам не зная, почему он об этом думает, он переосмысливал произошедшие события. Во время государственного переворота Трунихт не сделал ничего. Укрытый служителями церкви земли, он просто прятался под землей. Это Ян Венли привел флот и сражался с заговорщиками. Это Джессика Эдвард встала за людей и боролась с помощью речи и собраний. Трунихт не внес ни капли усилий в дело окончательной победы. Но вот он здесь, живой и купающийся в поклонении толпы, а Джессика, зверски убитая, лежит в могиле. А что насчет покорно проигранной битвы при Амрицаре? До тех пор Трунихт вставлял провоенные лозунги в каждую свою речь, но когда пришло время голосования за вторжение в империю, он резко сменил свою позицию и проголосовал против этого. И что получилось в результате? Приверженцы провоенного курса потеряли доверие людей и лишились опоры под ногами, в то время как популярность Трунихта лишь возросла, и теперь бывший председатель комитета обороны стал председателем Верховного Совета и главой всего Союза свободных планет. А потом произошел этот государственный переворот. Ничто не могло навредить Трунихту. Когда что-то взрывалось, то жертвами всегда оказывались кто угодно, но только не он. Хотя это именно он вызывал бурю, но когда она приходила, он всегда оказывался где-нибудь в безопасном месте. А потом, когда небо прояснялось, он снова возвращался. Каждый раз во время кризиса он не предпринимал ничего, но и сам оказывался незатронутым. Ян поюжился. До сих пор он никогда не боялся быть убитым, до сих пор он никогда не дрожал перед лицом вражеских сил, многократно превосходящих его собственные. Но теперь, при свете дня, под ярким солнцем, Яна охватила чувство глубокого ужаса. Трунихт снова обратился к нему. На его лице сияла прекрасно контролируемая улыбка, в которой не было ни грамма искренности. «Адмирал Ян, люди зовут вас? Не могли бы вы дать им то, чего они ждут?» Волны преклонения окружали Яна, он механически помахал этим людям, продолжавшим воспевать его надуманный образ. Быть может, в этот раз он переоценил Трунихта. Яну хотелось бы так думать. Тем не менее, это было бы лишь временным побегом от действительности. Ян ушел, чувствуя неладное. Это зловоние наполняло атмосферу и было настолько густым, что ему трудно было дышать. Вернувшись, Ян прямиком отправился в ванную и несколько раз подряд помыл руки с дезинфицирующим средством. В том, как он пытался смыть грязь, оставшиеся после пожития руки Трунихта, Ян ничем не отличался от ребенка. Пока Ян находился в ванной, Юлиану пришлось иметь дело с незваным гостем в прихожей. Это был редактор из какого-то издания, пришедший к выводу, что Ян пишет мемуары и желающие приобрести права на них. «А мы планируем напечатать первое издание тиражом в пять миллионов копий», — говорил он. Если бы Ян стал обычным историком, как всегда хотел, то не мог бы и надеяться, что какая-нибудь из публикуемых им книг получит хотя бы тысячную часть этого числа. Адмирал не принимает гостей по личным делам в своей официальной резиденции. «Прошу вас, уходите». Юлиану все же удалось прогнать редактора призывом соблюдать формальности, хотя пистолет, висевший на поясе юноши, мог бы послужить более веским аргументом. Пусть и с явной неохотой редактор все же ушел. Юлиан вернулся в гостиную и приготовил чай. Ян наконец вышел с ванной, дуя на руки, кожу которых повредил излишне усердным мытьем. Ян добавил себе в чай бренди, а Юлиан молоко. И они выпили. Сегодня и тот, и другой были странно спокойны, и некоторое время единственным звуком, наполняющим комнату, был стук секундной стрелкой на старинных часах. Они допили свои первые чашки почти одновременно. Когда Юлиан стал наливать их снова, Ян наконец заговорил. «Сегодня было опасно», — произнес он. «Что-то могло ранить его?» — поразился юноша. Полное удивление с оттенком нервозности, он возрелся на своего опекуна. «Нет, дело не в этом», — сказал он, развеивая тревогу Юлиана. Чуть погодя, Ян заговорил, крутя в руках свою пустую чашку. Когда я был струниктом, то чувствовал все больше и больше отвращения, а затем меня внезапно словно что-то ударило. Мысль вроде «Чего стоит демократия, если она дает власть в руки подобного человека? И чего стоят люди, продолжающие поддерживать его?» Он мягко выдохнул. Потом я пришел в себя и ощутил ужас. Потому что я готов поспорить, что Рудольф фон Голденбаум когда-то в прошлом и это устроившая переворот группа совсем недавно подумали о том же самом и пришли к такому же выводу. Только я могу остановить это. Это абсолютно парадоксально, но тем, что превратило Рудольфа в жестокого диктатора, было его чувство ответственности долго перед всей человеческой расой. Когда слова Яна стихли, Юлиан задумчиво спросил. «А председатель Трунихт чувствует эти долг и ответственность?» «Ну, насчет него я не знаю». Ян не захотел говорить прямо о странном ужасе, который почувствовал по отношению к этому человеку. Это лишь обеспокоило бы мальчика еще больше. Какое-то время эти мысли стоит подержать при себе. Возможно, Трунихт был для общества тем, чем является раковая клетка для всего организма. Отнимая питание у здоровых клеток, она размножается и становится все больше и сильнее, пока наконец не убьет своего хозяина. В один день Трунихт будет агитировать за войну, в другой настаивать на демократии, и все время будет увеличивать свои могущества и влияния, при этом никогда не принимая ответственности за свои слова. И чем сильнее он станет, тем слабее будет общество, пока он не поглотит его полностью. И тогда терроисты, укрывавшие его, смогут... «Адмирал?» Юлиан посмотрел на него с беспокойством. «Что-то не так?» Ян машинально ответил так же, как любой в такой ситуации. «Нет, ничего». Ответ, который никогда ничем не помогал. И в то же мгновение зазвонил Визефон в соседней комнате. Юлиан поднялся и пошел отвечать. Проводив его взглядом, Ян быстро выпил вторую чашку уже подостывшего чая и до краев наполнил ее бренди. Он едва успел поставить бутылку на стол, как Юлиан бегом вернулся в гостиную. «Адмирал, скорее! Звонит контр-адмирал Мурай, штаба стратегического планирования!» Поднеся чашку ко рту, Ян спокойно спросил. «Чем ты так взволнован? В этом мире нет ничего, ради чего стоило бы бегать и кричать». Слова звучали неясно, как у какого-нибудь философа. А когда юноша собрался было возразить, и уже произнес «Но...» Ян быстро принял глубоко задумчивый вид. «Вы знаете адмирала Меркаца? Это знаменитый адмирал имперского флота. Не столь велик и элегантен, как маркиз Лоэнграм, но обладает возрастом и опытом и не имеет заметных слабостей. Солдаты его любят. А что насчет адмирала Меркаца?» Но этот знаменитый адмирал имперского флота... Голос Юлиана начал подниматься. «Решил перейти на нашу сторону! Он хочет, чтобы вы помогли ему укрыться от империи!» Адмирал Кассельн прислал сообщение, что он только что прибыл на Эзерлон. Ян был мгновенно предан собственной философии. Он быстро вскочил, ударившись ногой о ножку стала. Когда адмирал Меркац прибыл в крепость Эзерлон, его встретил командующий в отсутствие Яна адмирал Кассельн. Меркаца попросили сдать оружие, но его адъютант Шнайдер с нескрываемым гневом закричал. «Что вы сказали? Это оскорбительно! Его превосходительство адмирал Меркац не военнопленный! Он пришел сюда по своей воле! Правила приличия требуют, чтобы с ним обращались как с гостем! Или в Союзе свободных планет о приличиях не слышали?» Кассельн признал правоту Шнайдера, извинился и, уже размещая группу Меркаца в качестве гостей, отправил по сверхсветовой связи сообщение Яну, находившемуся на Хайнессене. Ян собрал помощников на совещание. Контрадмирал Мурай, слышавший историю непосредственно от Кассельна, сказал, что в это трудно поверить. «Скажите мне», — обратился Ян к Мураю, — «Адмирал Меркац взял с собой семью?» «Нет. Я и сам спрашивал об этом Адмирала Кассельна. И он сказал, что его семья все еще в Империи. Вот как. Рад это слышать». «Вы не правы, ваше превосходительство. Сказать, что его семья осталась в Империи — это тоже что сказать, что она осталась в заложниках. Разве не очевидно для нас предположить, что он прибыл сюда с враждебными целями?» «Нет-нет, это не так. Если бы он в самом деле хотел нас одурачить, то никогда бы не сказал, что его семья осталась в Империи. Скорее всего, он показал бы нам поддельную семью, которая бы заодно держала его под наблюдением. Что-нибудь вроде этого». Ян повернулся к одному из своих офицеров. «Майор Багдаш, ведь так поступил бы разведчик, не правда ли?» «Ну да, так или как-нибудь похоже», сказал человек, проваливший попытку убить Яна, сменивший сторону и, походу, каким-то образом ставший подчиненным Яна. «Адмирал Меркац — образцовый вояка. Он не имеет никакого отношения к шпионской деятельности или саботажу. Думаю, мы можем ему доверять». «И куда больше, чем вам!» «Ваши шутки выходят за рамки, бригадный генерал Шункопф», — нахмырился Багдаш. «А кто сказал, что я шучу?» Равнодушно обронил Шункопф. Багдаш посмотрел на него сердито. Выслушав все точки зрения, Ян принял решение. «Я поверю Адмиралу Меркацу, и в той степени, в какой смогу, буду защищать его права. Если опытный и заслуженный Адмирал Империи хочет, чтобы я позаботился о нем, то я не могу его разочаровать». «Вы полны решимости пойти на это?» — спросил Мурай, выглядевший недовольным. «Я слаб против лести». Сказав так, Ян приказал открыть прямой канал связи между Хайнессоном и Эзерлоном. После разговора с Кассельном на экране появился крепкий пожилой мужчина. Ян встал и вежливо поприветствовал его. «Адмирал Меркац, я полагаю. Меня зовут Ян Венли. Рад с вами познакомиться». Меркац прищурился, разглядывая молодого темноволосого мужчину, совсем не похожего на военного. Если бы у него был сын, ему, наверное, было бы сейчас только же. «Я потерпел поражение, но выжил и теперь нахожусь в вашей власти, ваше превосходительство. Можете поступить со мной, как пожелаете. Я лишь прошу, чтобы вы проявили снисхождение к моим подчиненным». «Да, похоже, подчиненные у вас хорошие». Поймав взгляд Яна, сидевший в углу экрана Шнайдер выпрямился. «Как бы то ни было, я принимаю вас под свою защиту. Вам нечего опасаться». Что-то в манере речи Яна вызывало у Меркаца желание поверить ему. Побежденный адмирал понял, что совет его адъютанта оказался правилен. В то же время, когда Ян впервые разговаривал с Меркацем, несколько политиков встречались в резиденции Трунихта на Хайнессоне. Негропонт, Капран, Боне, Думек и Айланс. Все они были руководителями партии Трунихта. В тот день они обсуждали угрожавшего им врага. И под врагом они имели в виду не галактическую империю и не внутренних милитаристов, а молодого человека по имени Ян Венли. Когда-то цель этих молодых политиков состояла в приобретении политической власти Струнихтом в качестве их главы. Однако теперь их целью стало увеличение с таким трудом добытой власти. И ради этой цели, естественно, необходимо было уничтожить всех, кто в состоянии был отнять у них эту власть. До сих пор они держались на стороже насчет Джессики Эдвардс, лица антивоенного движения, но она была жестоко убита заговорщиками во время резни на стадионе. Их враг оказал им услугу, убив другого их врага. Их лидер поставил стакан с разбавленным водой виски на стол и сказал. В этот раз, поскольку это был внутренний конфликт, мы можем дать адмиралу Яну медаль и покончить с этим. Но в следующий раз, когда он достигнет военного успеха, у нас не останется иного выбора, кроме как дать ему очередное повышение. Гранд-адмирал. Когда ему только недавно исполнилось 30 лет, губы Капрана скривились в усмешке. После чего он покинет службу и уйдет в политику. Знаменитый непобедимый адмирал, молодой и более того, одинокий. Несомненно, он будет избран с огромным отрывом. Он будет избран, но проблемой после этого станет его политическое чутье. В конце концов, совсем не обязательно великий на поле боя генерал сможет перенести свои таланты в политическую сферу. Тем не менее, люди будут собираться вокруг него, привлеченные его славой. Люди без идеалов, просто жаждущие власти. И когда это произойдет, он станет силой, с которой придется считаться. С точки зрения количества сторонников, если не качества. Их лидер рассказывал им это отнюдь не в результате собственных серьезных размышлений о правлении своей группы. Но слушавшим не казалось это странным. Для них справедливость была тем, что защищало их привилегии. И такой способ мышления был отправной точкой для всех их идей. Вы знаете, что он сказал своим офицерам и солдатам перед битвой при Дории? Что существование государства незначительно по сравнению с правами и свободой личности. Я считаю, что это было непростительно. Это опасная идея, согласился Думек, подаваясь вперед. Если довести ее до логического завершения, получится, что до тех пор, пока свободы и права личности не задеты, ему наплевать на гибель Союза и замену его империей. Я не могу не начать сомневаться в его преданности родине. Мы не должны забывать об этих словах. А если поискать, то могут появиться и другие стоящие внимания детали. Ян, уже слышавший подобные разговоры прежде, не собирался становиться политиком. Если ему удастся оставить службу, то он собирался жить на пенсию и стать историком-любителем. Но даже если бы он прямо сказал им об этом, ему бы не поверили, встретив такое заявление язвительными улыбками. Каждый всегда судит других по себе, и они бы ни за что не смогли поверить, что есть человек, который бы не жаждал власти. Союз нуждается в способностях адмирала Яна. Впервые заговорил сам Трунихт. В конце концов, у нас есть еще один враг. Галактическая империя. И все же человеку полезно иногда терпеть неудачи, если они не фатальны. Оба уголка рта Трунихта приподнялись, образуя похожую на маску улыбку полумесяц. Как бы то ни было, причин для паники нет. Не принимайте все это близко к сердцу. Давайте просто подождем немного и посмотрим, как все сложится. Все присутствующие согласно кивнули, и разговор перешел на пару певиц, в последнее время деливших поддержку любителей музыки на Хайнасине. Что же до Трунихта, то он продолжил размышлять о Яне Венли, пропуская мимо ушей болтовню своих прихлебателей. Однажды, когда он произносил речь, этот молодой человек остался единственным в зале, кто сидел, когда пришло время вставать. Даже пожимая руку на церемонии празднования победы, он не открылся. По своим талантам, по своему психологическому складу, этот человек во всем был полон скрытых опасностей. Паниковать не нужно, но принимать решение в итоге все же придется. Заставить его подчиниться или же устранить? Трунихт выбрал бы первое. Это позволило бы ему заполучить сильного союзника, не уступающего даже террористам, которые помогли ему, когда нужно было залечь на дно. Куда лучше тех подпевал, что находились рядом с ним сейчас. Однако, чтобы этого добиться, ему придется использовать небольшую, но продуманную стратегию. Октябрь 488 года по имперскому календарю. Райнхард фон Лоенграмм стал герцогом, после чего занял пост премьер-министра. Звание Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Империи также оставалось за ним. Таким образом, этот златовласый юноша монополизировал как военную, так и государственную власть. Фактически уже тогда сформировалась система самодержавия Лоенграма. Шестилетний император Эрвин Йозеф II был лишь марионеткой своего главного вассала, державшего в руках все нити власти. Подобное состояние наблюдалось с прошлого года. Но теперь количество тех, в чьих руках находилась реальная власть, сократилось с двух до одного. Герлах, занимавший пост вице-премьера при Лихтонладе, смог спасти свою жизнь и жизни членов своей семьи, добровольно уйдя с него и согласившись на домашний арест. Те, кто служил герцогу Райнхарда фон Лоенграмму, тоже получили повышение. Кемпф, Беттонфельд, Вален, Люц, Меклингер, Мюллер, Кеслер и недавно перешедшие на сторону Райнхарда Фаренхайт адмиралами, Рейнталь, Миттермайер и Оберштайн адмиралами флота. Зигфрид Кирхиаис посмертно был произведен вгроз адмирала империи, и это звание было добавлено к тем, что он имел при жизни. Министр военных дел, начальник штаба командования, главнокомандующий имперской космической армады. Кроме того, ему были присвоены еще два звания. Заместитель верховного главнокомандующего вооруженных сил и особый советник-премьер-министра империи. Сколькими бы почестями он ни делил его, Рейнхард чувствовал, что не может в полной мере вознаградить своего друга. Однако эпитафия, которую он выбрал для его могилы, была простой. Мой друг. И все. Анна Роза переехала на горную виллу во Фройдене, где когда-то провела отпуск вместе с мальчиками. А вот Ян Венли остался адмиралом. Если бы врагом, которого он победил, была Галактическая империя или во флоте Союза были другие гранд-адмиралы, Ян несомненно получил бы это звание. Однако начальником штаба стратегического планирования и главнокомандующим космической армады были лишь адмиралами. Так что присваивать высшее звание тому, кто подчиняется им обоим, было бы неправильно. По крайней мере, такое объяснение дало правительство своему решению. Впрочем, для Яна это не имело значения. Так что в итоге он получил лишь множество громко названных медалей. Воин свободы первой степени, слава республике, награда памяти Хайнессона за выдающуюся воинскую службу и прочее. Ян обратил внимание, что маленькие коробочки, в которых находились медали, обладают как раз подходящим размером, поэтому он использовал их в качестве мыльниц, а сами медали забросил в угол своего шкафчика. Юлиан предполагал, что единственной причиной, по которой он их не выбросил, было то, что он планировал позже продать их какому-нибудь антиквару, а на вырученные деньги купить книги по истории и выпивку. Куда больше, чем все эти медали, Яна радовал тот факт, что ему удалось добиться для меркат со статуса адмирала гостя, означавшего, что он, по сути, будет служить во флоте союза в звании вице-адмирала. Он также присвоил ему должность особого советника командующего крепости Изерлон. Ян был уверен, что со временем сможет официально сделать имперца адмиралом, а опыт меркаться в открытом столкновении с противником, так же как осмотрительность в делах с союзниками за спиной, должны были очень пригодиться ему. В частности, потому что масштабная война с герцогом Лоенграмом из Галактической Империи могла начаться уже в следующем году. Подчиненные Яна тоже были завалены горами медалей и благодарственных писем. Но так как сам Ян не получил повышения, то и они остались в тех же званиях. За одним исключением. Благодаря своим достижениям при усмирении Шанпула, Вальтер фон Шонкоп был произведен в генерал-майоры. Официально это объяснили настойчивыми требованиями жителей Шанпула. Но так как это было единственным продвижением, то в единстве флота Яна появлялась трещина и была даже теория, что это продвижение было произведено по приказу адмирала Доусона, исполняющего обязанности начальника штаба стратегического планирования. Адмирала Кубресли уже выписали из госпиталя, и он вскоре должен был вернуться к своим обязанностям, так что это было последним решением Доусона на его посту. Кроме того, хотя это было незаметно по сравнению с высшими офицерами, звание Юлиана в военном эквиваленте поднялось с капрала до сержанта. Таким образом он становился младшим офицером. Говорили, что председатель Верховного Совета Трунихт лично адресовал ему несколько добрых слов. Но независимо от того, как воспринял это сам Юлиан, его новое звание показывало, что он обладает достаточной квалификацией для пилотирования истребителей-спартанцев. Для Яна же это означало, что приближается день принятия решения по поводу того, одобрить или нет желание юноши поступить на службу. Случилось также еще одно назначение. Капитан Бэй был произведен в контр-адмиралы и назначен главой службы безопасности Трунихта. Хотя он считался активным участником государственного переворота, но оказалось, что именно он предупредил о нем председателя Совета, и в знак признательности за то, что он помог главе государства скрыться, ему не только простили его прегрешения, но и даровали новые звания и должность. А еще в этот самый период на Хайнессон прибыл торговец Физзана по имени Борис Конев, устроившийся на работу в офис полномочного представителя. На окраине планеты, находившейся в нескольких тысячах световых лет от Одина, в дальнем уголке заброшенного горного региона, в старом каменном здании состоялась встреча. Выслушав то, что хотели сказать люди в черных плащах, старик, также одетый в черное, сухим голосом произнес. «Я понимаю ваше недовольство. В недавних событиях Рубинский был не слишком полезен. Это действительно так. И не только это ваше святейшество. Он вкладывает в дело недостаточно страсти. Я не могу не думать о том, что он забыл о нашей цели и стал преследовать лишь собственные интересы. Он только и делает, что повторяет. Еще два или три года. Еще два или три года». Относительно молодой голос говорившего был наполнен негодованием. «Не будьте столь нетерпеливы. Мы ждали восемьсот лет. Еще два-три года ничего не значит. Давайте пока дадим Рубинскому время. Но если он решит предать мать Землю, то его путь окончится в могиле». Великий епископ посмотрел на закатный горизонт за окном. Сияющий оранжевый диск окрашивал небо и землю в яркие вечерние цвета. Солнце ничуть не состарилось. Но что насчет Земли? Хоть она и воспевается за то, что породила жизнь во Вселенной, теперь это была просто дремлющая старая планета. Деревья засохли, в почве не осталось питательных веществ, а птицы и рыбы почти исчезли с небес и из океанов. И загрязнив и уничтожив мир, который был его матерью, человечество покинуло планету, поспешив продолжить убивать друг друга рядом с далекими звездами. Но скоро это закончится. Родина человеческой расы возродится, и история вновь будет твориться с Земли. Последние восемь столетий ошибочной истории, истории того периода, когда человечество оставляло Землю, будет стерто. И нельзя было сказать, что на этом фронте не было успехов. В конце концов, под их влияние попал лидер одной из двух крупнейших держав. И рано или поздно второй тоже окажется у них в руках. Под сухой, увядшей кожей великого епископа росла горячая уверенность. 797 год космической эры, 488 по имперскому календарю. Необычный год, когда пламя войны не полыхало между двумя крупнейшими силами, разделившими человечество. Они затратили огромные массы энергии на гражданские войны и их последующее погашение. Но в отличие от прошлых лет, не смогли организовать масштабных военных нападений друг на друга. Обе гражданские войны породили победителей, но были ли победители довольны своими победами, это уже совсем другой вопрос. Один получил нечто огромное, потеряв при этом нечто дорогое, а другой приобрел новых сторонников, но и новых врагов, до поры затаившихся за спиной. Как бы то ни было, в такие сложные времена однолетнее спокойствие никак не гарантировало мира на будущий год. Галактическая империя и союз свободных планет, как и населяющие их народы, считали, что этот год необъявленного перемирия обещал лишь еще больше войны в следующем году и потому чувствовали скорее тревогу, нежели облегчение. В этом году Райан Харду фон Лоенграмму исполнился 21 год, а Яну Венли – 30. Большая часть жизни по-прежнему ждала каждого из них впереди. Конец книги. Читал Адреналин.